Глава 194. У кого в жизни включены читы? Прозвучавшие два слова были непререкаемым законом неба и земли. Голова павильона внезапно почувствовал слабость в коленях, резко побелев он покорно опустил голову, заместители последовали его примеру. Эта ситуация не имела никакого отношения к собравшимся ученикам. Однако они собственными глазами видели, как Ван Буэлэ, маленький человек, не побоялся дать бой, чем изменил свою судьбу. Увиденное вдохновило их, словно они каким-то образом разделили его триумф, все ученики ещё раз поклонились небесам. Лин Тяньхау с другой стороны в одной части как будто оставили все силы. Горечь в сердце из крохотного озерца превратилась в необъятный океан, звуки вокруг постепенно отдалялись, словно в забытье он бессильно посмотрел на Ван Буэлэ. Перед его мысленным взором проносились сцены их первой встречи и постоянных конфликтов, каждый из которых заканчивался его поражением. Постепенно в его голове сформировалась странная мысль. Мне всегда казалось, что я живу как будто со включенными читами, но мне ни разу не удалось взять верх над Ван Буэлэ. Похоже, у него тоже включены читы. Больше нельзя переходить ему дорогу. Нельзя. Когда горечь немного отступила, на лин Тяньхау накатилось непредалимое отчаяние, Ван Буэлэ в этот момент чувствовал совершенно иные эмоции. Он быстро накрыл ладони кулак и поклонился небу. «Премного благодарен, Верховный Старейшина!» — громко сказал он. «Верховный Старейшина мудр и справедлив! Ваши слова предельные сны и не подлежат критике!» Когда Ван Буэлэ поклонился, что-то промелькнуло во взгляде лица в небе, могло показаться, будто на облачных губах появилась тень улыбки. Лицо затуманилось, а потом и вовсе растворилось в облаках. Довящая аура в небе тоже исчезла. После этого на острове Верхней Академии всё пришло в норму. Ван Буэлэ сияя посмотрел на главу павильона. «Глава павильона! Поскорее объявите новые результаты экзамена!» После того, что сделала глава павильона, Ван Буэлэ больше не пытался прикидываться вежливым, чтобы сохранить тому лицо. Услушав эти слова, глава павильона скривился. Спустя пару секунд он глубоко вздохнул и сказал «По итогам экзамена название мастера оружия Ван Буэлэ занимает первое место!» С этими словами мрачной как тучи глава павильона быстро зашагал прочь. Его заместители переглянулись, а потом покосились на Ван Буэлэ. Со вздохом покачав головой, они кивнули ему. Это был жест доброй воли и одновременно извинения. После этого они тоже ушли. После ухода главы павильона и его заместителей Чэнь Юйтун подошел поздравить своего младшего брата. Ван Буэлэ от души рассмеялся и поблагодарил обступивших его людей. Вскоре участники и зрители уже вместе шутили и смеялись. Обменявшись со всеми лебезностями, Ван Буэлэ покинул площадь и вернулся в пещеру Бессмертного. Лентянь Хау не удостоился даже взгляда. Это было своего рода невысказанное послание. Смирившись с судьбой, он молча ушел с площади. В личное дело Ван Буэлэ было внесено приоритетное право выбора должности. Следующей большой новостью стал перевод одного из вице-глав павильона из Академии на должность у параде Федерации. Следом за этим Чэнь Юйтун получил повышение до вице-главы павильона. Что до возглавляемого им административного департамента Академии, многие ветераны среди мастеров оружия надеялись занять освободившееся место, в теории за этот пост должна была разгореться нешуточная борьба. В такой ситуации кресло руководителя департамента обычно пустовало достаточно долгое время, пока между претендентами шла борьба. Но блестящий послужной список Ван Буэлэ и право на выбор должности позволили наставнику и дедушке-наставнику Чэнь Юйтуна подавить всех его конкурентов. Ван Буэлэ практически без борьбы возглавил административный департамент Академии, их династия получила сразу две хорошие новости. Борьба за должность главного старейшины павильона тхармического оружия все еще продолжалась, количество кандидатов уменьшилось до трех человек. Мало кто из простых людей был посвящен в политику высшего и шла на власть Академии, и тем более что-то в этом понимал. Хоть Ван Буэлэ кое-что об этом знал, он никак не мог помочь. Отметив повышение с Чэнь Юйтуном, Ван Буэлэ официально вступил в должность руководителя административного департамента Академии. Перед первым днем работы в новом статусе Ван Буэлэ приводил себя в порядок перед зеркалом. Покрутившись в новой форме мастера оружия, он драматично вздохнул. «Я слишком совершенен!» В отличном настроении, немного омраченным его совершенством, Ван Буэлэ направился в административный департамент Академии. Ворот департамента он повстречал с десяток симпатичных учениц. Они стояли с плакатами с поздравлениями Ван Буэлэ. Неподалеку стояли четыре капитана административного департамента, в такой важный день они решили прийти пораньше. Первым к нему подскочил Джо Пенхай, а остальные незамедлительно последовали за ним. «Доброе утро, мастер оружия!» Ван Буэлэ уже знал всех капитанов. Ответив на их приветствие улыбкой и кивком, он взглянул на учениц с плакатами. Такое внимание ему льстило, но он умело это скрыл. «Господа, чтобы больше такого не было!» С ноткой суровости в голосе отчитал их Ван Буэлэ. Признав свою ошибку, Джо Пенхай согласно закивал. В этом его поддержали и три других капитана. Путь до главного здания им вскрасила приятная беседа. Ученики из административного департамента на их пути восхищенно приветствовали Ван Буэлэ. Наконец он добрался до главного здания. Не успел он устроиться в кресле поудобней, как к нему подошёл Джо Пенхай с дымящимся чайником. Встав рядом, он негромко ввёл его в курс дела административного департамента. Во время доклада Ван Буэлэ время от времени кивал. Когда доклад подошёл к концу, он поднял чашку с чаем. Джо Пенхай опустил голову и быстро вышел. Ван Буэлэ поставил чашку на стол. С блеском в глазах он поднялся с места и принялся осматривать кабинет. Покрутил вазы здесь, погладил текстуру дерева там. Кабинет ему очень понравился. «Хоть мой статус и изменился, мне всё равно надо работать над культивацией и над качеством переплавляемых духовных сокровищ». Ван Буэлэ с довольным видом плюхнулся в мягкое кресло, в его руке возник пакетик снеков. Жуя чипсы, он составлял в голове дальнейший план действий. «Я уже на четвёртой ступени истинного дыхания. Нужно как следует постараться, чтобы достичь пиковой ступени. После этого я смогу начать готовиться к переходу на стадию возведения основания». Во время битвы за крепость, практики возведения основания продемонстрировали невероятную мощь и боевое мастерство. От воспоминаний о тех событиях его сердце начало биться быстрее. «Нельзя забывать и про переплавку духовных сокровищ. Надо почитать про артефакты четвёртого ранга. К тому же у меня достаточно материалов для создания драконьего клыка. Если в итоге получится сокровище четвёртого ранга, то оружие будет довольно сильным, не говоря уже о клыке чудовища стадии в создании ядра, который мне пообещал генерал Джоу. От него давно не было новостей. Может, он забыл об обещании?» Вспомнив об их разговоре, Ван Буэлэ резко выпрямился в кресле. Он долго не мог решить, стоит ли послать генералу напоминания. «Пожалуй, не стоит. В таких делах спешка только вредит. Подожду ещё немного. Если ничего не придёт, тогда я найду какой-нибудь формальный повод посетить крепость». Разобравшись с планами на будущее, Ван Буэлэ вызвал к себе капитанов. После короткого инструктажа он покинул административный департамент академии, в пещере Бессмертного он занялся культивацией. С тех пор жизнь вошла в размеренное русло. Две недели спустя Ван Буэлэ переплавил драконий клык. Для испытания нового духовного сокровища он отправился в ближайшие от академии лес. Во время тестов он внимательно следил за исходящее от сокровища духовной силой, а также проверил его разрушительную силу. К сожалению, ему так и не прислали клык короля-чудовищ, но Ван Буэлэ всё равно был доволен получившимся артефактом. «Когда пришлют клык, я просто немного его переделаю. С новым ядром мощь сокровища серьёзно возрастёт». Убрав драконий клык, он полетел на остров Верхней Академии в своём каплевидном корабле. На территории Академии практически все, кто видел корабль в воздухе, провожали его взглядом. Многие почтительно опускали голову или приветствовали его. Их приветствия вызвали у Ван Буэлэ улыбку. Когда он стал мастером оружия и возглавил административный департамент Академии, отношение людей к нему серьёзно поменялось, что не могло не радовать. Заметнее всего были изменения в поведении женской половины учащихся. Многие из них поглядывали в его сторону и томно хлопали глазами. «Я вновь оказался в центре всеобщего внимания. Прям как на острове Верхней Академии. Что до девушек, я понимаю их чувства. Всё-таки таких, как я, днём с огнём не сыщешь. Молодого, богатого, с прекрасной внешностью и огромной властью в руках. Любой другой на моём месте расхаживал бы по Академии, распушив хвост как павалин. В отличие от меня, скромного и трудолюбивого парня, который избегает любого внимания к себе». Похоже, он сегодня открыл в себе новое качество — скромность. От этих приятных мыслей его внезапно оторвал громогласный лёв вдалеке. Завидев знакомый силуэт в небе, Ван Буоле поменялся в лице. Как оказалось, алмазная обезьяна уже какое-то время тайком следила за ним. Несмотря на смену корабля, обезьяна сразу поняла, кто в нём находится, и без колебания ударила в него раскрытой ладонью. Засада! После моментального испуга Ван Буоле пришёл в ярость. К счастью, он неоднократно подвергался нападениям обезьяны, поэтому сумел выработать в себе привычку постоянно следить за окружением. С культивацией четвёртой ступени истинного дыхания его реакция стала ещё быстрее. Своевременно сделав вираж, ему удалось избежать прямого попадания лапы. Вместо того, чтобы отправить корабль в неконтролируемое падение, алмазная обезьяна только слегка задела борт, ему удалось с трудом посадить корабль. Выбравшись из кабины, Ван Буоле мрачно посмотрел на небо. Алмазной обезьяне пришлось не по вкусу, так как добыча ускользнула прямо у неё из-под носа. Оскалившись, зверь повернулся к Ван Буоле спиной и потряс задом, а потом, одарив его презрительным взглядом, полетел к павильону украшения зверей. Свидетелями этой стычки стали многие ученики дхармического оружия. Им с трудом удалось сдержать улыбки. Никто в открытую не стал обсуждать этот инцидент. С другой стороны, о конфликте Ван Буоле и алмазной обезьяны знали многие. Ван Буоле тоже одарил обезьяну презрительным взглядом. Только сейчас он понял, сколько людей стали свидетелями этого весьма постыдного эпизода. По его мнению, это немного подпортило его репутацию. Эта стычка напомнила ему о пережитых в прошлом унижениях. «Бестыжая мартышка!» — сощурив глаза, подумал он. «Скоро ты узнаешь, на что я способен!» Глава 195-я. «Скажи что-нибудь!» Ван Буоле мрачно наблюдал, как алмазная обезьяна возвращается в павильон украшения зверей. Сам он тоже вернулся в свою пищу до бессмертного. В его голове уже вращались шестерни. «Швырнуть взрывоопасные бусины в тупую мартышку? Нет, слишком очевидно. Заставить москитов её укусить? Вот это уже идея получше. Но если после этого павильон украшения зверей начнёт расследование, им не составит труда вычислить виновного. Стравить её с кем-то другим? Рассорить со старейшиной павильона украшения зверей? Такой многоступенчатый план не годится для человека моего интеллекта. Что ж делать?» Ван Буоле нахмырился. Опираясь на опыт, приобретённый в детстве и юношестве, он отмёл все пришедшие в голову идеи. Стоило ему зайти в пещеру бессмертного, как он застыл прямо на пороге. «Алмазная обезьяна – самец или самка?» – внезапно сдался вопросом Ван Буоле. Как только он напряг память, его захлестнула волна негодования. Сомнений не было, его противник был самцом. «Ты зверь стадии возведения основания? Совсем стыда нет? Носишься голой, сверкая своими причиндалами? Твой эксгибиционизм зашёл слишком далеко?» Ван Буоле хмыкнул. «Грехи обезьяны были слишком серьёзными. Я, Ван Буоле, человек снисходительный и незлопамятный. Но эта мартышка совсем потеряла совесть. К тому же он обожает разгуливать без одежды. Как бедным ученицам Академии нормально учиться, когда они каждый день видят такой срам? «Я буквально слышу народный гнев! Надо преподать урок этой беспардонной мартышке!» Ван Буоле чувствовал значимость и важность поставленной задачи. В его голове быстро созрел подходящий план. «Раз это мартышка-самец, тогда я знаю один способ, как с ней сладить. Я сделаю для него автоматон самки-обезьяны!» Чем больше Ван Буоле размышлял над этим планом, тем больше убеждался в успехе. Его губы растянулись в ухмылке, когда он мысленно прокрутил в голове примерный сценарий, в глазах заплясали озорные огоньки, ему уже не терпелось приступить. Ван Буоле пули умчался в комнату с плавильной печью, где сразу же засел за переплавку. Одновременно с этим он зашел в сеть, чтобы выяснить, какие материалы лучше всего подойдут для его задумки. Три дня спустя Ван Буоле вышел из комнаты, следом за ним семенила уменьшенная версия алмазной обезьяны. Эта обезьяна была розового цвета с большими глазами, маленьким ртом, губами как спелая вишня и округлыми формами. Исходящая от неё духовная энергия поражала. Это было безупречное духовное сокровище третьего ранга, отличавшееся особенной крепостью. Ван Буоле долго ломал голову над тем, как соединить все известные ему защитные начертания на духовной заготовке. После нескольких попыток у него всё получилось. К тому же на материалы он тоже не пожалел денег. В результате маленькая алмазная обезьяна получилась практически неразрушимой. В автоматон был встроен механизм самоуничтожения. На всём острове Верхней Академии только Ван Буоле знал, как привести его в действие. Внешний вид автоматона был амальгамой десятков тысяч изображений обезьян, которые Иван Буоле откопал в сети. Внеся несколько финальных штрихов, он не мог не признать, что получившийся автоматон должен был выглядеть крайне привлекательно в глазах алмазной обезьяны. Эта грязная мартышка будет без ума от моего автоматона. Ван Буоле расхохотался, будучи полностью уверенным в успехе. Пору мгновений спустя он вывел автоматону из пещеры Бессмертного. На улице Ван Буоле щёлкнул пальцами. Из тела, стоящей позади обезьяны, послышался то ли треск, то ли щёлканье. Её тело увеличилось вдвое. Назвать её маленькой горой язык не поворачивался, но размеры всё равно были весьма внушительными. Ван Буоле посчитал её нынешний вид подходящим для алмазной обезьяны. Вместе с автоматоном он отправился гулять по павильону от хромического оружия. Люди на пути поражённо замирали. Сопровождавшая Ван Буоле странная обезьяна приковывала к себе взгляды окружающих. «Это автоматон?» «Что задумал Ван Буоле?» «Он сделал автоматон алмазной обезьяны?» «А вам не кажется, что этот автоматон выглядит слегка развязно?» Ван Буоле слышал обрывки разговоров и видел выражение лиц учеников. Это подкрепило его уверенность в успехе предприятия. Его настроение стало ещё лучше. «Это без сомнения настоящее произведение искусства!» Ван Буоле обернулся и с довольной улыбкой посмотрел на автоматона. Размышления о целесообразности переплавки этой обезьяны вызвали у него тяжёлый вздох. Ему на секунду показалось, что он всё дальше и дальше уходил по кривой дорожке в сторону тёмного леса, и забираясь дальше по пути создания уникальных автоматонов. «Я столько пожертвовал ради того, чтобы наказать эту вшивую мартышку. Ничего страшного, это моя судьба. Вся моя жизнь сводится к двум вещам – тяжёлой работе и безвозмездной помощи другим!» Подумал Ван Буоле. Погрузившись в летающий корабль вместе с автоматоном, он полетел вокруг острова Верхней Академии. Неподалёку от павильона украшения зверей он сбавил скорость. Стоял полдень, в ярком солнечном свете розовая шерсть автоматона выглядела особенно привлекательной. Как будто он роза среди шипов. Это привлекало внимание. Особенно пристально на корабль Ван Буоле смотрела пара глаз из пещеры бессмертного где-то в повелении украшения зверей. Внезапно раздался рёв, из пещеры бессмертного на Ван Буоле бросилась слегка взволнованная обезьяна. «А вот и он!» – понял Ван Буоле, услышав знакомый вой. Он приказал автоматону покинуть корабль в попытке привлечь внимание алмазной обезьяны, но та, продолжая выть, даже не посмотрела в сторону приманки, вместо этого она одним мощным ударом отшвырнула автоматона в сторону. После этого алмазная обезьяна опять бросилась на Ван Буоле. Словно зверь не видел ничего, кроме него. «Что это ещё такое? Она ему не понравилась?» Ван Буоле был шокирован таким результатом. Он задорожал и быстро заложил манёвр, но было уже слишком поздно. Оскалившаяся алмазная обезьяна ударила лапой в борт корабля. С глухим ударом мир перед глазами Ван Буоле закрутился в безумную круговерть. С большим трудом ему удалось уйти из-под второго удара, приземлиться и выбраться из корабля. Он поднял голову к небу и гневно посмотрел на ухмыляющуюся алмазную обезьяну. В этот раз от неё буквально веяло презрением. Обезьяна насмешливо побила себя кулаками в грудь, наблюдая за тем, как улетает обезьяна, Ван Буоле заскрежетал зубами. «Похоже, я серьёзно просчитался. Должны быть у этой облезлой мартышки странные вкусы!» Взгляд Ван Буоле не предвещал ничего хорошего. Вместе с автоматоном он вернулся в пещеру бессмертного. За сутки в комнате с плавильной печью он внёс необходимые изменения во внешности обезьяны. Главный фокус Ван Буоле сделал на модификации тела автоматона. Размышления о физической силе алмазной обезьяны навели его на одну мысль. Возможно, его предпочтения склонялись к чему-то более мужественному. В результате модификации автоматон получил невероятную мускулистую форму. Это принесло свои плоды. Алмазная обезьяна пару раз покосилась в сторону автоматона, но в итоге целью зверя всё равно стал корабль Ван Буоле. Удар в борт был немного слабее, чем в прошлый раз. Кажется, я что-то нащипал. Радостно подумал Ван Буоле. Он продолжал изменить автоматон. За несколько попыток он раскусил предпочтение алмазной обезьяны. В итоге у него получилась обезьяна с маленькими глазами, тонкими губами, мускулистым телом и грязно-жёлтым мехом. Когда автоматон предстал перед глазами алмазной обезьяны, эффект последовал незамедлительно. Вместо того, чтобы кинуться к Ван Буоле, огромная обезьяна задрожала и тяжело сдышала. Она начисто позабыла о летающем корабле. Ван Буоле видел, как у обезьяны загорелись глаза при виде автоматона. Попалась! Когда алмазная обезьяна двинулась к автоматону, Ван Буоле спешно приказал тому бежать. Вот только с его скоростью автоматону не удалось сбежать. Огромная обезьяна быстро нагнала его. Молниеносным движением лапы алмазная обезьяна сгребла добычу и сбежала в пещеру бессмертного. «Бестыжая мартышка! Скоро ты узнаешь, каково это упасть с небес прямиком в преисподнюю!» Мстительно произнёс Ван Буоле. Дома он подождал некоторое время, а потом активировал механизм самоуничтожения. Пару секунд спустя на другом конце острова Верхней Академии произошёл взрыв. В этот же миг из павильона укрощения зверей раздался вой, полный изумления и ярости от внезапно прерванного удовольствия. Ван Буоле этот звук показался слаще самой приятной мелодии. «Жалкая мартышка! Как тебе мой сюрприз? Это только начало! Скоро ты узнаешь... Нет ничего страшнее, чем страдать от любви к тому, что невозможно получить!» Ван Буоле чувствовал себя философом из далёкой древности. Как ему казалось, это изречение прозвучало крайне глубокомысленно. Его план состоял из трёх шагов. Шаг первый — подцепить алмазную обезьяну на крючок. Шаг второй — позволить ей поиграться с автоматоном некоторое время. Третий и последний шаг — забрать автоматона у алмазной обезьяны. Стратегию дать, а потом отнять, Ван Буоле разработал специально для алмазной обезьяны. На людях это могло не сработать, но имея дело со зверем, Ван Буоле не сомневался в успехе. Довольный промежуточным результатом, Ван Буоле изготовил в комнате с плавильной печью копию автоматона. На следующий день он опять взял обезьяну с собой. Ситуация повторилась. Алмазная обезьяна унесла автоматон в свою пещеру бессмертного. Вскоре прогремел взрыв, за которым последовал безумный вой обезьяны. Опасаясь ответной реакции и повелён на украшение зверей, Ван Буоле старался не использовать этот трюк слишком часто. После трёх раз он перестал брать с собой автоматона. Вместо этого он спокойно ждал у пещеры бессмертного. Однажды утром, много дней спустя, К его дому прилетела алмазная обезьяна с покрасневшими глазами. Зверь оглушительно взревел. Чувство радости от нахождения весёлой игрушки, Которую потом отобрали, дав немного с ней поиграться, Оставило алмазную обезьяну с пустотой в душе. Вслед за воем пещеры бессмертного начали сотрясать удары, Словно незваный гость хотел, чтобы Ван Буоле вышел на улицу. Ван Буоле внутри гордо поднял голову, Не спешно расправив халат, он немного приоткрыл дверь. В образовавшейся щели появился глаз. Чё разорался? Я не понял ни слова. Если есть что сказать, говори. В ответ прогремело речание, Как только алмазная обезьяна увидела глаз Ван Буоле. Ничего не понял? Почему ты не скажешь, что тебе надо? Покашляв спросил Ван Буоле. Раздался ещё один вой. Вой сколько влезет? Тебе есть что сказать или нет? Если нет, то я возвращаюсь в постель. Ван Буоле гневно посмотрел на обезьяну и захлопнул дверь. Глава 196 Операция Солнечный меч Раздался вой. Когда захлопнулась дверь пещеры бессмертного, Алмазная обезьяна запаниковала. В очередном приступе ярости она ударила лапами в дверь, Поднявшийся грохот переполошил у многих учеников неподалёку. Алмазная обезьяна! Что она здесь забыла? Это пещера Ван Буоле? Зачем зверю галупит в дверь? Ученики павильон от хромического оружия, Оставшие свидетелями этой сцены, Судорожно втянули в лёгкий воздух. Но страх не вынудил их сбежать. Они понимали, Прямо у них перед глазами разворачивается что-то крайне интересное. Никто не хотел слишком близко подходить к беснующейся алмазной обезьяне, Поэтому ученики наблюдали за всем издали. Ван Буоле сухо покашлял. Когда дверь позади тряхнула от удара, он ещё раз немного её приоткрыл. «Чего тебе надо?» Выглянув из щели, спросил он. Раздался вой. «Я всё ещё ничего не понимаю!» Ван Буоле моргнул. Алмазная обезьяна окончательно вышла из себя. Она принялась прыгать у пещеры бессмертного и лопить себя кулаками в грудь. Когда она обернулась и напряглась, Люди вокруг не на шутку встревожились. «Небеса! Коронный приём! Чёрт, скорее в укрытие!» Ван Буоле волосы зашевелились на затылке. Он понимал ещё немного, и терпение обезьяны лопнет. «Ладно, ладно!» Ван Буоле попытался успокоить зверя. «Я понимаю, что ты хочешь сказать!» Услышав это, алмазная обезьяна обернулась и с прищуром посмотрела на глаз Ван Буоле в дверной щели. «Нет смысла визжать! У меня нет того, что тебе нужно!» «Если ты используешь свою атаку, я просто закрою дверь!» «Посмотрим, кто из нас окажется быстрей!» Всё это время Ван Буоле не сводил глаз с алмазной обезьяны. Огромного зверя затрясло, когда он услышал отказ Ван Буоле. Ещё раз взыв, обезьяна принялась хаотично размахивать кулаками и топать ногами так сильно, что задрожала земля, и с горного склона посыпались камни. Поведение обезьяны красноречивей Лебехслав говорило, что она не прекратит, пока не получит желаемое. Шум привлек к обезьяне ещё больше внимания. Ван Буоле с напускным раздражением наблюдал за приступом ярости алмазной обезьяны. Так и не открыв дверь полностью, он тяжело вздохнул и нехотя сказал «Хорошо, хорошо. Я, Ван Буоле, настоящий добряк. Я отдам тебе то, зачем ты пришёл, в обмен на один из твоих коренных зубов. Что скажешь?» У алмазной обезьяны округлились глаза. Предложение ещё сильнее разозлило зверя, в ответ он отрицательно замахал головой. «Ну, тогда ничем не могу помочь. Я действительно хочу подарить тебе звериный автоматон, который не сломается, эм, ты понимаешь, под нагрузкой». Покашлив сообщил Ван Буоле. Предложение неразрушимого автоматона было очень заманчивым. Обезьяна принялась ходить туда-сюда перед пещерой, время от времени подвывая, словно и вправду раздумывала над предложением. В глазах Ван Буоле вспыхнул огонёк. Настал самый ответственный момент. Ему не нужно было делать из алмазной обезьяны врага, и тем более не нужен был зуб. Как-никак обезьяна принадлежала старейшине из павильона укрощения зверей. Если он заберёт себе один из её зубов, вскоре к нему явятся люди из павильона укрощения зверей. Целью плана Ван Буоле было преподать противнику урок. Более того, он хотел установить со зверем некое подобие дружеских отношений. Он не знал, как в павильоне укрощения зверей этих самых зверей приручали, но главный принцип ему был известен благодаря автобиографиям высокопоставленных чиновников. Сначала сделай подарок, потом отними, только чтобы потом вернуть его. Таким образом, противоположная сторона всё больше и больше будет чувствовать признательность к дарителю. «Твоя взяла алмазик! Мне больше не нужен твой зуб! Ты получишь свой автоматон! Не волнуйся, он не сломается!» Он активировал ножны и незаметно выпустил девять москитов. Только после этого он резко распахнул дверь и поставил перед алмазной обезьяной совершенно нового автоматона-обезьяну. Алмазная обезьяна всё прекрасно слышала. При виде автоматона-обезьяны зверь застыл, но уже в следующую секунду заключил свою новую игрушку в объятия. В брошенном в сторону Ван Буэлэ взгляде угадывалось подозрение. Обезьяна явно не ожидала, что всё так удачно закончится. Мысленно она уже была готова вырвать один из зубов, но Ван Буэлэ ни с того ни с сего просто так подарил ей новую игрушку. Алмазная обезьяна обладала определённым интеллектом, пусть и совсем небольшим, и её растерянность была вполне понятной. «Но не стоит больше задирать меня! Не беспокойся! Я знаю, как тебе нравится эта игрушка! Я убрал механизм самоуничтожения!» Со вздохом признался Ван Буэлэ. Стоило ему похлопать, алмазную обезьяну как-то поёжилась. Зверь инстинктивно хотел нанести удар, за исключением хозяина и нескольких близких ей людей. Обезьяна не любила, когда к ней прикасались незнакомцы. Ван Буэлэ дал ей игрушку, поэтому она заголебалась. Если бы изначально в договоре не шла речь про зуб, то простой звериный мозг не стал бы долго об этом думать. Но зная о зубе, немного растерявшаяся обезьяна начала думать, что ей не следует бить Ван Буэлэ. Всё это видели ученики дхармического оружия неподалёку. У них чуть глаза не выкатились из орбит. «Почему алмазная обезьяна так послушно себя с ним ведёт? Разве её можно задобрить подарками? Другие в прошлом пытались, но у них ничего не вышло!» Удивлены были не только ученики павильона дхармического оружия. В зависших в небе кораблях находились ученики с павильона украшения зверей. Алмазная обезьяна уже какое-то время что-то беспокоила, поэтому их отправили выследить её и разузнать, в чём дело. Увиденное потрясло их до глубины души. «Алмазная обезьяна позволила себя коснуться!» «Мне не мерещатся!» Такая реакция зрителей пришлась Ван Буэлэ по нраву. Он ещё несколько раз похлопал алмазную обезьяну, а потом со смехом сказал «Возвращайся домой, алмазик! Если у меня выдастся свободное время, сделаю тебе ещё игрушек. А сейчас иди домой!» Ван Буэлэ сложил руки за спиной и посмотрел на алмазную обезьяну. Огромный зверь всё ещё выглядел растерянным. Вот только теперь в его взгляде проскальзывала мягкость, которой раньше не было. Покрепче сжав автоматоны и кивнув Ван Буэлэ, обезьяна поспешила обратно в павильон украшения зверей. После её ухода в рядах учеников воцелилась суматоха. Многие, кто посообразительнее, поняли, в чём заключался трюк. «Впечатляющая тактика! Ничего удивительного, что он мастер оружия. По итогам недавнего конфликта с главой павильона, Ван Буэлэ возглавил административный департамент академии. Тогда я думал, что ему просто повезло, но сейчас вижу, этот парень обладает совершенно выдающимся талантом стратега». Свидетели произошедшего испытали настоящее потрясение и почувствовали зависть. Многим повторить план Ван Буэлэ показалась весьма заманчивой идеей, но от неё пришлось отказаться. Алмазная обезьяна заработала себе пугающую репутацию. Никто не хотел становиться объектом её гнева. Разговоры учеников ещё больше подняли Ван Буэлэ настроение. Он накрыл ладони кулак и вернулся в пещеру Бессмертного, тихо насвистывая какую-то приятную мелодию. Дома он принял поз лотоса. С пакетиком снэков в руках он мысленно прокрутил последнее событие. Всё сложилось как нельзя лучше. Задуманный им план был исполнен блестяще. Он избежал гнева повелённо украшения зверей и разрешил конфликт с алмазной обезьяной, которая почему-то его недолюбливала. С этого дня он вполне мог надеяться на более покладистое поведение обезьяны. Для укрепления отношений с алмазной обезьяной ему будет достаточно время от времени переплавлять автоматонов с парочкой уникальных черт. В будущем любой конфликт в Академии можно будет решить, перекинувшись парой слов с алмазной обезьяной. Чтобы построить такие отношения, нужно время. Не без удовольствия отметил Ван Буэлэ. Когда несколько дней спустя он летел по небу на летающем корабле, его заметила алмазная обезьяна. Её пасть растянулась в улыбке, и она поспешила к нему. Вместо нападения зверь остановился перед судном Ван Буэлэ, обнажил свои белые зубы в широкой улыбке и в знак приветствия побил себя лапами в грудь. Изменившееся поведение обезьяны стало бальзамом на душу Ван Буэлэ. С тех пор жизнь вернулась в спокойное русло. Его культивация и мастерство в изготовлении артефактов медленно, но верно росли. Примерно через месяц пришли новости. Подобно камню, брошенному в пруд, вести породили огромное количество кругов на воде. Им удалось завладеть вниманием всех учеников с каждого павильона у острова Верхней Академии. Во время недавнего нашествия федерация нанесла удар в тыл по морю чудовища и успешно уничтожила множество их королей. Это подарило людям 20 лет спокойствия на границах. Благодаря такой громкой победе и двум декадам относительной безопасности раньше срока была предложена и одобрена инициатива, которую изначально планировали начать гораздо позже. Называлась эта инициатива «Операция «Солнечный меч». Задача операции заключалась в высадке на древнем мече из позеленевшей бронзы, после планировалось колонизировать часть территории меча и превратить ее в колонию. Столь серьезное предприятие переполошило все политические фракции федерации. Ученики Дао Академии эфира были потрясены до глубины души, о достижении чего-то подобного мечтал каждый практик. С другой стороны, постоянное давление внутренних и внешних сил делало инициативу трудновыполнимой. Со временным исчезновением внешней угрозы федерации нужно было как-то отвлечь политические группировки от внутренних дрязг, так и был дан ход операции «Солнечный меч». Предстоящая операция надеяла немало шума, практики истинного дыхания не допускались до участия, однако одна фаза операции «Солнечный меч» подразумевала их участие – план федерации под названием «Сто сынов». Из существующих политических фракций федерации будут выбраны сто одаренных практиков стадий истинного дыхания, избранных для последующего воспитания из них истинных экспертов. Глава 197 «Можешь, сделай, если нет, то молчи» Принятая инициатива затрагивала все политические силы федерации. Многие выпускники ДАО Академии Эфира, как одного из четырёх главных учебных заведений, ныне занимали посты в аппарате федерации. Ввиду разного происхождения статуса их семей, с федерацией у них сложились весьма сложные и многогранные отношения, а вот почему на острове Верхней Академии знали об операции «Солнечный меч» ещё до анонимного одобрения и публичного анонса. В духовном интернете Академии разгорелись жаркие дискуссии. «Слышали об операции «Солнечный меч»? Мессия по выставке на древний меч из позеленевшей бронзы. Там наверняка найдётся не одно божественное оружие. Меня не так интересует сила духовной энергии на этом мече и скрытые там ценные материи сокровища. Куда ли попыть не другое? Встретим ли мы там живых женщин-практиков? И будет ли их психология и физиология похожа на нашу? Я бы хотел выяснить, возможно ли завести с ними любовные отношения? Исключительно в академических целях. «Женщины-практики, мне кажется, мотивы комментатора выше не очень благородны. Пожалуйста, включите меня в эту исследовательскую группу. Не стыда, не совести. Фантазии на тему женщин-практиков просто показывают, какие вы свиньи». Эту тему активнее всего обсуждали пользователи сети Академии. Иван Буэлэ был рад не меньше остальных. У себя в голове он уже представлял, как однажды ступит на древний меч из позеленевшей бронзы, чтобы дать свою инаугурационную речь в качестве нового президента Федерации. Почетным караулом выступит армия стражей из практиков древнего меча. Мечты разожгли огонек в его глазах. Он ничего не мог с этим поделать. В духовном интернете им был опубликован анонимный пост. «Ребята, только и думающие о женщинах-практиках, серьезно пали в моих глазах. Как вы, практики, можете вести себя таким неподобающим образом? А теперь серьезно. Если будут проводиться исследования возможности романа с пришельцами, дайте мне знать. Я в этом настоящий эксперт». Этот пост собрал немало язвительных и шутливых комментариев. В Академии царила оживленная атмосфера, ученики с нетерпением ждали начала миссии, перешучивания в сети не отражали истинных чувств комментаторов, на самом деле ученики считали древний меч чем-то совершенно невероятным. Только благодаря этому мечу на Земле зародилась цивилизация культивации. Его происхождение постоянно вызывало споры, тем не менее людей охватывал благоговейный трепет при мысли о нем. Все больше людей обсуждало операцию «Солнечный меч», некоторые федеральные средства массовой информации начали делать сюжеты о предстоящей миссии. Как-то раз Ван Буэлэ с пакетиком снэков в руках скроллил обсуждения в сети, размышляя об очередном посте, который он публиковал под анонимным аккаунтом. Внезапно с ним связался генерал Джоу Дэси седьмой главной крепости. «Ван Буэлэ, я распорядился насчет обещанного тебе зуба Короля Чудовищ. Его должны доставить сегодня». Из кольца раздался спокойный и бесстрастный голос генерала. Ван Буэлэ встрепенулся, отложил пакетик снэков и сказал в кольцо «Премного благодарен, генерал!» В сердце Ван Буэлэ вспыхнуло пламя. Он уже давно ждал новостей от генерала. С зубом Короля Зверей стадии создания ядра он точно сможет улучшить свое духовное сокровище. Благодаря этому зубу его драконик Лык получит невообразимую силу. Джоу Дэси никак не отреагировал на восторженный тон Ван Буэлэ, обменявшись лебезностями, он уже серьезней сказал «Ван Буэлэ, мелкий пройдоха, ты утер нас всем конкурентам на недавнем экзамене и даже вызвал с помощью барабана Верховного Старейшина, чтобы тот оценил твое духовное сокровище. Новости об этом дошли даже до крепости. Меня заинтересовала твоя пушка Буэлэ. Одолжи мне одну. Хочу устроить ей полевое испытание». Ван Буэлэ без колебаний согласился на просьбу генерала Джоу. Все-таки на создание этой пушки его вдохновили вулканы. К тому же с седьмой главной крепостью у него сложились весьма интересные отношения. Если пушка пригодится в крепости, он будет только рад. Вдобавок идея генерала Джоу уже приходила ему в голову. То, с какой готовностью согласился Ван Буэлэ, порадовала Джоу Десси. Попрощавшись, он отключил связь. На закате с седьмой главной крепости прибыл летающий корабль с Джоу Лу на борту. С разрешения Дао Академии она совершила посадку и отправилась к пещере Ван Буэлэ. У дверей пещеры Бессмертного она нетерпеливо ждала, пока Ван Буэлэ выйдет на улицу. Какие бы подвиги он ни совершил, она все еще отзывалась о нем весьма нелестно. Несовсем удачное первое знакомство навсегда испортило о нем впечатление. К тому же название духовного сокровища показалось ей вульгарным. В итоге она, сверля Ван Буэлэ взглядом, нетерпеливо вытянула руку. «Давай сюда, свое духовное сокровище!» Увидев стоящую пещеру Бессмертного Джоу Лу, Ван Буэлэ улыбнулся и уже хотел передать ей пушку Буэлэ, но ее тон пришелся ему не по вкусу. Закатив глаза, он скрестил руки и облокотился на каменную стену. «Ты всегда просишь подарки у симпатичных парней?» «Хватит ерничать! Давай его сюда!» Когда Джоу Лу услышала, как Ван Буэлэ называл себя симпатичным парнем, в ее сердце поднялась волна отвращения. Она нахмырилась и фыркнула. Такое отношение Джоу Лу разозлило Ван Буэлэ. Всю его жизнь, за исключением Думень, ему не встречался человек, кто мог бы на равных состязаться с ним в острословии. «У меня много духовных сокровищ. Какое тебе нужно?» Выгнув бровь, спросил он. «Ты...» Изящные формы Джоу Лу плотно обтягивала черная военная форма. Когда под влиянием эмоций у нее начала быстро вздыматься грудь, могло показаться, будто форма могла порваться. Спустя пару секунд она сквозь зубы процедила. «Пушку! Бауэлэ!» Ван Буэлэ покашлял, в очередной раз подивившись, как метко он присвоил имя Пушки. Он бы не стал так себя вести, будь это кто-то другой, но тон Джоу Лу не располагал к вежливости. Она попыталась им командовать, да и во взгляде девушки читалось презрение. Ван Буэлэ не чувствовал себя виноватым, сколько бы ее не мучил. С другой стороны, ему приходилось учитывать другую возможность. Джоу Лу могла оказаться любовницей генерала Джоу. Даже если это и не так, оба носили одинаковую фамилию, поэтому могли оказаться родственниками. Однако не было смысла опускаться до ее уровня и продолжить в таком тоне. Таким решением Ван Буэлэ показывал свое уважение к генералу Джоу. Возмахом руки он извлек из браслета пушку Буэлэ и бросил черный цилиндр девушки. Поймав духовное сокровище, Джоу Лу фыркнуло. Она швырнула Ван Буэлэ бездонный браслет и пошла прочь. Ван Буэлэ не мог отвести взгляда от чарующих форм девушки, которые подчеркивала обтягивающая форма. Снова стала персиком. Подумал он со вздохом. Ван Буэлэ не смог удержаться и крикнул Джоу Лу вслед. «Джоу Лу, признайся, ты втайне влюблена в меня?» Джоу Лу метрах в тридцати запнулась и чуть не упала ничком. Развернувшись на пятках, она одарила Ван Буэлэ испепеляющим взглядом. «Если это не так, то почему ты при каждой нашей встрече носишь наряд на размер меньше? Джоу Лу, забудь обо мне! Мы не подходим друг другу!» С драматичным вздохом попросил Ван Буэлэ. Не став дождаться ответа, он быстро йоркнул обратно в пещеру Бессмертного. Дверь с грохотом захлопнулась. Джоу Лу на улице напоминала готовый к извержению вулкан. Ее грудь тяжело вздымалась и опадала, пока она буравила взглядом закрытую дверь. Спустя пару секунд ей удалось взять себя в руки. Скрижища зубами, она вернулась на корабль. «Черт, автолстяк!» «Я, Джоу Лу, лучше влюблюсь в чудовище, чем в этого мерзавца!» По дороге в крепость Джоу Лу долго не могла успокоиться. Убедившись, что гостья действительно улетела, Ван Буэлэ сел в пузу лотоса в своей пещере Бессмертного и принялся что-то довольно насвистывать. Из браслета он извлек черный острый зуб длиной с человеческую руку, и от него исходила жутковатая аура. Как только он покинул бездонный браслет в помещении, стало заметно холодней, Ван Буэлэ поюжился и сосредоточился на правильном дыхании. Он чувствовал исходящее давление и впечатляющую ауру зуба, которые стали настоящим испытанием для стабильности его культивации. Ему потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому, пусть это и далось ему с некоторым трудом. Его глаза заблестели. «Отличная штука!» Ван Буэлэ больше не мог ждать, он пулей умчался в комнату с плавильной печью для переплавки зуба. А Джоу Лу наконец вернулась в крепость с оружием для генерала Джоу. Тот мельком сгнул на пушку и сразу же приказал одному из солдат испытать её на пойманном чудовище. Воздух сотряс оглушительный грохот, выстрел из пушки Буэлэ пробил монстр насквозь, испепелив при этом добрую половину тела. Этот зверь обладал силой равной культивации первой ступени истинного дыхания. Выстрел пушки не удивил присутствующих на испытаниях солдат, всё-таки её ударная мощь серьёзно уступала вулкану. Хоть одним выстрелом удалось убить чудовище стадии истинного дыхания, в федерации существовали похожие духовные сокровища. Продолжай! Спокойно приказал генерал Джоу. Солдат с пушкой сделал ещё один выстрел, вскоре их количество достигло 80, потом 160, следом 350 и наконец перевалило за 500. Дыхание солдата из спокойного стало прерывистым от переполнявшего его восторга. Те, кто наблюдал со стороны, тоже не смогли сохранить невозмутимость. В их округлевшихся глазах застыли неверие и изумление. Джоу Лу неподалёку обалдела смотрела на пушку в руках солдата. Генерал Джоу тоже задышал чуть быстрее. Пушка БОЛ оказалась невероятно стабильной. Существовало немало духовных сокровищ с такой же огневой мощью. Главная причина, почему их массово не использовали, дороговизна производства и нестабильность конструкции. Война отличалась от дружеских состязаний. Во время тренировочного поединка практик мог неоднократно менять свои духовные сокровища. Обычно из одного такого артефакта делалось от нескольких дюжин до сотни выстрелов. Но на войне требовалось, чтобы духовное сокровище могло сделать от пары сотен до нескольких тысяч выстрелов. Только после 1200 выстрелов пушка БОЛ начала демонстрировать первые признаки нестабильности. После завершения испытания повисла гробовая тишина. Присутствующие на какое-то время даже забыли о дыхании. Все взгляды были прикованы к пушке БОЛ. У многих перед глазами уже стояла сцена сражения с использованием этих пушек, если бы их поставили на массовое производство. После выстрела вулканов следовал оглушительный залп десятков тысяч или сотен тысяч или даже миллиона пушек БОЛ. От такого яркого образа мурашки начинали бегать по телу. Теперь понятно, почему Дао Академии эфира не стала распространить информацию об этой пушке и втайне связалась с армией. Пробромотал генерал Джоу себе под нос. Боюсь, даже Ван БОЛа не понимает истинные ценности и значения своего оружия. Джоу Луридом с ним была не до конца убеждена. На пути сюда я изучила эту пушку, тихо сказала она. Я не до конца поняла ее устройство, но могу с уверенностью сказать, что это не очень комплексное духовное сокровище. Вся соль в нескольких модифицированных начертаниях. В Федерации полно экспертов под хромическому оружию, так почему никто раньше до этого не додумался? Генерал Джоу с присущим ему спокойствием посмотрел на свою помощницу. Когда девушка чуть стыдливо опустила голову, он невозмутимо сказал. После создания вулкана многие высказывали в его адрес схожий скепсис. Более того, эти скептики в то время как ты сейчас тоже не нашли в вулкане ничего особенного. Если все дело в нескольких модифицированных начертаниях, так почему бы тебе не модифицировать хотя бы одно? Как говорится, можешь сделай, если нет, то молчи. Глава 198 Совесть Полевое испытание пушки Боулы растянулось на несколько дней. Военные решили провести всесторонние тесты нового оружия. Стараниями средств массовой информации об операции «Солнечный меч» вскоре узнало и население Федерации. Вокруг этой невероятно важной темы разгорелись жаркие дебаты. Тем временем ДАО Академии Эфира сделало официальное объявление ученикам Острова Верхней Академии относительно набора сотни избранных для Федерации. В рамках одной из фаз операции «Солнечный меч» инициативы «Сто сынов» каждому городу и политической фракции разрешилось выдвинуть группу своих кандидатов. Номинантам предписано прибыть в указанное Федерации место для первого раунда отбора. Прошедший этот раунд отправится в столицу для прохождения второго этапа. Финальная сотня человек станет сынами Федерации. Причем в отличие от обычного турнира места присуждаться не будут, финалистам станут доступны определенные привилегии, к тому же развитию их культивации будет уделено особое внимание. Да, у Академии Эфира выбрало три сотни учеников. Никто не знал, сколько попадут в итоговую сотню после нескольких раундов отбора. Триста номинантов были равномерно распределены по всем павильонам, каждый павильон предоставил Академии свои рекомендации. Из дюжины с небольшим мемен списка павильон от хромического оружия, особенно выделялось имя Ван Буоле. Несмотря на неопределенность относительно будущего главного старейшины, чье место до сих пор оставалось вакантным, а борьба за него стала еще ожесточенней, глава павильона больше не желал портить Ван Буоле жизнь, даже в свете их весьма натянутых отношений. Хотя в действительности он не мог ничего ему сделать. Будь то его подвиг во время защиты крепости или добычи из деревни истинного дыхания, Ван Буоле сделал себе имя не только в родном учебном заведении. Многие в трех других даоакадемиях и армии слышали о нем, у него уже успела сложиться определенная репутация, хотя он еще не имел официальной должности. Такой человек украсил бы собой любую политическую фракцию. Не стоило сбрасывать со счетов его талант в области дхармического оружия. Внушительный список заслуг дополнили разработанное им духовное сокровище, потрясшее многих людей, чудо с барабаном вопрошение и, наконец, оценка, данная Верховным Старейшиной. Отличная работа! Менее сообразительные люди могли подумать, что Верховный Старейшина просто оценил духовное сокровище Ван Буоле, но по-настоящему прозорливо и понимали, что слова «отличная работа» характеризовали не столько духовное сокровище, сколько самого Ван Буоле. Отличная работа! По этой причине имя Ван Буоле на вершине списка не стало ни для кого сюрпризом. За следующую неделю были сформированы окончительные списки кандидатов от каждого павильона, их публикация породила небольшую бурю на острове Верхней Академии. В одночасье 300 счастливчиков оказались под пристальным фокусом сотен тысяч человек на острове. О, Джои Фань попал в список! А я знал, что его сделают одним из кандидатов культивации первой ступени истинного дыхания. Сколько знакомых имён. Попала даже Джоу Ямэн из павильона магических формаций. Она из одного с Ван Буолы набора. Я слышал, она старается не особо выделяться у себя в павильоне, но это не остановило главу павильона. Тот очень ценит её способности. Пока ученики с интересом обсуждали опубликованные списки, да, у Академии эфира сделала ещё одно объявление относительно плана Стосанов Федерации. Она напрямую затрагивала 300 кандидатов. Те закономерно пришли от новостей в восторг, особенно Ван Буолы, у него маслянисты заблестели глаза. Объявление говорилось о гарантированном повышении. Все, кто сможет стать одним из Стасанов Федерации, получат не только награду от Академии, но и повышение. Ван Буолы, к примеру, сейчас возглавлял административный департамент Академии. Если он станет одним из Стасанов, то поднимется с текущей должности Давидс и главу Павильона. Ван Буолы не мог сдержать восторга. Он и так почувствовал серьезные изменения в статусе после того, как возглавил административный департамент Академии, а если его сделают вице-главой Павильона, тогда он станет по-настоящему важной шишкой. В свете обещанного многие начали серьезно метить в сотню Снов Федерации. Через две недели им предстояло отправиться в столицу, где их ждал второй этап отбора. Итоговая сотня среди практиков истинного дыхания будет без преувеличения лучшими из лучших. Культивация каждого из них впечатляла, причем все владели собственным летающим кораблем. По этой причине они отправились в путь не все вместе, а по отдельности. Большинство прямо на следующий день улетели на своих кораблях в сторону столицы Федерации. Закончив приготовление, Ван Буолы позвонил Джо и Фаню и Джао Ямен с предложением отправиться в путь вместе. Они хорошо знали друг друга еще по деревне истинного дыхания. На острове Верхней Академии их пути нечасто пересекались, тем не менее они время от времени обменивались голосовыми сообщениями и просто звонками. Джо и Фань без колебаний согласился на предложение Ван Буолы. Джо и Ямен с другой стороны отреагировала более сдержанно. Предпочитая тишину и покой, она намеревалась путешествовать в одиночку. Но после звонка от Ван Буолы она задумалась о пережитом в деревне истинного дыхания и в итоге согласилась на предложение. Они договорились двинуться в путь через три дня, а до этого как следует подготовиться к путешествию в столицу. Там их ждал второй этап отбора, где им предстояло выбиться из тысяч кандидатов в сотню сынов федерации. Ван Буолы закончил подготовку точно в срок. Ночью накануне отлета он проверял свои духовные сокровища, дабы убедиться в пригодности артефактов для отборочного тура, который будет проходить в столице. Внезапно ему позвонил генерал Джоу из седьмой главной крепости. Голос генерала буквально сквозил дружелюбием. По результатам излетело от простого любопытства практически до неописуемого восторга. Вот почему он не стал ходить вокруг да около. Ван Буолы, мы крайне высоко оценили твою пушку Буолы. Нам понадобится по меньшей мере миллион единиц. Самостоятельно тебе вряд ли удастся столько переплавить. Поэтому как ты смотришь на продажу нам чертежей? Что до цены, мы не можем заплатить тебе всю сумму сразу, поэтому хотели бы разделить ее на десять отдельных платежей. Гарантирую, что ты каждый год будешь получать часть суммы. За десять лет мы полностью с тобой можем гарантировать твое попадание в сотню снов федерации. Когда прибудешь в столицу, просто действуй по ситуации. Мы зарезервировали тебе место в финальной сотне. Генерал Джоу не был бизнесменом. Быть может, когда дело касалось чего-то действительно важного, он не хотел опускаться до обмана. В итоге, без попыток что-либо скрыть от Ван Буолы, он просто назвал цену, которую армия была готова заплатить, и оставил ему право самому решать. Пушка представляла для генерала определенную ценность, но куда больше он ценил самого Ван Буолы. Выслушав генерала, ошеломленный Ван Буолы с шумом втянул в легкий воздух, генерал за один монолог полностью изложил свою позицию. Сделанное предложение слегка обескураживало. Внезапно Ван Буолы осознал, что, возможно, его пушка оказалась намного полезнее, чем он предполагал. Его охватил неконтролируемый восторг. Кто-то другой на его месте наверняка попытался бы выторговать себе более выгодные условия, но Ван Буолы решил этого не делать, «Открытость генерала Джоу действительно подкупала». «У меня нет возражений», ответил он. «Вопрос цены я оставляю на ваше усмотрение. Я верю, что вы назначите справедливую цену. Если честно, если бы переплавка духовных сокровищ не стоила так дорого, я бы отдал армию чертежи бесплатно». Из кольца передатчика раздался громкий смех. Нетрудно догадаться, что такой прямолинейный ответ не мог не понравиться человеку с характером генерала Джоу. Обсудив все детали, он отключился. Опустив руку с кольцом-передатчиком, Ван Буоло вскочил и начал ходить кругами по пещере, радостно размахивая руками. На эмоциях он одним махом прикончил большую бутылку духовной ледяной воды, от радости он чуть не пустился в пляс. «Зарезервированное место в сотне! Ха-ха! Место вице-главы павильона, считай у меня в кармане!» Гарантированное попадание в сотню избранных федераций позволило ему немного расслабиться. Ван Буоло не мог успокоиться до самого утра. На встречу с Джо и Фанем от Джао Ямен он отправился в отличнейшем настроении. Сие от радости Ван Буоло вышел из пещеры Бессмертного и направился на оговорённое место, где его дожидались двое будущих спутников. Молодой человек в даосском халате, словно яшмовое дерево на ветру, с первого взгляда создавал ощущение человека с выдающимся талантом, внешностью и утончёнными манерами, и изящная девушка невиданной красоты с длинными не спадающими каскадом волосами на её розовых губах играла тень улыбки Джо и Фанем Джо и Фанем Джо и Фанем Джо и Фанем пришёл не один, с ним были двое учеников из павильона боевых искусств, правда на фоне Джо и Фанем и Джо и Фанем они выглядели непримечательно и как-то обуденно. Вместе Джо и Фанем и Джо и Фанем словно два небожителя являлись собой сосредоточие людской красоты. На них с нескрываемой завистью поглядывали другие ученики. Многие девушки в толпе с обожением в глазах смотрели в сторону Джо и Фанем а подавляющее большинство парней заливались краской при виде ослепительной Джо и Фанем В присутствии этой несравненной красавицы практически все чувствовали неконтролируемое желание оберегать её. Никто не допускал даже мысли о том, чтобы осквернить такую красоту. Ван Бооло совершенно не разделял чувства окружающих. Завидев два знакомых лица он со смехом подошёл к ним и заключил Джо и Фанем в объятия а потом на зависть всем парням обнял Джо и Фанем всегда посещало смутное чувство бессилия. Но после деревни истинного дыхания помимо признательности он стал испытывать к Ван Бооло симпатию и дружеские чувства. Что до Джо и Мэн выражение её лица ни капли не изменилось. На её губах тёплая и в то же время скромная улыбка. Во взгляде читалось абсолютное спокойствие. Как же рад вас видеть, ребята! Из нас троих выйдет отличная команда! Всё-таки если говорить о красоте, то мы все из одной лиги! Каждый раз, как я вижу вас, меня не покидает ощущение, будто я смотрю на собственное отражение! С довольным видом поделился Ван Бооло и хлопнул себя по животу. Джо и Фанни, Джо и Мэн никак не отреагировали на эту ремарку, но выражение лиц всех остальных странным образом изменилось. Похоже, все эти люди мысленно задали себе один и тот же вопрос. У тебя вообще совесть есть? Глава 199 Впадина Кэлунь Бооло, это два моих младших брата с павильона боевых искусств. Академия поручила им задание. Раз нам лететь в одну сторону, они предложили отправиться всем вместе. Что скажешь? Этими словами Джо и Фанни оторвал Ван Бооло от самолюбования. Два ничем не примечательных ученика у него за спиной находились на второй ступени истинного дыхания. Они чуть вышли вперед и накрыли ладони и кулак в знак приветствия. Доброе утро, старший брат Ван! Джо и Фанни явно рассказала мне много про Ван Бооло перед встречей. Да и его имя было известно практически всем на острове Верхней Академии. Все это объяснило такое уважительное поведение этих двоих. Без проблем! Мы ведь учимся в одной Академии! Друзья и Фанни! Мои друзья! Полетим все вместе! Ван Бооло со смехом согласился, а потом достал свой роскошный каплевидный корабль и взошел на борт. Поднимайтесь! Мы отправляемся! Джо и Фанни с улыбкой покачал головой. Характерным жестом он предложил Джао и Мэн подняться на корабль первый, та улыбнулась и кивнула. На борт она взошла с какой-то неестественной грацией, вслед за ней на борт поднялись Джо и Фанни с двумя товарищами с павильона боевых искусств. Старый корабль Ван Бооло не вместил бы столько народу, но нынешний находился в классе судов, которые использовали вице-глава павильона и равные им по статусу практики. Даже с пяти пассажирами на борту не было тесно. Под управлением Ван Бооло корабль взмыло вверх, пробил слой облаков и полетел к горизонту. По скорости этот корабль превосходил обычные летающие суда. Люди на борту рассчитывали, что с нынешней скоростью они доберутся до столицы за двадцать часов. Чтобы успеть посмотреть город и немного освоиться в незнакомом месте, они отправились в путь с большим запасом времени. Ни Джо и Фанни и Ван Бооло никогда раньше не бывали в столице. Когда корабль лег на курс, Ван Бооло перестал стоять в центре корабля Кастукан. Расположившись поудобнее, он в чувствах посмотрел на своих спутников Джо и Фанни и Джоу Йо Мэн. Невольно он задумался о той высокой скорости, с которой росла его культивация. Кто бы мог подумать, что культивация Джоу Йо Мэн не уступала его собственной. Похоже, она находилась на четвертой ступени истинного дыхания. Джо и Фанни немного отставал с культивации пика третьей ступени истинного дыхания. Создавалось впечатление, что он мог совсем скоро совершить прорыв. Все хранят секреты. Понял Ван Бооло. Хоть и не скрывают это всех полученные или найденные ими самими благословения. Он попытался затянуть обоих в беседу. Вы все стали мастерами в своих павильонах? Наверняка вы слушали ожесточающей конкуренции предстоящего отбора для программы Федерации. Шанс попасть в финальную сотню один на миллион. Вам понадобится не только талант, но и много удачи. Внешность тоже серьезный критерий при отборе. Считанные единицы пройдут такой строгий отбор, но у меня не должно возникнуть проблем. А вы, ребята, как смотрите на свои шансы? Ван Буэлэ был преисполнен оптимизма, когда сказал все это, но вскоре из-за затянувшегося молчания почувствовал себя не в своей тарелке. Джоу Ямен была очень замкнутой и немногословной девушкой, предпочитающей больше слушать, чем говорить. Джоу и Фань с другой стороны прошел суровую школу культивации, которая выработала в нем определенную сдержанность. Сколько бы Ван Буэлэ не пытался их разговорить, оба просто смотрели на него, одна своими большими глазами, а другой с практически каменным лицом. В итоге со временем он бросил попытки. Хлопнув себя по лбу, он повернулся к двум ученикам с павильона боевых искусств. Выражения лиц обоих были немного странными. «Куда вы направляетесь?» С любопытством спросил он. Очевидно, оба впервые находились на борту такого быстроходного летающего корабля. Он летел гораздо быстрее их собственных. Они с благоговением смотрели на человека, владеющего таким впечатляющим кораблем. На вопрос Ван Буэлэ они услужливо сообщили. «Мы направляемся во впадину Калунь», следом заговорил его товарищ. Неделю назад студент получил разрешение у факультета алхимии на поездку домой по личным обстоятельствам. Шесть часов назад он запросил помощи у острова Нижней Академии. Во впадине Калунь он столкнулся с чудовищами. В данный момент он не может оттуда выбраться, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Остров Нижней Академии связался с несколькими малыми дау-академиями неподалёку от впадины Калунь, чтобы те и ты же ночи отправили спасательную команду. В то же время они послали запрос в павильон боевых искусств, нас направили туда помочь со спасательной операцией и предотвратить любые непредвиденные осложнения. Смысла скрывать цели этой миссии не было, поскольку дау-академия эфира постоянно получила подобные запросы. Охрана корабля, на котором Ван Буэлэ впервые возвращался домой, состоял из учеников Верхней Академии, которые выполнили миссию по сопровождению. Обычно, когда студенты острова Нижней Академии сталкивались с проблемами, руководство оценивало угрозу, прежде чем отправить запрос на остров Верхней Академии. Та, в свою очередь, поручала своим ученикам решить проблему. Учащиеся павильоны боевых искусств составляли основную массу тех, кто занимался выполнением таких миссий. Два ученика не стали скрывать цели своего задания от остальных пассажиров на корабле. Их рассказ сразу напомнил Ван Буэлэ, как он застрел в Туманолесье. Приняв ситуацию близко к сердцу, он задал еще несколько вопросов. Как оказалось, во впадине колонь не водилось чудовищ сильнее третьей ступени истинного дыхания. Попавший в беду студиан сейчас находился в укрытии, но в округе находились чудовища, которых требовалось уничтожить по одному. По этой причине миссия по спасению все еще продолжалась. Услушав это, Ван Буэлэ с облегчением выдохнул. В такой ситуации время было на вес золота, поэтому Ван Буэлэ увеличил скорость корабля. Летающее судно устремилось к месту во впадине колонь, обозначенном на карте. Точка находилась прямо на середине их пути к столице. Путешествие получилось не очень длинным. Шесть часов Ван Буэлэ развлекал себя беседой с пассажирами своего корабля. Изредка Джо и Фанни вставляли пару слов. Два ученика с павильона боевых искусств тоже участвовали в беседе. Изредка они включали кольца-передатчики, чтобы связаться со студентом, застрявшим в долине, дабы убедиться, что с ним все в порядке. Прошел еще час. С обычным кораблем путешествие заняло бы куда больше времени. К счастью, Ван Буэлэ обладал скорость. Внизу раскинулось бесконечное море зелени, густая растительность сделала впадину похожей на болото. Такой рельеф превалировал на территории Федерации. Внезапно двое учеников получили голосовое сообщение, лица обоих посветлели. «Парень спасен и сейчас в безопасности!» Сообщили они остальным на корабле. Он отделался легким испугом. «Мы больше не будем вам мешать, старшие братья и сестра. Мы отправимся на место своим ходом на наших кораблях». Пара учеников на прощание накрыла ладонью кулак и слегка поклонилась Ван Буэлэ, Джои Фаню и Джоу Юмен. Коплевидный корабль завис в воздухе, позволив обоим погрузиться на свои суда и отбыть. Ван Буэлэ какое-то время понаблюдал за постепенно отдаляющимися кораблями, а потом сменял курс прочь из впадины. «Твой павильон боевых искусств много получает таких миссий?» Обратился он с вопросом к Джои Фаню. «Павильон ежедневно получает сотни даже тысячи таких запросов. Оболняют их ученики. Иногда приходит больше запросов, чем обычно, по этой причине на острове Верхней Академии находится не так уж много учеников нашего павильона». «А сколько выполнил ты?» Ван Буэлэ и вправду было любопытно. «С момента попадания на остров Верхней Академии я выполнил 73 миссии». С кем-нибудь другим Джои Фаню никогда бы не стал так откровенничать. Но его спросил Ван Буэлэ, поэтому он инстинктивно ответил честно. «А что насчет процента потерь? Я слышал, из-за исключения некоторых особых миссий, которые может выполнить только один человек, Академия для полевых миссий использует пары. Еще мне рассказывали, что посылаемые силы должны быть на три ступени выше требуемого уровня культивации. Это правда?» Джоу Ямэн, сидевшая в сторонке и вымолвившая за всю поездку не больше нескольких слов, внезапно задала Джоу и Фаню не один, а сразу два вопроса. Ван Буэлэ не особо понимал, как устроены полевые миссии, поэтому ее вопрос немного его заинтересовал. «Пары? Три ступени выше требуемого уровня культивации?» переспросил он. «Если вкратце, если в беде окажется студент с культивацией и физической печати, то ему на помощь отправят двух практиков вторую ступень истинного дыхания. Если спасение потребуется ученику третьей ступени истинного дыхания, то это уже работа для практика стадии возведения основания. Что до упомянутых пар, в зависимости от сложности задания вместо одного человека, способного его выполнить, с ним отправятся еще один с такой же культивацией. Такая политика серьезно уменьшает риск несчастных случаев и смертей. Но даже так, каждый год примерно 10% учеников погибает или получает ранение». После объяснения Джо и Фанни Джоу Ямен задумчиво нахмурило брови. Ван Боуле хотел задать еще несколько вопросов, но тут девушка внезапно поднялась с места и еще сильнее нахмурилась. Ее взгляд был направлен на впадину колунь далеко внизу. «Вам не кажется, что в этой впадине слишком тихо?» негромко спросила она. «С момента нашего появления здесь я не видела ни одного чудовища или птицы». Глаза Ван Боуле блеснули. Он тут же остановил корабль прямо в воздухе. Спустя пару мгновений Джо и Фанни стал крайне серьезным. Оба смотрели на далекую впадину. К сожалению, расстояние было слишком велико, чтобы что-то разглядеть. «Ифань, свяжись с двумя твоими младшими братьями и спроси, в порядке ли они!» Выпалил Ван Боуле. Не успел Ван Боуле закончить, как Джо и Фанни включил кольцо-передатчик. На всякий случай он даже включил видеосвязь. Двое учеников и спасенный студент в кадре были в порядке. Вот только звонок не успокоил Джо и Фанни. Наоборот, он выглядел встревоженным. Он посмотрел на Джо и Мэн и Ван Боуле. Внешне все в порядке. Они нашли пропавшего студента и переместили его в безопасное укрытие. Завтра они вернутся в академию. В тоне их голоса я не услышал ничего необычного. Однако они не сказали кодовое слово, которое надлежит использовать во время заданий. Такая ошибка в повелении боевых искусств считается серьезным нарушением протокола. Ван Боуле и Джо и Мэн резко поменялись в лице. Что-то не так. Джо и Фанни пустил глаза в сторону впадин и колунь. В этот миг они холодно блеснули. Глава двухсотая Неприятности А таком надлежит незамедлительно докладывать в академию. Нельзя действовать самостоятельно. Мы должны действовать согласно инструкциям академии. Джо и Фанни сделал глубокий вдох. Как ученик павильона боевых искусств он выполнил десятки миссий, поэтому хорошо ориентировался в нестандартных ситуациях. Во время объяснения он включил кольцо передатчик и послал сообщение академии. Ван Боуле и Джао Ямэн тоже посерьезнели. Стоило Джо и Фанни открыть канал связи, как вдалеке прогремел раскат грома. Гром был такой силой, что даже летающий корабль затрясло. На какое-то время Ван Боуле и остальные перестали дышать. На мгновение всю округу озарила ослепительная молния, разделив небеса надвое. Прорезавший небо ослепительный всполох по какой-то неведомой причине нарушил передачу сигнала. В этот самый момент кольцо передатчик Джо и Фанни треснуло и рассыпалось на мелкие кусочки. Похоже, разряд молнии не только не дал уйти сообщению, но и своими остаточными волнами уничтожил кольцо передатчик. Не выдержав этих волн, кольцо просто разбилось, а то виденого троица в корабле стало не по себе. Всё произошло слишком быстро. С момента, как Джо и Фань попытался связаться с Академией до уничтожения кольца передатчика, прошло всего пару мгновений. Джо и Яман поменялось в лице, а Джо и Фань оцепенело смотрел на свою руку. Дыхание Ван Боуле сбилось, глубоко внутри него разразился целый ураган эмоций. И всё же он среагировал быстрее всех. С помощью духовной энергии он моментально развернул судно и дал ему установку со всей возможной скоростью лететь в сторону того места, где прогремел раскат грома. Джо и Фань и Джо и Яман были не простыми людьми, а настоящие элиты своей Академии. Несмотря на внезапность случившегося, они быстро направили свою духовную энергию в корабль. Скорость судна увеличилась, теперь она напоминала длинный луч радужного света. Джо и Яман попыталась воспользоваться своим кольцом-передатчиком для связи с Академией, но тут она побелела, её кольцо не сработало. Вокруг мчавшегося вперёд корабля клокотали и бурлили облака, ни с того ни с сего резко стемнело. Небеса очень быстро затянули грозовые тучи, причём скорость их распространения превосходила скорость корабля. Спустя пару мгновений корабль оказался внутри грозовых туч. Сцена расширяющихся туч одновременно ужасала и восхищала. Небо над кораблем и воздушное пространство впереди скрыли чёрные тучи, образовавшаяся тень накрывала не только впадину к лунь, но и окрасные территории. От земли начал подниматься чёрный туман, грозовые тучи в небе и туман на земле устремились друг к другу. Как будто накладывалась огромная печать, которая отрежет эту область от всего остального мира. Казалось, внезапно вокруг разверзлась преисподняя, чёрные тучи, среди которых то и дело грохотел гром вспыхивали молнии, полностью скрыли солнечный меч. Ван Буоле остальные не успели толком испугаться или понять причины такой пугающей погодной аномалии. Они направляли всю свою культивацию в корабль, пытаясь выжать из него всю возможную скорость. Пробив звуковый барьер, они стрелой летели вперёд, нагоняемые раскатыми грома и молниями. Прямо по курсу грозовые тучи и чёрный туман стремительно смыкались, чистый просвет из широкой полосы сузился до узкой щели. Это был единственный путь наружу. «Быстрей!» закричал Ван Буоле. От напряжения у него на шее вздулись вены, от лица Джоу и Мэн отлила кровь, и на лбу Джоу и Фоня поблескивали бусины пота. Все трое использовали всю свою культивацию. Корабль представлял собой практически шедевр инженерной мысли. С подпиткой от сразу трёх источников духовной энергии он полетел ещё быстрее. Сзади судно нагоняли грозовые тучи, а впереди виднелась небольшая полоска чистого неба, да и та стремительно уменьшалась. В этот момент, когда казалось, что тучи и туман вот-вот сомкнутся, к просвету на полном ходу подлетел корабль. На огромной скорости крохотное судно отчаяно рвалось голубому небу и белым облакам на другой стороне, но тут произошло нечто неожиданное. С громким трёском и хрустом впадина колунь внезапно поднялась на несколько десятков метров, как будто под землёй ползла огромная змея, и сейчас она решила вынырнуть из земли для удара. Люди на корабле не успели толком ничего понять, они уже почти выбрались через ещё не закрывшуюся прореху между тучами и чёрным туманом. Казалось, угроза миновала, но тут снизу раздался чудовищный грохот. Осыпавшиеся грязь и глина явили поднимавшиеся из-под земли гигантское существо. Вот только это была не змея, а колоссальных размеров рука из плетённых корней и деревьев, среди которых виднели сотни коконов. Поднявшаяся рука разметала во все стороны огромное количество земли, глины, камней и деревьев. Гигантская рука, неся в себе страшную силу, одним рывком схватила корабль, где находились Ван Бууле и остальные. Её скорость поражала. Хоть корабль и летел на предельной скорости, ему не удалось увернуться. У людей на борту не было даже времени толком среагировать. Ван Бууле с друзьями задрожал от страха, когда массивные пальцы схватили их корабль. От чудовищной тряски у них изо рта брызнула кровь. «Спасайтесь!» во всё горло прокричал Ван Бууле и без колебаний выпрыгнул из корабля. Джо и Фанни Джао Ямен отстали от него буквально на полшага. Они были людьми крайне решительными, поэтому троица практически одновременно покинула корабль. Джо и Фанни Джао Ямен вызвали свои корабли прямо в воздухе, а Ван Бууле достал стандартный корабль, который ему вручила Академия после получения ранга мастера оружия. Каждый делал всё для своего выживания. Времени на разговоры не было, но все инстинктивно полетели к просвету. К сожалению, эта небольшая заминка стоила им шансы на спасение. Грозовые тучи и чёрный туман замкнулись прямо у них на глазах. Бурлящая и клокочащая масса чёрных облаков полностью отрезала их от внешнего мира. Они застряли в довольно жутком месте. Чёрные струйки тумана извивались, как щупальцы какого-то неведомого чудовища. От одного их вида мурашки пробегали по коже. О том, что может произойти, если туман до них доберётся, им даже думать не хотелось. Все трое поменялись в лице. Со стороны древесной руки схвативший каплевидный корабль послушался хруст, сотни торчащих из неё коконов внезапно открылись. Внутри находились человеческие тела, причём большинство из них не были практиками, а людьми на стадии древних боевых искусств. По одежде не получалось определить, кем были эти люди, за одним исключением. Большая группа людей была облачена в одинаковую униформу, что говорило об их принадлежности к какой-то организации. Среди людей в коконах нашёлся парень в халате студента Нижней Академии, неподалёку от него были два кокона с двумя практиками из павильона боевых искусств, которые прибыли во впадину на корабле Ван Буэлэ. Их глаза были закрыты, но грудная клетка мирно вздымалась, они были ещё живы. Если судить происходящее от них аури, с ними всё было в порядке. Похоже, они находились в глубоком сне. Вид коконов с людьми и практиками потряс Ван Буэлэ до глубины души. Теперь он был настроен как никогда серьёзно. А не... Джо и Фань не мог подобрать слов. Шокированная Джао Ямен пыталась успокоить расшалившиеся нервы, на поиск ответа у троицы ушло совсем немного времени. Голоса и изображение двух практиков павильона боевых искусств оказалось фальшивкой, а результат действия некого неизвестного заклятия. Даже сообщения от попавшего в передрягу студента, которые два товарища Джо и Фаня получили на подлёте ковпадине, были подделкой. Если сложить всё вместе, то получалось, что стоящая за всем этим Сила не планировала раскрывать себя, возможно, даже не собиралась нападать на них. Но если бы до Академии дошло сообщение Джо и Фаня, то прибывшее подкрепление могло раскрыть всё, что эта враждебная сила здесь скрывала. Вот почему она решила напасть и устранить свидетелей. Пока троица находилась в состоянии шока, люди в коконах внезапно открыли глаза. Их чисто незамутнённый взгляд не давал ни намёка на то, что ими кто-то управлял, не проронив ни единого звука, они с кровожадным блеском в глазах бросились на Ван Боулэ и его друзей. Во время атаки люди, чья культивация находилась на стадии древних боевых искусств, внезапно начали спускать эманации стадии истинного дыхания. Но куда больше удивляла их способность здесь летать, похоже, держащих под контролем силы не только усиливала их культивацию, но и позволяла парить в воздухе. «Астимиляция?» неуверенно выдавила бледная как мел Джао Ямен. Глава 201 Отрезанные от мира Если бы это были люди на стадии древних боевых искусств, то Ван Боулэ и его друзья могли просто их проигнорировать. С достаточно высокой культивацией им не составило труда остановить их. Благодаря ассимиляции с огромным деревом их культивация поднялась со стадии древних боевых искусств до истинного дыхания. В сердцах трёх друзей разразилась целая буря эмоций. «Как будто огромное дерево разделило свою культивацию на несколько сотен человек, даровав им силу истинного дыхания. Если это так, то какой культивацией обладает само дерево?» На лице Джои и Фанни было написано изумление, глаза Ван Боулэ холодно блеснули. «С такой культивацией гигантское дерево послало на нас марионеток. Очевидно, большую часть своей силы оно направляет на облачную печать. Быть и может, это наш единственный шанс!» Слова Ван Боулэ вырвали Джои и Фанни и Джоу Ямаэну за цепенение. Не успели они всё толком осмыслить, как им пришлось спуститься и бежать от марионеток. Им приходилось полагаться на летающие корабли, тогда как их преследователям этого не требовалось. Поэтому в воздушном бою они находились в невыгодном положении, в итоге все трое устремились в сторону леса. Когда они начали снижение, сотни бесстрастных марионеток уже почти их нагнали. Пробив звуковой барьер, они в мгновение око нагнали беглецов. Раздался грохот, между троицей и марионетками завязался бой. Джои и Фань, будучи частью павильона боевых искусств, чувствовал себя в такой ситуации, как рыба в воде. Парой магических пассов он дал отпор врагам, вот только не заклинания были основой его контратаки. Как практик павильона боевых искусств он предпочитал сражаться в ближнем бою. С началом действия заклинаний в его глазах вспыхнул боевой азарт, он высоко прыгнул, достав в полете большой летающий меч. Позади него возникли туманные силуэты, словно он вызвал и соединился со своими прошлыми инкарнациями. Он трансформировался в бога войны и с диким рявом бросился вперед. Когда меч приземлился, три марионетки перед ним задрожали и их разорвало на куски. На этом Джои и Фань не остановился. Совершив еще несколько магических пастов, он разослал во все стороны ветряные клинки, а потом рванул вперед с мечом наперевес. Подконтрольные практики стадии истинного дыхания не могли противостоять такому ураганному натиску. Те, кто не успел отступить, погибли. В считанные мгновения Джои и Фань трансформировался в настоящую машину смерти. Такими боевыми навыками чутьем не могли похвастаться многие его сверстники. Джои и Мэн с другой стороны все еще была бледной, как мел. Тем не менее, она была настоящим гением, когда дело касалось магических формаций. По взмаху ее рук область в воздухе накрыли магические формации. Ван Буолои и Джои и Фань прикрывали ее, пока она ослабляла мчащихся на них противников. Одно это показывало, насколько она была способным практиком. Быстро водя руками перед собой, она создавала одну магическую формацию с другой. На поле боя теперь находилось более сотни формаций разного размера. Их расположение выглядело случайным, но в действительности они все были связаны между собой. Таким образом, из них получилась одна большая магическая формация. За короткое время девушка успела возвести масштабную магическую формацию, способные люди вроде Джао Ямен были большой редкостью среди практиков стадий истинного дыхания всех четырех дао-академий. Все-таки у нее с рождения было духовное тело. Формации ПОВОРОТ! скомандовала Джао Ямен. Магические формации мгновенно развернулись. Каждый раз, как две магические формации накладывались друг на друга, подконтрольные врагу практики, находящиеся в зоне их действий, начинали сильно дрожать. Издали можно было даже увидеть магическое свечение, словно во все стороны било множество лучей света. В случае пересечения двух таких линий получившаяся сила могла убить неосторожного практика. Тем не менее, магические формации Джао Ямен не могли убить цель мгновенно, однако ими она могла заставить их ненадолго застыть. Таким образом, она контролировала темп боя. Сотни остановленных нападавших позволили Джоу и Фаню провести серию мощных атак заклинаниями и мечом. Эти двое никогда не практиковали тактику ведения командного боя, поскольку это было их первое совместное сражение. И все же они действовали очень слаженно. Магические формации Джао Ямен эффективно понижали мобильность врагов, к тому же они могли убивать и негативным образом влиять на марионеток. Ее магию отлично дополнял Джоу и Фаню с его молниеносными выпадами, за которыми стояла внушительная ударная сила. Ван Боуле с решимостью в глазах шагнул вперед из силы и взмахнул перед собой руками. «Дуговой разряд!» прорычал он. В эту же секунду с его ладони сорвалась сверкающая дуга. Со слепительной вспышкой разряд ударил в лоб практика. Пробив голову насквозь, он умчался к следующему практику даже быстрее, чем это успел бы сделать Джо и Фань. Ван Боуле взял на себя часть противников Джо и Фани и Джо Ямен. Самое впечатляющее было то, что дуговой разряд не ограничился двумя целями, поскольку действовал по цепному принципу. В один миг разряд разделился на десять ярких вспышек, разлетевшихся по всему полю боя, прогремела серия оглушительных взрывов. На этом атака Ван Боула не закончилась. Он стабилизировал дыхание и в самый подходящий момент выполнил магический пас. «Пламенный взрыв!» Стоило прозвучать этим словам, как перед ним вспыхнула стена огня и волной понеслась навстречу марионеткам, подконтрольные чужеродные силы люди были вынуждены отступить. Если дуговой разряд представлял собой точечную атаку, то пламенный взрыв был скорее массовой атакой, лучше всего показывающий себя против многочисленного противника. Несмотря на все старания, в ходе затяжной битвы Ван Боула и его друзьям не удалось одолеть практиков марионеток. Их глаза сиели изумрудным светом, сиение трансформировалось в листья из чистой магии. Подобно рою летающих мечей, они устремились к троице. «Тхармическое оружие!» При виде заострённых словно клинки листьев Ван Боула округлились глаза. Будучи мастером оружия своего павильона, у него имелся внушительный запас «Тхармического оружия!» «Духовные сокровища!» прокричал он. Пространство вокруг него в этот же миг заполнили десятки духовных сокровищ. Большие печати, верёвки, зеркала и летающие мечи Все эти предметы образовали вокруг него настоящий ураган, с грохотом заблокировав атаку заострённых листьев. Слаженно работающая троица являла собой внушительную силу. Со стороны могло показаться, что они идеально наполняли друг друга. Джао Ямен ловила врагов своими магическими формациями, а Джо и Фань расправлялся с ними в ближнем бою. Ван Буоле играл роль волшебника, чьи заклинания были намного мощнее магии Джо и Фаня. В определенном смысле они разделили поле боя на внутреннюю и внешнюю зону. Во внешней зоне грохотали настолько сильные заклинания Ван Буоле, что врагам было трудно приблизиться. Во внутренней зоне Джо и Фань своими точными выпадами избавлялся от наиболее уязвимых целей. Что до Джао Ямен, её магические формации прикрывали обе зоны, а сама она координировала и поддерживала обоих бойцов. Дела у троицы пока шли успешно. Они действовали как хорошо смазанный механизм, и это неудивительно. На самом деле именно это и делала Дао Академия Эфира одним из лучших учебных заведений Федерации. Сейчас её ученики демонстрировали эффективность установленной в Академии Доктрины. Их не беспокоило, что среди них мог появиться герой. Сейчас они делали основной упор на кооперацию. На островах Нижней Академии и Верхней Академии поощрялась совместная работа студентов и учеников. Таким образом они серьёзно повышали силу совместных атак. Ван Буэлэ продолжил использовать хромические сокровища. Часть из них он послал Джо и Фаню и Джоу Ямен. Когда вокруг них закрутились ураганы из артефактов, ножны внутри него завибрировали. Из них один с другим вылетело девять москитов, они стали ещё одной смертоносной силой на поле боя, давая при этом хозяину полный обзор происходящего. Наконец Ван Буэлэ достал созданную им пушку. Закинув её на плечо, он без промедления выстрелил. После оглушительного выстрела троец начала отступать, продолжая отбиваться от нападающих. Хоть им не представился шанс сбежать. Никто не планировал спасаться бегством, если только у них не останется другого выбора. Они заслуживают смерть из-за нападения на студентов и практиков до Академии Эфира. Нам нужно уничтожить их физические тела. Продолжая отступать, прокричал Ван Буэлэ. Джои Фан ничего не ответил. Он понимал, что это был единственный способ спастись. Кто бы ни стоял за этим, этот неизвестный не желал, чтобы о происходящем во впадине узнал кто-то в мире снаружи. Поэтому враждебная сила планировала ассимилировать и их тоже. Очевидно, у неё был способ сделать процесс как можно более незаметным для остальных. Если всё удастся, то трое друзей навсегда потеряют самих себя. План Ван Буэлэ по уничтожению физических тел практиков и студентов Дао Академии Эфира преследовал цель не дать им вернуться вовремя. Их отсутствие обязательно насторожит Дао Академию. Джои Фань головой понимал правоту друга, но всё равно колебался во время атак. Джао Яман с другой стороны с небывалой решимостью сфокусировалась на студенте острова Нижней Академии и двух практиках из павильона боевых искусств. Троица не подозревала, чем в итоге обернётся этот план. Несмотря на смертоносные атаки, большую часть сил они вкладывали в своё бегство. Попавшие под чужое влияние Троица из Дао Академии Эфира и другие марионетки в результате схватки с тремя друзьями получили ранения, тем не менее из их тел вырастали ветки, которые вне зависимости от тяжести повреждений сращивали изорванную плоть. Вскоре исцелились и раны, после чего марионетки вновь ринулись в бой. Как бы Троица не пыталась сбежать, из печати тумана и облаков не было выхода, чувствуя растущую тревогу, они переглянулись. В глазах всех троих появилась решимость. «Разделимся! Если кто-то сумеет сбежать, приведите подмогу из Дао Академии!» Крикнула Джао Ямен и помчалась в сторону леса. Джои Фань стиснул зубы и бросился в другую сторону. Сердце ванбу лебешно колотилось. И снова его жизнь оказалась серьёзной опасностью. После крика и щишар из плоти на огромные скорости рванул в чащу. Как только они разделились, огромное дерево сильно задрожало. Марионеток тоже затрясло. Похоже, они получили новый приказ от огромного древа. С мрачным блеском в глазах они разделились на три группы и отправились выслеживать беглецов. Глава 202 В ловушке Троица разделилась и побежала в разные стороны. Джои Фань бился как свирепый тигр, словно в его теле циркулировал концентрированный кровавый цы. Силуэты его прошлых воплощений усиливали его, позволяя двигаться с умопомрачительной скоростью. В то же время вокруг него ног появился едва различимый туман. Это было заклинание третьего уровня техники культивации облачного эфира. Называлась она «Туманный шаг». Это заклинание на короткое время серьёзно повышала скорость практика. Разумеется, Джои Фань двигался не быстрее молнии, но туманный шаг вкупе с техникой, передаваемой в семье Джо, позволили ему невероятно быстро скрыться среди деревьев. В части леса, куда побежала Джоуи Мэн, появлялись иллюзорные звёзды размером с человеческий кулак. Её тело тоже испускало звёздный свет, никто не мог чётко её разглядеть, поэтому она без труда проскользнула мимо неприятеля и затерялась в чаще. Ван Боуэлэм чался вперёд с немыслимой скоростью. В отличие от Джо и Фаня он не стал пользоваться туманным шагом, не знал магических формаций, которые бы помогли ему сбежать, как Джоуи Мэн, однако из всех троих он обладал самыми впечатляющими физическими данными. Это сняло с него необходимость дополнительно усиливать скорость бега культиваций, он и так крайне быстро перемещался между деревьями, ловко петлее преодолевая препятствия. Лес был для него родной стихией. За ним следовали сотни марионеток, огромное дерево, уничтожившая каплевидный корабль Ван Буэлэ поднялась вверх и стабилизировала наложенный на регион печати. Теперь снаружи впадина выглядела так же, как и всегда. Когда Ван Буэлэ и его друзья бросились в рассыпную, на вершине огромного дерева появилась пара коричневых глаз с крестовидными зрачками. В них полыхало призрачное пламя, да и сам ствол странным образом поблескивал. Если бы кто-то находился рядом с ним, то услышал бы исходящие из дерева голоса. «Всё в порядке. У меня всё хорошо. Не беспокойся, старший брат. Всё хорошо. Возможно, я вернусь через 3-4 дня. Нет причин волноваться». Разные голоса пленников дерева заверяли подразделения Дао Академии и другие организации, что с ними все в порядке и беспокоиться не о чем, дабы никто не стал их искать. Пока гигантское дерево излучило зловещее освещение, Ван Буэлэ и его друзья лихорадочно пытались выбраться из впадины колунь, В отличие от Джо и Фанни и Джоу Йомену, Ван Буэлэ имелся определенный опыт сражения и ориентирования в лесу. Чувствуя знакомый обволакивающий запах земли и древесины, Ван Буэлэ как будто вернулся в Томонолесье. Преследователи и опасность, которую представляло гигантское дерево, заставили его действовать крайне осторожно. «Что это вообще за дерево такое?» задался он вопросом. Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул, а потом спрыгнул с дерева и зарылся глубоко под землю. Он скрыл свою ауру, но в такой опасной ситуации его сердце бешено колотилось. Ранее мне не приходилось слышать, чтобы от духовной энергии эволюционировали деревья. Федерация известна только о животных, описанных в бестиарии, но тут мы имеем дела с растениями. Это было серьезное открытие. Даже Ван Буэлэ, практик стадии истинного дыхания, от этой мысли невольно поежился. Его не покидало чувство, что происходящее во впаде не могло обернуться для Федерации настоящей катастрофой. А ведь человечество только получило небольшую передушку от нападений чудовищ. Больше всего беспокоила способность дерева к ассимиляции и повышению культивации людей из древних боевых искус до истинного дыхания. У него холодок пробежал по коже. Изначально дерево не планировало нападать. Оно пыталось не дать нам послать сообщение в Дао Академию, а значит ему очень нужно скрыть какой-то важный секрет. Внезапно Ван Буэлэ прищурился и резко выпрыгнул из ямы. В этот же миг толстое дерево перед ним изогнулось и ствола выпрыгнула марионетка и ударила кулаком по месту, где мгновением ранее прятался Ван Буэлэ. Если бы он заранее не распознал угрозу, то удар пришёлся бы прямо в него. Моя старая тактика не работает! Отступая, Ван Буэлэ заметил выбиравшихся из деревьев марионеток. Размышлять об этом времени не было, он резко взмахнул руками. Дуговой разряд. С громогласным грохотом электрический разряд ударил в противника, Ван Буэлэ побежал в другую сторону. Перед уходом он поднял руку и бросил пригоршню взрывающихся бусин. Маленькие шарики на большой скорости улетели в сторону подконтрольных дерево практиков. В момент контакта прогремелось и ря взрывов. Грохот ещё не успел стихнуть, а Ван Буэлэ уже и след простыл. Его сердце бешено стучало в груди. Использованная в томонолезии тактика оказалась бесполезной из-за наличия у противника особых поисковых кармических артефактов. В этот раз она тоже не особо работала. Такое не могло не злить. Пять минут он случайным образом менял направление в попытке запутать следы. Во время бегства он принимал пилюлю, чтобы восполнить потраченную духовную энергию. В такой критической ситуации духовные сокровища оказались на удивление эффективными. Пока враги пытались выследить и поймать Ван Буэлэ, а где-то вдали грохотали взрывы бусин, с неба ударил дождь из летающих мечей, работавших на принципе магнетизма. В итоге преследователи Ван Буэлэ не смогли до него добраться и понесли потери. Такое происходило не только в той части леса, где находился Ван Буэлэ. С двух разных сторон до него доносился грохот сражения. Там находились Джо и Фанни Джао Ямен. Постепенно звуки сражения начали стихать. Кто из двоих попал в передрягу? Взлохмаченный Ван Буэлэ бежал по лесу. Из уголков его губ копала кровь. Во время бегства было сложно убивать марионеток. Что бы он ни делал, те исцелились с какой-то нечеловеческой скоростью. Нескончаемая погоня все тяжелее давалась Ван Буэлэ, особенно на психологическом уровне. Взмахом руки он поджег окружающие деревья техникой пламенный взрыв. Деревья легко вспыхивали, поскольку это были невлажные джунгли, что позволило Ван Буэлэ поджигать все деревья у себя на пути. Как он надеялся, этот метод должен был помочь ему спастись. «Сгорите и сдохните!» свирепо прокричал он. Срыком он прыгнул вперед и еще раз поджег деревья вокруг, надеясь прикрыть свое отступление. Но с уровнем его культивации и истинного дыхания пожар практически не распространялся, хотя он и обдавал деревья пламенем. Странное дело, обгоревшие деревья восстанавливались. Ван Буэлэ все больше чувствовал свою беспомощность. Еще больше он начал нервничать, когда с одной из сторон полностью перестал доноситься грохот взрывов, а из леса впереди вышли марионетки в попытке окружить его. У Ван Буэлэ перехватило дыхание. Когда на него бросилась толпа, он резко взмахнул рукой. Духовные сокровища, автоматоны, пошли в атаку на практиков. «Поймайте их!» Практически прорычал он. По команде Ван Буэлэ автоматоны схватили подконтрольных дерево практиков. Как бы эти люди не пытались вырваться, автоматоны Ван Буэлэ не ослабляли хватку. Ван Буэлэ уже держал в руках зеркало. После яркой вспышки рядом с ним появилась его полная копия. Это зеркало ему вручила семья Лин Тяньхау в качестве компенсации за инцидент в Туманолесье. Оно могло создавать иллюзорного клона. Копии настоящей Ван Буэлэ несколько раз поменялись местами. Даже если бы кто-то следил очень внимательно, то он не смог бы обнаружить между ними разницу. Два Ван Буэлэ побежали в разные стороны. К несчастью, в лесу эта тактика оказалась бесполезной. Практики, которых не поймали автоматоны, после секундной задержки уже хотели разделиться для продолжения погони, но тут у них в голове прозвучал голос, который сам Ван Буэлэ, разумеется, не слышал. Практики застыли, а потом повернулись в сторону, куда убежал настоящий Ван Буэлэ. Никто не стал преследовать клона. Это нечестно! Раздраженно подумал Ван Буэлэ. Тяжело пыхтя, он продирался через лесную чащу, как загнанный зверь. Сколько бы у него ни было от хромических сокровищ, рано или поздно они закончатся. Вскоре и на втором направлении стихли все звуки сражения. «Неужто обоих поймали?» Пораженно подумал он. Как только его посетила эта мысль, из деревьев и из-под земли вышли практики с ничего не выражающими лицами. При виде угрожающего блеска их глаз и какой-то противоестественной ауры, Ван Буэлэ судорожно вздохнул и пошел в атаку. В этот раз он достал не только взрывающиеся бусины, но и термические артефакты, переплавленные с помощью оружейного песка. Оружие, которое он изначально не планировал использовать. Глава 203 Кто тут монстр? Первый Ван Буэлэ достал церемониальную метелку. Необычайность этого отхромического артефакта была очевидна с первого взгляда. Оружие устремилось к подконтрольному практику впереди, одновременно с этим волоски метелочки распрямились и затвердели. Попытка практика защититься магией в виде листьев никак ему не помогла. Летающую метелочку это не остановило. Она пробила практику грудь и пригвоздила к дереву, после этого волоски удлинились и ударили по другим марионеткам. В мгновение ока практиков прибили к деревьям заостренные словно длинные спицы волоски метелочки. Такая эффективность оружия приятно удивила Ван Буэлэ, но вскоре это чувство сменилось досадой. Волоски метелочки с не меньшей быстротой вновь обмякли. Даже ее силы серьезно упало. Это позволило обездвижным практикам спастись, однако женщин не смогли вырваться, сколько бы ни старались. Волоски метелочки, пригвоздившие их к стволам деревьев, не только не обмякли, наоборот, они стали еще тверже. «Мой артефакт извращенец!» мелькнула у Ван Буэлэ мысль. Обмякшие волоски, которые отпустили мужчин, вновь затвердели и умчались к женщинам-практикам. По меньшей мере тридцать подконтрольных женщин-практиков оказались пригвожденными к стволам деревьев. Метелочка, похоже, хотела дотянуться своими волосками еще дальше, но, несмотря на все попытки, у нее ничего не получалось. Даже в ситуации, где каждый шаг мог стать последним, внутри Ван Буэлэ поднялась волна отвращения к собственному творению. Однако помощь метелочке была неоценимой, что до оставшихся марионеток они с боевым кличем пошли в атаку. Ван Буэлэ развернулся, послал в нападавших несколько заклинаний, после чего начал отступать. То и дело лес отрисал грохот от дугового разряда, пламенного взрыва или облачного пальца. Частота их использования и нестихающий грохот не позволяли марионеткам поймать Ван Буэлэ. Он обладал впечатляющими физическими данными, к тому же в его распоряжении имелся небольшой арсенал заклинаний. Куда важнее было другое. Внушительная коллекция от хромических артефактов, которыми он без всякого стеснения закидывал противников. Среди них затесался заурядный на вид зонд, который обладал умопомрачительной скоростью и весьма гнусным свойством пробивать насквозь всё, что оказывалось у него на пути. Был ещё летающий меч, который вёл себя как безумец каждый раз, как он оказывался на свободе. Меч пытался разрубить любого, кто ему попадался, и если бы не мало нееносные рефлексы, то Ван Буэлэ атаковала бы его собственное оружие. Одновременно с этим женщины практики наконец смогли вырваться из плена метёлочки, оружие тут же вернулось к хозяину, Ван Буэлэ покрепче сжал ручку и сделал мощный круговой взмах. Против мужчин она оказалась совершенно бесполезной. Мягкие волоски просто не наносили им какого-либо существенного урона, но когда дело касалось женщин, волоски тут же становились невероятно твёрдыми, а сама метёлочка становилась сильнее любого рядового от хромического артефакта. Сила её удара в этот момент немного пугала даже самого Ван Буэлэ. Вот только не это стало самым большим сюрпризом. После усиления оружием песком большая печать стала выглядеть особенно впечатляюще, но после броска она как на пружине отскакивала от поверхности и улетала в другую сторону. Когда Ван Буэлэ кинула её в нападавших, она повела себя так же, как и всегда. Как только кто-то ударил в печать, она внезапно исчезла. В этот момент Ван Буэлэ дрался с одним из подконтрольных практиков, мощным ударом кулака он отбросил от себя противника, как вдруг с неба на него обрушилась печать и жутким хрустом размозжила, после чего отскочила обратно в небеса. Это был не единичный случай. Каждый раз, когда Ван Буэлэ практически одерживал верх над оппонентом, печать наносила удар и припечатывала врага к земле, словно она обладала зачаточным интеллектом. Печать нападает только на уязвимые цели, избегая сильных врагов. По какому принципу она это определяет? Увиденное вызвало у Ван Буэлэ сразу несколько вопросов. С его губ сорвался печальный вздох, всеми противниками были подконтрольные практики. Если бы у них осталась хотя бы капля инстинкта самосохранения, то они бы не стали так нагло ломиться над человеком с такими опасными дхармическими сокровищами. Ван Буэлэ собирался воспользоваться преимуществом, которое ему дали необычные артефакты. К счастью, до границы леса было рукой подать. Как вдруг земля у него под ногами сильно задрожала, послышался приглушённый рокот. Тучи в небесах тоже забурлили. Это застало Ван Буэлэ врасплох. В этот момент из-под земли внезапно вырвалась большая древесная рука. Ван Буэлэ без раздыми высоко подпрыгнул, все его органы чувств работали на пределе. Эта древесная рука была совсем крочечной в сравнении с той, что поймал их корабль, но Ван Буэлэ она всё равно показалась огромной. Всё-таки её длина достигала более 30 метров. Рука с невероятной скоростью попыталась схватить его, при этом от неё исходило очень сильное давление. Словно невидимый ураган, оно обрушилось прямо на разум Ван Буэлэ. Одновременно с этим раздался оглушительный грохот, от которого Ван Буэлэ зазвенело в ушах. От пронзительной боли в голове он громко закричал. Как будто на него обрушилась нестерпимо громкая звуковая атака. Его барабанные перепонки чуть не лопнули, а слуховые косточки оказались на грани того, чтобы потрескаться. Из его глаз, ушей, носа и рта потекла кровь. В этот же миг он потерял сознание прямо в полёте. Древесная рука, вырвавшаяся из земли, ловко поймала обмякшее тело. Вместо того, чтобы раздавить его, рука быстро чем-то его опутала. Пару мгновений спустя древесная рука с коконом, внутри которого находился ван Буалэ, скрылась под землей. Бестрастные марионетки неподвижно наблюдали за происходящим. Они сдвинулись с места, когда кокон исчез под землей. Голос у них в голове приказал им вернуться во впадину Кэлунь. После ухода практиков в лесу в Найфу царилась безмятежность. Древесная рука, способная подпереть собой небосвод, тоже зарылась обратно под землю. За несколько вдохов полностью исчезли черные тучи с туманом. Больше впадиной окрестностей не накрывала непроницаемая печать, в лес вновь вернулся солнечный свет, всё пришло в норму. Только в самом сердце впадины Кэлунь осталась небольшая область, затянутая черным туманом, в этом месте была постоянно сосредоточена запечатывающая сила. Под сенью туманной печати скрывалось маленькое деревце в окружении сотен толстых исполинов с кустыми кронами, деревце было в плачевном состоянии, ветки без единого зелёного листочка во многих местах были обломаны, стволы спещрели трещины, похоже, его жизнь близилась к концу. Если бы некто невероятно могущественный сейчас увидел бы эту часть леса, то перед его всепроникающим взглядом предстала бы обширная корневая сеть, расходящаяся от дерева многокилометровыми туннелями. Длинные корни разветвлялись на тысячи корней поменьше, часть корневой сети выходила на поверхность, оказалось, что исполинские деревья в округе преразрастали именно из этих корней. Если взглянуть на впадины Кэлунь с высоты птичьего полёта, то становилось понятно, что все деревья в её сердце выросли из корней крохотного деревца. С момента основания Федерации ни разу не был задокументирован случай, чтобы деревья вырастали до таких гигантских размеров. В подземном лабиринте среди переплетения корней скрывались овальные коконы шириной в несколько метров, словно плоды дерева. Коконы неподвижно висели на стенах лабиринта, но в трёх из них было едва заметно шевеление. Внутри находились Ван Бууле, Джой Фань и Джао Ямэм. Практически сразу после поимки их поместили в эти коконы, поэтому снаряжение всё ещё было при них. Они без сознания плавали в какой-то липкой жидкости внутри кокона. В их тела со стороны дерева был направлен поток концентрированной духовной энергии для ассимиляции и превращения в безвольных марионеток, из-за лбов пойманных жертв торчали острые, как иглы ветки. Таким образом, дерево объединяло их всех вместе. Судя по всему, загадочная сущность пыталась захватить их тело и стереть сознание. Неизвестно, сколько времени всё это длилось. Джо и Фань и Джао Ямэн пребывали в глубоком сне с самого начала и не проявляли каких-то признаков жизни, но тело Ван Бууле несколько раздёрнулось. Он так и не пришёл в себя, но тем не менее внутри него что-то пробудилось и с жадностью взглянуло на струящуюся внутри тела духовную энергию. Огромное дерево понятия не имело, какого монстра пыталась ассимилировать. Глава 204 ДЕЛАЮ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ Поглощающая семечка в Дантяне с жадностью поглядывала на вливающуюся в Ван Бууле духовную энергию. Она уже какое-то время присматривалась к этой духовной энергии. Когда энергия полностью проникла в тело Ван Бууле, поглощающая семечка больше не могла терпеть и начала медленно вращаться. Но не слишком быстро, чтобы не спугнуть ни званого гостя. Простое вращение поглощающего семечка ничего бы не сделало, но сейчас оно похоже стало единым целым с физическим телом Ван Бууле. Из каждой части тела начала выделяться загадочная субстанция, которая при обычных обстоятельствах никогда не проявляла себя. В конце концов это вещество соединилось в чёрный поток и медленно начало циркулировать по телу. Если бы у него были глаза, то оно бы с интересом и любопытством смотрело на ничего не подозревающее огромное дерево. В то же время глаза Ван Бууле под закрытыми веками вспыхнули пурпурным светом. Словно проникшая Ван Буууле духовная энергия была настолько притягательной, что даже это свечение не могло устоять и перестало претаться в потаённых уголках тела. При этом свечение серьёзно опасалось чёрной молнии поглощающего семечка, продвигаясь вперёд с большой осторожностью, оно прощупывало почву. Чёрная молния и поглощающая семечка не заметили распространения магических символов пурпурного цвета, всё их внимание было сосредоточено на ничего не подозревающем дереве и духовной энергии. Убедившись, что путь чист, пурпурные магические символы заняли ещё больше пространства внутри тела, как и чёрная молния и поглощающая семечка, оно пока выжидало, наблюдая за духовной энергией и сознанием гигантского дерева. Сознание дерева не подозревало о наличии внутри Ван Бууула сразу трёх сущностей, ничего не замечая, оно посылало в тело Ван Бууула духовную энергию для ассимиляции и уничтожения его разума и воли. Если бы Ван Бууула находился в сознании, то пришёл бы в ярость при виде незаметно обосновавшихся в его теле трёх новых жителей. Так продолжалось какое-то время. Три силы внимательно наблюдали за поступающей духовной энергией. Когда сознание гигантского дерева и духовная энергия полностью вошли в тело Ван Бууула, когда его разум был практически уничтожен, а ассимиляция почти подошла к концу, пурпурные магические символы больше не могли сдерживаться и бросились вперёд. В момент атаки из них родилось фиолетовое море невероятной силы, символы накинулись и парализовали сознание огромного дерева, а фиолетовое море впилось в духовную энергию до того, как сознание дерева успело хоть что-то понять. За один раз море поглотило практически 10% чужеродной духовной энергии, фиолетовое море хотело выбрать в себя ещё, но тут на сцену вышла чёрная молния, внудив его отступить и не приближаться слишком близко. Чёрная молния была невероятно быстрой и напористой. За один миг оказавшись рядом, она втянула более 50% духовной энергии, только после этого довольная молния исчезла. Фиолетовое море и чёрная молния пожрали духовную энергию за несколько мгновений. Сознание огромного дерева, парализованное атакой фиолетового моря, даже не заметило потери духовной энергии. После того, как две силы поглотили внушительную часть вторгнувшейся в ванбуалы духовной энергии, поглощающая семечка начала действовать. С неспешного вращения оно закрутилось с безумной скоростью, создав тем самым устрашающую силу притяжения. В мгновение ока оно затопило всего ванбуала, не только затянув в себя остатки чужеродной духовной энергии, но и трансформировав тело в гигантскую чёрную дыру, безумно поглощая всё от вязкой жидкости в коконе до всего огромного дерева. С характерным хрустом стенки кокона усыхали, вязкая жидкость внутри казалось испарялась. На самом деле химический состав изменился таким образом, что её стало возможно использовать в качестве подпитки для тела ванбуала. Поглощение семечком энергии усиливало и тело ванбуала. Его платья кровь изменились, кости стали крепче, физическая сила возросла. В то же время под влиянием силы притяжения его лоб пронзила резкая боль, отчего он дёрнулся и резко разлепил глаза. Ванбуала поначалу поражённо крутил головой, как вдруг на него нахлынули воспоминания о том, как во время побега его поймала гигантская древесная рука, после чего он потерял сознание. «Где это я?» Сердце ванбуала ушло в пятки. Он сразу же заметил окружавшую его духовную энергию и стремительно исчезающую вязкую жидкость под ногами. К сожалению, это не помогло понять, что происходит. Но тут он почувствовал бешеное вращение семечка и его поглощающую силу. «Что происходит?» Пока он пытался разобраться в происходящем, застрённая веточка, торчащая у него изо лба, усохла настолько, что просто рассыпалась на части. При виде осыпавшихся фрагментов Ванбуала вообще перестал понимать, что происходит. С творящимся вокруг никак не вязалось то, что его тело буквально переполнило энергию. Да и его культивация заметно возросла. «Может ли такое быть, что гигантское дерево попыталось меня ассимилировать, но в итоге стало жертвой поглощающего семечка?» В растерянности Ванбуала почесал затылок. От этой мысли Ванбуала тотчас насторожился. Когда вязкая жидкость и духовная энергия окончательно исчезли, он заметил, как стены его тюрьмы начали покрываться трещинами, словно от сильного пересыхания. Несмотря на это никто так и не пришел, словно гигантское дерево до сих пор ничего не заметило. Несмотря на легкое удивление, Ванбуала ярко заблестили глаза. «Может, с этим большим деревом что-то не так?» Ванбуала осторожно отковырял часть пересохшего кокона, выходить он не стал, вместо этого он послал через отверстие москитов. Увиденное их глазами потрясло мысленным взором предстало гигантское дупло, вокруг него плотно висели коконы, в одном из них он и находился. «Так и знал! Дерево пыталось ассимилировать меня!» Ванбуала оторвал внушительный кусок стенки и через получившееся отверстие выбрался наружу. Несмотря на разведку москитов, вид множества коконов все равно заставил его застыть на месте. «Джо и Фанни Джао Ямен где-то здесь!» Ванбуала бросился на поиски, вскоре он нашел кокон Джао Ямен. Девичье лицо уже имело зеленоватый оттенок, а при виде древесных колец Ванбуала занервничал. У него не было времени искать Джо и Фанни, зарычав он направил культивацию в руки и попытался разорвать стенку кокона, вот только невероятная концентрация духовной энергии внутри кокона Джао Ямен сделала стенки невероятно прочными. Пока духовная энергия не закончится, вскрыть кокон будет очень непросто, Ванбуала заскрежетал зубами. Проклятие! Ну держись! Я просто поглощу здесь все! Я не боюсь тебя, пока у меня есть поглощающая семечка! С этой мыслью Ванбуала крепко обхватил кокон руками. Поглощающая семечка ожила, из его тела в кокон хлынула поглощающая сила, такая покладистость поглощающего семечка обрадовала Ванбуала. Еще больше его обрадовали хлынувшая в тело духовная энергия, которая начала усиливать его культивацию. Напряжение, нервозность и восторг соединились в какое-то неописуемое чувство. Ванбуала был предельно сконцентрирован. Только он хотел увеличить поглощающую силу, как вдруг пурпурное море, скрывавшееся в его глазах, потеряло терпение и жадно набросилось на духовную энергию. Это еще что? Пораженно подумал Ванбуала. Он сразу понял, что творилось нечто странное. Прежде чем он успел хоть что-то понять, появилась черная молния, не желавшая уступать двум другим силам. Черт возьми, откуда тут взялась эта штука? Ванбуала чуть не подпрыгнул от неожиданности. Мысли в голове превратились в кашу. Он понятия не имел, откуда в его теле взялись эти странные силы. Глава 205 Стать лидером Ванбуала знала происхождение поглощающего семечка. Она появилась в результате занятий с техникой культивации, который его научил Лапуле из черной маски. Можно сказать, он создал его с нуля. А вот черную молнию Ванбуала видел впервые, однако он сразу вспомнил о том, как Лапуле из маски било его молниями, когда он культивировал так называемое золотое тело. Те разряды были очень похожи на обнаруженную им сейчас черную молнию. Проклятье! От этой находки Ванбуала мысленно ругнулся. Сколько бы он не размышлял над ситуацией, все указывало на Лапуле из черной маски. На него нахлынули чувства беспомощности и раздражения. С другой стороны, после анализа всего своего пути культивации, он наконец понял, откуда внутри него взялось пурпурное море. Это тот пурпурный огонек, который пытался поглотить меня в деревне истинного дыхания? Чувствуя его присутствие внутри себя, Ванбуала не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он был в зал, но ему некуда было выплеснуть свою ярость. Все, что он мог сделать, так это сосредоточиться на Коконе. Когда он начал расслабляться, сила притяжения, наоборот, возросла благодаря нескольким силам, скрытым внутри его тела. Кокон Джао Ямен быстро высыхал. Спустя какое-то время вся духовная энергия и жизненные силы исчезли из Кокона. Ванбуала задрожал. Он отчетливо почувствовал серьезный рост культивации. За такое короткое время он практически вплотную приблизился к прорыву культивации. К тому же, поглощающие семечко, черные молнии и пурпурное море выделили часть украденной ранее духовной энергии в тело Ванбуала. Это немного уняло его гнев. По крайней мере, в вас степлятся зачатки интеллекта. Эмоционально бросил он. Несмотря на некоторое раздражение, Ванбуала не было времени всерьез задуматься о происхождении трех сущностей, скрывавшихся внутри его тела. Он быстро вскрыл кокон. Стреском оторвав пересохшую стенку, он подхватил Джао Ямен и вытащил мокрую девушку из кокона. Промокшее платье плотно облегало девичье тело, подчеркивая её изящные манящие формы. Ванбуала чуть не присвистнул. Обычно это не так бросается в глаза, но у Джао Ямен отличная фигура. К счастью, сознание гигантского дерева не успело ассимилировать её. После спасения из кокона ресницы девушки сдрожали, словно она вот-вот могла проснуться. Внезапно Ванбуала подобрался. Ведь он мог вытащить из кокона не Джао Ямен, а подконтрольную дерево-марионетку. Врага. Поэтому он молниеносным движением достал летающий меч. Как только Джао Ямен начала просыпаться, он порезал ей руку. От боли глаза Джао Ямен точно сраспахнулись. При виде Ванбуала бледная девушка судорожно вздохнула, но вскоре ей удалось взять эмоции под контроль. Оглядевшись, она опустила глаза на кровоточащую руку, а потом подняла их на Ванбуала. Это доказывает, что меня не ассимилировали. Сказав это, Джао Ямен достал анефритовую табличку для связи в попытке послать в Дау Академию сигнала помощи. Вангуала с облегчением выдохнул, когда рана на руке девушки не затянулась само собой. От слов Джао Ямен ему стало слегка неловко. «Я собираюсь вытащить Джо и Фаня!» сообщил он и отправился на поиски. Джао Ямен быстро поняла, что сигналы отсюда не могли достичь внешнего мира. С огромным трудом ей все же удалось подняться. Вдвоем они довольно быстро обнаружили кокон, его испуганное лицо покрывали зеленые вены, словно сеть маленьких шевелящихся корней. Увиденное шокировало обоих. Джао Ямен примерзла к месту, а Вангуала в панике подскочил к кокону и с диким криком крепко сжал его руками. Из его тела тут же ударила немыслимая сила притяжения, под ее влиянием кокон Джо и Фаня начал стремительно усыхать, а Джао Ямен пораженно хлопала своими очаровательными глазами, не в силах поверить в реальность происходящего. При других обстоятельствах Вангуала не смог бы удержаться от хвастливой ремарки, но сейчас он был совершенно не в настроении бахвалиться. Когда стенки кокона стали достаточно ломкими, он вскрыл его и резко вытащил оттуда Джо и Фаня. Не успел он напасть на землю, как Джао Ямен быстрым ударом меча оставила на его бедре неглубокий порез, как ранее Вангуала проделал с ней. Из раны потекла алая кровь, к тому же она не затянулась так же быстро, как у ассимилированных практиков. Оба с облегчением выдохнули. От жгучей боли в бедре Джо и Фаня резко открыл глаза. Несколько мгновений все было размыто, но потом к его глазам вернулась ясность. При виде Джо и Ямен Вангуала и их окружения у него перехватило дыхание. Вы! Это место! Мы внутри гигантского дерева. Видимо, мы нужны ему живыми. Сила печати никуда не делась, поэтому запросить помощь не получится. Если бы не Вангуала, нас бы постигла участь страшнее смерти. Мы бы стали послушными марионетками гигантского дерева. Сделав глубокий вдох, спокойно сказала Джо и Ямен. На разговор нет времени. Нужно как можно скорее найти выход. Глаза Вангуала бегали из стороны в сторону в попытке отыскать выход. Когда он это сказал, Джо и Фаня удержался от лишних вопросов. Джо и Ямен последовала его примеру. Оба, похоже, не осознавали, но в этой опасной ситуации решимость и непоколебимость Вангуала их спасителя заставили обоих слушаться его. Несмотря на подгибающиеся колени и страшную усталость, они стеснув зубы пошли за ним. Троиц начала поиски с увешанного коконами дупла, в котором они находились. Сколько бы они не искали, это место не имело выхода. Они не смогли найти проход наружу, а попытки уничтожить древесную стену ни к чему не привели. Через полчаса Джо и Файн с горечью посмотрел на Вангуала. «Буала, отсюда нет выхода». Джо и Ямен промолчала. Хоть она ничего не сказала, её взгляд ничем не отличался от взгляда Джо и Фанни. Незаметно даже для себя самого, Ван Буала стал лидером в их маленькой команде. Чувствую на себя взгляды обоих, он от безысходности вонзил меч в древесную стену. С громким лязгом клинок отлетел в сторону, не оставив на стене царапины. Ван Буала в чувствах топнул ногой, сейчас в его голове голопом проносились мысли. С самого начала его не оставлял вопрос, почему гигантское дерево не заметило их побег и поглощённую им из коконов духовную энергию. Этот вопрос до сих пор оставался без ответа. Либо с деревом было что-то не так, отчего оно находилось в своего рода спячке, либо три силы внутри него каким-то непостижимым образом смогли обмануть сознание дерева. Нельзя было сбрасывать со счетов и другую возможность, к такой ситуации могли привести сразу оба фактора. Возможно, внутри этого дупла сейчас было безопасно, но в любой момент всё могло измениться. Всё-таки гигантское дерево умело подделывало голоса пойманных людей в сообщениях. Возлагать все надежды на то, что Дао Академия что-то заподозрит и пришлёт помощь было нельзя. Да и спасательная команда могла прийти слишком поздно, тогда как они находились весьма щекотливой ситуации. Всё могло выйти из-под контроля в любую секунду, пассивное ожидание ничего не даст, в добавок это не вязалось с характером Ван Буоле. «Ифань, Яман, прикройте меня!» Не успело эхо его слов стихнуть, а он уже крепко обхватил корень, являвшийся частью древесной стены. «Поглощение!» закричал он. Поглощающая семечко, чёрная молния и пурпурное море точно сожили. Его тело стало излучать невероятную силу притяжения. Эта сила покатилась вдоль древесной стены всего дупла, с безумной скоростью поглощая всё на своём пути. «Раз выхода нет, то надо смотреть на дерево как на один большой кокон. Такое поглощение лишит энергии древесной стены и сделает их хрупкими. После такого мы точно сможем сбежать!» Ван Буоле был готов на всё. Как только три силы внутри него сорвались с цепи, обнимаемая им часть гигантского дерева сильно задрожала. В тело Ван Буоле хлынул поток невероятно платной духовной энергии. Вместе с ней в него затягивала и жизненную энергию, отчего поглощающие семечко, чёрные молнии подобно растениям, которые наконец дождались дождя после долгой засухи. Не сдерживая себя, они принялись поглощать духовную энергию. Глава 206. Пик истинного дыхания. Три силы взялись за работу, сделав Ван Буоле чем-то вроде огромной пиявки. Задюженный вдохов, который он обнимал дерево, усыхание распространилось по всему дуплу, его эпицентром было место, где стоял Ван Буоле. В ходе поглощения коконы без практиков просто высыхали, неиссякаемый поток духовной энергии с безумной скоростью растворялся в теле Ван Буоле. Его культивация находилась в одном шаге от пятой ступени истинного дыхания. С дополнительной подпиткой он наконец сумел совершить прорыв на эту ступень. Ван Буоле сильно задресло, реки духовной энергии в его меридианах стали такими же широкими, как озёра, он чувствовал себя способным свернуть горы. Эти стремительные изменения расширили его меридианы, после чего туда устремилось ещё больше духовной энергии. Затопив каждый меридиан в теле Ван Буоле, духовная энергия в итоге сконцентрировалась в Дон Тяне, где стало огромным морем. Море духовной энергии закрутилось в гигантский водоворот вокруг поглощающего семечка, даже Ван Буоле чувствовал волны духовной силы, порождаемые водоворотом. В этот же миг от него повеяло таким давлением, что Джо и Фанни Джоу Юмен невольно задрожали. Это давление не дотягивало до силы практика стадии возведения основания, но среди людей на стадии истинного дыхания оно не знало себе равных. Всё-таки большинство трансформировали 80% своих меридиан в духовные меридианы, тогда как Ван Буоле проделал это со всеми своими меридианами. Рост культивации и приток новой духовной силы повлияли на его физическое тело, его мускулатура увеличилась, кости стали крепче. Вместе с этим возросла физическая сила, а с ней и его скорость. Сжимаемое им огромное дерево начало хрустеть и трёскаться. После прорыва культивации сила притяжения поглощающего семечка продолжила расти, теперь Ван Буоле держал крепко и явно не собирался отпускать. Его глаза угрожающе блестели, пока культивация переживала стремительный рост. Одновременно с этим в нём поднялось неописуемое чувство. Джо и Фань на какое-то время лишился дара речи. У него округлились глаза, а в душе разразилась настоящая буря эмоций. Он знал о силе Ван Буоле, но после восхождения на стадию истинного дыхания и выполнения множества миссий Дао Академии, у него появилась определённая вера в собственные силы. И всё же, глядя на Ван Буоле, у него возникло странное чувство, его друг был настоящим монстром в шкуре человека. В противном случае, как он мог поглотить жизненную силу и духовную энергию дерева? Джао Ямэн ошеломлённо наблюдала за происходящим. Тут не помогло даже присущее ей хладнокровие. Увиденное потрясло её до глубины души, особенно когда один с другим начали усыхать коконы, а потом процесс уведания затронул всё место, где они находились. Судя по вздрагиваниям дерева, оно пыталось вырваться, но чем больше оно сопротивлялось, тем сильнее становилась исходящая из Ван Буолы сила. Сопротивление бесполезно, я беру всю твою силу до последней капли. Ван Буолы пошёл ва-банк. Он зарычал и пробудил свою культивацию, активизировав скрытые внутри него силы, что только увеличило поглощающую силу. Послышался рокот и характерный скрежет дерева, Джо и Фанни, Джао и Ямэн до сих пор не сдвинулись с места. Внезапно пол у них под ногами задрожал ещё сильней. Доносящиеся из ствола дерево-рокот и скрежет напоминали безумный рёв. У Джо и Фанни и Джао и Ямэн бешено застучало сердце. Глядя на Ван Буолы они видели не только монстра в человеческой шкуре, но и чувствовали свирепую необузданную ауру. Пока они стояли как истуканы, не в силах справиться с потрясением, от Ван Буолы вновь послышался приглушённый гол. Его культивация поднялась с начала пятой ступени до её конца пика истинного дыхания. Всё произошло очень быстро. Джо и Фанни и Джао и Ямэн ещё не до конца осознали значение этого прорыва в культивации, даже сам Ван Буолы не до конца понимал этого. Как только культивация достигла пика стадии истинного дыхания, всё дупло не выдержав нагрузки наконец взорвалось. Ван Буолы и остальные пули выскочили через образовавшийся проход, но практически сразу застыли. Они оказались в древесной полости куда больше высосывать их силу. Ван Буолы стиснул зубы. Он положил обе руки на древесную стену и опять начал вытягивать из неё духовную энергию. В этот самый момент во впадине колонь началось землетрясение. Земля вздымалась и опадала, деревья раскачивались как при ураганном ветре, даже печать нависавшей над сердцем впадины немного ослабла. Ослабление печати сразу же почувствовали трое друзей. Чувство было сродни тому, когда человек наконец выныривает из-под воды и делает первый жадный вдох. Все трое тяжело сдышали, у них наконец появился шанс. Ван Буолы и Джао Йомен не колебались ни секунды, оба включили свои кольца передатчики и послали Академии сигнал о помощи. Впаде на Кэлунь, огромное дерево обрело сознание, скорее пришлите помощь! Ван Буолы одной рукой по-прежнему вытягивал энергию из дерева, а другую с кольцом о послании с просьбой о помощи, два их сообщения были отосланы практически одновременно. Никто не знал, дошло ли сообщение до Академии, да и времени дождаться ответа не было. Вокруг них все скрежетало и скрипело, словно дерево кричало от боли. Если сравнить гигантское дерево с человеком, то сейчас Ван Буолы был присосавшийся к нему большой пиявкой. По этой аналогии усыхающее дупло было одним из органов гигантского дерева, как только этот орган был разрушен, гигантское дерево чуть не сошло с ума от боли. Загадочное пурпурное море в самом начале притупило чувство дерева, но взявшееся из ниоткуда дикая боль сняла с его сознания эффект паралича. Пытаясь проснуться, гигантское дерево выло от боли. Его полный огонь и вой достиг самых высоких небес, этот рёв был даже громче раската грома. Когда этот оглушительный звук достиг ушей троицы, ослабленный Джои Файн закашлялся кровью, а Джао Ямен затрясло. На её губах появились алые капли крови, лицо побелело. Даже у Ван Буууле, которого буквально переполняла духовная энергия после прорыва культивации, зазвенела в ушах после этого оглушительного рёва. Его сердце охватило жестокость. Он всегда был жесток по отношению к себе, а к врагам и подавно. «Думаешь, я боюсь тебя?» Гневно прокричал Ван Бууле и прижался к древесной стене. Джои Фанни Джоу Ямен нервно к нему подошли, когда Ван Бууле уже хотел увеличить напор силы притяжения, он с удивлением обнаружил, что чёрная молния внутри него заметно выросла. Проигнорировав Ван Буууле и его желания, она лениво нырнула в меридианы. Там она соединилась с духовной энергией и исчезла, словно погрузившись в спячку. «Возвращайся к работе! Не спать!» Ван Бууле в попытке попытался растормошить поглощающее семечко, но и оно повело себя так же. Культивация Ван Бууле достигла пика максимальное количество духовной энергии и больше не могло продолжать, если, конечно, он не поднимет культивацию до возведения основания. Поглощающее семечко перестало вращаться и, как и чёрная молния, погрузилась в спячку. То же самое произошло с Пурпурным морем. Оно скрылось в глубине его глаз и затихло. «Что за чёрт? Хватит бездельничать!» Ван Буууле от ярости весь покраснел. Словно почувствовав панику хозяина, из ножен вылетели девять москитов и принялись с жужжанием «Как вы можете думать о сне в такой важный момент? Посмотрите, сколько здесь вкусностей! Налетайте!» С трудом сдерживая слёзы, Ван Буууле мысленно молил силы внутри себя продолжить поглощение духовной энергии. В этот момент вой гигантского дерева усилился, так его ещё никогда не трясло. Из стен один за другим выбирались ассимилированные практики и бросались в атаку на Ван Буууле и его друзей. Почувствовав холодное дыхание смерти и не зная, почему Ван Буууле прекратил поглощение, Джо и Фанни Джао Ямен сразу догадались, что в план Ван Буууле закрался изъян. При виде выбравшихся из стен подконтрольных практиков они побледнели. Несмотря на численный перевёз, они не собирались сдаваться. Для слов не было времени, их взгляды на мгновение встретились, они синхронно отступили в угол, где приготовились дать бой. Культивация Ван Буууле бурлила, девять москитов давали ему круговой обзор. Культивация пика стадии истинного дыхания и физическая сила дополнили друг друга, серьёзно повышая его боевую мощь. Он вышел вперёд и мощным ударом ноги отправил первого практика в полёт. «Ямен, мне нужна поддержка твоих магических формаций! И Фань, на тебе все те, кого я пропущу! Покажем им!» Глаза Ван Бууууле полыхали яростью, стоило ему это сказать, как впервые с инцидентов Тома на лесе его окутала жутковатая аура. Глава 207 Чти путь культивации Когда из стены выбрались сотни ассимилированных практиков, на поверхности нахилом деревце в окружении множества исполинских деревьев появилось перекошенное от невыносимой боли мужское лицо. Если приглядеться, то можно было увидеть практически незаметную трещину на коже, откуда лился тусклый свет. Очевидно, это было как-то связано с Ван Бууууле, но поглощение им духовной энергии не было единственной причиной. В данный момент деревце, похоже, переживало трансформацию. Несмотря на перекошенное от боли лицо, взгляд мужчины оставался спокойным, он посмотрел в сторону ДАО Академии Эфира. Сообщение прошло через барьер. Раздался мягкий шёпот. Не по плану, но раз дошло до этого, придётся немного подготовиться. Всё-таки двое других преуспели. Теперь пришёл мой черёд, что до трёх детей внутри меня просто раздавлю как насекомых. Пока деревце размышляло об этом, внутри древесного тоннеля Ван Буэлэ в окружении кровожадной ауры усилил свой натиск. В этот момент у него под ногами появился туман, заклинание третьего уровня уникальной секретной техники ДАО Академии Эфира. Оно усиливало скорость практика. Ван Буэлэ стрелой рванул вперёд, вдобавок его тело тоже окружил туман. Это был четвёртый уровень секретной техники ДАО Академии Эфира под названием Облачное тело. Ван Буэлэ только достиг пика истинного дыхания, поэтому ещё не владел заклинанием пятого уровня. В форме облака он за один вдох достиг ассимилированных практиков. В этот момент с его ладони сорвалась молния. С повышением культивации до пика истинного дыхания сила дугового разряда стала заметно выше. В ослепительной вспышке молния ударила в практиков, рассыпавшись в пути на множество электрических разрядов, полутьму внезапно разогнал яркий свет искрящегося моря. С оглушительным грохотом цепная молния поражала в одного практика за другим, многие не выдерживали такого удара и вспыхивали как сухая трава. Тем временем на ладони Ван Буэлэ уже танцевал огонь техники пламенный взрыв. Техника трансформировалась в огненное море, которое с ростом культивации стало заметно больше, а потом с угрожающим шипением начало расползаться во все стороны. От пламени исходил обжигающий жар. В теории оно должно было сжечь ассимилированных практиков дотла, но с поддержкой дерева они смогли пережить огненную атаку. Несмотря на это, цепная молния и огонь серьезно потрепали врагов. Часть ассимилированных практиков дуговой разряд разорвал на части, а пламенный взрыв обратил в горстку пепла. От полного уничтожения было крайне тяжело излечиться. После прорыва культивации боевой потенциал Ван Буэлэ серьезно возрос. На пике истинного дыхания поднялась мощь его заклинаний и максимальное количество их использований. Вслед за пламенным взрывом и дуговым разрядом он атаковал облачным пальцем. В этот миг появились усиливающие магические формации Джоу Юмэн. Их поблескивающие нити повторяли каждое движение Ван Буэлэ. С одной стороны они служили защитным барьером, с другой могли наносить урон врагу. Джоу Фан, несмотря на слабость после неудачной попытки ассимиляции, стиснул зубы и направил свои духовные сокровища на помощь Джоу Юмэн и во врагов на флангах. От стен эхом отражались звуки идущего сражения, а в воздухе буквально чувствовалась жажда убийства. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. «Сдохните!» прорычал Ван Буэлэ. Мощный удар кулака создал волну энергии. Сила его тела выплеснулась наружу, когда он размажил голову ассимилированного практика, левой рукой он выполнил магический паз. С ладони тут же ударил поток пламени, Ван Буэлэ шагнул вперёд и резко наклонил голову. Над самой макушкой просвистели заострённые листья, выпущенные тремя ассимилированными практиками. Следом он отскочил в сторону, попутно метнув неприятеля три взрыва опасных бусины. Серия взрывов отбросила в сторону трёх практиков, которые пытались отрубить ему голову. Ван Буэлэ хотел подскочить к ним и сжечь дотла, но тут ему пришлось уйти в сторону, чтобы схватить другой рукой он послал несколько летающих мечей в сторону Джои Фаня. Прямо в полёте оружие взорвалось, окатив шрапнелью несколько ассимилированных практиков, которые готовились накинуться на Джои Фаня. На время Джои Фаня был в безопасности, не теряя ни секунды Ван Буэлэ нанёс очередной удар. Сейчас он словно свирепый тигр сражёлся со стаи волков, культивация Ван Буэлэ взросла, но у неё всё равно имелись пределы. Тяжёлые по ходу схватки становилось очевидно, что противник превосходил их по силе. Даже если Ван Буэлэ и удавалось уничтожить кого-то одной из своих мощных атак, таких было меньшинство. Меньше двух десятых от нескольких сотен ассимилированных практиков. Даже с возросшей культивацией его духовная энергия рано или поздно закончится. Дуговые разряды пламенный взрыв требовали внушительное количество духовной энергии, в итоге Ван Буэлэ тяжело пыхтя начал отступать. Ослабленного Джои и Фанни тоже серьёзно измотал бой. Он настолько устал, что один раз не смог вовремя увернуться от атаки. Его грудь пронзили три заострённых листа, сотворённых заклинанием. У него изо рта брызнула кровь. Лишившись сил, он рухнул на спину. С горечью он был вынужден признать, что больше не мог сражаться. С трудом перевернувшись, он отрешённо посмотрел на ещё сражавшегося Ван Буэлэ. Перед глазами Джои и Фанни проносились воспоминания о детстве, семье, жестоком и отстранённом отце, враждебном старшем брате, деревне истинного дыхания и о том, как в самую трудную минуту на его защиту встал Ван Буэлэ. Мир перед глазами постепенно мытнел, звуки сражения отдалялись. Джои Мэн с другой стороны ещё держалась, но девушку била крупная дрожь, очевидно, её духовная энергия почти подошла к концу. Нити её магических формаций очень сильно помогали Ван Буэлэ. Вот почему она, несмотря на слабость, упрямо продолжала держать их активными. Без Джои Фанни, прикрывавшего их от прорывающихся практиков, Ван Буэлэ в одиночку не мог везде успеть. Несмотря на все его усилия, кто-то всегда мог обойти его и добраться до Джаои Мэн. Оценив ситуацию на поле боя, Ван Буэлэ слегка запаниковал. Он истратил все свои духовные сокровища, больше ему нечем было защищаться, ему оставалось только отступать и блокировать атаки. К этому моменту каждый вздох больно обжигал лёгкие. Во многих местах саднили порезы от заострённых листьев, помимо неглубоких порезов он получил несколько более серьёзных ран. Хуже всего дела обстояли с правой ногой, где заострённый лист оставил сквозное ранение. Буэлэ, Ямен, Академия получила наше сообщение. Как думаете, они придут? Джои Фанни в полузабытье уже не понимал, что вокруг кипит ожесточённая схватка. Блеск его глаз постепенно мерк, пока он что-то бормотал себе под нос. Как вдруг в померкших глазах вспыхнул алый свет. Джои Ямен ничего не сказала, она из последних сил поддерживала магические формации, но её духовная энергия почти подошла к концу. Под шквалом сотканных магией листьев Джои Ямен скрутила в приступе кровавого кашля, духовная энергия культивации полностью иссякла, отчего магические формации исчезли. Измотанная девушка была вынуждена опереться на стену, чтобы не упасть. Бледная, как мел, Джои Ямен с горечью закусила губу. Никто не знал, что сейчас в её душе кипела ожесточённая внутренняя борьба. Перед ней стоял непростой выбор. «Ифань, держись! Помощь скоро придёт!» крикнул Ван Боуле, видя, что Джои Фань при смерти. Он быстро отступил к Джои Фаню и Джои Ямен, рукой с перчаткой он нанёс удар, отбросив атакующих маринеток от двух друзей. Ван Боуле видел, что оба его спутника больше не могут сражаться, в ситуации, где их обступали ассимилированные практики, он невольно поддался отчаянию. Ведь он понятия не имел, получила ли Академия их сигнала помощи. Когда он начал погружаться в пучино отчаяния, в его голове впервые раздался знакомый голос лапули из чёрной маски. «Ван Боуле, не бойся, я научу тебя одной мантре, мантре неизмеримой силы, произнеси её, ты сможешь вызвать изменение неба и земли, уничтожить всё сущее!» Сказала она это с явным оттёнком гордости в голосе. «Ван Боуле не очень поверил сказанному, его не очень убедило заявление о всемогуществе мантры, с другой стороны он вспомнил обо всём, что ему рассказала лапуля. За исключением преувеличенного описания ножен, она ни разу ему не соврала. Особенно это касалось золотого тела, он выполнил её инструкции и действительно обрёл его, это укрепило его веру в лапулю. Что за мантра? «Слушай внимательно, просветлённый, узник да у небес, всему сущему должно пережить немыслимые треволнения. Дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли, чти путь культивации». Примечание переводчика. Похожий пассаж фигурировал в романе Эргена «Противостояние святого». После короткой паузы она гордилево скомандовала «Вперёд! Уничтожите жалкие расточки силой мантры!» Слова мантры потрясли Ван Боуле до глубины души. Ему даже показалось, что он почувствовал некий зов, как будто мантра и вправду могла сдвинуть небо и землю, словно стоит её произнести, и его жизнь полностью изменится. Глава 208 «Дай мне попробовать!» Ван Боуле не особо понимал, как по словам Лапули мантры могла вызвать изменение неба и земли, уничтожить всё сущее. Всё это звучало крайне неправдоподобно, да и вообразить себе такое он не мог. Но в его сердце поднялось неописуемое чувство, когда он впервые услышал слова мантры, словно в ней скрывался тайный смысл, который он никак не мог обличь в слова. Последняя строчка особенно, она несла с собой невероятную силу. В любое другое время Ван Боуле отбросил бы свои подозрения и проверил мантру на подлинность. Если бы тест завершился успехом, тогда он бы попробовал использовать её в боевой обстановке, но сейчас они находились в окружении сотен подконтрольных дерево-практиков в месте, откуда не было выхода. Ван Боуле, продолжая посылать во врагов заклинания, понимал, время утекало, как песок, сквозь пальцы. Ладно, попробуем! Ван Боуле с размаху ударил кулаком, взмахом руки он сотворил море огня и электричества, уничтожив тем самым дюжинам мчавшихся к нему практиков. С блеском в глазах он втянул в легкий воздух, готовясь произнести мантру, но тут не успел и на слово сказать, как вдруг спиной почувствовал невообразимые кровавые цы. За ним последовал оглушительный рев, кровавый цы оказался настолько плотным, что всю округу захлестнул ураган алой энергии. Под влиянием жуткой кровожадной ауры у ассимилированных практиков задрожали колени, все нападавшие резко застыли. Казалось, пробуждался невидимый, внушающий ужас воин. Даже древесные стены задрожали, на них начали появляться темные пятна, первые признаки гниения. Все происходило слишком быстро и внезапно, у Ван Буэлэ бешено стучала кровь в висках. Стоило ему обернуться, как у него перехватило дыхание. Там, рядом с Джоуи Мэн, еле живой Джои Фань парил над землей. Не стоял, а именно парил в воздухе. Из его глаз лился алый свет, тогда как от него самого исходила кровожадная, сврепая аура такой силой, что создавалась иллюзия гор трупов и океанов крови. Интенсивность кровавого цы, расходящегося от него волнами, не поддавалась описанию. «Что происходит?» ошарашенно подумал Ван Буэлэ. Он чуть не начал декламировать мантру, но его опередил Джои Фань. Кто бы мог подумать, что у него имелся такой туз в рукаве. Очевидно, с Джои Фанем было что-то не так. Пока Ван Буэлэ стоял как вкопанный, тело Джои Фань резко качнулось, и он высоко подпрыгнул. В прыжке он прижал руку к шее и вытащил оттуда. У Ван Буэлэ округлились глаза, когда Джои Фань вытащил из шеи «Костяной меч цвета крови». Лезвие этого меча состояло из крови. Лицо Джои Фань скривилось в гримасе боли и ярости, когда он вытащил меч. Не проронив ни звука, он словно демон набросился на врагов. Молниеносно сблизившись с ассимилированным практиком, он взмахнул мечом по широкой дуге. После удара клинка от практика осталась лишь лужа крови на полу. Убийство только усилило жажду крови Джои Фань. Теперь он двигался ещё быстрее. Размытым кроваво-красным пятном он метался между врагами, оставляя за собой реки крови. За дюжину вдохов он убил больше десятка практиков, причём превращённые в лужи крови люди не могли регенерировать. Аура кровожадности Джои Фань становилась сильнее, как и демоническая аура вокруг него. «Не он управляет мечом! Это меч управляет им!» заметил Ван Буула. В этот момент дупло дерева закачалось, а потом кто-то презрительно хмыкнул. Этот звук эхом несколько раз отразился от стен, подобно многократному громовому раскату он обрушился на Ван Буула. Задрожав, он закашлялся кровью. На губах Джоу и Мэн тоже выступили бусины крови. В этот самый момент из дальней стены выбрался мужчина в длинном чёрном халате. Его можно было принять за человека, если бы кожа его лица не имела древесный узор. Холодные глаза мужчины светились жестокостью, от его тела исходили эманации и культивации стадии возведения основания. Ван Буула уже доводилось чувствовать на себе тяжесть ауры возведения основания, но это превосходило всё, что ему ранее доводилось испытывать. «Великая завершённость возведения основания в одном шаге от стадии создания ядра», быстро сообщила Джоу Ямен. Её голос почему-то оставался спокойным, из глаз девушки исчезли сомнения. Похоже, её внутренняя борьба завершилась, она закрыла глаза. Несмотря на странное поведение Джоу Ямен, Ван Буула не было времени задавать вопросы. Ситуация была критической, с появлением мужчины в чёрном халате аура погрузила всё вокруг него в хаос, а подконтрольные практики опустились на колени. Было очевидно, что он был их хозяином. Сцена коленопреклонения ассимилированных практиков явно показала, кем был этот человек человеческим воплощением гигантского дерева. Мужчина в чёрном даже не посмотрел в сторону Джоу Ямена Ван Буула держался он с вызывающей холодностью надмённостью. За один шаг он оказался перед Джоуи Фанем и со свирепой гримасой резко рубанул рукой. Откуда ни возьмись появилась могучая сила, неисчислимое множество листьев без предупреждения закрутились в торнадо. В Джоуи Фаня ударила жуткая сила, но он не стал уклоняться от атаки. Вместо этого он закутал себя в демоническую ауру словно в плащ. Несмотря на дрожь, его боевые инстинкты стали ещё острее, он рубанул кровавым мечом по приближающемуся торнадо. Со свистом лезвия меча Джоуи Фаня растекло ураган. От ударной волны на губах Джоуи Фаня запузрилась кровь, а сам он шатаясь отступил к Джоуи Мэн и Ван Буула. Жажда крови в его глазах заметно потускнела, даже кровавый меч в его руках растаял и вернулся обратно в тело. Мужчина в чёрном халате стоял прямо в воздухе, часть разрубленного торнадо пронеслась мимо него, оставив на щеке небольшой порез. За несколько вдохов порез затянулся, теперь на его месте красовалась новая кожа, а он со странным блеском в глазах посмотрел на Джоуи Фаня. Какая жалость. Если бы твоя культивация поднялась до стадии возведения основания, то ты стал бы для меня настоящей головной болью. Всё-таки ты кровавый воин клана Пять Поколений Неба. Я слышал об этом. Клан Пять Поколений Неба наложил руки на весьма замысловатую секретную технику. Для неё требуется несколько людей из одного поколения с одной линией крови. Один выступает в роли псевдо-господина, тогда как остальные остаются простыми воинами. Воины должны пожертвовать всем, включая плоти кровь для псевдо-господина воина предназначения. Я не могу поверить, что клан Пять Поколений Неба решился использовать эту технику. Что и ожидалось от древнего клана, решительного и безжалостного. Полагаю, у тебя и старший брат, а может, и младший, на которого клан возлагает все надежды. А ты во всей этой ситуации всего лишь сосуд. Пока мужчина говорил, блюдный Джои Фань медленно приходил в себя. Когда кровавый меч полностью рассудился в теле, он сделал ещё несколько шагов назад. В глазах Джои Фаня застыла печаль, однако он ничего не сказал. Рассказ мужчины в чёрном стал для Ван Буэллы настоящим откровением. Его лицо окаменело, а глаза расширились от удивления. Он сразу вспомнил деревню истинного дыхания и брата Джои Фаня по имени Джои Сянь. В тот раз он издевался над Джои Фанем и хотел помешать ему заполучить духовный корень длиной в семь цуней. Мужчина подтвердил, что его подозрения относительно их взаимоотношений были небеспочвенными. Это подтверждало, что клан Пять Поколений Неба скрывал большую тайну. Изначально Джои Сянь напал на брата, чтобы взять под контроль кровавого воина и тем самым пресечь на корню возможную попытку перехватить власть. Он желал, чтобы кровавый воин стал сильней, но никогда не превзошел господина. Кто бы мог подумать, из трех жалких насекомых, попавших ко мне в руки, один окажется настоящим воином. Как и любопытно. Беззаботно, сказал мужчина, при этом его глаза алочно блеснули. Размытым пятном он с противоестественной скоростью рванул к Джои Фаню. Сила стадии возведения основания навалилась на троицу словно тяжелый груз, дестабилизировав их культивацию и нарушив концентрацию. Перед лицом мужчины в черном халате они чувствовали себя беспомощными. Заметив, что их противник пытался схватить Джои Фаню, Ван Буоло с угрожающим блеском в глазах приготовился продекламировать мантру. В этот момент рядом с ним вспыхнула энергия даже сильнее той, что показал Джои Фань «НЕВЕРОЯТНОЯ БУРЯ!» Пока пространство разрывал жуткий ветер на голове, Джоу Ямен не шелохнулся ни единый волос. Словно множество хлыстов, появившихся из ниоткуда, ветер ударил во все стороны. Ассимилированные практики вздрагивали и падали на землю. Стоило этим ветряным хлыстам коснуться их, пол у них под ногами заходил ходуном. Ван Буоло округлились глаза, ему уже доводилось видеть нечто подобное. Во время схватки с Джоу Ямен та потеряла сознание под самый конец поединка. Именно тогда это и произошло. В то время она находилась на стадии древних боевых искусств, но даже тогда её аура по-настоящему внушала трепет. Сейчас она находилась на четвёртой ступени истинного дыхания и вновь погрузилась в похожее состояние. Интенсивность её ауры была просто невообразимой. Мужчина в чёрном халате поменялся в лице. Мутация! Вырвалась у него. С твоей линией крови что-то не так. Он не мог поверить, что из трёх пленников двое окажутся настолько необычными людьми, один оказался кровавым воином, другая обладала ещё более редкой мутировавшей линией крови. Даже ему с трудом верилось в то, что сейчас творилось у него перед глазами. Глава 209. Декламация мантры. Мужчина в чёрном сорвался с места. Его внимание переключилось Джо и Фаннина Джоу Ямен. Он двигался настолько быстро, что превратился в размытое пятно. Ван Буалэ взревел, собираясь продекламировать мантру. Уже не имело значения, сработает ли она или нет, ему нужно было не подпустить врага к Джоу Ямен. Он не успел вымолвить ни слова. Как только мужчина в чёрном оказался рядом, Джоу Ямен ряска открыла глаза. Из них брызнул голубой свет, который волной синевы покатился на мужчину, словно желая погрести его заживо. Голубой свет слепил глаза. Послышался рокот. Ассимилированные практики, залитые лазурным светом, задрожали. Они превратились в высушенные мумии прямо на месте, словно из них высосало всю жизненную силу. В следующий миг они рассыпались прахом. Хоть Ван Буалэ стел рядом с Джоу Ямен, удар задел и его. Его затрясло, язык перестал слушаться, он схватил полуживого Джоу и Фаня, который после использования своей техники потерял сознание и вместе с ним бросился бежать. Ему чудом удалось избежать основного удара голубого света. Оба их козыри не поддаются контролю! В страхе подумал Ван Буалэ. К счастью, ранее они не использовали эти две атаки против него. В противном случае сейчас его хладный труп уже был бы кормом для червей. На самом деле Ван Буалэ знал, что Джоу Ямен в этом состоянии не отдавал отчёт о своём действии. Когда всё вокруг залил голубой свет, древесные стены и всё вокруг стало усыхать, крошиться. Словно свечение спровоцировало процесс стремительного разложения. Боль истинной формы достигла мужчины в чёрном халате, внезапно его охватила неконтролируемая дрожь, а лицо скривилось жуткой гримасе. С ревом он бросился прямо в океан синевы, его рука при этом тянулась к лицу Джоу Ямен. Умри! В сердце Ван Буалэ поднялась волна паники. «Просветлённый!» Только и успел сказать он. Джоу Ямен из глаз, который лился голубой свет, внезапно издала столь пронзительный крик, казалось, его было слышно и на небе, и на земле. От этого невероятно громкого звука у Иван Буалэ зазвенела в ушах, из его глаз, нос, рта и ушей потекла кровь. Если бы не вращение поглощающего семечка, он бы потерял сознание. Хотя Джоу и Фань находился без сознания, его тоже затрясло словно в судороге, а с губ закапала кровь. Обоих задело, хотя они находились за спиной Джоу Ямен в противоположной стороне от направления звуковой атаки. Мужчина в чёрном принял эту атаку в лоб, выражение его лица изменилось, дыхание сбилось, из уголков губ потекли две тонкие струйки крови. В следующий миг его тянущаяся к Джоу Ямен рука взорвалась, он быстро отскочил назад, не желая находиться рядом с Джоу Ямен в состоянии берсерка. Проклятие! Проклятие! Мужчина немного шатался, его дезинтегрированная рука дегенерировала, но боли и унижения от её потери быстро сменились гневом. Сложно представить, но он, практик великой завершенности возведения основания, оказался бессилен что-либо сделать какой-то девчонке на стадии истинного дыхания. Все люди с мутациями чертовы безумцы, в них таится жуткая сила, способная на страшные разрушения. Если пробудить её, то даже мне не сдобровать. После атаки голубым светом Крик Джоу Ямен ещё какое-то время эхом отражался от стен сгнившего и усохшего дерева. Под таким натиском дерево наконец не выдержало, с треском оно рассыпалось на куски, это затронуло не какой-то конкретный участок, а всё место, где они находились. В этот же миг полусгнившее дерево рассыпалось на части, даже с большого расстояния был отлично слышен тряска, доносящийся из сердца впаденный колонь. В результате звуковой атаки снаружи пригрымел взрыв, взметнув воздух фонтан грязи, камней и комков земли. Эхо, крика пока не стихло, голубой свет ещё не погас. Снаружи ярко светило полуденное солнце, наконец-то в это тёмное подземелье проник солнечный свет. Ван Буолэ снова увидел солнце на небе. Последняя ужасающая атака лишила Джоу Ямен последних сил. Обмякнув, она упала на землю без чувств. Голубое свечение тотчас погасло. В этот самый момент, пока их противник всё ещё пятился, Ван Буолэ инстинктивно подскочил к лежащей девушке и схватил её. Теперь одну руку он держал Джо и Фанни, а другой Джоу Ямен. С грузом в виде двух товарищей он перепрыгивал с уступа на уступ, образовавшихся в результате взрыва, к дыре в потолке. Выбравшись через неё из подземелья, он, наконец, смог покинуть пределы гигантского дерева. Тяжело пыхтя, Ван Буолэ тут же побежал прочь от дыры. На бегу он включил кольцо-передатчик и попытался связаться с Дао-Академией. В этот раз ему ответили «Расчётное время прибытия 30 минут!» Тон говорящего был серьёзным и беспокоенным. Ван Буолэ с облегчением выдохнул и прибавил ходу. В кратере позади остался мрачный как туча мужчина в чёрном халате. Тем не менее, про себя он с облегчением выдохнул. Насколько он мог судить, девчонка была самой ненормальной среди троих беглецов. Его не особо беспокоил удиравшего весь дух маленький толстячок. Он резонно предположил, что троице удалось спастись и избежать ассимиляции только благодаря Джои Фаню и Джоу Ямен. В действительности пролич сознания гигантского дерева был делом рук Пурпурного моря, скрывавшегося в глазах Ван Бууле. Именно из-за него мужчина так и не понял, кто за всем этим стоял. Крайне маловероятно, что ко мне в руки случайно попали сразу три монстра. Он презрительно фыркнул, одним мощным прыжком он оказался на поверхности. Какой бы невероятной скоростью ни обладал Ван Бууле, между ним и человеком на стадии возведения основания лежала огромная пропасть. Вдобавок ему приходилось нести двух потерявших сознания друзей. Мужчина в черном быстро нагонял беглеца, оставляя за собой только рокот в воздухе, как от пробития звукового барьера. Расстояние между ними стремительно уменьшалось, а когда оно сократилось до ста пятидесяти метров, Ван Бууле в панике прокричал «Древесное чудище! Хватит нас преследовать! Подкрепление уже почти здесь! Не пора ли подумать о своей шкуре? Мой тебе совет! Беги пока можешь!» Лицо мужчины оставалось непроницаемым, вместо слов он просто увеличил скорость. «Похоже, еще чуть-чуть и он их поймает!» Ван Бууле сдавило горло, его глаза безумно заблестели, как у загнанного в угол зверя. Резко развернувшись, он бросился навстречу своему преследователю. «Просветленный! Узник да у небес!» Как только эти слова сорвались с его губ, в безоблачном небе погремел оглушительный раскат грома. Словно надвигалась буря. Вместе с грохотом на землю опустилось удушающее давление, даже небо стало каким-то серым. Мужчина резко переменился в лице и с шумом втянуло в легкий воздух. Инстинкты забили тревогу. Ему грозила смертельная опасность, ему нечасто доводилось испытывать нечто подобное. У него волосы зашевелились на затылке, из глубин его сердца поднялась волна невообразимого ужаса. «Что это за слова?» воскликнул мужчина. А Ван Бууле тоже напугал эффект, который произвели произнесенные им слова. Он тяжело дышал, но в его глазах плясали свирепые огоньки, страх и изумление быстро уступили место восторгу. Лапуля не обманула! Кто бы мог подумать, что ее мантра окажется настолько могущественной! Теперь он больше не планировал убегать. Вместо этого он с холодной надменностью посмотрел на поменявшегося в лицо мужчину. «Всему сущему должно пережить немыслимое треволнение!» Без примедления он произнес вторую строчку мантры. Ослепительная молния распорола небосвод надвое, за ней последовал очередной оглушительный раскат грома. Небо пришло в смятение. Где-то там, в вышине, собиралась страшная сила, способная заставить все живое задрожать в страхе. Словно пробуждалась некая всемогущая сущность, дремлющая где-то очень и очень далеко. В этот момент задрожала земля, казалось, сейчас под землю обрушится вся впадина к элунь. От перекошенного лица мужчина отлила кровь, словно огромная волна его с головой захлестнуло чувство приближающейся опасности. Интуиция подсказывала, если сейчас он не сбежит и продолжит погоню, то его настигнет катастрофа. Катастрофа, которая закончится его гибелью. Такое чувство посетило его впервые в жизни. Он и представить не мог, что когда-нибудь окажется в такой страшной опасности. Его не покидало чувство, что выстоять против этой силы ему не помогла бы даже культивация стадии создания ядра. Его ждала неминуемая гибель. Не может такого быть. Он только на стадии истинного дыхания. Проклятье. Как все могло так круто обернуться? Каждый новый сопляк страшнее предыдущего. От страха у него застучали зубы. Его лицо было бледнее мела, а в глазах застыли невиданные доселе страха и изумления. При этом ему совершенно не хотелось признавать поражение. Такое противоречие сводило с ума. Кровавый воин в лице Джои Фанни удивил его. Мутация Джои Мэн еще сильнее усилила это чувство, но это не шло ни в какое сравнение с тем ужасом, что он испытывал прямо сейчас. Чутье подсказывало, внутри Ван Буала скрывается нечто ужасающее, нечто непобедимое и неостановимое. Ему нужно уносить ноги, бежать от него как можно дальше. Но разум говорил совершенно другое, Толстяк перед ним находился на стадии истинного дыхания. С такой культивацией он просто не мог обладать такой немыслимой и могущественной аурой. Глава двести десятая Должно быть это он! Он мог не поверить в это, однако идти на серьезный риск ему не хотелось. Пока его мучили сомнения, Ван Буалэ наоборот воспринял духом. Запрокинув голову к небу, он расхохотался, вместо бегства он пошел на мужчину в черном. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, от следующих его слов небо и земля сдрожали, в вышине оглушительно громыхнул раскат грома. «Дабы покинуть глубокую темницу, хватит одной лишь мысли!» Гром в небесах становился все громче и громче. Тяжелые раскаты грома вновь вызвали изменения в небе и на земле. Тучи соединились в гигантскую руку шириной более тридцати тысяч метров. Эта рука затмила небеса и накрыла все в округе гигантской тенью. Огромная рука в небе по-настоящему внушала ужас. Земли в ее тени не только погрузились в полумрак, но и, казалось, лишились жизни. Теперь вокруг мужчина в черном дрожил как осиновый лист, еще никогда в жизни он так не боялся. Он смотрел на гигантскую руку в небе и на уверенного в себе ван Бууле. В поведении толстяка ничего не намекало на фальшь, он действительно был абсолютно уверен в том, что мог уничтожить гигантское дерево. Такая самоуверенность усиливала эффект от ужасающей ауры огромной облачной руки, затмившей небо у него за спиной. С оглашительным рокотом эта рука начала опускаться вниз. Это полностью лишило мужчину в черном самообладании. Я слышал об одном случае. Верховный старейшина дау Академии Эфира однажды вернулся с гигантского меча из позеленевшей бронзы с младенцем. В жилах этого ребенка течет внеземная кровь. Он носитель линии крови из-за пределов небес. Может ли такое быть, что это тот самый младенец? От этой мысли у него перехватило дыхание. Чем дольше он об этом думал, тем больше убеждался в собственной правоте. Да, эти два ребенка, кровавый воин из клана Пять Поколений Неба, другая обладает редкой мутацией. Им на роду написано достичь стадии создания ядра. Такие одаренные дети использовали свои сильнейшие атаки, чтобы защитить его. Должно быть, они слуги, ответственные за его охрану. Больше мужчину не мог стоять на месте. Бледный, как мил, он бросился бежать, проклиная себя за нерасторопность. Он отказался от идеи убийства Ван Буэлэй двух его спутников. Сейчас толстяк представлял по-настоящему серьезную угрозу. Мужчина понимал, если с его головы упадет хотя бы волос, на уши встанет вся ДАО Академия Эфира, особенно бывший президент Федерации. То точно придет в неописуемую ярость. Мужчина окончательно уверился, что Ван Буэлэ был напрямую связан с мечом из позеленевшей бронзы. Преследуемый этими тревожными мыслями, он бежал все быстрее и быстрее. До использования мантры Ван Буэлэй шел бы в восторг от того, что ему удалось обратить в бегство такого опасного противника. Но сейчас он был абсолютно уверен в себе, поэтому не собирался так просто его отпускать. Его уверенность в собственных силах взмыла до небес. По его мнению, Лапуля в маске была гением. Сила мантры превзошла самые смелые ожидания. Такая вера в Лапулю привела к самонадеянному смеху. Глаза Ван Буэлэ холодно блестели. Пытаешься удрать? Послушай сюда! Если я использую свой коронный прием, меня не победить! Даже если ты опустишься на колени и назовешь меня папочкой, тебя это не спасет! Тебе не удастся сбежать! Нагло прокричал Ван Буэлэ. Бросивший следом за беглецом, он на ходу крикнул. Чти! Сила гигантской руки в небе тотчас возросла, звезды задрожали, небо и землю захлестнул рокот, как во время извержения вулкана. Путь! Глаза Ван Буэлэ съели от восторга. Он во все горло кричал эти слова. Внезапно даже солнечный меч начал дрожать и немного наклонился. Такое движение духовной энергии могло стереть с лица земли все живое. И сейчас эта энергия опускалась с неба прямо на мужчину в черном. Это окончательно лишило его присутствия духа. НЕЕТ! В этот крик он вложил всю свою ярость и безумие. Он собирался спастись во что бы то ни стало. С размаху ударив себя в грудь, он сплюнул сгусток зеленой крови. Взамен его скорость серьезно возросла. Сердце Ван Буэлэ трепетало. В бесстрашной погоне за целью он прибавил ходу. Он уже хотел выкрикнуть последнее слово, но тут у него в голове раздался голос Лапуле. Не преследуй его! Судя по интонации, она была в панике. Лапуле не сейчас! Я, Ван Буэлэ, покажу этому подлому созданию, на что я способен! Сегодня я убью его! Вслух же он прокричал. Кольте! Гигантская рука начала опускаться еще быстрее, сопровождающий снижение рук отстал еще громче. Губы мужчины вдалеке скривились трагичные улыбки. С безумным блеском в глазах он без колебаний сплюнул еще больше зеленой крови, чтобы с секретной техникой взвинтить свою скорость до предела. Ван Буэлэ гордо задрал подбородок. Он не собирался так просто отступать. Когда он хотел выкрикнуть вторую часть слова, Лапуле запаниковала и закричала прямо у него в голове. Ван Буэлэ это идиот! Ты уже обратил его в бегство? Зачем ты его преследуешь? Мантра фальшивка! Подделка! В ней нет ни капли атакующей силы! Ее можно использовать только для того, чтобы кого-то напугать! Я не стала говорить тебе правду! И страха, что ты не сможешь достаточно убедительно разыграть спектакль! Откуда мне было знать, что ты бросишься вслед за ним? Если ты произнесешь мантру полностью, то она закончится! Все исчезнет, тогда он вернется, и одним ударом прихлопнет тебя как мелкую букашку! В голосе Лапуле чувствовались тревогой раздражения, словно ей не хватало слов, чтобы описать безрассудство Ван Буэлэ. На Ван Буэлэ как будто опрокинули ушат ледяной воды, с округлившимися глазами он застыл как вкопанный, у него в горле застрял комок, а мясистое тело затряслось как студень. Ты серьезно? Стревожно спросил он. Разумеется! Мантр не настоящая! Ты олух! Раздраженно бросила Лапуле. Ван Буэлэ стоял как истукан, так и не выкрикнув вторую часть слова. Гигантская рука начала сбавлять скорость, мужчина в черном поначалу обрадовался, но все же рискнул обернуться. Ван Буэлэ почувствовал на себе его взгляд, его трясло, а из горла рвался крик ужаса, но он сумел взять себя под контроль. Стиснув зубы, он сделал вид, что хотел продолжить преследование. Он широко открыл рот, чтобы набрать побольше воздуха, при этом он втайне изменил циркуляцию культивации таким образом, кашляться кровью. Якобы он очень хотел произнести последнее слово, но сделать это было очень тяжело. «Я готов заплатить любую цену, я произнесу последнее слово и заберу тебя с собой на тот свет!» От натуги у него покраснело лицо. Его попытки показать, что он готов на все и дрожь, сотрясшая его изнутри, сделали спектакль крайне убедительным, хотя на самом деле он сейчас испытывал совершенно другие чувства. К счастью, сила мантры ощущалась слишком реальной. Мужчина в черном, увидев безумный блеск, глаз Ван Буэлэ судорожно втянул в легкий воздух. В гневе и досаде он был вынужден продолжить бегство. «Этот толстяк совсем свихнулся!» С его невероятной скоростью он вскоре скрылся из виду. Ван Буэлэ не посмел прекратить спектакль. Подавив неуверенность в себе, он в ярости закричал, а потом тяжело задышал. Он замедлил шаг, словно больше не мог вести преследование, а потом и вовсе остановился. В этот момент его парализовал страх. Только сейчас до него дошло, что он преследовал практика на великой завершенности возведения основания. От этой мыслью он покрылся холодным потом. «Лапуля, больше так не шути, ладно?» «Ты чуть меня не убила!» После пережитых ужасов Виала сказал Ван Буэлэ. «А откуда мне было знать, что ты на это купишься? Верить — это одно, но то, что ты сделал, граничит с фанатизмом!» Лапуля фыркнула и перестала обращать на Ван Буэлэ внимание. На это Ван Буэлэ лишь кисло улыбнулся, но мысль об устроенном представлении немного улучшила его настроение. Даже без напоминания Лапуля он был вынужден признать, что действовал скоропалительно. «Деревяшка! Хоть ты осмелился напасть на меня! Можешь считать, что тебе повезло! Эта мантра вселяет ужас даже в меня!» В душе Ван Буэлэ смешались радость и страх. Для вида он еще немного покричал угрозы, а потом подхватил Джо и Фаня с Джоу Яман и побежал в противоположную сторону. Какое-то время он двигался не очень быстро, но постепенно начал набирать скорость. Вскоре он уже бежал во весь дух в страхе, что мужчина в черном распознает обман и вернется, чтобы разобраться с ними. Ван Буэлэ бежал, не разбирая дороги. Гадета через 15 минут он увидел в небе 7-8 летающих кораблей с эмблемой Дао Академии Эфира. Приведя подкрепление к нему вновь вернулось самообладание. «Я здесь! Эй, я здесь!» На радостях он уже хотел разорвать платье Джоу Яман, но вовремя остановился. Покрепче прижав девушку к себе, он бросил Джо и Фаня на землю, разорвал его наряд и замахал получившейся тряпкой над головой. Глава 211 Снова в путь Даосский халат Джо и Фаня напоминал лохмотье. Ван Буэлле не понадобилось даже прикладывать усилия, чтобы оторвать кусок ткани, за которой скрывалась более дно и нежная кожа. С криками он замахал тряпкой над головой, а люди с приближающихся кораблей сразу заметили троицу внизу. Что интересно, на фоне леса намного больше выделялась не тряпка, а круглое тело Ван Буэлле. Когда над троицей зависли корабли, вниз прыгнуло восемь практиков Академии, возглавлял группу заместитель главы секты Дао Академии красного халата захлопали на ветру, а аура сильнее, чем у гигантского дерева в мгновение ока накрыла небо. Ван Буэлле коснулась лишь малая часть её, но ему всё равно стало трудно дышать, под таким давлением его разум дрогнул. За заместителем главы секты следовал мужчина в лазурном халате, его можно было бы принять за обычного ничем не примечательного человека, если бы не искорящиеся электричеством глаза и зловещая аура. Она не бледнела даже на фоне ауры заместителя главы секты, очевидно, он тоже находился на стадии создания ядра. С появлением этих двоих поднялся сильный ветер, а облака сгрудились. Аура, принадлежащая практикам стадии создания ядра, накрыла всю округу, этих двоих сопровождали трое стариков. Исходящие от них эманации превосходили те, что испускали практики стадии истинного дыхания, а они находились на стадии возведения основания. «Приветствую, заместитель главы секты, старейшины!» поздоровался Ван Буэлле. Он осторожно положил Джао Ямен на землю, а потом поднялся и в знак почтения поклонился, накрыв при этом ладонью кулак. В изолированном наряде весь в синяках и порезах он представлял собой печальное зрелище. Джо и Фанни, Джао Ямен вообще были без сознания. Заместитель главы секты и мужчина в лазурном халате не ожидали обнаружить троих учеников в своей академии в таком состоянии. Первый быстро подошел к Ван Буэлле и взял за запястье, чтобы проверить его состояние. С беспокойством в глазах он мягко спросил, что именно произошло. Мужчина в лазурном халате нажал на лоб Джо и Фанни и Джао Ямен, оба вздрогнули и медленно разлепили глаза. «Главный старейшина!» Узнав мужчину, Джо и Фань попытался подняться, чтобы поприветствовать его как полагается, но тот положил руку ему на плечо и уложил обратно на землю. Успокоив Джао Ямен, он повернулся к Ван Буэлле. «У этого гигантского дерева культивации великой завершенности возведения основания. Он умеет подделывать голоса людей и накладывать печати». Тем временем тараторил Ван Буэлле. Он рассказал, с чем им троим пришлось столкнуться. С самого начала до бегства гигантского дерева. От его внимания не ускользнули слова Джо и Фанни. Мужчина в лазурном халате являлся главным старейшиной павильона боевых искусств. «Дерево мутировало в чудовище. С таким федерацией еще не приходилось сталкиваться. Беспрецедентный случай! Надо быть либо храбрецом, либо глупцом, чтобы напасть на учеников до Академии Эфира!» После рассказа Ван Буэлле мужчина в лазурном халате помрачнел. Усиление его зловещей ауры ясно говорило, что тот пришел в бешенство. Одобрительно кивнув Ван Буэлле, он что-то прошептал на ухо заместителю главы секты, а потом умчался в направлении, куда, по словам Ван Буэлле, скрылось дерево. Он двигался невероятно быстро, но его такая скорость совершенно не устраивала, поэтому он достал большое черное знамя и обернул его вокруг себя. В этот же миг его скорость выросла в несколько раз. В поисках сбежавшего дерева он раскинул духовное сознание во все стороны. Не каждый день можно было увидеть такого могущественного эксперта за работой. Глаза Ван Буэлле и Джо и Фанни восторожно заблестели. Даже Джоу Ямен, которая после пробуждения не проронила ни звука и все еще находилась в ослабленном состоянии, облегченно вздохнула. «Как вам удалось обратить дерево в бегство?» После нескольких успокаивающих слов внезапно спросил заместитель главы секты. Джо и Фанни понурил голову, Джоу Ямен промолчала, а Ван Буэлле несколько раз моргнул и закашлялся. «Возможно, это я его спугнул. Я напомнил ему, что скоро здесь окажутся эксперты академии и ему не сдоборовать, если он не сбежит. Вот почему дерево удрало». При виде выражения лиц троица заместитель главы секты не удержался от смеха. «Язык у вас подвешен, маленькие негодники», сказал он. «Каждый из вас скрывает не один секрет. Не страшно. С началом эпохи культивации появилось несметное число возможностей обрести благословение. Нынче все зависит от вашей удачи. Я не стану у вас ничего выпытывать. Уверен, вы поделитесь с академией своими секретами, когда будете готовы». Аван Буэлле смущенно почесал затылок, на что заместитель главы секты еще раз рассмеялся. Он смотрел на троицу с нескрываемым одобрением в глазах, из бездонного браслета он достал три пилюли, запечатанные в янтаре пурпурные шарики, в которых клубил Судем, и дал по одной каждому. Один их вид говорил о необычности этого снадобья. Даже не будучи учениками павильона алхимии, трое друзей сразу поняли, что эти пилюли обладают невероятными целебными свойствами. «Можете выбросить этот инцидент из головы. Академия отомстит за вас. Не имеет значения, откуда взялось это дерево. Мы уничтожим любого, кто посмеет навредить ученикам до Академии Эфира. Ваши заслуги будут отмечены. По завершении отбора в сотню сынов Федерации вас будет ждать соответствующая награда». На губах заместителя главы секты появилась тень улыбки. Он дал еще несколько инструкций и приказал практикам стадии возведения основания позади и сопроводить троицу до столицы. «Можете принять пилюли во время путешествия. Так вы успеете восстановить культивацию и исцелить полученные раны к предстоящему отбору. С нетерпением жду вашего возвращения уже в статусе участников программы соотнесена в Федерации. Премного благодарен заместитель главы секты». Ван Бууул пытаясь удержать себя от радостного вопля, накрыл ладони кулак и поклонился. «Сынок, смотри, ты родился в рубашке. Ты не только совершил прорыв культивации, но и усумел спасти, снеся двух товарищей. Отличная работа. Ты парень нерабкого десятка». Заместитель главы секты не сводил в глаз Сван Бууул и тот был рад, но виду не показал. Про себя он подивился проницательности заместителя главы секты. Этот человек явно понимал, что какая-то заурядная техника или угроза не могли обратить столь могучего врага в бегство. Причем дерево было настолько напугано, что оно обратилось в паническое бегство. «Разумеется, ученики ДАО Академии Эфира никогда не бегут от опасности», хлопнув себя в грудь, заявил Ван Бууул «И в жизни и в смерти я останусь учеником ДАО Академии Эфира». Присутствующие слегка поменялись в лице. По их мнению, Ван Бууул никогда не упускал возможности представить себя в наиболее выгодном свете, но его слова пришлись по вкусу заместителю главы секты. Он громко рассмеялся, ему все больше нравился этот полный юноша. Еще немного поговорив с тремя учениками, он распорядился, чтобы прибывшая с ним группа рассредоточилась и начала поиски. На летающем корабле Академии в сопровождении двух практиков стадии возведения основания Ван Бууул с друзьями продолжили путешествие к столице Федерации. На борту они смогли по-настоящему выдохнуть. Теперь все трое совершенно по-другому смотрели друг на друга, сильнее всего это ощущали Джо и Фан и Джоу Ямен, когда их взгляд останавливался на Ван Бууул В их глазах угадывался намек на удивление, словно они сами до конца не могли разобраться в своих чувствах, а также теплота, которая стала еще яснее, чем раньше. Они не стали расспрашивать Ван Бууул о схватке с гигантским деревом после того, как они потеряли сознание или использованные им техники. Им не хотелось выпытывать его секреты. Ван Буул в свою очередь тоже не стал задавать вопросов об их техниках, такое понимание без слов вызвало у троих улыбку. Когда такая красавица как Джоу Ямен улыбалась, она становилась еще притягательней. Ее улыбка была столь же прекрасной, как распустившийся на заре цветок. Ван Бууул моргнул и указал на ее лицо. «Джоу Ямен!» сказал он. «Твое лицо...» «Что?» Удивленная девушка неосознанно коснулась своего лица. Пятнышко засохшей грязи было первой мыслью, что пришло ей в голову. «Очень красиво!» Беззаботно заявил Ван Бууул. У Джоу и Фаня рядом округлились глаза. Два практика стадии возведения основания, сидящие в позе лотоса неподалеку, сперва улыбнулись, но после комплимента Ван Бууул резко поменялись в лице. Один посмотрел на Ван Бууул так, как смотрит на живое божество. У Джоу Ямен от удивления слегка приоткрылся рот, а потом она кокетливо рассмеялась. Она совершенно не ожидала от Ван Буул такого беззастенчивого флирта. Обычно спокойная и сдержанная Джоу Ямен всё прекрасно понимала, но ей всё равно польстил такой комплимент. Ван Бууул был доволен, что такой незамысловатый комплимент вызвал у неё такую реакцию. Такой трюк он использовал шести лет бесчисленное множество раз. «Ладно, этот инцидент исчерпан», взмахнув рукой, сказал он. «Нас ждёт столица. Покажем им, чего мы стоим. Войдём в сотню сынов федерации!» В глазах Джоу и Фаня и Джоу Ямен угадывалось предвкушение, пока они наблюдали за удаляющейся впадиной колонь. Они ещё какое-то время поболтали, а потом разошлись по своим каютам, где приняли пилюли. Ван Бууул пострадал меньше остальных, но ему всё равно требовалось время, чтобы тело естественным образом исцелилось. Стоило ему проглотить пурпурную пилюлю, как его с пугающей скоростью затопил жар, вместе с этим медленно исцелялись их раны. Через несколько часов корабль добрался до окрестностей столицы. Троица к этому времени привела себя в порядок. Полные силы и энергии они покинули свои каюты и собрались на палубе. Вдалеке ждала величественная столица Федерации. Глава 212 Столица Федерации Столица располагалась на юго-востоке Федерации. Огромный город своими масштабами потрясал всех, кто видел его впервые. Город подпирал сто соединённых между собой металлических конструкций, по форме напоминавших перевёрнутые горы. Словно гигантские шипы, они пронзали земли под всей площадью города. Размеры каждой из таких металлических конструкций были сравнимы с целым городом Эфир, а их высота достигала нескольких тысяч метров. От вида леса и сотен поблескивающих металлом гор захватывало дух, стоящий на них город не зря носил титул первого города Федерации. Земли под металлическими горами скрывал плотный туман, который струился между пиков словно бессмертной цы, что делало это место ещё таинственней. До начала эры духовного истока здесь было очень живописно, горы были чисты и прекрасна вода. Примечание переводчика образно о красивой картине природы. С прибытием меча из позеленевшей бронзы, за которым последовал дождь из его фрагментов, этот регион навсегда изменился с появлением духовной энергии. С установкой божественного оружия в городе всё пышно зацвело. В тумане обитали птицы и звери, не опасные для человека, буйно росла растительность, зеленили леса и журчали ручьи, чья сладкая, словно нектар вода, была богата духовной энергией. С большим трудом, но всё же можно было разглядеть скрывавшиеся с туманом земли. Через лес проходили восемь дорог, расходящиеся по всем сторонам света. Вокруг города стояло множество маленьких постов, словно россыпь звёзд вокруг Луны. Город столь внушительных размеров не было преувеличением сравнить с каким-нибудь королевством далёкой древности. Более мелкие детали невозможно было увидеть из-за тумана, но ни один человек не мог спокойно смотреть на город, настолько грандиозно это было зрелище. Скрытый туманом лес излучал могучую всепоглощающую ауру, как будто в нём таилась сила, способная уничтожить всех сильнейших федераций. Самой приметной частью столицы, стоявшей на сотне перевёрнутых гор из металла, были статуи. За крепостным рвом возвышались сто два изваяния высотой тысячи метров. Внешне эти статуи отличались. Одна изображала Нюйву, великую богиню китайского пантеона, другая Зевса, бога из западной мифологии. Возведённые здесь статуи изображали самых могущественных божеств за всю историю человеческой культуры. Никто не знал, зачем в столицу федерации были привезены эти статуи, но одно было точно, они стояли здесь явно не для религиозного поклонения или в качестве напоминания об их былом величии. Особенно это касалось двух статуй в центре, Верховного Старейшной Дао Академии Эфира и мужчины в расцвете сил, буквально излучавшего величественную и властную ауру. Это была статуя нынешнего президента федерации. Загадочный лес, ослепительный город, а также сотня статуи, столица федерации неповторимой. Неудивительно, что это был самый густонаселенный город на всей планете. Количество проживавших практиков, солдат и простых горожан было столь велико, что только департамент статистики федерации знал истинное их число, а остальные могли только гадать. Перед Ван Буэлэ и его друзьями предстал туманный лес и стоящий над ним величайший город федерации. В отличие от Джоуи Мэн, у которой вид столицы не вызвал никаких эмоций, Джоуи Фань и Ван Буэлэ заворожно разглядывали город. Джоуи Фань родился в клане Пять Поколений Неба и видел фотографии столицы в новостях, но сегодня он впервые увидел город воочию. При виде грандиозного города, который мог сойти за отдельное государство, его сердце захлестнул восторг и восхищение. Не в силах отвести взгляд от города, Ван Буэлэ на несколько секунд лишился дар речи, а потом тяжело задышал. Какая, какая громадина! Интересно, сколько стоит дом в этом городе? Ван Буэлэ потер переносицу, глядя на раскинувшуюся до самого горизонта столицу. Даже с летающего корабля он не мог увидеть, где заканчивался город. От изумления у него немного приоткрылся рот. Дом столицы стоит больше сотни особняков в городе Эфира. На вопрос шокированного Ван Буэлэ ответил Джои Фань. Он явно кое-что знал о городе. Что? Дом здесь стоит столько же, сколько сотни окоплевидных кораблей? Мясистое тело Ван Буэлэ задрожало как студень. Внезапно он осознал, что в этом городе жили невероятно богатые люди. Джоу Ямен молча слушал разговор двух друзей, сопровождавшие их практики стадии возведения основания в стороне внезапно улыбнулись. Они уже неоднократно бывали в столице, но каждый раз при виде величественного города у них перехватывало дух. Столица считалась сердцем федерации. Для простых людей это был политический и экономический центр страны, для практиков столица значила намного больше. В ней находилось единственное божественное оружие во всей федерации, это оружие служило гарантом власти президента, а также вселило в сердца людей страх и благоговейный трепет. Несмотря на политические разногласия и разговоры о сепаратизме, благодаря этому божественному оружию федерация оставалась относительно стабильным государством. Пока Джо и Фан и Ван Буоле пытались прийти в себя, корабль вошел в воздушное пространство столицы и начал сбавлять скорость. После нескольких проверок и сканирований Ван Буоле понятия не имел, что именно пограничная служба проверяла и искала, корабль получил добра на посадку. Они сели в воздушном порту Дао-Академии Фира их уже ждали ученики Академии, несущие службу в столице. После обмена приветствиями встречающие позаботились обо всех формальностях для прибывшей группы и отвезли их в поместье принадлежащее Дао-Академии Фира. Безукоризненный вид окрестностей поместья говорил о тщательном уходе, переливе стопели птицы, в воздухе ощущался аромат цветов, а также богатая духовная энергия. Поместье было закрыто для посторонних, оно служило резиденцией для приезжающих в столицу учеников Дао-Академии Фира. К моменту прибытия Ван Буэлэ и остальных многие из участников предстоящего отбора уже находились в поместье. Джоу Яман не стала селиться в комнату, отведенную для нее Академией. Коротко попрощавшись с Ван Буэлэ и Джои Фанем, она пошла к выходу. «Ты куда?» поинтересовался Ван Буэлэ. Джоу и Фаню тоже стало любопытно. «Моя семья живет в столице». Любой другой человек не удостоился бы ответа, но она не могла проигнорировать Ван Буэлэ и Джоу и Фаня. Они вместе пережили страшные опасности и чудом остались в живых, поэтому на них двоих это правило не распространялось. После ее ответа у Джои и Фаня округлились глаза, потрясенный Ван Буэлэ так и остался стоять на месте. «Твоя семья должна быть очень богата!» С завистью сказал он. А Джоу и Ман не ускользнул тон Ван Буэлэ. Она улыбнулась Джои и Фаню неторопливо вышла на улицу. Вот только она не просто ушла, стоило ей ступить за порог поместья Дао Академии Эфира, как неподалеку приземлились восемь золотых кораблей. Оттуда вышло около сотни хорошо сложных мужчин. По виду и дизайна кораблей Ван Буэлэ, мастер оружия павильона хромического оружия, сразу понял, это были совсем непростые летающие суда. Их появление застало его врасплох, а потом из них выбралось сотня практиков с культивацией стадии истинного дыхания. Их возглавлял старик с особенно сильной культивацией, которая не уступала встречным моим гигантскому дереву, судя по наряду он был кем-то вроде дворецкого. Поклонившись Джоу и Мэн, он заботливо сказал «Добро пожаловать домой, юная госпожа!» Джоу и Мэн кивнула и взошла на борт корабля, Фоню и Ван Баула, после чего восемь золотых кораблей со свистом умчились вдаль. Ван Баула не мог поверить своим глазам. Джоу и Фонни проронил ни звука, когда золотистые корабли скрылись из виду, оба переглянулись. «Из какой она семьи?» «Она богачка!» Оба заговорили практически в одно и то же время. В конечном итоге они вернулись в свои комнаты, где остались наедине с мыслями об этом инциденте. Со временем им удалось немного успокоиться. Оба ничего не знали о семье Джоу и Мэн, но у них имелись свои подозрения. Как следует отдохнув за ночь, Ван Баула выбросил мысли о семье Джоу и Мэна с головы и отправился на поиски Джоу и Фонни. Ему удалось вытащить его из поместья на прогулку по городу. По пути они заглядывали во все магазины. По богатству ассортимента и декору они превосходили самые фешенебельные магазины города Эфира, особенно много продавалось материалов и средств для культивации. Если ты хотел что-то купить, это можно было найти в столичных магазинах. Сражение во впадине колонии стащило запасы обоих друзей, при виде такого многообразия товаров у них разбегались глаза. Джоу и Фонни положил глаз на какие-то пилюли и нефритовую табличку с секретной техникой. Узнав их цену у него округлились глаза. Он был родом из весьма богатой семьи, но озвученная продавцом цена все равно показалась ему заоблачной. Ван Буэлла всецело разделил его чувства. Он разглядывал товары в магазине время от времена восторженно вскрикивая «Закаленная золотая глина! Жидкий лунный свет! Ого, тут даже есть песок небесного хрусталя! Если использовать эти редкие материалы во время переплавки, то можно наделить духовные сокровища дополнительными свойствами, а также усилить их!» Ван Буэлла он внезапно застыл. В его голове как будто погремел раскат грома. «Это... Это же...» Его внимание привлекло дерево в большом горшке толщиной с руку. Его можно было бы перепутать с пальмой, если бы не красный цвет ствола. Но не дерево вызвало у него такую реакцию, а торчащий из ствола черный фрагмент размером не больше пальца. Ван Буэлла сразу же почувствовал зов. Он почему-то знал, что этот фрагмент был сделан из того же материала, что и его черная маска. Удержавшись от порыва сразу его купить, он сделал еще один круг по магазину, а потом небрежно указал на несколько других товаров. Когда он почти закончил с покупками и уже хотел поинтересоваться о стоимости дерева, мысленно готовясь купить его вместе с фрагментом, как вдруг на улице раздался добродушный смех. «А я вас обускался!» Глава 213 Самодостаточный Ван Боулэ В магазин зашел пожилой дворецкий из вчерашнего эскорта Джао Ямен. Он широко улыбнулся Ван Боулэ и Джои Фаню, дюжина сопровождавших крепких мужчин деловито рассредоточилась по магазину в поисках угрозы. Хозяин магазина, не последний человек в городе, пока только наблюдал, ожидая, что будет дальше. Ван Боулэ и Джои Фан не стали заставить старика ждать и почтительно его поприветствовали. Все-таки он обладал культивацией стадии возведения основания и был человеком семьи Джао Ямен. Оставьте формальность, юные герои! Типло попросил старик. Он оценивающе посмотрел на двух молодых людей. Юная госпожа избегала компании других людей. Наверняка существовала причина, почему она решила отправиться в путешествие в компании этих двоих. Старик больше внимания уделил Джои Фаню, чем Ван Боулэ. Чем дольше он смотрел на статного и привлекательного молодого человека, тем больше тот ему нравился. Под изучающим взглядом старика Джои Фаню немного занервничал. Почтенный, зачем вы нас искали? Ван Боулэ впервые назвали юным героем. Он почувствовал себя странно, сообразив, что старику было что-то нужно, он сухо покашлял. Почтенный, если исключить мою безукоризненную внешность, высокую культивацию, огромный потенциал и высокие нравственные качества, то у меня нет положительных сторон. Я не достоин звания юного героя. Стоило Ван Боулэ это сказать, как старик удивленно посмотрел в его сторону. Не сразу, но его выражение лица изменилось. После длинной паузы он покачал головой и с улыбкой объяснил цель своего визита. А наша юная госпожа всегда была независимой особой. Когда она изъявила желание отправиться на учебу в академию, то пообещала моему господину, что будет полагаться только на себя. Он хотел послать кого-то втайне за ней присмотреть, но юная госпожа обладает духовным телом. Ни один телохранитель, если, конечно, его культивация не будет равняться стадии создания ядра, не сможет остаться незамеченным. Она почувствует его незримое присутствие. Наш господин уже в курсе про инцидент во впаде Николонь. Он очень зол на академию за то, что она допустила подобное, однако он благодарен вам обоим. Мы у вас в неоплатном долгу. В знак благодарности примите этот небольшой подарок. Объяснил старик в рычалом карточки, вырезанные с духовных камней. На каждой из них стояли специальные знаки «Защита от подделки». При виде двух карточек многие покупатели прищурились, некоторые оказались не столь сдержанными, в толпе зазвучали приглушенные разговоры. «Это серебряная духовная карта! Я слышал о них. Во всей Федерации существует всего десять золотых духовных карт, только их владельцы могут неограниченное число раз вручать своим гостям серебряной духовной карты. Эта карта показывает, что владеющий ей человек является важным гостем одного из десяти обладателей золотой карты». Даже хозяин магазина поменялся в лице при виде двух серебряных карточек. «Любые расходы во время пребывания в городе могут быть покрыты этой карточкой!» Реакция публики вызвала у старика легкую улыбку. Он кивнул в Анбу Лэйджу и Фаню, на прощание накрыв лодонью кулак и вышел из магазина. После ухода старика и его охранников в магазине спала повисшая с их приходом напряженная атмосфера. После визита старика хозяин магазина, который до этого не обращал на Джо и Фаню и Ван Боу Лэй никакого внимания, подошел к ним, чтобы помочь с покупками. Ван Боу Лэй прислушался к завистливому перешептыванию других клиентов магазина, он покосился на Джо и Фаню, тот все еще стоял на месте, сжимая в руке карточку. «Юфань!» Со вздохом обратился он к другу. «Ты, похоже, не чувствуешь психологического давления, но у меня что-то не по себе. Скажи, а случившееся делает меня альфонсом? Никогда бы не подумал, что буду жить на шее у женщины. Жизнь – запутанная штука». Ван Боу Лэй тяжело вздохнул и покачал головой, словно ситуация никак не укладывалась у него в голове. Джо и Фаню странно посмотрел на своего округлого друга и сухо покашлял, но ничего не сказал. «Я, Ван Боу Лэй всегда был человеком все, что у меня есть, я заработал собственным трудом. Я никогда не опускался до попрошайничества. Это мой принцип». После такого серьезного заявления он повернулся к хозяину магазина и сверкнул серебряной карточкой. «Мне нужно в десять раз больше выбранных материалов, если, конечно, они имеются в наличии. Необходимую сумму можете снять с этой карты». Джо и Фань, покупатели и хозяин магазина потеряли до речи. Пятнадцать минут спустя из магазина что-то насвистывая вышел Ван Боу Лэй. Его бездонный браслет и сумка были набиты битком. Позади него шел ошарашенный Джо и Фань. Он не знал то ли плакать, то ли смеяться. Тем не менее, он тоже не смог удержаться и приобрел с помощью серебряной духовной карты нужные ему пилюли. В поместье Ван Боу Лэй первым делом извлек черный фрагмент из красного дерева. Какое-то время он просто задумчиво его разглядывал, вместо того, чтобы соединить с черной маской. Он не сделал этого, потому что этот фрагмент можно было использовать в качестве наживки для лапули. Вот только он находился в столице Федерации, из осторожности он не стал ничего делать, отложив эксперименты до возвращения в Академию. Следующие несколько дней, пока со всех концов Федерации в столицу стекались гении и лучшие представители политических группировок, он провел не в праздном шутании по городу. Он занимался переплавкой и усилением своих духовных сокровищ, для этого требовалось чудовищное количество материалов. В результате он с завидной регулярностью наведывался в магазины, торгующий необходимым, со временем его частые визиты заработали ему определенные репутации среди продавцов. На тернистом пути культивации я, Ван Бууле, всегда полагался только на себя. Каждый раз, разглядывая только что переплавленное духовное сокровище, Ван Бууле чувствовал прилив гордости. Наконец, процесс переплавки и усиления артефактов подошел к концу. От одного вида практически тысячи взрывающихся бусин, которые были переплавлены в один день, он довольно улыбнулся. Что до автоматонов, у него теперь имелось около сотни образцов. Автоматоны из первых партий, вроде Джуган Сяне, были существенно улучшены из хромических артефактов до совершенных духовных сокровищ третьего ранга. Ван Бууле не забросил и причудливые артефакты, получившиеся в результате модификации оружейным песком. Во время схватки с деревом они очень ему пригодились, это показало ему, что от них все-таки был какой-то толк. В итоге он улучшил метелочку, зонт, большую печать и летающий меч, который не различал своих и чужих, и даже веревку до совершенных духовных сокровищ третьего ранга. Наконец пришел черед ножен. С доступом к любым материалам он успешно переплавил ножны в совершенные духовные сокровища третьего ранга. Количество москитов не увеличилось, но они явно стали больше, да и теперь выглядели насекомые более свирепо. Для усиления ножен Ван Бууле после долгих раздымий воспользовался жемчужиной из деревни истинного дыхания. Стоило ему вделать жемчужину в ножны, как из них вылетел десятый москит. Насекомое внешне отличилось от остальных серой окраской. К тому же оно явно обладало какой-то странной силой, которую Ван Бууле пока что не мог понять. К сожалению, испытать москита в городе он не мог, мысленно он сделал зарубку при первом же удобном случае проверить москита в бою. Ван Бууле усилил перчатку, свою верную спутницу, до совершенного набора материалов позволило ему модифицировать даже бездонную сумку. Теперь все его отхармические сокровища находились на третьем ранге. На будущем он запасся материалами, Ван Бууле не хотелось прекращить работу, слишком приятным было чувство удовлетворения от постоянного роста навыка переплавки. Как же здорово во всем полагаться исключительно на себя, трудиться в поте лица и шаг за шагом прогрессировать. Во время работы Ван Бууле не забывал о своих любимых снеках. В столице Федерации продавалось практически все, включая снеки. Ценой неоднократных перееданий Ван Бууле продегустировал лишь малую часть доступных снеков. Столица оказалась слишком хорошим местом, чтобы быть правдой. Каждый новый день в этом городе Ван Бууле ожидал с волнением и трепетом. Наконец в городе собрались все представители политических сил Федерации. В этот же день было объявлено о начале процесса отбора для программы Столсонов. В отличие от нервничающих участников, Ван Бууле не особо следил за этим этапом. Его интерес к отборочным окончательно угас после повторного подтверждения от Джоу Десси. Генерал гарантировал его место в итоговой сотне. После этого разговора Ван Бууле смог расслабиться, в первый день он зарегистрировался, после чего вернулся в поместье, где продолжил переплавку духовных сокровищ и дегустацию снеков. Отборы в программу постепенно набирали обороты. Каждый день в новостях на всю федерацию транслировали репортажи об отборочном этапе, кандидаты в одночасье становились настоящими знаменитостями. За новостями следило практически все население федерации, после очередного сюжета Ван Бууле иногда так и подмывала что-то сделать, но каждый раз он себя останавливал. Все-таки его место в финальной сотне было делом решенным. Не имеет значения насколько они хороши, им не сравниться со мной. Мне уже обеспечено место в программе. Когда федерация проверила примерно половину кандидатов, Ван Бууле получил сообщение от Академии. Гигантское дерево выследили и уничтожили. Дао Академия Эфира официально доложила о мутировавших деревьях федерации, дабы все политические силы в ее пределах начали следить за аномалиями в подконтрольных им лесах. По продолжительности жизни деревья в несколько раз превосходили животных, их корни уходили глубоко в землю, если они начнут мутировать, человечество ждет страшная катастрофа. Глава 214 Церемония награждения После оповещения о проблеме все политические силы федерации послали поисковые группы прочесать свою территорию. Во время поисков они истребляли все потенциальные угрозы, причем не только чудовищ. К счастью, мутация растений и деревьев оказалась редчайшим явлением. До конца отбора ни одна политическая группировка не нашла на своей территории мутировавшее растение или дерево. Похожая ситуация оказалась не столь катастрофической, как ожидалось. Примерно в это время подошел к концу отбор в программу «Сотня сынов». По его результатам были выбраны 98 человек, лучшие из лучших. Они официально стали частью операции «Солнечный меч», теперь они могли рассчитывать на материальную поддержку со стороны Федерации с ее безграничными ресурсами. Два отсутствующих имени в списке не остались незамеченными широкой общественностью, люди с жаром спорили о том, кто же займет два последних места, пока наконец не было сделано официальное объявление. Одним стал Кун Дао, другим Ван Боулэ. Федерация частично обнародовала информацию об их достижениях. В досье в общих чертах описывалось то, как Ван Боулэ добыл огромное количество сокровищ из деревни истинного дыхания, его подвиги во время нашествия чудовищ, а также изобретение пушки Боулэ. Это не только прибавило ему известности, но и показало людям, что он заслуженно получил место без конкурса. Ван Боулэ в одночестье прославился на всю федерацию, чем привлек внимание множество политических сил и группировок. Новости не обошли страной и город Феникс, родители совершенно не ожидали увидеть сына в новостях, из репортажа они узнали обо всех ужасах, которые ему пришлось пережить. Практически сразу после выпуска у Ван Боулэ завибрировало пуганные родители. Ван Боулэ терпеливо выслушал лекцию взволнованных отца с матерью, а потом долгое время пытался их успокоить. Напоследок он пообещал в будущем быть осторожней. В итоге немолодая пара уже более спокойно попрощалась и закончила звонок. Они, конечно, переживали за сына, но испытывали за него гордость. В своем рассказе родителям Ван Боулэ упустил много деталей. Поступление в ДАО Академию Эфира и первые шаги по дороге культивации показали ему насколько жестоким и опасным был этот путь. Он не хотел лишний раз беспокоить ни молодых отцов, а с матерью. Разговор с родителями слегка выбил его из равновесия. Он быстро привел мысли в порядок и зашел в духовный интернет в поисках информации о Кундао втором человеке с гарантированным местом в сотне. Пробежав глазами по его досье, у него глаза на лоб полезли. Кундао не принадлежал к политическим организациям людей федерации. На самом деле он был родом из моря чудовищ. Девять лет назад его усыновил нынешний президент федерации. Благодаря такому приемному отцу он был очень хорошо подготовлен. С земли его послали на Марс набраться опыта. В одиночку он пять лет прожил в жестких условиях марсианской колонии. Во время культивации он собирал для федерации фрагменты гигантского меча из позеленевшей бронзы. Количество его находок действительно поражало. Но одного этого было недостаточно, чтобы получить место в программе без конкурса. На итоговое решение федерации повлияла информация, которую он раскопал месяц назад. На Марсе им было обнаружено место, где предположительно находились останки божественного оружия. Многие политические силы федерации подтвердили высокую вероятность того, что это могло оказаться правдой. По многим причинам дальнейшая разведка была затруднена. По этой причине они столкнулись с рядом сложностей при попытке извлечь божественное оружие. Такой важный вклад в дело человечеству не мог остаться без награды, поэтому было решено наградить его местом в программе сотни сынов. Божественное оружие! У Ван Боулы чуть глаза не выкатились из орбит. В его голове уже быстро вращались шестерни. Он сразу же заметил одну несостыковку. Должно быть, где-то произошла утечка, раз о докладе, предназначенном для руководства федерации, узнали другие политические силы. После раскрытия секрета федерации ничего не оставалось, как присоединиться к поискам. Ван Боулы был готов поставить на кон все свои духовные камни, что именно это и произошло. В опубликованном федерации списке он нашел несколько знакомых имен, в том числе Джои Фани и Джоу Ямен. Помимо их троицы, в сотню попало еще два человека из Дао Академии Эфира. В списке было не так уж и много представителей других академий, за исключением Дао Академии Белого Оленя. Больше всего в сотню попало учеников последний – девять человек. Вместе с Ли И, в прошлом попытавшиеся раздеть его Дагола, отбор прошли обладатели духовных корней с восьмью цуньями, которые посещали деревню истинного дыхания. В списке почему-то отсутствовало имя Джоисяня, но имелись незнакомые Ван Боулы имена Эсклана Пять Поколений Неба. Помимо них было несколько человек из двух загадочных сект, наследники сенаторов тоже заняли несколько мест, но Ван Боулы не нашел ни одного имени из легендарной корпорации Трелонье, чё богатство могло посоперничать с целой страной. Утверждение списка стало главной новостью Федерации. За этим последовало отбытие из столицы кандидатов непрошедших отбор, что до итоговой сотни вскоре не получили сообщений из аппарата президента. Через три дня их ждал недельный курс групповой культивации вдали от посторонних глаз. Назначенные Федерации инструктор обучит их секретной технике. Она была достаточно известной, в рейтинге техник, найденных с началом эры духовного истока, она занимала десятое место. Ранее у посторонних не было к ней доступа, поскольку она являлась хорошо охраняемым секретом Федерации. Даже две могущественные секты и клан пять поколений неба желали, но не могли заполучить её. Причина такого к ней отношения легко объяснялась. Секретная техника полагалась не на духовную энергию, а на физическую силу. Физические боевые техники считались большой редкостью как в Федерации, так и среди всех её политических сил. Называлась она Сверхновая. Перед началом тренировок их позвали в президентский дворец в столице для личной встречи с президентом. Ван Пула чуть не запрыгал от радости, когда ему пришло сообщение. Учащенно задышав, он с блеском в глазах принялся мерить шагами комнату. Он никак не мог успокоиться. Сверхновая звучит как очень мощная техника. А ещё встреча с президентом. Этот момент будут помнить потомки. Первая встреча нынешнего и будущего президента. Ван Пула откупырил бутылку с апельсиновым духовным напитком и парой больших глотков опустошил её. Он чувствовал себя просто прекрасно. Стоит ли говорить ему при встрече, что в будущем, когда моя культивация станет достаточно высокой, я займу его место? Немного подумав, тое смелое высказывание будет слишком неуместным для церемонии награждения. К тому же он не хотел сглазить, рассказав о своих планах вслух. В его голове роились сотни радостных мыслей. Больше всего его мучил вопрос, что же надеть навстречу. К счастью, его метания продлились недолго. Через три дня, незадолго до начала церемонии, кто-то из аппарата Федерации прислал ему форму, предназначенную для членов сотни сынов. Пурпурный материал униформы поблескивал, словно поверхность пруда безлунной ночью. Это явно был непростой наряд. В нем он выглядел стройнее, опаснее, словно бритвенно-острый меч, готовый в любой момент покинуть ножны. Более изящный и стройный меч, чем раньше. Как же я хорош! Только посмотрите на меня! Ван Була никак не мог налюбоваться собой в зеркале. Похоже, его глаза каким-то неведомым образом искажили реальность. Полюбовавшись собой еще какое-то время, он с важным видом вышел на улицу, забрался в припаркованный снаружи летающий корабль, который должен был доставить его до президентского дворца. Со всех концов города к центру слетались похожие корабли. Именно там находился президентский дворец. Помимо сотни сынов, на церемонию должны были прибыть представители прессы и многие важные люди. На корабле Ван Була быстро добрался до центра города. Сойдя на землю, он уставился на гигантское здание, напоминавшее императорский дворец. У него в груди бешено заколотилось сердце. Когда-нибудь он будет здесь жить, работать и заниматься культивацией. Он был настолько взволнован увиденным, что не обратил внимания на людей вокруг. Он не заметил, как некоторые среди итоговые сотни при виде его презрительно хмыкали, больше всех была недовольна ли и... В толпе выделялся молодой человек с выдающимся талантом и внешностью, ничуть не уступающий Джо и Фаню. Держась с достоинством и гордо задрав подбородок, он, похоже, не собирался общаться со сверстниками. Но стоило ему увидеть Джоу Ямен, как по его телу пробежала дрожь. Судя по блеску в глазах, он был потрясен до глубины души. На месте проведения мероприятия стоял приглушенный гомон голосов. Между гостями ходили репортеры, ведущие репортаж с места событий, а также охранники. Вся охрана состояла из людей с культивацией стадии возведения основания, некоторым даже пришлось понизить свою духовную энергию. В большинстве своем это были эксперты федерации стадии создания ядра. Расположение каждого стола, каждой вазы и салфетки словно отвечало какому-то хитрому замыслу. Предметы в помещении гармонировали друг с другом, более того, проходя через порог, человек оказывался в магической формации. Пока Ван Буэлэ пытался вернуть себе самообладание, а остальные участники безнадежно справятся с нервозностью, от входа послышался отчетливый стук множества пар ног. В дверях показалось несколько мужчин в черных халатах, за которыми следовало несколько дюжин людей. В центре этой группы шел рослый мужчина в самом расцвете сил, облаченный в простой белый халат. В окружении людей в черных нарядах он особенно выделялся. Мужчина носил короткую стрижку, его шаг напоминал полет дракона, невероятная аура вызывала в людях инстинктивное желание повиноваться ему. Казалось, она резонировала с окружением, в его присутствии у людей начинала кружиться голова, а духовная энергия в теле начинала хаотично циркулировать. Словно они смотрели на идущего среди людей Бога. Это был текущий хозяин единственного божественного оружия Федерации, нынешний президент и выпускник Дау Академии Белого Оленя, самый могущественный человек Федерации, Дуань Муцуя. Глава 215. Федерации нужны 10 тысяч таких людей, как Ван Була. С появлением такого могущественного человека в президентском дворце стихли все звуки. Тысячи людей почувствовали исходящую от него властную ауру, в его присутствии они неосознанно склонили головы. С одной стороны, такое отношение было вызвано его статусом, с другой, не последнюю роль в этом играла культивация. Звание сильнейшего человека Федерации, в чьих руках находилось единственное божественное оружие и пост президента, делали мужчину в белом халате объектом всеобщего внимания. В любой ситуации он сиял словно ослепительное солнце. В душах сотни молодых людей под гонетом его давления разыгралась настоящая буря эмоций, они чувствовали себя маленькими лодочками, угодившими в страшный шторм. Их буквально пробирал до костей благоговейный трепет и страх. Джои Фань, Джоу Ямен и даже Кун Дао, кто получил место в сотни вне конкурса, всеми силами пытались сохранить невозмутимость и не позволить истинным эмоциям не отразиться на лицах. И все же они смотрели на этого человека с уважением и восхищением. От такой могучей ауры Ван Буолэ на какое-то время забыл о дыхании, однако он отличался от остальных финалистов. При виде президента его глаза тоже восторжно заблестели, вот только в отличие от остальных он как будто бы смотрел на себя в будущем. Дуань Муцуэ словно не замечал восхищенных взглядов людей. Стоило ему зайти в президентский дворец, как он широко улыбнулся. Он остановился перед сотней молодых людей и внимательно посмотрел на каждого из них. Его взгляд потеплел. Будущее Федерации в ваших руках! Одобрительно сказал он. Такая похвала воодушевила сотни избранных, включая Ван Буолэ. Они накрыли ладони кулак и низко поклонились Дуань Муцуэ. Принесите медали, я лично вручу их. Эти ордена символизируют ваш статус и гарантируют нашу поддержку. Федерация ожидает от вас великих свершений. Надеюсь, с этого дня вы станете синонимом слова экстраординарные для всей Федерации. С добродушным смехом объявил Дуань Муцуэ. Тем временем охранник, держащийся позади, передал президенту сотни медалей специально изданных Федераций для членов программы Сто Санов. Началась церемония награждения, Дуань Муцуэ по очереди вручал медали, не забывая сказать пару ободряющих слов. Финалисты во время награждения получали свою минуту славы. Каждый оказывался в фокусе репортеров, которые в прямом эфире транслировали происходящее в президентском дворце для миллиардов зрителей по всей Федерации. Хорошо, эта эра принадлежит как нам, так и вам. О, малышка и мэн, отличная работа. Надеюсь застать день, когда ты превзойдешь свою маму. Кундао, продолжай усердно работать. Дуань Муцуэ шел вдоль строя по очереди вручая медали. На его похвалу свиты из чиновников и важных лиц Федерации с улыбкой кивала и ободряюще улыбались прошедшим отбору молодым людям. Во время награждения одни избранные старались сдерживать свой восторг, другие без какого-либо стеснения улыбались от уха до уха. Все это на своих экранах могли видеть миллионы граждан Федерации. Наконец, Дуань Муцуэ остановился перед Ван Буэлэ. Тот сделал глубокий вдох, выпятил грудь, дабы предстать перед Народом Федерацией в наиболее выгодном свете. Теперь он еще отчетливее видел в Дуань Муцуэ и будущего себя. Ван Буэлэ, наслышно тебя? Президент одарил Ван Буэлэ улыбкой, только в отличие от остальных было в ней что-то еще, что-то неуловимое. Ему сразу показалось, что полный юноша как-то странно на него смотрит, но не стал забивать себе этим голову. Похлопав его по плечу, он повернулся к следовавшим за ним видным лицам Федерации. «Я бы хотел повторить то, что сказал во время разговора с генералом Дэси». С улыбкой сказал он. «Федерации нужны десять тысяч таких людей, как Ван Буэлэ». После этих слов сопровождавшие его люди застыли, а потом с интересом стали разглядывать Ван Буэлэ. Дуань Митсуэ явно неспростой из всех финалистов особо выделил Ван Буэлэ. Многие из людей в шеренге поглядывали на Ван Буэлэ с завистью, тем не менее они все попали в итоговую сотню, оставив позади множество конкурентов. Это ясно показывало, что им было чем гордиться. Сохраняя невозмутимость, они запрятали свои эмоции поглубже. По всей Федерации люди прильнули к экранам, для многих все это стало настоящим сюрпризом. Во всех четырех уголках Федерации разгорелись жаркие дискуссии. «Этот толстячок, как его там? Ван Буэлэ, да? Тот самый, кто получил место в сотне без конкурса? Он самый толстый среди финалистов, но, видимо, лишний вес не имеет никакого отношения к таланту. К нему совершенно другое отношение. Должно быть, за кулисами происходит что-то интересное». Пока жители Федерации делились своим мнением и спорили относительно немного неоднозначного попадания Ван Буэлэ в программу, с огромного экрана, установленным на самом высоком здании в городе Феникс, транслировалась церемония. Ван Буэлэ был уроженцем города Феникс, его гордостью. Но больше всех были обрадованы его родители. «Нашего сына показывают по телевизору! Его похвалил сам президент!» Обрадованно воскликнула мать Ван Буэлэ. Не прошли минуты, как у нее завибрировало кольцо-передатчик, на нее посыпались звонки и сообщения с поздравлениями от друзей и родственников. «У вас превосходный сынишка! Я видела его по телевизору! У вашего Буэлэ есть подружка? Может познакомить его с моей дочерью? Из них получится хорошая пара!» Помимо поздравлений, немало людей предложили матери Ван Буэлэ свести сына с их дочерями. Сияя от счастья, она начала отвечать на сообщения. «Показуха!» В отличие от супруги, отец Ван Буэлэ продемонстрировал более сдержанную реакцию. При зрительной окинув взгляд на экран, он, выпитив грудь, горделиво вышел из комнаты и направился в спальню. Плотно закрыв за собой дверь, он с блеском в глазах начал названивать своим старым друзьям. «Старик Джан, что делаешь? Включи телевизор!» «Ли, старина, смотрел новости!» «Что?» «Ну, ты же знаешь этого негодника!» «Даже в детстве он был смышленным ребенком!» «У него огромный потенциал!» «И дураку видно, что в будущем он станет одним из толпов Федерации!» «Сон, дружище!» «Ты не смотрел сегодня телевизор?» «Небось, опять маешься от безделья!» «Скорее включай новости!» «Ах, да!» «Помнишь наши разговоры возможной помолвки между моим проказником и твоей дочкой!» «Думаю, пришла пора еще раз все обсудить!» По всей Федерации шли бурные дискуссии. Тем временем в президентском дворце в самом сердце столицы после получения медали Ван Буэлэ захлестнул неописуемый восторг. Он понял, и ему представилась редчайшая возможность. «Господин президент, могу ли я задать вопрос?» Громко спросил он. Ранее несколько избранных под влиянием эмоций обменивались до аниме Цуи парой слов. Большинство старались говорить тише, но Ван Буэлэ специально задал свой вопрос так, чтобы его все услышали. Дуань Митсуэ без задней мысли с улыбкой кивнул. «Ам, я хотел бы узнать, что нужно сделать, чтобы стать следующим президентом Федерации!» Глаза Ван Буэлэ фанатично сверкали, ему жуть как хотелось узнать мнение президента Дуань Митсуэ. Тот на секунду опешил, а потом расхохотался. Чиновники рядом с ним заулыбались, многие гости в зале избранные наоборот странно посмотрели на Ван Буэлэ, удивленные такой наглостью маленького толстячка. Это все равно, что спросить, как украсть у Дуан Митсуэ пост президента Федерации. Более того, он задал этот вопрос во время прямого эфира, транслируемого на всю Федерацию. Многие граждане не ожидали услышать такое из своих телевизоров. Глядя на Ван Буэлэ на экране, они были вынуждены признать, этот молодой человек действительно был экстраординарным. Вот только проблема была не такой серьезной, как многие полагали. «Если когда-нибудь наступит день, и народ проголосует за тебя, тогда ты станешь следующим президентом Федерации!» Расслабленно сообщил Дуань Митсуэ, а потом с улыбкой добавил. «Разумеется, ты должен превзойти меня в плане культивации!» Дуань Митсуэ со смехом еще раз похлопал Ван Буэлэ по плечу, а потом двинулся к следующему избранному. Церемония длилась целый час, все транслировалось в прямом эфире, вопрос Ван Буэлэ, на который президент охотно ответил, выделили его из числа финалистов. Он прославился на всю Федерацию, попав во все сводки новостей. По окончании церемонии сотне счастливчиков предстояло целую неделю интенсивно тренироваться и заниматься культивацией. После отъезда Дуань Митсуэ в воздух поднялся корабль сотни избранных на борту и взял курс на военный лагерь за пределами города. Там их должны были обучить секретные техники сверхновая, один из строго охраняемых секретов Федерации. И теперь они вошли в ту небольшую группу лиц, кому разрешалось ей пользоваться. Пока Ван Буоло с остальными шли на посадку, в болоте посреди леса очень и очень далеко от столицы Федерации наполовину увяз труп летающего чудовища. Судя по небольшой степени разложения, оно скончалось совсем недавно. Внезапно кожу чудовища пробила ветка дерева, она была скрючена и высохшая, словно в ней отсутствовала жизненная сила. На ней виднелись отметины, но вскоре она сбросила с себя старую кору. С ее вершины начал пробиваться новый отросток, вместе с ним по кругу прокатилась невероятно пугающая аура. Она превосходила стадию возведения основания, это была аура стадии создания ядра. Если бы Ван Буоло, Джо и Фанни, Джао и Мэн оказались в этой части леса, то они бы сразу узнали эту ауру. Она принадлежала мужчине в черном халате, который пытался их убить. Как оказалось, во время нападения экспертов из ДАО Академии Эфира, он перед смертью успел использовать какую-то хитрую технику, чтобы прикинуться мертвым и избежать холодных обедей смерти. Это даже помогло ему совершить прорыв культивации. На отростке появилось лицо, искаженное яростью и чуточку страха. Ван Буоло! Зловеще прошептало оно. Глава 216. Сверхновая. Ни одна живая душа в федерации не знала об этом перерождении, не говоря уже о Ван Буоло, который сейчас находился на борту корабля, заходящего на посадку в военный лагерь. Сейчас они находились за пределами столицы, под слоем тумана скрывался сказочный мир с зеленеющими лугами, бурными реками и прозрачными ручьями, чьи воды пронизывала духовная энергия. В этих туманных землях располагалось множество военных лагерей разного назначения и размеров. Они практически не взаимодействовали между собой, преимущественно действуя обособленно. Участников программы «Сотня сынов» направили в военный лагерь под номером 19. Девятнадцатый лагерь находился в ста километрах от столицы, его возвели на небольшой возвышенности между горами, где протекала не очень широкая река. На обоих берегах военными была расчищена территория под сотни бараков, лагерь также был оснащен самыми передовыми технологиями федерации и хорошо оборудован, что делало это место идеальным для занятий культивацией. Ван Буоло и остальных уже ожидала группа военных. В сравнении с перевозбужденными молодыми людьми, которые еще не успокоились после недавней церемонии, военные выглядели предельно серьезными. После весьма прохладной встречи с военными группу избранных без лишних слов отвели в специальную зону на северо-востоке военного лагеря. Эта зона оказалась весьма обширной, правда никому не предоставили персональных резиденций. Гостей поселили в два огромных барака, один для парней и другой для девушек. Им не разрешалось покидать особую зону без разрешения. В программе федерации участвовали гордые и в то же время расчетливые люди. Может быть они и не могли полностью скрыть свои чувства, но никто не стал спорить, когда их расселили таким образом. Перед уходом один из военных окинул взглядом группу избранных и невозмутимо сказал «За следующую неделю вас обучат секретной технике сверхновая. Разумеется, вам запрещено передавать знания непосторонним. Мы понимаем, что федерация не может это ни проконтролировать, ни предотвратить. Однако, если мы узнаем об утечке, кем бы вы ни были, какая бы семья за вами ни стояла, вас ждет смертная казнь». Ван Буулы запомнил предупреждение. Большинство членов программы не особо беспокоили слово военного. «Сегодня можете отдохнуть. Вам запрещено покидать специальную зону. Завтра утром после удара колокола вы должны через 30 секунд уже стоять на плацу». Военному не было дела до того, что думали молодые люди избранные федерацией. Он ушел сразу по окончании инструктажа. Перед уходом он искоса посмотрел на Ван Буулы. «Почему он посмотрел на меня?» Ван Буулы моргнул, как он считал, между ним и армией сложились позитивные отношения. Из любопытства он заглянул вместе с остальными парнями в предоставленный им барак. В просторном помещении с тинебелыми стенами хватило места для более чем сотни кроватей. Хотя условия были практически спартанские, внутри было очень опрятно и чисто. Внутреннее убранство создавало ощущение покоя и в то же время отдавало строгой дисциплиной. Выбрав кровати, молодые люди начали болтать с соседями покойки. Очевидно, многие успели познакомиться во время отборочного тура. Вскоре барак наполнился гулом людских голосов и смехом. Многие оставляли свои кровати и собирались в группки. Они обсуждали последние новости и делились историями. Только Ван Бууле и Кун Дао, получившие места вне конкурса, не вписывались в эту картину. Остальные финалисты демонстративно игнорировали и держались от них подальше. Кун Дао, похоже, было не впервые сталкиваться с холодным отношением окружающих. По натуре он был одиночкой, поэтому его не особо заботило мнение других людей. Сев позу лотоса, он холодно окинул взглядом барак и надменно задрал подбородок. Что до Ван Бууле, он был человеком открытым и общительным. Обнаружив в толпе знакомое лицо, он подошел к Джоэфонию, собравшейся вокруг него небольшой компании. Во время беседы он заметил одну странность. За их вежливыми улыбками и словами незнакомые ему люди тщательно скрывали презрение. От размышления о сложности установления дружеских отношений со сверстниками его оторвал крик снаружи. «Буле, ты тут?» В барак вошло чуть меньше десятка человек в военной форме. Завидев Ван Буле, явились в радостных улыбках. «Ребята!» Прошлые мысли тотчас вылетели у Ван Бууле из головы. Он знал этих людей. Во время нашествия они служили в крепости, к которой его прикомендировали. Он подбежал к ним и по-медвежьи обнял каждого из них. Не обращая внимания на людей в бараке, они вытащили Ван Бууле на улицу, а потом повели к своему бараку, который находился за пределами особой зоны. Судя по всему, правило запрещающее пиктать отведенную гостям зону не распространялось на Ван Бууле. Даже охранники на выходе из специальной зоны ничего не сказали, лишь искусно на них посмотрев. Судя по всему, их предупредили заранее. Вместо попытки их остановить, они лишь улыбнулись. Такое особое отношение не могло не обрадовать Ван Бууле. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, это было следствием его хороших отношений с армией. Более того, он полагал, что не последнюю роль в этом сыграла пушка Бууле. На пути к бараку они весело болтали. Из их рассказа Ван Бууле узнал, что после нашествия чудовищ многих солдат из седьмой главной крепости передислоцировали столичные гарнизоны для отдыха и реформирования их боевых соединений. Так они и оказались в этом военном лагере. Упоминание нашествия немного подпортило Ван Бууле настроение. К счастью, встреча с боевыми товарищами немного сгладила нахлынувшие на него воспоминания о кровавом сражении и павших в бою друзьях. По пути его провожатые не упускали шанса Ван Бууле особенно дружелюбно, они явно слышали об изобретённой им пушке. Пока остальные участники программы возмущались такой несправедливостью, Ван Бууле плотно поужинал вместе с солдатами на открытом воздухе. Похлопав себя по животу, он направился в свой барак по освещенной лунным светам дороге. В бараке большинство уже медитировало в позе лотоса, Ван Бууле срыгнул и скрестив ноги сел на кровать. Покосившись на соседнюю койку, где сидел Джо и Фань, он бросил ему куриную ножку. Тот ловкой поймал её, странно посмотрел на Ван Бууле, но после нескольких секунд колебаний впился в мясо зубами. «Вот это я понимаю, настоящий друг!» С улыбкой подумал Ван Бууле. Он поделился несколькими пакетиками со снэками, не забыв про себя. После перекуса он сделал большой глоток духовной ледяной воды и закрыл глаза. Вот только в помещении было слишком много народу. Каким бы толстокожим Ван Бууле ни был, у него не получалось полностью погрузиться в медитативный транс. Ему пришлось отключить все пять органов чувств, отрезав себя от окружения. Таким образом, он хотя бы мог поддерживать культивацию в пиковом состоянии. На следующее утро Ван Бууле резко открыл глаза с первым звуком колокола. Остальные тоже вышли из медитативного транса и поспешили на улицу. Из соседнего барака потоком выбегали девушки. Менее чем за 30 секунд молодые люди построились на плацу. По дороге впереди шёл сгорбленный старик со сложенными за спиной руками. Он шёл очень медленно в сопровождении двух мужчин в военной форме. От старика расходились эманации во много раз выше культивации стадии возведения основания. Эта необузданная аура навалилась на Ван Бууле и остальных тяжестью целой горы. Все на плацу были потрясны до глубины души. Каждый вздох давался с большим трудом. Ван Бууле не стал исключением. Он сталкивался с людьми на стадии создания ядра, поэтому безошибочно определил культивацию старика. Тот точно находился на стадии создания ядра. Наконец старик остановился перед группой и немного приоткрыл глаза. Моё имя Сухун Фэй. Я жрец федерации. Хрипло сказал старик, перейдя сразу к делу. Мне поручили обучить вас секретные техники. Применение вибрации особой частоты, краеугольный камень техники сверхновая. Для её использования требуется утилизировать всю силу тела и сфокусировать её в одной точке, что делает эту технику экстремально смертоносной. Запомните, техника всего лишь первый шаг. Второй, ваше намерение. Вы сможете использовать сверхновую, только если ваш кулак вложен на желание разбить звезды и расколоть небеса. После небольшой паузы старик спокойно сказал, а теперь внимание. Внезапно его глаза широко открылись. В этот же миг они засеяли словно две ослепительных звезды. От сгорбленного старика повеяло могучей сокрушительной силой, как от извергающегося вулкана. Он резко шагнул в сторону, подняв правую руку. Старик выгнулся, словно натянутый до предела лук, а потом он ударил кулаком в сторону неба. В уши людей на плацу ударил грохот, от которого содрогнулись небо и земля. Ударная волна прокатилась по всему небу, пока эхо грохота распространялось всё дальше и дальше. Над его головой образовался настоящий вихрь. Казалось, сила в нём могла уничтожить всё на свете. Поднялся ураганный ветер, старик оказался в самом сердце бури. В лицо Ван Булы и остальных на плацу ударил мощный порыв ветра, чуть не сбивший их с ног. Перепуганные, шокированные молодые люди сами не заметили, как начали пятиться, словно стоящий перед ними старик внезапно превратился в ужасающее чудовище. Чудовище, желавшее проглотить всё живое под куполом небес. Глава 217 Кто посмеет бросить мне вызов? Небо сотряс оглушительный раскат грома. Казалось, даже воздух завибрировал. Сотни молодых людей, включая Ван Булы, были потрясны до глубины души. Слово жрец взбудоражило их воображение. Яркость мелькавших в их головах образов подкрепляла невероятная демонстрация силы сверхновой. Это сверхновая? Физическое тело без какой-либо магии способно породить такую разрушительную силу? Инструктор назвал эту технику экстремально смертоносной. Разве это не означает, что она способна нивелировать разницу в культивации? Сложно сказать, может ли сверхновая позволить практику истинного дыхания победить эксперта стадии возведения основания? Их всех впечатлила сила сверхновой. Люди на плацу взирали в небо со страхом, трепетом и неуемным желанием заполучить эту технику. Ван Беоле начал размеренно дышать, чтобы успокоиться. Он каким-то образом чувствовал, что сверхновая имела некоторое сходство с волновой техникой духовного корня в Девицуний, которую он успешно адаптировал под себя. В определенной степени сверхновая выглядела как продвинутая версия волновой техники. По телу инструктора прошла вибрация, словно он превратился в океан. Управляя мышцами и костями в теле, он использовал физическую силу для формирования волны, но во время удара всё заметно усложняется. От этой мысли сердце Ван Беоле застучало быстрее. В отличие от остальных, он уже имел определенный опыт с подобными техниками. После короткой демонстрации старика он уже стиснул пальца в кулак в неосознанной попытке попробовать технику самому. Сразу стало ясно, секрет сверхновой было не так просто раскрыть после всего лишь одной демонстрации. Несмотря на понимание её механики, волновой удар Ван Беоле не показал столь же эффективного результата. Он оказался не единственным, кто попытался воспроизвести технику. Несколько дюжин избранных, как и Ван Беоле, попробовали ударить кулаком. Поэтому инструктор не обратил на него внимания, никому не удалось освоить сверхновую сперпопытки. Позже вы получите нефритовую табличку с техникой. Следующую неделю я буду раз в день демонстрировать вам её вживую. После экзамена в конце недели ваше обучение подаёт к концу. Если вы успешно освоите технику, то приблизитесь к стадии возведения основания, уж можете мне поверить. Если ваша культивация будет отвечать всем необходимым требованиям, вполне возможно с её помощью победить человека на стадии возведения основания. Спокойно сообщил старик, скользнув взглядом по толпе. Внезапно он со смехом взмахнул рукой, на его ладони возникла белая пилюля, заключённая в духовный камень. Даже такая оболочка не могла удержать её аромат. С появлением на плацу аромата лекарственных трав, все почувствовали, как кровь в их жилах побежала быстрее. Словно пилюля хранила в себе невероятную жизненную силу, способную серьёзно усилить физическое тело. Это пилюля мягкого укрепления тела. Эту пилюлю переплавили не алхимики Федерации, а нет. Её обнаружили в одном из фрагментов Меча на Луне. Таких пилюль существует не очень много. Алхимики Федерации, к сожалению, не смогли создать её копию. Всё упирается в отсутствие на земле нескольких ключевых ингредиентов. Пилюля обладает необычайными свойствами. Если принять её на стадии возведения основания, то можно перейти на следующую ступень. Вдобавок с её помощью можно увеличить физическую силу, она станет отличным подспорьем для изучения сверхновой. Молодые люди на плацу навострили уши. Взгляд в Анболе казалось мог прожечь в старике дыру. Стоило ему достать пилюлю, как он сразу учил запах лекарственных трав. Его пронзил острый голод, пилюля манила, привлекала, как будто его тело понимало, если проглотить пилюлю, то оно сможет подняться на следующую ступень эволюции. Однако количество пилюля ограничено, мы не можем позволить себе дать каждому из вас по одной. Сегодня у меня всего одна пилюля мягкого укрепления тела, поэтому её получит последняя, кто останется стоять на закате санса. Не успел старик закончить, как на плацу встрепенулась сотни человек. Их глаза сверепо заблестели, многие из них являлись лучшими представителями своих академий и городов, в программе участвовали гордые и уверенные в своих силах люди, поэтому никому такое состязание не показалось странным. Судя по изменившимся стойкам, они готовились к бою. Разумеется, их характеры различались, а значит, их отношения к происходящему. Некоторые полушепотом переговаривались, явно собираясь заключить временный союз, другие держались с особняком, как одинокие волки сверепо поглядывая на своих оппонентов. Нашлись и такие, кто уже придумал несколько планов и стратегий, включая использование своих политических группировок, чтобы заполучить пилюлю с помощью внешнего влияния. Вскоре менее терпеливые не выдержали и нанесли удар, в этот же миг на плацу воцарился хаос. Одни дрались, вторые пытались не попасть в общую свалку, третьи объединились в группы. В воздухе зазвучали звуки боя, рядом с Ван Буолой как раз оказался один из наименее терпеливых практиков. Без предупреждения он ударил Ван Буола кулаком. Удар в спину? Больше всего ненавижу людей, прибегающих к такой тактике! Ван Буола не стал уклоняться, вместо этого он ударил ногой по руке нападавшего, после столкновения кулака с ногой нападавший в панике отскочил назад, изумлённый и в то же время настороженно глядя на своего полного противника. Вместо продолжения схватки он ретировался Ван Буоле презрительно фыркнул. В его глазах что-то промелькнуло, он собирался во что бы то ни стало заполучить пилюлю. Если быстро что-то не сделать, то она вполне могла достаться кому-то другому. Единственный способ выиграть одним махом устранить всех конкурентов. Старик сказал «Последний кто будет стоять? Получается, если никто не сможет стоять, то я выиграю?» Задумался Ван Буоле, его глаза сверкнули. Стоило культиваться и прийти в движение, как ножны внутри него задрожали. Из них вылетело девять москитов. Ван Буоле не стал выпускать серого москита, ему даже думать не хотелось о скандале, который разразится, если он ненароком кого-нибудь убьёт. Всё-таки он пока ещё не испытал способности этого москита. «Кусайте их ступни! Никто не должен остаться стоять!» Мысленно приказал он москитам. С жужжанием москиты разлетелись по плацу. Крошечные невероятно юркие насекомые могли летать очень быстро. В мгновение ока москит приземлился на ногу ничего не подозревающего практика из ДАО Академии Белого Оленя. Острый хоботок москита с лёгкостью пробил обувь и вонзился в стопу. Ученик ДАО Академии Белого Оленя никак не отреагировал, но стоило ему опустить ногу на землю, как у него округлились глаза. Его стопу охватил невыносимый зуд. Его затрясло, при этом он начал затравленно озираться. Попытка перетерпеть зуд с треском провалилась, когда похожее ощущение появилось и в другой ноге. Зуд было невозможно выносить, особенно сейчас, когда у него нестерпимо зачесались обе ноги. Причем ощущение постепенно усиливалось, практик из ДАО Академии Белого Оленя с криком рухнул на землю, сорвал с ног обувь и принялся безумно чесать ступни. Как же чашется? Что происходит? Старик спокойно наблюдал за хаотичной схваткой со стороны. Кричащий юноша не особо его заинтересовал. Он развернулся и двинулся к выходу вместе с двумя офицерами. Правда, он не успел уйти далеко. Буквально через пару секунд позади послышались возгласы и крики. «Меня укусили! Чёрт! Откуда здесь комары? Меня тоже укусили! Зуд сводит меня с ума! Вас тоже укусили! Это явно чей-то коварный замысел!» С десяток людей сидели на земле рядом с сорванной обувью и судорожно чесали ступни. Они бы рады перетерпеть зуд, вот только от него буквально сводила скула. Даже Кунда, удержавшийся особняком, безумно скрёб ноги, пока по его лицу проносилась целая гамма эмоций. Причудливая сцена удивила старика. В итоге он решил повременить с уходом. Два офицера с ним тоже во все глаза уставились на плац, где сражались молодые люди. Совсем недавно там стоял и шарянг гордых гениев, собранных со всей федерации. Сейчас же часть из них сидела на земле и безумно скребла оголённые стопы. Такая трансформация была слишком внезапной. Причём жертвами странного недуга становились не только молодые люди, москиты кусали и девушек. В итоге многие из них смущённо пытались чесать свои ноги через обувь. Это продлилось недолго, не в силах терпеть зуд, они плюхались на землю и срывали обувь, обнажая тем самым свои нежные ступни, а потом с горящими от стада ушами и с румянцем на щеках в панике начинали их чесать. Одной из них была Ли-И. Чем больше начесала ноги, тем сильнее становился зуд. Он сводил с ума, с каждой секунды на плацу появлялось всё больше обнажённых ступней. Прямо на глазах у старика ещё дюжина людей с криком присоединилась к своим скребущим ноги товарищам на земле. «Я прихлопнул одного! Это не настоящий москит! Это точно чьих-то рук дело! Чёрт возьми! Если я узнаю, кто это сделал! Если ты такой крутой, отзови проклятых москитов и сразись со мной!» С плаца раздавалось немало похожих криков, но в голосах отчётливо угадывался страх. Довольно быстро 90% учеников программы больше не могли стоять. Скрипя ноги и шипя, они выкрикивали угрозы и проклятия в адрес того, кто выпустил москитов. Их вопли и крики были слышны далеко за пределами особой зоны, от ярости и сводящего с ума зуда у них на шеях вздулись вены. Взбешённые молодые люди не могли не заметить, что на плацу остались стоять три человека, которых не укусили москиты. Одним был сбитый с толку Джо и Фань, второй Джоу Ямен, чье лицо приобрело очень странное выражение, последним был крайне довольный собой Ван Буэлэ. Глава 218. Я человек скромный и добродушный. Ван Буэлэ стоял со сложными за спиной руками, не обращая внимания на бросаемые в его сторону взгляды. Когда он посмотрел на Джо и Фань и Джоу Ямен, оба поняли, в чём была проблема. Ван Буэлэ прочистил горло, а потом смущенно заговорил под аккомпанемент яростных и болезненных криков. Эм, Ифань, Ямен, мы друзья, вы ж понимаете? Стоило ему это сказать, как сидящие на плацу молодые люди, отчаянно чешущие и зудящие ступни, принялись громко кричать. Ван Буэлэ, ты совсем совесть потерял? Я тебе это припомню! Ни стыда, ни совести! Ван Буэлэ, нам никогда не стать друзьями! Знаю, теперь мы враги! Ли-и и компания кричали громче всех, В полку затаивших на него обиду людей прибыло, Джо и Фань с горьким смешком окинул взглядом разгневанных молодых людей, которые никак не могли прекратить чесать ноги. Услышав рядом с ухом жужжание, он без колебаний сел в позу лотоса. Джо и Ямен сделала глубокий вдох, она в любой ситуации оставалась спокойной, но сейчас она во все глаза уставилась на Ван Буэлэ, а потом тоже села. На плацу из сотни сынов Федерации остался стоять только Ван Буэлэ. Он резко повернул голову и посмотрел на потрясенных старика с двумя офицерами. «Почтенный, почтенный! Не нужно ждать заката!» Выпалил он. «Все остальные на земле! Я выиграл!» Два офицера странно посмотрели на людей на земле, а потом на Ван Буэлэ. Старик, ставший свидетелем этой абсурдной ситуации, не знал то ли плакать, то ли смеяться. Слова Ван Буэлэ еще больше разозлили избранных на земле, а отчаянно расчесывая зудящие ступни, они в ярости закричали. «Это не считается! Это еще не конец! Инструктор! Ван Буэлэ жульничал!» На возражение Ван Буэлэ вопросительно выгнул бровь. Он посмотрел на людей на земле и раздраженно взмахнул рукой. «Собрать до осы? К чему все это? Я человек скромный и добродушный. Мне бы не хотелось случайно кого-нибудь ранить. Я!» Эмоциональную тираду Ван Буэлэ прервал парень с продолговатым лицом из клана Пять Поколений Неба. «Заткнись!» Громко прокричал он. «Такими нечастными методами тебе не заслужить победу! Зло никогда не одержать верх над справедливостью! Испытание закончится на закате! Время еще не вышло! Мы еще можем стоять!» Кричав все это, молодой человек не прекращал чесать ноги. Его глаза налились кровью. Если бы взглядом можно было убить, то бездыханное тело Ван Буэлэ уже давно бы валялось на земле. Его крик не дал Ван Буэлэ разрядить обстановку. Он сразу узнал провокатора. Прошлым вечером парень с продолговатым лицом был одним из тех, кто бросал в его сторону презрительные взгляды. Хмыкнув, он указал на выскочку рукой. Девять москитов незамедлительно устремились к нему. «Нееет!» Только и успел вскрикнуть парень с продолговатым лицом. В следующую секунду насекомые впились в него своими хоботками. Воздух на плацу зазвенел от пронзительного крика. Пара мгновения спустя вопль стих. Когда девять москитов закончили, лицо молодого человека раздулось и приобрело округлую форму. Все его тело превратилось в один большой отёк. Глаза затравленно бегали из стороны в сторону, словно он уже не понимал, где находится. От его вида у всех мурашки побежали по коже. Себе под нос многие посетовали на чрезмерную жестокость Ван Буэлэ. Когда они смотрели на толстяка, в их глазах угадывался страх. По их мнению, ответная реакция на провокацию была слишком жестокой. Те, кто что-то кричал в его адрес, немедленно замолчали. После такой яркой демонстрации никто не смело слово сказать, не желая разделить судьбу парня с продолговатым лицом. Так о чём это я? Собрать и даосы. Я человек скромный и добродушный. Мне претит сама мысль о том, чтобы кому-то навредить. С чувством обратился он к толпе. Не услышав возражений, он улыбнулся и продолжил. Все вы для меня как братья и сёстры. После окончания тренировки я приглашаю всех в ресторан. Наедимся от пуза. Я угощаю! Ван Буалэ отвесил небольшой поклон и сделал гостеприимный жест рукой перед сверстниками, а потом с нетерпением повернулся к застывшему старику и двум офицерам. Старика как будто оставили все силы. Он молча просто стоял какое-то время. Наконец он со смехом покачал головой и бросил Ван Буалэ пилюлю мягкого укрепления тела. Поймав её, радостный Ван Буалэ покинул плац. Побродив немного по особой зоне, он пришёл к выводу, что в барак лучше не возвращаться. В противном случае остальные захотят ему отомстить, когда оправятся от укусов москитов. Взвесив свои варианты, он решил не предоставлять им такой возможности, поэтому связался с солдатами, с которыми провёл прошлый вечер, чтобы они отвели его к своим баракам и позволили остаться на ночь. В их бараке Ван Буалэ нашёл тихий уголок и проглотил пилюлю мягкого укрепления тела. Солдаты остались охранять его. Пилюля быстро растаяла. Её сила с пугающей скоростью распространилась по всему телу Ван Буалэ. Он находился на великой завершённости истинного дыхания. С пилюлей его культивации, особенно физическое тело, продолжили укрепляться. Плоть и кровь переживали постепённые, одновременно серьёзные изменения, пока пилюль растворялась в его теле. Его кости стали крепче, мускулы плотнее, циркулирующая по жулам кровь стала очень вязкой. Словно одной каплей теперь можно было заполнить целый чан для воды. Сердцебиение стало чётче и громче. Каждый раз, как сердце делало удар, оно порождало невероятную силу. Когда странное чувство распространилось по всему телу, Ван Буалэ задрожал. Даже ум стал острее, что позволило ему быстрее начать постигать теорию волн. Со временем от Ван Буалэ, медитировавшего в позе лотоса, начали раздаваться громкие хлопки и хруст. Охранявшие его, солдаты неуверенно на него посмотрели. Они внимательно следили за окружением, чтобы не допустить вмешательства в процесс культивации Ван Буалэ. С приближением полудня практики, укушенные москитами Ван Буалэ начали приходить в себя. Исключением был парень с вытянутым лицом. Несмотря на страшную усталость, им хотелось рвать и метать. К полудню напряжённой атмосферы в бараке можно было резать ножом. Надо найти Ван Буалэ! Как же мне хочется свернуть ему шею! Если я не забью Ван Буалэ, то состояние, чтобы его родная мать не узнала... Моя фамилия не Сонь! Собрать до осы! Мы должны дать ему отпор оденным фронтам! Сегодня на свет родился союз! Нашего врага зовут Ван Буалэ! Мальчики, вы слишком мягкие. Давайте лучше поймаем его и кастрируем! Избранные федерации были ещё очень молоды. Самым старшим из них шёл всего третий десяток. Разгневанные молодые люди отправились на поиски Ван Буалэ. К сожалению, вернулись они ни с чем. Немного подумав, они поняли, что Ван Буалэ покинул особую зону и сейчас скрывается в бараках где-то в военном лагере. На выходе из зоны их остановили стражники. Вам воспрещен доступ в лагерь! Никому нельзя покидать особую зону! Если кто-то нарушит правила, об этом будет доложена федерация! Нарушителей ждёт исключения с программы! Пригрозил начальник караула. Окрик офицера заставил разъярённую толпу остановиться. Возмущённая Леи не применула спросить. Почему Ван Буалэ разрешили выйти? Я не видел, чтобы он уходил! Спокойно отозвался солдат рядом с офицером. Кто-то из вас его видел? Солдаты в карауле отрицательно покачали головой. Это лишь подлило масло в огонь, гневали и остальных. Вот только они ничего не могли сделать. Это было не просто пристрастное отношение к Ван Буалэ. Нет. Этот случай показал явную разницу в отношении со стороны военных. Скорее же ещё зубами они были вынуждены закопать своё негодование поглубже в сердце. Никто не переступил границу дозволенного и страха исключения. Никто не хотел платить такую высокую цену за месть. К тому же армия явно занимала стороны Ван Буалэ. Даже им, и леди федерации, не удастся избежать наказания за нарушение прямого приказа и проникновения в военный лагерь. В итоге никто не помешал Ван Буалэ переварить пилюлю. Пока он пытался постичь технику сверхновая, другие члены программы никак не могли успокоиться. Слишком сильной была их ярость. Они всерьёз настроились завтра показать Ван Буалэ, на что они способны. Ночь прошла без происшествий. На рассвете второго дня в особой зоне опять зазвонил колокол. За исключением Джои Фанни и Джоу Ямен, все участники программы со всех ног бросились к плацу. Глава 219. Моя. Ван Буалэ с плаца энергично махал в толпе молодых людей, словно не заметив вспыхнув в живых глазах гнев. Доброе утро! Ван Буалэ явно находился в отличном настроении. За ночь медитации пилюлю полностью растворилась, что привело к определённым трансформациям. Всего одна пилюля не могла высвободить максимальный потенциал, заложенный в теле. Если бы у меня была ещё одна пилюля, то мне бы удалось завершить трансформацию физического тела. Интересно, какими будут ощущения после полной трансформации? В мысли Ван Буалэ закрылась столика сожалений. Хоть трансформация была не завершена, его физическая сила значительно возросла. Это показало Ван Буалэ, что пилюля мягкого укрепления тела оказалась крайне сильным снадобьем. Одно жаль, он получил всего одну пилюлю. Ван Буалэ! Ли И в толпе, заметив на плацу, Ван Буалэ про себя фыркнула. Другие участники программы одарили его мрачным и неприветливым взглядом. Они хотели преподать Ван Буалэ урок, но сейчас было не время. Скоро должен был прийти инструктор. Никто не хотел нарушить правила ради мести Ван Буалэ. Однако они накануне условились, что после окончания сегодняшней тренировки они не позволят Ван Буалэ улизнуть. Они соберлись все вместе сдать Ван Буалэ в сбучку после ухода инструктора. По этой причине они пока ничего не предпринимали и сдерживали себя в ожидании прихода старика. Бросаемые в его стороны недружелюбные взгляды вынудили Ван Буалэ переосмыслить силу противников. По его мнению, не зазорно было проиграть поединок, где ему одному противостояло практически сотни человек. Он пытался придумать способ, как изменить такое враждебное отношение людей. Пока он ломал над этой проблемой голову, вдалеке показался старик. Все разговоры на плацу тут же стихли. Завидев старика, Ван Буалэ собрался с мыслями и гордо выпятил грудь. Пожилой инструктор неспешно шел к плацу со сложными за спиной руками. В этот раз он пришел один. Остановившись перед строем, он окинул взглядом молодых людей. На Ван Буалэ он задержал взгляд дольше, чем на остальных. «Вы уже видели нефритовую табличку с техникой? Сегодня вас ждет вторая живая демонстрация сверхновой!» Спокойно объяснил старик. Он поднял правую руку, сжал пальцы в кулак и ударил в сторону неба. В этот раз каждое действие он выполнял немного медленнее, чем вчера. Молодые люди на площади внимательно за ним наблюдали, не желая пропустить даже мельчайшую деталь. Когда в небе с оглушительным грохотом начала стремительно расширяться воронка, как будто она разрывала пространство, участники программы, включая Ван Буалэ застыли как громом пораженные. Их желание освоить эту технику стало еще сильней. В центре разразившейся бурью стоял старик. Поднявшийся ураган растрепал волосы людей на плацу, ткань их нарядов захлопала на ветру, а они сами неосознанно попятились. После исчезновения воронки бурью старик опустил руку, он мельком взглянул на своих подопечных, а потом начал объяснять детали техники сверхновая. В этот момент молодые люди на плацу, казалось, забыли о своей ненависти Кван Буалэ. Все внимательно слушали старика, мысленно сопоставляя сказанное с выводами, которые они сделали на основе прошлой демонстрации, они впитывали информацию как губки. Во время конкурса они обошли огромное количество своих сверстников, каждый обладал весьма острым умом, сейчас многие из них не могли скрыть своего восторга. Очевидно, объяснение старика совпадало с их собственным пониманием сверхновой, что, в свою очередь, еще на шаг приблизило их к постижению техники. Рассказ пожилого инструктора был очень подробным. Через полчаса его лекция подошла к концу. Он взмахнул рукой и раскрыл ладонь, продемонстрировав толпе очередную пилюлю мягкого укрепления тела. Люди на плацу уставились на маленький шарик, как коршуна на добычу. Многие тяжело сдышали, хотя они не знали об истинном эффекте пилюли. Сделанный инструктором акцент на ее важность и то, что она могла достаться всего одному человеку, делало ее в их глазах крайне ценным приобретением. Вдобавок, прошлой ночью они связались со своими фракциями, чтобы побольше узнать о пилюле. Полученный ответ не только усилил их ненависть к Ван Буоле, но и посеял в сердце желание во что бы то ни стало заполучить пилюлю. «Еще одна пилюля!» Я спросил у нею своей Дао Академии. По их информации, на данный момент во всей Федерации не больше 50 таких пилюль. Ее способность усиливать культивацию – это лишь приятный бонус. Главная задача заключается в значительном укреплении физического тела. Если принять их достаточно много, то можно получить физическое основание, которым славились боги из древних мифов! Эта информация не могла не расстроить молодых людей, ведь они вчера упустили свой шанс наложить руку на пилюлю. Но сегодня им выпала возможность все изменить. Никто даже не пытался скрыть алочный блеск в глазах. А вот Ван Буоле поежился. Он планировал как-то снизить градус враждебности, не тело каждый день ночевать за пределами отведенного им барака. К тому же ему не хотелось наживать себе сразу столько врагов. Все эти мысли растояли как дым на ветру, как только старик продемонстрировал вторую пилюлю мягкого укрепления тела. В его голове осталась всего одна мысль, и звучала она следующим образом – «Моя!». Взгляд Ван Буоле посуровел, дыхание участилось. Первой мыслью было использовать свой главный козырь – ножны, но не успел он привести свой план в действие, как на плацу прогремели слова старика. «Это ваш последний шанс заполучить пилюлю. Других не будет. Правила не изменились. Последний, кто останется стоять на закате солнца, получит пилюлю». Если бы не Ван Буоле, то на этом старик бы закончил, отправился во свояси, но из-за него ему пришлось добавить – «Использование москитов запрещено!». Остальные на плацу засеяли от радости. По их мнению, структур этим показал свою беспристрастность и справедливость. Некоторые не удержались от криков. «Сперва разберёмся с Ван Буоле!» Ван Буоле скривился. Взгляды практически всех на плацу не предвещали ему ничего хорошего. Словно они и вправду собирались притворить в жизнь свой план и из мести избавиться от него первым. Пожилой инструктор едва заметно улыбнулся и неспешно побрел к выходу из особой зоны. Он работал на федерацию и не служил в вооружённых силах, поэтому относился ко всем своим временным подопечным одинаково. Стоило ему развернуться к выходу, как у него за спиной во всё горло взрывел Ван Буоле. Широким взмахом в руке он решил нанести превентивный удар. Вокруг него вмиг выстроилась больше половины его автоматонов, были и мужчины, и женщины, и даже копии самого Ван Буоле. Серебряная духовная карта позволила ему увеличить количество автоматонов до нескольких сотен, причём многие из них были отремонтированы и улучшены. Молодые люди на плацу во все глаза уставились на автоматонов, больше всех были удивлены Ли-И и те, кто уже сталкивался с ним в деревне истинного дыхания. Ли-И покрылась гусиной кожей и в панике отбежала подальше, хотя головы понимала, что лишь малая часть этих кукол представляет по-настоящему серьёзную угрозу. Слабая реакция остальных учеников легко объяснялась. Никто из них не знал, на что были способны эти автоматоны. Но то, что произошло дальше, позволило им понять истинное значение слова «бестыдство». Ван Буэлэ без тени сомнений в голосе громко скомандовал «Схватите всех! Если кто-то будет сопротивляться, разорвите их одежду!» Внушительная группа автоматонов рассредоточилась. Следуя команде хозяина, они кинулись к одеревеневшим людям на плацу. Топот нескольких сотен ног и несущиеся к ним автоматоны обескуражили молодых людей. Ван Буэлэ создал этих автоматонов по особому дизайну. Несмотря на относительную слабость в бою, прочность их конструкции и крепость хватки вызывали уважение. Их было настолько много, что на каждого практика приходилось по меньшей мере три автоматона. На плацу быстро воцарился хаос. Ван Буэлэ тоже не осталось сидеть на месте. Пойманные практики получали от Ван Буэлэ один удар по голове, после чего они теряли сознание. После внезапного нападения с разных концов плаца послышались гневные крики. Пожилой инструктор удивленно наблюдал за хаотичной схваткой на плацу. «Ван Буэлэ, чёрт тебя дери! Ван Буэлэ, ты поплатишься! Как подло! Проклятие! Откуда у этого парня столько автоматонов? Зачем кому-то вообще может понадобиться столько?» Не обращая внимания на гневные выкрики, Ван Буэлэ действовал всё быстрее и быстрее. Автоматоны безукоризненно исполнили приказ хозяина, хватая и срывая сопротивляющихся практиков одежду. В виде, какая незавидная судьба постигала товарищей, многие, в особенности девушки, не пытались сопротивляться, хотя гремучая смесь из страха и ярости в любой момент могла перерасти во вспышку неконтролируемого гнева. После удара Ван Буэлэ они теряли сознание. Спустя пять минут на плацу остался стоять всего один человек – Ван Буэлэ. Что-то Джои Фанни и Джоу Ямен, хотя автоматоны не стали на них нападать, они с невеселой улыбкой сели в пост злотоса по своей воле. Они, как и все, хотели заполучить пилюлю, но благодаря близкому знакомству с Ван Буэлэ понимали, что против него у них не было шансов. Глава 220. Физическое тело возведения основания Многие из них пытались вырваться, не желая так просто сдаваться. Кундао был одним из таких. Он создавал впечатление нелюдимого и замкнутого человека, но на самом деле он был очень высокомерным. С его опытом он мог смотреть свысока даже на тех, кто считался элитой федерации. Всё изменилось, когда он встретил Ван Буэлэ. После атаки москитов у него жутко чесались ноги, а потом на него набрысились автоматоны, беспомощность сводила с ума. Он холодно посмотрел на Ван Буэлэ, чей вид не особо ласкал взор. На его отношение к толстяку повлиял ещё один фактор. Оказалось, что Ван Буэлэ был близок Джо и Фанима Джао Ямен. Когда он впервые увидел Джао Ямен, то у него перехватило дыхание от её ослепительной красоты. Хотя он старался никого не подпускать в себе слишком близко. С мрачным блеском в глазах Кундао сделал глубокий вдох, собираясь использовать секретную технику. В этот момент Ван Буэлэ надоело метаться между пойманными людьми. Взмахом руки он извлёк из бездонного браслета несколько дюжин крупных автоматонов. Крепкие, рослые, с обильной растительностью на теле. Каждый автоматон выглядел довольно угрожающе. Тот, кто внешне походил на джуганьсяне, на вид был самым свирепым. Но не их появление вынудило самых упертых отказаться от идеи дальнейшего сопротивления. Когда толпа здоровяков начала постановать и издавать странные звуки, у всех присутствующих холодок пробежал по коже. Стоны сильно контрастировали с внешним видом автоматонов. Все те, кто хотело вырваться и продолжить бой, в страхе поёжились. В их головах голопом неслись мысли. Первая группа автоматонов, состоящая из мужчин и женщин, выглядела нормально. С точки зрения искусства их можно было даже назвать красивыми. Но новая группа во главе с джуганьсянем ошеломила парней, а девушки так и вовсе поменялись в лице. Это что ещё загромило? Не подходи! Пожилой инструктор застыл условно громом поражённый. Стоило ему услышать странные звуки, издаваемые здоровяками. Укундау от изумления перехватило дыхание. После нескольких секунд колебаний он отказался от идеи использовать секретную технику. Он нутром чуял, что эти автоматоны отличались от остальных. Инстинкты, полученные за время жизни среди чудовищ, подсказывали, самые свирепые на вид автоматоны обладали по-настоящему пугающей аурой. При виде изумления на лицах людей, Ван Буолэ в чувствах сказал, «Я человек здравомыслящий, открытый для разных точек зрения. Мне нужна эта пилюля. Если кто-то хочет, то может высказать свои возражения. Уверен, мы решим все разногласия». За этим заявлением последовала целая серия томных вздохов от мускулистых автоматонов, от вида здоровяков, издающих такие странные звуки, многих из тех, кто ещё находился в сознании и пробрал озноб. Мысленно они поносили толстяка, на чём свет стоит, но вслух ничего не сказали. Ван Буолэ радостно повернулся к пожилому инструктору. Старик, похоже, никогда не видел ничего подобного. «Инструктор, не нужно ждать заката солнца. Не могли бы вы отдать мне пилюлю?» Старик ничего не сказал. Он ещё какое-то время смотрел на Ван Буолэ, а потом бросил ему пилюлю мягкого укрепления тела. Тот ловко поймал духовный камень с пилюли внутри, быстро собрал всех автоматонов и поспешно ретировался с плаца, где с крыжища зубами поднимались практики. Три следующих дня от Ван Буолэ не было никаких вестей. Каждый день разыгрывалась пилюля. Правда, ни одна из них даже близко не стояла с пилюлей мягкого укрепления тела. Несмотря на борьбу за пилюли, они не отказались от плана объединиться против Ван Буолэ. Наоборот, их желание преподать Ван Буолэ урок с каждым днём становилось только сильней. А Ван Буолэ три последних дня провёл в уединении. Тут пригодились хорошие взаимоотношения с армией. Один из офицеров позволил ему временно поселиться в специальной комнате, предназначенной для культивации. Там Ван Буолэ принял вторую пилюлю мягкого укрепления тела. В его теле начались невероятные изменения, словно внутри разыгралась буря. Первоначально Ван Буолэ полагал, что пилюля усвоится за день. По факту на это потребовалось 72 часа. Эффект пилюли на тело было сложно переоценить. Помимо укрепления мышц и костей, всё тело целиком стало значительно сильней. Ночью третьего дня из тела Ван Буолэ раздался хруст. Стоило ему открыть глаза, как они засияли, словно ослепительные звёзды. Он всё ещё находился на великой завершённости истинного дыхания. Но при этом от его тела уже исходили эманации стадии возведения основания. Их источником было физическое тело. Ван Буолэ почувствовал небывалый прилив сил. Поднявшись, он попробовал пробежаться. Стены комнаты задрожали от поднявшегося грохота. Он мог двигаться с умопопрочительной скоростью. К счастью, от столкновения со стеной его спасли молниеносные рефлексы. Он успел выставить перед собой руки. В противном случае его лицо впечаталось бы в камень. Вот только стена потрескалась, а потом и вовсе обрушилась, осыпав осколками улицу. Ван Буолэ тяжело дыша поражённо осмотрел свои руки и тело. На грохот сбежались находящиеся неподалёку солдаты. Когда они вломились в специальную комнату для медитации и увидели разрушенную стену, у них чуть глаза не выкатились из орбит. При строительстве этой комнаты стены были специально усилены, чтобы они могли выдержать удар практика стадии истинного дыхания, если тот захочет испытать силу своих заклинаний после окончания уединения. Они могли выдержать удар любого практика ниже стадии возведения основания, и всё же стена обрушилась. Я ненарочно. Со смущённой улыбкой он рассыпался в извинениях. Он попросил у изумлённых офицеров разрешения покинуть лагерь. Получив утвердительный ответ, он пулей умчёлся в близлежащий лес. Там он смог по-настоящему испытать свою скорость и высоту прыжков. Какое-то время в чаще стоял огрушительный грохот, он стал не просто быстрее, чем раньше. В сравнении со своей прошлой формой его скорость возросла более чем в десять раз. Уван Буолэ восторженно заблестели глаза. Для проверки он ударил кулаком перед собой. Перед ним образовалась буря такой силы, что все его заклинания на её фоне просто бледнели. И как это назвать? Физическое тело стадии возведения основания? Уван Буолэ невольно задался вопросом о своей текущей культивации. Но одно было точно. В прошлом он не мог сражаться с людьми с культивацией стадии возведения основания, но сейчас всё изменилось. Особенно с учётом изучаемой ими техники сверхновая. Он сделал глубокий вдох и медленно жал пальцы в кулак. К инструкции из нефритовой таблички с техникой и собственному пониманию после двух демонстраций сверхновым инструктором он прибавил волновую технику, который научился у духовного корня в девять суней. Стоило ему сжать пальцы в кулак, как по его телу несколько раз прошла ритмичная вибрация, от него повеяла энергия волн, использовавшие его тело в качестве основания. Его тело само собой приняло форму натянутого лука, из-за отсутствия опыта обращения с техникой всё выглядело так, будто он не пытался ударить сверхновой, а просто накапливал энергию. После нескольких вдохов его плоть достигла своего предела. Ван Буэлл резко поднял голову. В этот момент лук как будто выпустил всё накопленное напряжение. Вся сила тела вырвалась наружу, словно стрела, выпущенная из лука. Её направление было задано рукой, которой он ударил перед собой. Прогремел оглушительный взрыв. Вместе с ударом кулака на волю вырвалась ужасающая сила. Она напугала даже самого Ван Буэллэ. Растительность впереди как будто вырвала из земли невидимая рука. В воздухе образовался вихрь шириной 3 метра. Поднятый ураганный ветер прокатился по всей округе. Когда буря утихла, бледный Ван Буэллэ устало персно дерева. Он полностью выдохся. Удар зарасходовал всю его энергию. Несмотря на усталость, его глаза восторжно блестели. В результате взрыва в земле образовался кратер шириной в 30 метров. Такая сила была сравнима с выстрелом из пушки вулкан. Поездка в столицу оказалась куда плодотворничем, он изначально предполагал. Ему удалось не только усилить физическое тело, но и приобрести очередной козырь. Перед возвращением в лагерь он немного отдохнул. Ночь он провел в бараке знакомых ему солдат. На следующее утро колокола вновь возвестил начало тренировки. Ван Буэллэ поспешил к особой зоне, где его уже ждали. После инцидента второго дня тренировок люди из вооружённых сил замолвили за него словечко перед пожилым инструктором, поэтому тот разрешил ему пропустить несколько дней занятий. На плацу особой зоны Ван Буэллэ встретили мрачные как туча молодые люди. Ван Буэллэ! Они несколько дней не видели Ван Буэллэ, но сейчас в их сердцах вновь вспыхнули гнев и ненависть, а взгляд приобрел небывалую холодность. Ван Буэллэ прочистил горло. По его мнению, продолжить состязаться с ними не было смысла, поэтому он притворился, что не видел недружелюбных взглядов окружающих. «Давно не виделись!» С улыбкой поздоровался он. Ван Буэллэ со смехом подошёл к Джои Фанни и Джоу Ямен. Когда с приветствиями было покончено, Джои Фанни громко сказал. «Буэллэ, будь осторожен!» «Они все решили объединиться против тебя!» Глава 221 Один против всех Ван Буэллэ выгнул Брофи и усмехнулся. «Всё в порядке! Человек по природе своё существо дружелюбное! С моим приятным характером не не о чем беспокоиться!» Когда Ван Буэллэ так описал свой характер, Джоу и Фанни Джоу Ямен промолчали. Вскоре на плац пришёл инструктор, чтобы ещё раз продемонстрировать сверхновую. Несколько раз его взгляд останавливался на Ван Буэллэ, как вдруг его глаза ярко блеснули, как будто он внезапно что-то понял. Немного подумав, старик с улыбкой достал яйцо. «Яйцо. Это яйцо-чудовище нашёл на занятых ими территории. Понятия не имею, что внутри за зверь. Это награда лично от меня. Вам не разрешается использовать магию или термические сокровища. В этом поединке вы можете полагаться только на физическую силу. Победитель получит яйцо. Его можно сварить вкрутую?» Мелькнула у Ван Буэллэ мысль. Его не особо заинтересовало яйцо в руках старика. Если бы оно досталось ему, он, скорее всего, просто бы сварил его и съел. В отличие от него, при виде яйца у остальных на плацу загорелись глаза. Они понимали, что могли вырастить вылупившиеся из яйца чудовища в верного спутника. Если правильно его воспитать, то он станет хорошим помощником в бою. В их группе были укоротители животных из четырёх великих дао-академий, которые специализировались на тренировке чудовищ для использования в бою. Их боевой потенциал напрямую зависел от силы чудовища-спутника. Вот только большинство чудовищ на службе федерации были либо искусственно выведены, либо приручены. Рождённых в дикой природе чудовищ было крайне мало, поэтому яйца из моря чудовищ считались огромной редкостью. Всё-таки в море чудовищ было очень опасно. Даже практикам стадии возведения оснований не стоило делать туда вылазки. Только на стадии создания ядра можно было путешествовать по территории чудовищ, но даже так практикам следовало соблюдать осторожность. Для подобных вылазок самым безопасным вариантом было путешествовать с несколькими напарниками тоже на стадии создания ядра. По этой причине для многих яйцо и представляло собой ценнейший трофей. В сердцах молодых людей на плацу клокотал гнев, причиной которого был Ван Бууле. Слова старика о запрете использования заклинаний дхармических сокровищ в их ушах прозвучали как самая сладкая песня. Уже предвкушая скорую месть, они посмотрели на Ван Бууле. В окружении недружелюбно настроенных сверстников тот прочистил горло. С ангельской улыбкой он обезоруживающе поднял руки и миролюбиво сказал «Дамы и господа, красавцы и красавицы! Я не собираюсь участвовать в борьбе за яйца! Вы...» Ван Бууле не дал закончить какой-то парень в толпе. «Народ! Первым делом избавимся от толстяка! Надо преподать ему урок, который он никогда не забудет!» После его крика и столпы к Ван Бууле бросился юноша. Остальные после секундной задержки тоже двинулись в его сторону. Несколько раз им пришлось проглотить обиду, поэтому они пришли к мнению, что Ван Бууле был их общим врагом. Вот почему они пошли в атаку все вместе. «И забьям его!» Под присмотром инструктора, который наблюдал за всем с лёгкой улыбкой, большинство молодых людей на плацу бросились в атаку. Они не использовали заклинания или храмические сокровища, полагаясь исключительно на свою физическую силу, они как никогда хотели преподать Ван Бууле урок. К тому же это был отличный шанс испытать сверхновую, которую они пытались освоить последние пять дней. Большинство уже ухватили суть техники, а некоторые даже полностью поняли её механику. Им не хватало только практики. Атаку сопровождал приглушённый рокот. К Ван Бууле мчались вихри разных размеров, получившиеся из-за использования техники сверхновая. Ван Бууле не ожидал такого резкого поворота событий. Он был уверен в своих силах, но совместная атака такого количества людей представляла угрозу даже для человека и его способностей. Он молниеносно ушёл из-под удара в сторону. Место, где он недавно стоял, разорвал многократный удар сверхновой. «Вы в своём уме?» В ярости вскричал он. «Я же сказал, что не буду мешать вам бороться за яйцо!» Он решил не давать им ещё одного шанса набросить на него всем скопом. В следующую секунду он сорвался с места так быстро, что им был пробит звуковой барьер. Он напоминал сверкнувшую в небе молнию или свирепого зверя, кинувшегося на стадо овец. В мгновение ока Ван Бууле оказался перед одним из нападавших. Юноша с гневным криком в этот момент пытался нанести удар кулаком. Внезапное появление рядом с ним Ван Бууле очень его напугало. Он хотел увернуться, но было уже слишком поздно. Ван Бууле, холодно хмыкнув, снял его своим массивным телом. Из-за рта юноши брызнула алая кровь. От столкновения с Ван Бууле его отшвырнуло назад, словно тряпичную куклу. У него зазвенело в ушах, в глазах потемнело. Ощущение было такое, будто в него пришёлся удар лапы какого-то огромного зверя. Даже не посмотрев на улетевшего практика, Ван Бууле бросился к следующей цели. Отправив ещё 7-8 человек в полёт, он сжал пальцы в кулак и ударил обеими руками. Волновая сила тотчас породила две бури, которые отбросили наступавших практиков. Словно почувствовав незримую угрозу, Ван Бууле остановил своё дальнейшее продвижение вперёд. Вместо этого он, развернувшись, схватил за пальцы подкравшегося сзади практика. «Хочешь ударить мне в спину?» Ван Бууле больше всего ненавидел именно таких подлецов, поэтому безжалостно вывихнул пальцы юноши. Его пронзительный крик превратился в бульканье, когда Ван Бууле мощным ударом в живот отправил его в полёт. Следом он оттолкнулся ногами для прыжка назад, его спина пришлась прямо в грудь подбиравшегося к нему практика. «Как мягко!» Отметил Ван Бууле. У него за спиной раздался крик Ли И. Она схватила себя за грудь и в панике ретировалась. Казалось, ещё немного ей удастся взглядом прожечь Ван Бууле дыру. Она уже хотела накричать на него, но он опередил её. «Бестыжая девчонка! Хотела воспользоваться моментом!» Этот невинный комментарий стал для Ли И последней каплей. «Только я умею, что трепаться!» У Ван Бууле дёрнулась века. Мгновением позже он уже стоял перед Ли И. Удар тыльной стороной ладони отбросил девушку назад. Она пыталась вернуться, но у неё ничего не вышло. Разобравшись с ней, Ван Бууле вновь влетел в толпу практиков. Удивительно, но он мастерски контролировал свою силу, чтобы никого не убить, хотя её бы вполне хватило, чтобы отправить любого из них на тот свет. Вместо запрещенных заклинаний он полагался на физическую силу. Каждый удар был примером безукоризненного контроля. Словно ураган он сметал всё, что вставало у него на пути. Его высокая скорость позволяла ему уворачиваться от залпов сверхновых, которые раз за разом посылали в него группу противников. Это показывало, насколько он был проворным. В глазах Джо и Фани и тех, кто не участвовал в схватке, Ван Бууле больше напоминал не человека, а невероятно юркий шар из плоти, который метался между противниками и наносил удары направо и налево. Плац затопили крики боли, отчаянные вопли, гневные проклятия и ругательства. С ходом сражения Ван Бууле постепенно совершенствовал последовательность действий. Ван с силой оттолкнулся от земли и взмыл воздух. Его пальцы стиснуты в кулак. Тело изогнувшееся, как натянутый лук, сотрясало вибрация. Сверхновая! Все звуки на плацу перекрыл громоподобный рокот. Во все стороны ударил сильный ветер. Порожденный волновой энергией ураган шириной 3 метра помчался к земле. Молодые люди на плацу бросились в рассыпную. Удар вызвал небольшое землетрясение, поднявшее в воздух целое облако пыли. Люди, что-то крича и кашля кровью, пораженно уставились на то, как Ван Бууле элегантно приземлился на плац. В радиусе 30 метров от него не осталось ни души. Его округлый силуэт напоминал отлитую сталистатую. Ван Бууле, словно огромная гора плоти, буквально излучал свирепую ауру, которую ничто не могло сломить. Как он стал таким сильным? Должно быть дело в пилюле мягкого укрепления тела. Он принял две! Как же я его ненавижу! Если бы пилюли достались мне, то я бы тоже сейчас был таким же сильным! Молодые люди на плацу поежились. Ван Бууле произвел на них настолько сильное впечатление, что никто больше не пытался к нему приблизиться. Даже те, кто не участвовал в драке, но хотел получить яйцо, вроде Джо и Фани и Джо Ямен, не смогли скрыть свое удивление. Кун Дау наблюдал за схваткой со стороны, и сейчас его глаза засияли желанием сражаться. Люди боялись приблизиться к Ван Бууле, но он бросился к ним в окружении ауры невероятной силы. Ван Бууле! Когда он сорвался с места, его энергия наконец получила выход и выплеснулась наружу. Глава 222. Одинокий волк Кун Дау. Кун Дау родился в море чудовищ. Все детство он провел в месте, где опасность поджидала за каждым углом, где практически не бывало людей. Чтобы выжить, ему пришлось развить в себе уникальные таланты, в противном случае он бы никогда не стал учеником Дуань Му Цуэ. Вдобавок он самостоятельно прожил какое-то время на Марсе, что говорило о его необыкновенных способностях. Даже после нескольких дней совместной жизни в бараке он не чувствовал сильной связи с остальными, к тому же на первый и второй день борьбы за пилюли мягкого укрепления тела, он потерпел поражение от духовных сокровищ Ван Буула. В оба раза он решил сдаться из страха и нежелания нарушать правила, но в схватке один на один с Ван Бууэлэ он был уверен в своей победе. Мчась вперед, он излучал невероятную силу, все накопленное за последние дни раздражение исчезло, словно на военный лагерь пролились первые за долгое время солнечные лучи. Его утробное речание напоминало приглушенные раскаты грома, по скорости он превосходил своих сверстников, поэтому за считанные мгновения добрался до Ван Бууэлэ. Жав пальцы в кулак, он с размаху нанес удар, в этот момент его тело изогнулось, словно натянутый до предела луг, при этом кулак служил выходом для накопленной силы, которая уже рвалась наружу. Рожденный этой силой ураган, способный уничтожить всё на своём пути, устремился к Ван Бууэлэ. Тот резко обернулся, его глаза ярко сверкнули, внезапное нападение кундау не напугало Ван Буэлэ, наоборот, он с любопытством посмотрел на нового противника. «А вот это уже интересно!» Даже не попытавшись увернуться, Ван Буэлэ рассмеялся и ответил ударом ноги. При столкновении кулака и ноги с громким треском потрескались политы на плацу. Кундау фыркнув отскочил назад, Ван Буэлэ слегка поменял стойку, но отступать не стал. Опустив ногу на потрескавшийся плац, он перенёс вес на неё, отчего трещин стало ещё больше, и высоко подпрыгнул. Ван Буэлэ одним прыжком сократил разделяющее их расстояние, теперь уже он атаковал Кундау. Завязался ураганный бой. В этом поединке оба бойца полагались только на физическую силу. Грохот от их драки не смолкал ни на секунду, размах поединка и тяжесть ударов поразили всех зрителей. «Эти двое настоящие монстры!» «Вот это действительно впечатляющая физическая сила!» «Они могут схватиться один на один с каким-нибудь чудовищем и держать над ним верх!» «Теперь понятно, почему их обоих взяли в программу без конкурса!» По толпе зрителей пробежала волна удивлённых шепотков. Некоторые либо не участвовали в драке, либо приняли в ней участие, но оказались не столь искусными, когда дело касалось рукопашного боя. Часть из них вообще специализировалась на использовании заклинаний, несмотря на удивление, у людей ярко блестели глаза. Тем временем дуэль между Ван Буэлэ и Кундау накалялась. Глаза последнего свирепа поблескивали, во время атаки он излучал настоящую жажду крови. Даже его боевой клич стал больше напоминать звериный рык, словно он и вправду превратился в дикого зверя, которого не могли остановить даже тяжёлые раны. После мощного удара Ван Буэлэ в живот, тот лишь поднял голову и попытался ударить его ногой. Ван Буэлэ было трудно адаптироваться к тактике ведения боя, когда у противника начисто отсутствовали инстинкты самосохранения. Однако он тоже был неробкого десятка. Сообразив, что Кундау дерётся как безумец, он сквозь зубы прорычал. «Совсем жить надоело?» Стоило Ван Буэлэ шагнуть вперёд, как от него повеяли силы физического тела. В этот же миг он молниеносно схватил Кундау за правую руку и резко заломил ему пальцы с помощью техники захвата. Любой другой на его месте завопил бы весь голос от боли в выворачиваемых суставах, но Кундау без колебаний вывернул руку и вырвался из крепкой хватки противника, правда ценой сломанного запястья. После чего он ударил Ван Буэлэ кулаком. Услышав характерный хруст, Ван Буэлэ прищурился. Он с умопомрачительной скоростью использовал технику сверхновой, послав её в направление приближающегося Кундау. Поднялся ужасающий крохот. Кундау выгнался под каким-то неестественным углом и хлестнул левой рукой в сторону шеи противника. В этот же миг ногти на его руке удлинились, став чем-то вроде острых линков. Зрители поражённо уставились на его руку. С самого начала дуэли оба бойца двигались нечеловеческой скоростью. Раздался звук удара. Из-за рта Кундау брызнула кровь, а сам он отступил на несколько десятков метров. От такого страшного удара сверхновой он опустился на корточки и был вынужден опереться одной рукой об землю, чтобы не упасть. Стоило ему поднять голову, как все увидели текущий из уголков его губ кровь. Всквозь взлохмаченные волосы свирепо поблескивали глаза. Последняя атака Кундау привела Ван Буоло в бешенство. Хлёсткий удар когтистой рукой застал его врасплох. К счастью, он вовремя среагировал, поэтому удар не попал в цель. Однако ткань разорванного халата уже промокла от крови, бегущей из пяти узких порезов на груди. Это подействовало на него отрезвляюще и слегка поумерело гордыню. В результате трансформации он стал значительно сильнее, вот только Кундау совсем немного уступал ему в физической силе. Особенно с учетом его пренебрежения к собственной жизни. Такой самоубийственный боевой стиль делал его крайне опасным противником. И все же Ван Буоло был уверен, что в поединке насмерть он сможет убить его. Правда, за это ему придется заплатить определенную цену. Зрители шокированно наблюдали за поединком. Продемонстрированный Ван Буоло и Кундау атаки потрясли их до глубины души. Неразговорчивый и замкнутый Кундау на деле оказался умелым и сильным бойцом. С другой стороны, если отбросить в сторону неоднозначное поведение Ван Буоло и извращенные духовные сокровища, его физическая сила не могла не внушать уважения. После такого одни из лучших молодых практиков Федерации, больше всего гордящиеся своим талантом, сделали с ней, естественно, молчаливыми. Когда Кундау чуть наклонил голову, его глаза угрожающе блеснули. Похоже, он собирался продолжить схватку. Ван Буоло прищурился и тоже приготовился атаковать, но тут... Достаточно! Пожилой инструктор с одобрительной улыбкой закончил матч. На его раскрытой ладони появились два яйца. «Эти два яйца из гнезда одного чудовища! Вы оба заслужили награду!» Старик бросил одно яйцо Ван Буоло, другое досталось Кундау. Поймав приз, Ван Буоло поднёс его поближе, чтобы получше разглядеть. Яйца было размером с сжатый кулак, вдобавок даже через скорлупу внутри ощущалось биение жизни. Кундау тоже поймал свою награду, но разглядывать её не стал. Куда больше его интересовал недавний противник. «Этот взгляд! Он хочет, чтобы я ему врезал?» Подумал Ван Буоло, почувствовав безмолвную провокацию во взгляде Кундау. Ван Буоло с подозрением посмотрел на него и хмыкнул. Можно было не беспокоиться насчёт Кундау. Пожилой инструктор явно не позволит им продолжить поединок. Реакция обоих финалистов вызвала у старика лёгкую улыбку. Когда он побрел прочь, никто не услышал его тихих слов. Физическое тело обоих находится на стадии возведения основания? Как и любопытно! Никто на плацу не стал возражать против такого решения инструктора. Всё-таки поединок Ван Буоло и Кундау стал отличной демонстрацией их физической силы. Оба уже явно превосходили нынешний уровень культивации. Незаметно пролетели два последних дня недельной тренировки. В обоих бараках было непривычно тихо. Наконец пришло время экзамена. Все члены программы, включая Ван Буоло, успешно освоили секретную технику сверхновая. В военный лагерь лично прибыл Дуань Митсуи в сопровождении чиновников и других важных лиц федерации. После его короткой ободряющей речи молодые люди по очереди подходили к большому зелёному камню, поставленному специально для экзамена. Каждого из них просили продемонстрировать сверхновую. Раз за разом в лагерь раздавался грохот. Участники программы демонстрировали комиссии плоды недельной тренировки, что заслуживало им аплодисменты и похвалу. Дуань Митсуи с улыбкой беседовал с сидящими рядом людьми. «Ямен неплохо! Этот парень тоже очень неплох!» Их комментарии служили отличной мотивацией для экзаменуемых. После каждой сверхновой на камне оставались трещины разной длины и глубины. Благодаря необычным свойствам камня они быстро затягивались. От удара кундау зелёный камень завибрировал и покрылся трещинами. Их было заметно больше, чем у остальных. Сначала кундау поклонился Дуань Митсуи и его спутникам, а потом вызывающе посмотрел на Ван Буэлэ. Губы президента тронула тень улыбки, но он воздержался от комментариев. Люди рядом с ним повели себя не так сдержанно. Их впечатлило выступление кундау. Вскоре пришёл черёд Ван Буэлэ. На провокацию кундау он лишь закатил глаза, он считал его достойным соперником, но их недавняя дуэль ни капли не пошатнула его уверенность в собственные силы. Всё-таки он потом, кровью и тяжёлым трудом заработал ту силу, которую сейчас обладал. То, что ему довелось пережить, далеко выходило за рамки того, что выпадало на долю его сверстникам. От этой мысли его глаза ярко сверкнули. Ван Буэлэ одним мощным прыжком оказался перед зелёным камнем. Сделав глубокий вдох, он нанёс удар. Грохот сотряс весь военный лагерь, зелёный камень покрылся трещинами, а потом с громким тряском взорвался. Глава 223. Три главных события в жизни. Хотя участники программы собственными глазами видели силу Кундау и Ван Буэлэ во время недавней дуэли, они всё равно поражённо охнули, когда от удара зелёный камень разбился в дребезги. Всё-таки после удара Кундау больше половины камня покрылась трещинами, тогда как Ван Буэлэ сумел расколоть его. «Он настоящий монстр! Как же рад, что он прошёл без конкурса! Не хотелось бы встретиться с ним во время отборочных! Интересно, как думаете, его заставят заплатить за уничтожение этого камня? Штука наверняка не из дешёвых!» Ван Буэлэ весь надулся от гордости. Но оживлённая дискуссия других участников экзамена, ну точнее прозвучавший вопрос, вернул его с небес на землю. Но тут он вспомнил о серебряной духовной карте с неограниченным лимитом и успокоился. «Хотя я родом из небогатой семьи, как мастер оружия моей Идао Академии, я выплачу компенсацию, если потребуется. Буду работать усердней и урежу рацион. Так я смогу наскрести необходимую сумму». Словно само воплощение порядочности подумал Ван Буэлэ. Неосознанно он похлопал карман с серебряной картой, дабы убедиться, что не потерял её. Демонстрация Ван Буэлэ произвела на чиновников Федерации приятное впечатление. «Этот аттестационный камень может выдержать удар от любого практика ниже стадии возведения основания. В теории его прочность рассчитана даже на начальную ступень возведения основания, правда тут уже нет никаких гарантий. Но этот камень рассыпался на части после одного удара Ван Буэлэ. Я не сразу заметил, но физически этот толстячок находится на стадии возведения основания. Даже Кундао не смог разбить камень, а ему это удалось». Пока они неграммко переговаривались, на губах Дуань Митсуи играла улыбка. Очевидно, он уже всё это знал. Глядя на Ван Буэлэ и Кундао, его глаза сиели надеждой. Кундао из-под нахмыренных бровей принялся буравить Ван Буэлэ взглядом. Теперь он не просто хотел спровоцировать противника сразиться с ним, хотя ему удалось мастерски это скрыть. Ван Буэлэ пробежал глазами по ошеломлённой толпе, довольный собой накрыл ладони кулак и поклонился Дуань Митсуи и его гостям, после чего вернулся в строй. Военные быстро установили новый аттестационный камень. Вскоре экзамен подошёл к концу, а с ним и тренировочная неделя. Все, кто присутствовал на экзамене, запомнили Ван Буэлэ. Кундао не стал исключением. Что до остальных участников программы, несмотря на их не особо примечательные результаты на экзамене, они обладали заклинаниями, которые могли в определённой степени поспорить с физической силой Кундао и Ван Буэлэ. К примеру, секретная техника Джао Ямен. Схватка с ней стала бы для Ван Буэлэ настоящей головной болью. Из-за этого сложно сказать, кто из них был слабым, а кто сильным, но одно было точно, главной звездой этого экзамена стал Ван Буэлэ. До Ань Митсуи поднялся и обратился к сотне молодых людей. Вам не повезло родиться в этой эпохе, потому что вам предстоит столкнуться с множеством неведомых сил, преодолеть неописуемые опасности, пережить страшные испытания и треволнения. Быть может, вам даже доведётся столкнуться с богами. В то же время вам очень повезло родиться в это время. Сейчас мы на заре эры духовного истока, многие годы потомки будут помнить ваши имена. В глазах будущих поколений вы сами можете стать богами. Ваше путешествие никогда не закончится, ведь впереди лежит бескрайняя дорога. Путь эволюции, путь поиска Дао, путь к бессмертию. Вот почему я люблю называть эру духовного истока эрой апофеоза. Будущее таить в себе безграничные возможности, и я, Дуань Митсуи, готов пройти этой дорогой вместе с вами. Дуань Митсуи закончил свою речь. Каждый, на ком устанавливались его мудрые глаза, испытывали невероятный душевный подъём. Его простые слова словно развернули перед ними свиток картину. На этом свитке были изображены сцены грандиозного и блестательного будущего. Уван Буала ярко заблестели глаза. От слова апофеоз у них по коже как будто пробежал разряд тока. Он с трудом удерживал себя в руках. Дуань Митсуи с улыбкой оставил молодых людей обдумывать его слова. Вскоре пришло время им отправляться в путь. После незабываемой недели культивации они погрузились на свои корабли и разлетелись в разные стороны. Кто-то возвращался домой, кто-то держал путь в штаб-квартиру своей политической группировки, кто-то полетел к Дао Академии. Экзамен, последние испытания, официально подошёл к концу. Дао Академия Эфира прислала летающий корабль, чтобы забрать Ван Буале, Джо Ифань, Джоу Ямен и ещё несколько человек. Ни одному Ван Буале хотелось поскорее вернуться в Академию. Дао Академия Эфира пообещала каждому ученику, попавшему в программу повышения. Все они по возвращении будут повышены до вице-главы своих павильонов. Никто не мог оставаться спокойным, понимая, какие перспективы их ждут. Сердце Ван Буале начало биться быстрее от одной мысли о том, что его ждало место вице-главы павильона. Он хотел прямо сейчас переместиться в Академию. Ждущие его новые полномочия и власть навели на мысль о необходимости начать обзаводиться союзниками. Об этом также упоминалось в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Вспомнив об этом, он внезапно покосился на сидящего в углу Джо Ифаня. Его глаза блеснули, он подкрался к нему бочком и подружески положил руку на плечо. «Ифань, по возвращении в Академию мы станем вице-главами павильона. Ты рад?» Джо Ифань искоса посмотрел на Ван Буале. Насколько он знал своего толстого друга, тот явно что-то от него хотел. Кого-либо другого он бы просто проигнорировал, но это был Ван Буале. Мысленно вздохнув, он решил подыграть. «К чему ты ведёшь?» «Ха-ха, Ифань, мы ведь хорошие друзья, верно? Если так подумать, нас связывают незримые узы. Всё-таки мы вместе вырвались из лап смерти. Но надо смотреть шире. Сейчас идёт эра духовного истока. Эра апофеоза. Как собратья даосы, мы должны помогать друг другу на нелёгком пути в неясное будущее». Пока Ван Буале это говорил, он несколько раз хлопнул себя ладонью по груди. «Как по мне, так нам надо создать что-то вроде Альянса. Последующие поколения же должны нас как-то называть, когда в будущем мы станем богами». Джо Ифань растерянно посмотрел на друга. Ван Буале в очередной раз выдал какую-то странную идею. «Ну-ну, не надо делать такое удивлённое лицо. Послушай, тебе не воплотить свои амбиции в жизнь, пока ты остаёшься со своей семьёй. Какой смысл в культивации и оттачивании навыков? В конечном итоге ты всего лишь один человек. Но если мы обеднимся, то я буду прикрывать твою спину, как и остальные члены Союза. Если нас станет достаточно много, то на любые попытки твоей семьи усложнить тебе жизнь или превратить тебя в оружие, мы их раздавим». Развивая свою мысль, первоначально самонадеянный тон Ван Буале сменился на более убеждающий. Джои Фан ничего не сказал. До разговора с Ван Буале он даже не задумывался об этом. Как он считал, всё это было ему ненужно, но последняя фраза друга не оставила его равнодушным. С самого начала он убегал от проблемы, он невольно поднял голову и посмотрел на Ван Буале. После длинной паузы он кивнул. Частично на его решение повлияло то, кто именно сделал предложение. С другой стороны, крохотная часть его хотела подготовиться к тому, что грядёт. Не имело значения, что его семья обладала настолько немыслимым могуществом и огромными связями, что являлась практически неприкасаемой. Глубоко внутри него оттеплилась маленькая надежда на светлое будущее, о котором рассказал Ван Буале. Ван Буале радостно похлопал Джо и Фаня по плечу и перешёл от него к Джао Яман. Усевшись рядом с ним, почувствовал тонкий аромат её духов. Джао Яман никак не отреагировала на съевшего рядом Ван Буале, а она спокойно взглянула на него, как бы напоминая ему не сидеть слишком близко. Это было уникальное умение Джао Яман, она одним взглядом могла заставить любого мужчину почувствовать недостойным себя. Вот только этот метод не работал против Ван Буале. Широко улыбнувшись, словно не замечая многозначительного взгляда Джао Яман, он наклонился поближе и тихо сказал «Мэн Эр!» От его шёпота, несмотря на присущее ей хладнокровие, по коже Джао Яман пробежали мурашки, а потом она вся покрылась гусиной кожей. «Эм, Яман, мы многое пережили вместе, верно? Чудом избежали смерти. Есть три вещи, которые люди переживают бок о бок. Это жить общей судьбой, вместе жить и вместе умереть, делить горе и невзгоды». С радостным возбуждением сказал Ван Буале. «Мы прошли через все три. Я с Ифанем собираюсь создать что-то вроде организации. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нам? В будущем придёт время, когда я возьму тебя за руку, и мы вместе пойдём в неизведанное будущее». По мнению Ван Буале, он сейчас выразился очень поэтично. Он был крайне доволен собой. За что решил наградить себя пакетиком с лакомством. После пары укусов он передал снэк Джао Яман. «Если ты это съешь, мы станем одной семьей!» Лицо Джао Яман приобрело странное выражение. Она была согласна с высказанными Ван Буале ситуациями, которые люди переживают вместе. Что до предложения ей показалось, что оно имело несколько другой смысл. У такого замкнутого человека, как она, практически не было друзей в Академии, если бы точным у неё был всего один друг. Ван Буале. Кивнув, она приняла угощение, взяла из пакетика кусочек и сделала маленький укус. Глядя, как созданный союз, который в будущем станет настоящей грозой федерации, пополнился двумя новыми участниками, Ван Буале радостно сказал. «Надо придумать название. Вы тоже начинаете думать? Почему бы нам не взять за основу нашу главную отличительную особенность? Ассоциация Адонис. Как вам? Цепляющее название? Сразу формирует соответствующий образ». Ван Буале рассмеялся. В который раз он подивился собственной гениальности, когда дело касалось придумывания названий. Сбитый с толку Джо и Фань промолчал, Джао Яман уже начала жалеть о своём решении присоединиться. Глава 224. Захват павильона от хармического оружия. Ассоциация Адонис была официально основана на борту летающего корабля во время возвращения в Дау Академию Эфира. Там же состоялось первое совещание, двое участников воздержались, поэтому Ван Буале с одним голосом был выбран первым председателем. «Сколько люди нуждаются во мне? Груз ответственности на моих плечах слишком велик!» Стоя перед Джо и Фанем и Джао Яман, Ван Буале драматично сказал это и похлопал себя по животу. Последовавшая за этим тишина тянулась невыносимо медленно, Джо и Фань хранил молчание, пока Джао Яман про себя слегка сожалела о своём выборе. Летающий корабль с учениками и членами недавно созданной Ассоциации Адонис вошёл в воздушное пространство Дау Академии Эфира, впереди раскинулся остров Верхней Академии. В иллюминатор Ван Буале и компания увидели встречающую их в порту делегацию, состоящую преимущественно из высших чинов Академии, включая главных старейшин из разных павильонов и заместителей главы секты. Это была торжественная и в то же время неформальная церемония, сотни сынов Федерации приводили в пример другим практикам их поколения. Такая известность заслужила им зависть многих студентов Верхней и Нижней Академии. Ван Буале и компанию, казалось, окружало слепительный ореол, они не только привлекли к себе внимание масс, но и стали теми, кого будут приводить в пример будущим поколениям юных практиков. К росту их популярности приложила руку сама Академия, но в первую очередь они прославились благодаря отборочным в программу, которые транслировались по всей Федерации. Не стоило забывать и про церемонию награждения с участием президента. Достижения, созданные финалистами, образ сделали их знаменитыми на всю Федерацию и заработали множество завистников и обожателей. Одновременно с этим Академия объявила всем студентам и ученикам, что участники программы будут щедро вознаграждены. Ван Буале, Джои Фань и Джоу Юмен отныне становятся вице-главами своих павильонов. Это объявление потрясло учеников Острова Верхней Академии, хотя многие знали, что это произойдёт. Всё-таки позиция вице-главы павильона даровала огромную власть. Если сравнить Дао Академию Эфира с целой страной, то павильон выступал большим городом. Вице-глава павильона в этом случае был кем-то вроде заместителя мэра. Согласно административной иерархии, Остров Нижней Академии стоял заметно ниже Верхней Академии. По статусу Ван Буале, быть может, и не встал в один ряд с ректором Лу с Острова Нижней Академии, но его заместителю Гао Цуаню при встрече придётся почтительно накрыть ладонью кулак и поклониться. Отныне Ван Буале находился выше него на иерархической лестнице. К тому же его назначил на пост Человек с Острова Небесного Круговорота, что лишь подкрепляло весомость его нового положения, к тому же он состоял в программе Сто Сынов Федерации. Не говоря уже про его династию, можно сказать, Ван Буале достиг вершины могущества в павильоне дхармического оружия Острова Верхней Академии. После объявления об их новом статусе и полномочиях узнали все в Академии. Прибывшие из военного лагеря молодые люди оказались в центре всеобщего внимания. Джо и Фанни Джоу Юмэн после повышения до Вицы глав павильона тоже получили свою долю внимания и славы. Если взглянуть на недавно сформированную ассоциацию Адонис, то теперь она представляла собой совершенно другого зверя. После приветственной церемонии Ван Буале вернулся в пещеру Бессмертного. На пути домой люди с ним здоровались и почтительно кланились. Следующие несколько дней он работал в поте лица. Все-таки его повысили до Вицы главы павильона. Больше он не мог в одиночку курировать работу административного департамента Академии. Вместе с Чэнь Юй Туном он выбрал нового мастера оружия, который возглавил административный департамент Академии. В то же время юрисдикция Ван Буале теперь распространялась на все контролирующие дисциплинарные департаменты. Его бывшие подчиненные с острова Нижней Академии, вроде Люда Обини и еще нескольких человек, наконец-то получили перевод в павильон административного оружия острова Верхней Академии. Ван Буале уделил им особое внимание, особенно Люда Обини. Он назначил его своим личным секретарем, с тех пор он словно день постоянно следовал за ним. Это была не единственная хорошая новость. После назначения Ван Буале вице-главы павильона административного оружия, наставник Чин Юй Туна по имени Суни Фэн обошел всех конкурентов и стал главным старейшиней павильон административного оружия. Теперь по статусу он превосходил главу павильона. Точно неизвестно, но существовала вероятность того, что на победу в борьбе за кресло главного старейшины повлияло триумфальное возвращение Ван Буале и список его достижений. Так старший брат ректора Лоу стал частью внутреннего круга руководства ДАО Академии Эфира. Повышение Ван Буале больше всех расстроило нынешнего главу павильона административного оружия. Сверху на него давил главный старейшина, снизу поджимали Чин Юй Тун и Ван Буале. С такой расстановкой сил в кресле главы павильона стало очень неудобно сидеть. Чтобы освободить место для Ван Буале, Академия решила перевести в другое место одного из текущих вице-глав павильона, одного из его людей. Его как будто лишили руки. Оставшиеся двое заместителей побаивались главного старейшину. Прилюдно они с ним соглашались, но один на один постоянно с ним припирались. Удивительно, но они очень дружелюбно вели себя с Чин Юй Туном и Ван Буале. Не будет преувеличением сказать, что теперь в павильоне административного оружия всем заправляли Ван Буале и Чин Юй Тун. Однажды Ван Буале, как всепрощающий великодушный человек, навестил ректора Лу на острове Нижней Академии. После короткой беседы тот откланился. Ректор проводил у водолетающего корабля. Оставшись стоять у своей резиденции на острове Нижней Академии, он с улыбкой наблюдал за уменьшающейся точкой в небе. «Этот парень не так прост, как кажется», — пробормотал ректор Лу. После разговора он освободил Гао Цюань от исполнения обязанности заместителя ректора и приказал начать расследование его прошлых преступлений. Узнав об этом, у Гао Цюани подогнулись колени. Следующим указом ректор повысил декана факультета тхармического оружия бордача Джан Юде до своего заместителя. Разумеется, о кадровых перестановках и внутреннем расследовании было доложено Верхней Академии. Обычно остров Верхней Академии не мешал ректору Лу управлять своим островом. Место декана занял не один из преподавателей факультета тхармического оружия, а человек, которому доверял Чен Юй Тун. В результате серии перестановок Ван Бо Лу и Чен Юй Тун практически полностью взяли под контроль факультет и павильон тхармического оружия. Теперь именно они по-настоящему стояли над учениками тхармического оружия всей Дао Академии Эфира. Глава павильона стал номинальной фигурой без фактической власти. Неспособный дать отпор, он мог лишь смириться со своей судьбой. Он отгородился от мира и погрузился в исследование тхармических сокровищ, дистанцировавшись от управления павильоном. В Академии поползли слухи об ученичестве. Некоторые утверждали, что главный старейшин павильон тхармического оружия хотел взять Ван Бо Лу в ученики. Другие болтали о схожих намерениях уже со стороны Верховного Старейшины. Новости порядком удивили Ван Бо Лу. На вопрос об этом Чен Юй Тун лишь развел руками, он тоже ничего не знал. Немного подумав, Ван Бо Лу понял, что повода для беспокойства не было, рано или поздно он обо всем узнает. Наконец активная фаза политической игры закончилась, Ван Бо Лу понимал важность власти, но в конечном счете все сводилось к культивации. Когда все успокоилось, Ван Бо Лу первым делом попробовал разузнать о стадии возведения основания. На великой завершенности истинного дыхания предстояло сделать важнейший шаг – перейти на стадию возведения основания. Эту же цель преследовала и программа 100 санов операция «Солнечный меч». Изучение сверхновой было лишь первым шагом. Чтобы перейти к следующему этапу, от них требовалось начало достичь стадии возведения основания. Ван Бо Лу практически ничего не знал об этой стадии. Причина была проста. До путешествия он находился всего лишь на четвертой ступени истинного дыхания, далеко от великой завершенности. Кто бы мог подумать, что недавнее путешествие так благотворно скажется на росте его культивации? Многие из заготовленных планов оказались бесполезны, а некоторые события пришлось форсировать раньше времени. «Я знаю только одно. Чтобы достичь стадии возведения основания, практики из разных политических группировок должны попасть на Луну». Пробормотал Ван Бо Лу. Чтобы немного прояснить ситуацию, он связался с Чинью и Туном. Тот знал о стадии возведения основания куда больше него. Не зря же он был опытнейшим мастером оружия, который уже долгое время готовился к переходу на стадию возведения основания. Интересующей его информации оказалось слишком много, поэтому он заверил Ван Бо Лу, что структурирует информацию, и пришлет ему нефритовую табличку с подробными инструкциями. Наконец, Ван Бо Лу взялся за выигранное яйцо монстра. К сожалению, для инкубации требовались специальные условия и время. Для создания необходимых условий ему достаточно было сказать пару слов Людо Убиню, чтобы тот всё организовал. Ему осталось дождаться рапорта своего секретаря о скором завершении инкубационного периода, что он и сделал. В пещере бессмертного Ван Бо Лу с глубоким вдохом достал красное дерево, купленное в столице. Это был отличный ингредиент для алхимии, но для него интерес представлял чёрный фрагмент, который находился в стволе. Он осторожно извлёк фрагмент и немного покрутил в руках. В голове тем временем проносились события последних нескольких лет. С момента поступления в ДАО Академию Эфира. Его захлестнула волна эмоций. Я зашёл так далеко, делая по одному шагу за раз, полагаясь на невероятные врождённые потенциалы упорства. Тяжёлым трудом, без какой-либо посторонней помощи, проливая под кровь и слёзы, я наконец достиг своего нынешнего положения. Обрёл много навыков и развёл культивацию. Мне не нужна помощь других, ведь мой самый лучший союзник — это я сам! Ван Буэлла гордо задрал подбородок, привёл Ауру в порядок и тихо позвал. Лапуля, ты тут? Глава 225-я Подарок на день рождения У тебя появилась просьба. Выкладывай. В голове Ван Буэлла раздался голос Лапули. Он улыбнулся. В его глазах что-то едва заметно сверкнуло. Она без труда раскусила его мотивы. Это подтвердило одну теорию. Лапуля явно могла видеть, что происходит во внешнем мире либо его глазами, либо каким-то другим способом. Судя по всему, она уже знала наличие у него фрагмента, но до сих пор ничего не сказала. «Лапуля, ты меня неправильно поняла. Разве такой человек? Я планировал вручить тебе этот фрагмент в качестве подарка на день рождения». Быстро нашёлся Ван Буэлла. «Подарок на день рождения?» Странным тоном переспросила Лапуля. Ван Буэлла довольно улыбнулся. Он специально сформулировал фразу таким образом, чтобы она задала вопрос. По его мнению, он очень хорошо понимал характер Лапули. Их беседы мало чем отличались от разговоров с другими девушками. Сперва он чем-то разжигал её интерес. Сейчас главное не что говорить, а как. Лучше всего работали сладкие речи, сдобренные листью и комплиментами. «Я не знаю, когда у тебя день рождения. Надеюсь, что каждый мой подарок будет значимым и приятным, как тебе цветы, что я тебе подарил. Желаю тебе счастья. Хочу услышать твой смех тогда, и я буду счастлив». Мягко сказал Ван Буэлла. Он с удовольствием отметил, что Лапуля до сих пор ничего не сказала. Он в очередной раз подивился со своего красноречия, которое оттачивалось юного возраста. Со временем его эффективность немного упала, но постоянная практика в течение нескольких лет вернула его словам прежневесую убедительность. Особенно если использовать его на Лапуле. Каждый раз срабатывает. «Думается, на её планете не было никого, кто бы мог сравниться со мной в таланте». Самодовольно подумал Ван Буэлла. Он достал подушку иллюзии и вошёл в её мир, после чего положил чёрный фрагмент на маску. Вскоре фрагмент расстаял в чёрной маске. Благодаря этому площадь половины маски стала чуть больше. Какое-то время Ван Буэлла терпеливо ждал. Наконец у него в голове раздался голос Лапули. «Спасибо». Её голос имел странный тембр. «Ты достиг переломного момента в культивации. Следующий шаг – стадия возведения основания. Видишь ли, стадия возведения основания работает по принципу увеличительного стекла. Она многократно усиливает имеющиеся у тебя основания. Твои слабости и сильные стороны по достижении стадии возведения основания определяют два фактора. Во-первых, каким способом ты достиг этой стадии. Во-вторых, сила и крепость заложенного ранее фундамента. Существует много путей достижения стадии возведения основания, но большинство тебе не подходит. Тут я ничем не могу помочь. Если твой фундамент окажется невероятно крепким, то стадия возведения основания усилит твои способности и силы настолько, что твои сверстники останутся далеко позади. После слов Лапуле у Ван Була загорелись глаза и быстро застучало сердце. Он ждал, что она это скажет, ждал её совета и инструкций. Вдобавок от него не ускользнул смысл сказанного ранее. Получается, если взять моё основание за десятку, то на стадии возведения основания, которое увеличивает накопленную человеком силу, скажем, в десять раз, мой счёт будет равен сотне. По этому принципу, если моё основание будет равняться сотне, то на стадии возведения основания оно превратится в тысячу. Что-то вроде того. Я научу тебя технике компрессии. У стадии истинного дыхания есть предел. Сейчас ты, словно доверху заполненный сосуд, больше не можешь ничего в себя влить. Но с техникой компрессии ты сможешь сжать свою культивацию и освободить место для большего количества духовной энергии. Это усилит твоё основание. Техника применима не только к культивации, но и к нанесению начертаний. Лапули объяснила это с несвойственной её терпеливостью. Научив Ван Буэлэ техники, она замолчала. Ван Буэлэ почувствовал небывалый прилив сил. Он убедился, что правильно запомнил мантру техники компрессии, после чего покинул мир иллюзий. Он сразу приступил к культивации, правда не стал испытывать новый метод на себе. Немного подумав, он решил испытать его на начертаниях духовного сокровища. Он планировал испытать его на себе только после освоения техники. Один за другим сменялись дни. Ван Буэлэ отгородился от мира и, забыв про еду и сон, практиковал технику компрессии. Новый метод показывал впечатляющие результаты. Вместе с его навыками в области создания артефактов, через две недели Ван Буэлэ впервые создал первое высшее духовное сокровище третьего ранга. Высшие духовные сокровища превосходили даже своих совершенных собратьев и считались большой редкостью федерации. В федерации существовали способы создания таких предметов, вот только шанс успешной переплавки был крайне низок. Любая, даже мельчайшая ошибка приводила к уничтожению духовного сокровища. За основу Ван Буэлэ взял совершенное духовное сокровище третьего ранга. С помощью техники компрессии он нанёс на духовную заготовку в десять раз больше начертаний, это усилило мощь артефакта и сделало его высшим духовным сокровищем. Техника компрессии может повышать качество духовных сокровищ, но только на одну ступень. Если найдётся более продвинутая техника компрессии, тогда это можно будет справить, а пока придётся довольствоваться тем, что есть. Глаза Ван Буэлэ восторожно блестели, хоть ему удалось поднять качество артефакта в пределах одного ранга, это всё равно было серьёзным достижением, особенно если учитывать грядущий переход на стадию возведения основания. Прорыв переплавки духовных сокровищ подарил ему уверенность в успех, его шансы подняться на стадию возведения основания стали заметно выше. С этого момента Ван Буэлэ в поте лица улучшал свои духовные сокровища, он применил технику компрессии и усилил больше половины сокровищ до высшего состояния. В ходе работы он всё лучше осваивал технику компрессии, наконец он решился испытать технику на собственной культивации. В пещере бессмертного Ван Буэлэ сидел в позе лотоса, стоило ему использовать технику компрессии, как по его телу пробежала лёгкая дрожь. Он почувствовал давление со всех сторон комнаты, а оно проникло через кожу вплоть и без предупреждения принялось сжимать духовную энергию его культивации. Такого рода компрессия была чем-то вроде принудительной прессовки, сопровождалась процедура сильной болью, побелев Ван Буэлэ тяжело задышал, от напряжения он весь взмок от пота. «Почему каждая секретная техника, которая меня обучает лапуле, сопровождается дикими мучениями?» Ван Буэлэ начал было задумываться о садистских наклонностях лапули, с другой стороны он щитко ощущал эффект техники. Метод компрессии творил чудеса. Духовная энергия в теле без остановки сжималась, словно между частицами духовной энергии имелось пустое пространство, которое убирала техника путём прижимания этих частиц плотнее друг к другу. В результате компрессии культивация оказалась стыла ниже, но его аура теперь ощущалась заметно сильней. В ходе уменьшения пространства между частицами духовной энергии и стабильности устойчивость духовной энергии достигли пикового состояния. Изменения во внутренней структуре духовной энергии сделали её более плотной, как если бы из железа создавалась сталь. Эту крайне мучительную процедуру Ван Буэлэ приходилось терпеть, сцепив зубы. Спустя две недели жуткой пытки компрессия понизила его культивацию с великой завершённости до начала пятой ступени истинного дыхания. Вот только исходящая от него аура стала на 30% сильней. То же самое можно было сказать и про его боевую мощь. Даже его мясистое тело уменьшилось на размер за две недели работы с техникой компрессии, а круглое лицо немного осунулось. Увидев себя в зеркале, он пришёл в неописуемый восторг. «Я вижу подбородок!» Сложно описать, что он сейчас чувствовал, целых два часа Ван Буэлэ простоял у зеркала, ощупывая свой подбородок. Наконец он запрокинул голову и расхохотался. «Теперь у меня есть подбородок!» Возбуждённой мере шагами комнату, Ван Буэлэ ещё долго не мог успокоиться. Спустя какое-то время он сосредоточился, чтобы проверить культивацию. Ощутив кристалл внутри тела, он с блеском в глазах подумал. Следующий шаг — вернуться на великую завершённость истинного дыхания. «В этом мне поможет кристалл!» «Похоже, мне предстоит ещё один визит в область молний!» Произошедшее наделило его небывалой мотивацией. С одной стороны, ему не терпелось вернуться на великую завершённость истинного дыхания, с другой ещё больше ему хотелось похудеть после посещения области молний. «Вперёд!» «Провышаем культивацию и сжигаем калории!» Глава 226. Метод слияния возведения основания В магической формации области молний грохотал гром и сверкали электрические всполохи. На вершинах пагод то появлялись стоящие зали практики, те, кто не выдерживал шквала молний и перемещал их за пределы магической формации. Ван Буэлэ забрался на вершину свободной пагоды, его появление не осталось незамеченным, правда никто не мог позволить себе глазить по сторонам, в любой момент на них могла обрушиться молния. «Давай!» Закричал Ван Буэлэ тучем, пухлая тела Ван Буэлэ задрожала, в этот же миг в него с грохотом ударила молния. От удара у Ван Буэлэ волосы встали дыбом, внутренности слегка онемели, а снаружи тела пробежала серия крохотных разрядов электричества. Кристалл внутри него немного надкололся. Высвобожденная духовная энергия растаяла в меридианах. «Почему мне не больно?» Глаза Ван Буэлэ блеснули, он несколько раз восторжно перекатился с пятки на носок. В памяти до сих пор были свежи воспоминания о первом визите в это место, а то и агония не менее, что парализовала всё его тело. «Я уже освоил первую секретную технику договой разряд. Следующий шаг — попробовать заполучить вторую. Электромагнетизм!» Ван Буэлэ от нетерпения переминался с ноги на ногу. Возможно, отсутствие боли было следствием приема пилюли мягкого укрепления тела. После трансформации физического тела он стал лучше переносить удары молний. У себя в голове Ван Буэлэ уже рисовал радужную картину того, как он заполучит полный комплект секретных техник области молний. Дуговой разряд, электромагнетизм, проблеск меча, взрыв дракона, а также морское узилище. Если выучить все пять техник, то он сможет использовать технику электромагнитная буря. Согласно записям Дао Академии Эфира, практики истинного дыхания обычно осваивали только дуговой разряд. В редких случаях электромагнетизм. Последние три техники обычно изучали уже на стадии возведения основания. За следующие несколько дней в области молнии Ван Буэлэ развил неплохую сопротивляемость к электричеству, кристалл внутреннего постепенно раскалывался, порция за порцией вливая в меридиан и духовную энергию. Его культивация уверенно росла. Наконец, в последней молнии Ван Буэлэ обрел вторую технику, скрытую в области молний. Электромагнетизм! Радостно подумал Ван Буэлэ. Взмахом руки он сотворил вокруг себя невидимое электромагнитное поле. Это поле таило в себе пугающую электрическую силу. Если пропустить дуговой разряд через это поле, то это увеличит силу электромагнетизма. Решив ковать железо пока горячо, Ван Буэлэ остался для третьего раунда молний. В случае успеха он уйдёт из области молний с третьей секретной техникой проблеск меча. В его душе поднялось чувство небывалого предвкушения. Если верить найденной информации, то третью технику могли получить только практики стадии возведения основания. Перед ним стояла непростая задача. К счастью, крепкое физическое тело помогало ему держаться под натиском молний, а от кристалла внутри него откалывались кусочки, отчего по нему волнами прокатывалась духовная энергия. Растворяясь в меридианах, она делала его сильней. Последующие дни прошли как в тумане, культивация постепенно росла, а кристалл медленно соединялся с его телом. Спустя месяц в области молний на Ван Буэлэ обрушился финальный шквал молний. У людей неподалёку перехватило дыхание, приведя такой монструозной выдержки и устойчивости к молниям. Когда отгремела последняя молния, на пагоде остался стоять обгоревший Ван Буэлэ. Внутри него бушевал настоящий ураган эмоций. Он получил третью технику под названием проблеск меча. С её помощью можно было в мгновение ока призвать летающий меч, сотканный из электричества. В скорости атакующие силы меча поражали. На стадии истинного дыхания это была практически непобедимая техника. Даже кому-то на стадии возведения основания следовало опасаться этого молния основа меча. Помимо сверхновой у Ван Буэлэ появился ещё один козырь на случай столкновения с практиком стадии возведения основания. После целого месяца истязания молниями его культивация вернулась с начала пятой ступени на великую завершённость истинного дыхания. Разница в фактической силе между началом пятой ступени и её пиком была ощутимой. При схватке с самим собой с культивацией, которая у него была месяцем ранее, нынешний Ван Буэлэ без труда одержал бы победу. За этот месяц Чен Юй Тун собрал и структурировал информацию о стадии возведения основания, он даже проконсультировался с наставником. Получив наиболее полную картину, он сразу же послал все данные Ван Буэлэ. Источником информации была не только ДАО Академия Эфира, но и другие академии. Туда же он включил несколько обрывочных теорий о возведении основания древних практиков, которые обитали в мире гигантского меча из позеленевшей бронзы. Возведение основания – это вторая ступень на пути от смертного к бессмертному. Очень важный шаг. Чтобы начать путь к бессмертию, человеку следует сперва возвести фундамент. Тогда он сможет попрать волю неба и летать на клинке меча. К стадии возведения основания ведет множество путей. Существует метод возведения основания небесного ДАО, метод совершенного основания, великая магия кражи основания и даже несколько способов его достижения, практиковавшиеся варварами. Обрывочная информация о последних содержалась в нескольких найденных фрагментах. К сожалению, большинство способов задокументированы не полностью или не подходят для нужд практиков современности. Наиболее подходящий для нас метод был создан 30 лет назад после огромного количества неудачных попыток. Его авторы, могущественные практики того периода истории Федерации, назвали его методом слияния. Сперва необходимо найти уникальные фрагменты – осколки древнего меча из позеленевшей бронзы. Потом соединить их со своим дань-тянем. Результат этого слияния должен лечь в основу фундамента – ядро возведения основания. Только такие внеземные объекты содержат в себе необходимый источник духовной энергии, чтобы напитать ядро возведения основания. Все-таки духовную энергию Федерации принесли именно осыпавшиеся с неба фрагменты. Однако не все внеземные объекты обладают подобными свойствами. Вот почему следует выбирать очень тщательно. По этой же причине многое будет зависеть от удачи. Самые удачливые могут найти целые неповрежденные артефакты, которые лягут в основу ядра возведения основания. Наш верховный старейшник, к примеру, нашел неповрежденный колокольчик с небывалым количеством духовной энергии, что само по себе огромная редкость. Он взял его за основу для ядра и построил свою культивацию возведения основания. Многие эксперты и могущественные представители других политических сил тоже использовали чудом уцелевшие артефакты. К сожалению, такие штуки встречаются крайне редко, в конечном итоге все сводится к банальной удаче. Обычно человек достигает стадии возведения оснований слиянием с фрагментами, элита, а точнее люди с очень высоким потенциалом, мечтают заполучить целый артефакт, а не просто собрать необходимое количество фрагментов. Когда Ван Буэллой это прочел, у него невольно вырвался тяжелый вздох. Наконец он получил хоть какое-то представление о стадии возведения основания. Ввиду ограниченного количества упомянутых выше фрагментов у различных политических сил федерации, на Луне был создан мистический мир. Найденные фрагменты – это ключ к устойчивому развитию этих фракций. Среди всех фрагментов очень ценятся те, что могут быть использованы в слиянии для достижения стадии возведения основания, по этой причине, за исключением некоторых особых случаев, их обычно откладывают на будущее и не дают кому попало. Так и был создан мистический мир Луны. На спутнике нашей планеты находится очень много фрагментов. Такое количество навсегда изменило спутник, условия там намного жестче, чем на Земле, еще больше усугубляет ситуацию непростой ландшафт. Человечество серьезно осваивает Луну всего 30 лет, а людей очень не хватает, поэтому процесс движется крайне медленно. Несмотря на ведущиеся политическими силами раскопки, на Луне полно мест, где нетронутыми лежат внеземные фрагменты и артефакты, которые только и ждут того, чтобы их нашли. Особенно это касается обратной стороны Луны. После дождя из фрагментов меча наш спутник стал пригодным для жизни, к сожалению, простым смертным там нереально выжить. Только человек с культивацией пятой ступени истинного дыхания и выше может находиться на Луне достаточно долго. Комбинация всех этих факторов сделала спутник чем-то вроде Клан Дайка для представителей политических сил Федерации, которые хотят совершить прорыв со стадии истинного дыхания на возведение основания. В рамках ведущейся колонизации Луны они отправляются туда в надежде достичь возведения основания. Мистический лунный мир очень опасное место, но где опасность, там и возможности. Ван Буэлэ была выбита с колеи после прочтения материалов, присланных Чэнь Юй Туном. Духовная энергия внутри него забурлила. В самом конце Чэнь Юй Тун писал, что вход в мистический мир Луны открывают один раз в год, ближайшие открытия должны состояться через два месяца. Тогда политические силы Федерации отправят туда своих людей попытать удачу. Чэнь Юй Тун уже послал свою заявку. Буэлэ, тщательно все обдумай. Это не деревня истинного дыхания. Поскольку она принадлежит четырем ДАО-академиям, там запрещены убийства, в худшем случае тебя могут там ранить. Но в мире людей с культивацией и возведения основания работают другие правила. На Луне развернется настоящая борьба за ресурсы и возможности. Поединки на смерть – обычное дело, когда на кону что-то способно изменить всю твою жизнь. К тому же все политические силы Федерации примут участие в схватке в мистическом мире Луны. Взвесь все за и против. Ван Буэлэ молча дочитал напутственные слова Чэнь Юй Туна. В его глазах разгоралось пламя решимости. Он понимал, если упустят этот шанс, то ему придется ждать еще год. Если бы культивация развивалась так, как планировалось, то его бы не взяли в предстоящее путешествие на Луну. Но после стычки с гигантским деревом и удачного стечения обстоятельств во время тренировки в военном лагере, он поднял культивацию достаточно высоко, чтобы претендовать на одно из мест в предстоящем испытании. «Я очень силен. Это остальным следует обходить меня стороной. Чего мне бояться?» – подумал Ван Буэлэ. Ван Буэлэ принял решение подать заявку на допуск в мистический мир Луны. В резиденции мэра города Эфира стояло старое дерево высотой более ста метров с пышной кроной. Под большой тенью дерева можно было отыскать прохладу в знойный денек. Среди его раскитистых ветвей и изомрудных листьев висели незрелые фрукты. Внезапно они налились алуем, теперь созревшие фрукты можно было сорвать. По всей резиденции мэра города распространился необычный аромат. Мэр города Эфира, Линью, стоял перед этим исполином со сложными за спиной руками. При виде созревших фруктов он улыбнулся. Эфирные фрукты поспели. Разошли приглашения героям всех фракций. В городе Эфира состоится праздник урожая. Глава 227. Праздник урожая. Эфирные фрукты были известны по всей Федерации. Эти странные фрукты, хоть и не могли сравниться с плодами из древа бессмертия, обладали питательной силой и благотворно влияющей на практиков. Обычный человек, съев такой фрукт, получал крепкое здоровье, сильный иммунитет и увеличенное долголетие. Фрукты действовали очень мягко, поэтому их можно было давать даже маленьким детям. У них был всего один существенный минус – невозможность хранить их продолжительное время. Их надлежало съесть первые три дня после сбора. Эфирные фрукты росли на эфирном дереве, которое имело второе название – Великое Древо Долголетия. Разумеется, оно отличалось от того самого древа из легенд, чья жизнь протекала в двух сменяющихся циклах весны и осени длиной 8 тысяч лет каждый. Эфирное дерево обладало лишь высоким долголетием. Это дерево посадил мэр города. Во время своих странствий в молодости он обнаружил среди медленно остывающих углей засохшую веточку, в которой ещё теплилась жизнь, и принёс её в город Эфир. Под его присмотром заботой веточка 10 лет назад выросла в поистине исполинское дерево и тогда же впервые заплодоносила. Хотя фрукты обладали чудесными свойствами, время его цветения постоянно менялось. С тех пор, как мэр посадил его здесь, оно трижды давало урожай, это был четвёртый. Мэр ленью понимал ценность фруктов, но по большому счёту они представляли собой лишь материальное благо. Их ценность не шла ни в какое сравнение с пользой от наличия связей, вот почему те несколько раз, когда дерево давало плоды, он приглашал многообещающих практиков младшего поколения со всех концов федерации, дабы они могли разделить с ним урожай. Таким образом он не только выстраивал хорошие отношения с юными героями, но и получал благосклонный старший поколение из их семей и кланов. Такая тактика выглядела до нельзи простой, но мало кто пользовался ей в реальной жизни. Всё-таки эти фрукты помогали только практикам стадии возведения основания, и он, ленью, просто так раздавал их. Это отлично показывало широту амбиции, устремлений мэра. Человек, который не умел мастерски обращаться с другими людьми, не мог стать сенатором федерации и мэром такого большого города. С таким отцом Лин Тяньхао предстояло ещё многому научиться. Хао Эр, этот праздник урожая будешь проводить ты. В резиденции мэра города под сенью огромного дерева ленью повернулся и спокойно обратился к сыну. Лин Тяньхао всегда очень уважал отца и немного его побаивался. Сам он не очень хотел так просто отдавать эфирные фрукты, но после слов отца он согласно кивнул. Губа ленью тронула тень улыбки. Он читал своего сына как открытую книгу. В некотором смысле он был благодарен Ван Буэлле. Всё-таки после поступления в Верхнюю Академию Лин Тяньхао пришлось пережить немало испытаний, трудности его закалили. Эта мысль немного обнадёживала ленью. «Не считай праздник урожая бессмысленные траты ресурсов. Мы живём в обществе, где всё строится на личных отношениях. В наш век ценность связи намного выше, чем ты можешь себе представить. Мне больше нет смысла зарабатывать расположение других. Пришёл твой очерёд наложивать контакты». «Я понимаю, отец», — тихо сказал Лин Тяньхао. «Я пригласил детей других сенаторов и мэров, а также талантливых ребят из четырёх ДАО Академий. Будут гости из клана Пять Поколений Неба, что до двух секты корпораций Трелунье. Мы редко с ними пересекаемся. Не страшно, если они никого не пришлют, но если кто-то примет приглашение, приём должен быть соответствующим». Лин Ю дал сыну несколько советов предостережений. Он поднял голову и посмотрел на свисающие с ветвей эфирного дерева фрукты. Это напомнило ему кое о чём. «Я пригласил несколько человек из ДАО Академии Эфира. Один из них — Ван Буэлэ». Услушав знакомое имя Лин Тяньхао, напрягся. В прошлом он бы попытался возразить, хотя вряд ли ему хватило бы храбрости пойти против решения отца. Но глубоко внутри он бы остался недоволен. Сейчас, после нескольких столкновений лбами с Ван Буэлэ, он смирился со своей судьбой. Помолчав какое-то время, он послушно кивнул. «Наш конфликт — следствие моей незрелости и вспыльчивости. Отец, больше можешь не беспокоиться». Когда Лин Тяньхао это сказал, Лин Ю резко развернулся и внимательно посмотрел на сына. Уголки его губ поползли вверх, улыбка становилась всё шире и шире, пока он не расхохотался. В этом смехе чувствовалась неподдельная радость и лёгкость, как будто с плеч Лин Ю упал тяжкий груз. На памяти Лин Тяньхао отец никогда не выглядел таким счастливым. «Славно-славно! Хауэр, ты вырос!» Лин Ю смеялся, как человек, которого перестала тяготить давняя проблема. Он похлопал сына по плечу и в отличном настроении пошёл к резиденции. Лин Тяньхао так и остался стоять, глядя на удаляющуюся фигуру отца. Какое-то время спустя он горько улыбнулся и пробормотал. «То, что я вырос, это не совсем правда. Просто я больше не могу себе позволить его задевать». Через три дня в резиденции мэра города должен был состояться праздник урожая. Приглашение получили все политические силы федерации, две главные секты ответили вежливым отказом, корпорация Трилуньё тоже отклонила приглашение, только клан «Пять поколений неба», который втайне поддерживал с мэром города эфира дружеские отношения, охотно принял приглашение. Линьё ожидал чего-то подобного, основной упор был сделан на членах Сената и Дау Академиях. Дети 16 сенаторов приняли приглашение, как и представители четырёх академий, гости должны были прибыть в город эфир на своих летающих кораблях. Джои Фань, Ван Бууле, Джоу Яман и ещё несколько человек из программы «100 сынов», а также известные ученики с острова Верхней Академии тоже попали в список приглашённых. Ван Бууле даже в голову не пришло отказаться от приглашения. Более того, он был весьма польщён. У сенатора Линь глаз намётан. Он сразу разглядел мой блестящий талант. Как жаль, что в случае его сына яблочко упало далеко от яблони? Ван Бууле с довольным видом хлопнул себя по животу. На таких мероприятиях отлично кормили, не говоря уже про необычайно полезные эфирные фрукты. Почитав про них, Ван Бууле решил, что фрукт лучше отдать родителям. Приняв решение, Ван Бууле связался с Джои Фанем от Джоу Яман, они договорились отправиться на званый ужин вместе. Незаметно пролетели три дня. С приближением праздника урожая в городе эфира стало очень оживлённо. Каждый житель города знал о предстоящем событии. Прохожие видели пролетавшие в небе суда, направлявшиеся к резиденции мэра. Эти корабли своим видом буквально кричали о богатстве и роскоше. Корпус одного корабля из чёрного золота был выполнен в виде искривлённого лезвия. К футуристическому дизайну, словно это был продукт не этой эпохи, примешивалась аура опасного оружия. Быстроходное судно всем своим видом внушило трепец. Это была не серийная модель, сошедшая со стапелей какого-нибудь завода, а штучная работа, которую по специальному заказу изготовил талантливый мастер. В плане ценные возможности такой корабль превосходил всё, что было доступно на рынке. Судно-лезвие стало первой ласточкой. Вскоре в небе показался роскошный корабль в виде гигантской головы со свирепым оскалом и торчащим изо лба рогом. Всё судно было целиком выполнено из металла, его легко можно было перепутать с пролетавшим по небу зверем. Исходящая от него аура небывалой о скорости дизайн пугали и восхищали всех, кто его видел. Со всех сторон света к горду слетались похожие корабли, переполошив многих жителей города Эфир. Небеса! Я совсем недавно видел в сети корабль в форме листа. Его цена сравнима с целым особняком столицы Федерации. За всю жизнь я в лучшем случае накоплю на дверь этого корабля. Народ вы видели? Летающий суперкар, сделанный из духовных камней. Его хозяину следует отдать должное. Пока люди внизу вздыхали и таращились на небо, корабли, символы статуса и богатства, слетались к резиденции мэра города. После посадки из них выходили молодые юноши и девушки в дорогих нарядах, их манера держаться и надменно приподнятые подбородки в любой ситуации выделяли их из толпы простолюдинов. Это были дети сенаторов Федерации. Если судить по той непринужденной манере, с которой они разговаривали с Лин Дяньхао, они явно были знакомы. «Лени-младший, спасибо за приглашение». «Ха-ха, брат Сунь, ты опять сменил корабль. Его недавно представила корпорация Трелунье. Во всей Федерации сейчас их наберется от сил из десяток. Не могу поверить, что тебе удалось урвать один». «Не один, я выкупил все». Многие из присутствующих рассмеялись. Их непринужденное обсуждение летающих кораблей было не таким простым, как могло показаться. На самом деле каждый втайне оценивало остальных. Роскошность и уникальность судов сразу задали определенный тон мероприятия, а оно мало-помалу превращалось в состязание в богатстве. Глава 228. Величайшие истины. Самые простые. Боевой корабль был поистине гигантских размеров. Медленно летящая по ним угромадина испускала давящую устрашающую ауру. Судя по всему, это была модификация стандартного дизайна, работающая на духовных камнях. Корпус судна был выкрашен в черный. Один его вид внушел страх в сердца людей. При виде боевого корабля дети сенаторов прищурились, жители города Эфир пораженно уставились в небо. «Небеса! Миниатюрный военный корабль! Интересно, кто на борту?» Пока люди на земле строили догадки о том, кто прилетел на этом корабле, судно медленно приземлилось. С него на землю широкой улыбкой сошел Джо и Сянь в белом халате. Он буквально излучал элегантность. Прилетел он не один, а в компании дюжины учеников из ДАО Академии Белого Оленя. Одной из них была Ли И. Олень Тяньхаус улыбкой пошел встречать гостей. На пути к резиденции они весело болтали о всяких пустяках. Представляться не было нужды. Джо и Сянь был весьма известным человеком в их довольно уникальном социальном круге. Вскоре к ним подошли дети сенаторов. В итоге образовалась большая компания молодых людей, где одни делились историями, вторые обсуждали последние новости, а третьи просто слушали. Имена Ли и остальных прогремели на всю федерацию после второго тура отбора в программу «Сотня сынов». В резиденции многие сразу захотели познакомиться с ними. Двор заполнил приглушенный гул разговоров и смех. Наконец прибыли члены ДАО Академии Святоречья и филиала Академии Белого Оленя. Они тоже отнеслись к выбору средства передвижения весьма серьезно. Ученики ДАО Академии Святоречья прилетели на кристальным корабле. Прибытие филиала Академии Белого Оленя получилось даже более помпязным, а рокот от их металлической кареты на какое-то время перекрыл все звуки в резиденции. Настроение предстоящего праздника незаметно изменилось еще до его фактического начала. Вместо того, чтобы припарковать их в ангаре, они оставили свои суда на открытом воздухе, чтобы все могли их видеть. Выложенные фотографии с места событий переполошили сеть. ДАО Академии Эфира находилась непосредственная близость от города Эфир, поэтому большинство учеников прибыли на личных кораблях. Они не шли ни в какое сравнение с роскошными судами других гостей, многим из них было стыдно приземляться, а в этом негласном состязании их корабли оказались в самом конце списка. Хотя это и было простой игрой, все гости были молодыми людьми. Вполне логично, что одним это небольшое соревнование тешило самолюбие, а у других вызывало чувство стыда. Происходящее на празднике быстро попало в духовный интернет, ученики ДАО Академии Эфира, кто уже находился в резиденции, связались с друзьями в попытке выяснить, остался ли в Академии еще кто-то, кого тоже пригласили. Некоторые напрямую известили о происходящем Ван Бууле. Он как раз встретился с Джо и Фанема Джао Ямен, когда они уже собирались погрузиться на корабль и отправиться в путь. Кольца передатчики всех троих завибрировали. Даже Джао Ямен получила сообщение с новостями. Прочитав их, трое друзей переглянулись. «Выставляют на показ свое богатство?» – подумал Ван Бууле, выгнув бровь. Джо и Фань нахмырился. Ему сообщили, что среди приглашенных видели Джо и Сяни из клана Пять Поколений Неба. Его глаза холодно сверкнули. Джао Ямен никак не отреагировала на новости о нарочитом демонстрировании богатства гостями. Ей было все равно. Она уже давно привыкла к тому, что все ее сверстники, за исключением одного, были беднее ее. «Что за вздор? Разве нас не должны были просто угостить этими странными фруктами? Как простой званый ужин вылился в состязание кошельков?» Ван Бууле с презрительной улыбкой покачал головой, словно взрослый при виде детей, которые выясняли, чья игрушка лучше. «Ведут себя как дети малые. Это же простой званый ужин. Какой смысл кичиться своим кораблем? Кому какое дело, что корабль сделан из черного золота? Ограниченная серия. Кому-то не наплевать? Все это бессмысленно и поверхностно!» – посетовал Ван Бууле. «Мои практики должны стремиться к великому дау, передать дело нашего поколения потомкам, стремиться к вселенскому добру. Какой смысл тратить жизнь на такие бессмысленные состязания?» Последнюю фразу Ван Буууле вложил все свои эмоции. В каждом его слове буквально чувствовалось истовое веровсказанное. «Сегодня мы втроем прибудем на званый ужин на самом простом средстве передвижения. Покажем этим детям, как глупо они выглядят, качаясь своим богатством. В простоте кроется абсолютная чистота. Величайшие истины – самые простые!» После тирады Ван Буууле Джо и Фань слегка изменился в лице. Даже Джо и Фань удивленно на него покосилась. Прежде чем они успели высказать свое согласие, Ван Бууулен надменно задрал голову, поднес два пальца к губам и засвистел. Пронзительный свист был слышен очень и очень далеко. Джо и Фань и Джо и Фань вздрогнули, когда со стороны павильона укращения зверей раздался оглушительный рев. К ним что-то быстро приближалось. Это была алмазная обезьяна, ростом около сотни метров, зверь с черной шерстью и парой крыльев. От обезьяны исходила внушающая ужас аура, которую дополнял свирепый вид и культивация выше стадии истинного дыхания. Зверь находился на стадии возведения основания. Каждый взмах крыльев порождал ураганный ветер. Обезьяна за считанные мгновения добралась до Ван Бууула и его друзей. Зависнув в воздухе, громадный зверь радостно захлопал крыльями, а потом накрыл лапой кулак и начал бить себя в грудь. Выглядела в этот момент обезьяна особенно свирепа. У Джои Фани и Джоо Ямен перехватило дыхание при виде алмазной обезьяны. Сами того не заметив, они попятились на несколько шагов. Размеры обезьяны действительно пугали. В схватке с гигантским деревом, с впадины кулун с культивацией великой завершенности стадии возведения основания, огромный зверь дал бы достойный бой. Пока Джои Фани и Джоо Ямен пытались вернуть себе самообладание, Ван Бууула невозмутимо поднял голову и поприветствовал обезьяну. Гигант в воздухе радостно взревел. Конфликт с Ван Бууууле давно был в прошлом. С тех пор их отношения крепли день ото дня, особенно в свете того, что Ван Бууууле по возвращении не забыл отправить ему несколько автоматонов. Ван Бууууле хорошо относился к алмазной обезьяне, зверь отплачивал ему той же монетой. Сейчас он широко улыбался и подвывал. «Алмазик, кое-кто хочет поставить меня в неудобное положение», — надменно сказал Ван Бууууле. «Поэтому ты отправишься с нами. Если кто-то будет нам докучать, отшлепай их!» Алмазная обезьяна была разумным существом. Несмотря на отсутствие развитого интеллекта, зверь примерно понимал, что ему говорил Ван Буууууле. Узнав, что его берут сражаться, он с радостным воем сделал вираж и умчался в свою пещеру где-то в повелении украшения зверей. Не ожидавши этого, Ван Бууууууле так и остался стоять на месте. Вскоре обезьяна вернулась. Она серьезно преобразилась. Массивное тело теперь защищали идеально подогнанные золотые доспехи, сделавшие обезьяну похож на золотую гору. В доспехах она стала выглядеть еще внушительней. Если судить по дорогостоящим материалам и сложнейшим начертаниям, броня явно была результатом кропотливой работы мастеров из павильон от хромического оружия. Это было духовное сокровище шестого ранга. Такие доспехи серьезно поднимали и без того высокую боевую мощь обезьяны. Ее неукротимая свирепая аура породила в воздухе завихрения взбаламученной духовной энергии. Голову зверя закрывал огромный шлем, а лапы — металлические рукавицы. Такие доспехи делали из алмазной обезьяны настоящий непробиваемый алмаз. Ван Буэлле впервые видел обезьяну в таком облачении. Немое изумление быстро сменилось восторгом. Отойдя от шока, он со смехом запрыгнул на плечо алмазной обезьяни. Расположившись поудобнее, он жестом позвал Джо и Фанни и Джоу Емен. «Ифань, Емен, чего стоите? Нас ждет званый ужин! Наше простое и неформальное, я бы даже сказал, аскетичное средство передвижения, покажет этим богатеньким сынкам как надо себя вести. Не бойтесь, ибо у нас есть наши мечты, а в наших сердцах дао!» Ван Буэлле захватили собственные слова. Он действительно считал себя плотом чистоты и простоты. Джо и Фань поднес ладонь к лицу. Он совершенно зря расчувствовался после пафосной речи Ван Буэлле о величайших истинах и абсолютной простоте. Джо и Емен тоже лишилась дара речи. Вдвоем они молча забрались на плечо алмазной обезьяны и сели позади Ван Буэлле. Джо и Емен внезапно кое-что поняла. «Буэлле прав?» — с легкой улыбкой согласилась она. «Быть может, мы бедны, но у нас есть наши мечты?» У Джо и Фанни задергалась века, сложно было не заметить ее схожесть с Ван Буэлле. Себе под нос он практически беззвучно пробормотал. «Если ты бедна, то на свете нет богатых людей. Ван Буэлле чуть не заключил в объятии, не расцеловал Джо и Емен. К счастью, он сумел удержать свою радость под контролем. Подавив себе этот импульс, он похлопал обезьяну и воодушевленно прокричал. «Алмазик, вперед! Крезиденция мэра города Эфир!» Алмазная обезьяна резко подняла голову, из ее горла вырвался оглушительный рев, перепугавший много народу на острове Верхней Академии. Мощным прыжком она взмыла в воздух и замахала крыльями. Закованный в доспехе гигант полетел к городу Эфир». Глава 229. Прибытие алмазной обезьяны. Во дворе перед резиденцией мэра города Эфир гости разбились на небольшие крупы по несколько человек. Они весело болтали и смеялись. Темы для разговоров были самые разные, но в основном обсуждались летающие корабли, дорогие вещи, ценные ресурсы для культивации и скорое открытие мистического мира луны. Во дворе стоял приятный гул голосов, изредка разбавляемый смехом. Слуги сновали между гостей с подносами, с прохладительными напитками и вином. Лин Тяньхао, как хозяина дома, окружала множество друзей. Такого красивого молодого человека с изысканными манерами не обделяли вниманием представительницы прекрасного пола из Дао Академии, а одной из заинтересовавшихся была Ли И. С бокалом вина в руке, она с улыбкой наблюдала за Лин Тяньхао, когда он говорил что-нибудь смешное, и уголки её губ приподнимались в очаровательные улыбки. Она невольно начала сравнивать Лин Тяньхао с Ван Буэлэ. В её глазах на фоне этого красавчика Ван Буэлэ напоминал кучу навоза. Вторым значимым человеком на вечере был Джои Сянь. Он тоже находился в постоянном окружении парней, желавших подружиться с ним, и девушек, которые были непрочны встречаться с юным господином и наследником клана Пять Поколений Неба. Он старался уделить каждому частицу своего внимания. Дети сенаторов росли в роскоши. Неудивительно, что им очень хотелось похвастаться со своим богатством. Тем не менее, их кланы и семьи сумели привить им немало хороших качеств. Будь то манера вести себя или культивация, в боях случаях они разительно отличались от простых людей. Многие из них, в отличие от Лин Тяньхао, были не единственным ребёнком в семье. У них были старшие сёстры и братья. В плане культивации они им уступали, однако даже не достигнув стадии возведения основания, они вели очень захватывающую и безбёдную жизнь. Отличное воспитание и умение контролировать свои эмоции пришлись как нельзя кстати при общении с гениями из четырёх ДАУ-академий. С ними они вели себя менее заносчиво и высокомерно, чем обычно. В итоге люди из обеих социальных групп заводили знакомства и находили новых друзей. Можно сказать, что здесь собралась часть будущего поколения героев Федерации. Со временем многие выйдут из гонки, но многие оставшиеся наверняка со временем станут одними из величайших людей Федерации. Ли Сю был одним из них. В его случае имя Сю не означало прелестный, а талантливый. Разумеется, это была не девушка, а высокий молодой человек, сын представителя Сената. У него была старшая сестра, чья культивация приближалась к стадии создания ядра, однако он был единственным сыном в семье. К нему относились по-особому, не так как к остальным. Он расслабленно сидел в углу, покачивая в руке бокал вина. Его словно негласно во главу группы окружали дети других сенаторов. Даже Линь Тяньхау, который старался не вести себя как его последователь, относился к нему с уважением. — Слышал, да, у Академии эфира нашла себе Ван Буоле. — Тяньхау, ты ведь там учился. Знаешь его? — Ли Сю покосился в сторону Линь Тяньхау, который о чем-то разговаривал с Ли И. — Ван Буоле, — протянул Линь Тяньхау, понимая причину такого интереса Ли Сю к Ван Буоле. Он ненадолго задумался. В прошлом он бы воспользовался шансом, чтобы посеять семена раздора между Ван Буоле и Ли Сю еще до их первой встречи, но в конечном итоге он покачал головой. — Не особо, я немного о нем знаю. — Вот как. После такого ответа Линь Тяньхау глаза Ли Сю блеснули, на его губах появилась тень улыбки. Зная характер Линь Тяньхау, он сразу догадался, что с таким простым ответом скрывалось что-то еще. Пока Ли Сю размышлял об этом, Ли И презрительно фыркнула. Оба носили одинаковую фамилию, но они были из разных семей. — Я знакома с этим Ван Буоле. Практически выплюнула она. Беспардонный, отвратительный извращенец. В его голове одни только дурные мысли. Рано или поздно его кастрируют и порубят на мелкие кусочки. На ее гневную вспышку обернул и снимала народу. Ли Сю был заинтригован, он уже хотел задать пару вопросов, как вдруг в небе вдалеке раздался мощный рев. От этого оглушительного звука завибрировал воздух, поднявшийся ни с того ни с сего ветер поднял в воздух огромное количество пыли. Под шквальным ветром протяжно заскрепели деревья, люди во дворе, включая Линь Тяньхау, Джо и Сяня, Ли Ии и Ли Сю, пораженно посмотрели в сторону, откуда раздался рев. От удивления у всех расширились глаза. Некоторые не сдержались и воскликнули. Что это? Вдалеке, среди сильных ветров и бурлящих облаков появилась черная точка. За несколько мгновений крохотная точка превратилась в огромную бронированную гору. Алмазную обезьяну. Ее свирепая аура, торчащие из-под ла черная шерсть, алые глаза и широкие крылья, каждый взмах которых порождал ураганный ветер, создавали образ, который внушал страх и благоговейный трепет. «Чудовище! Чудовище стадии возведения основания!» Со всех концов двора раздавались удивленные крики. Не только у юных героев была такая реакция. Многие жители города во все глаза уставились на алмазную обезьяну в небе. А потом все в панике бросились в рассыпную. Бронированная алмазная обезьяна ростом больше сотни метров в глазах горожан была чем-то вроде бога чудовищ. Культивация стадии возведения основания делала ее практически неуязвимой. Исходящее от нее могучее давление внушало в сердца людей страх, что лишь подчеркивалось ее внушительными размерами. Почувствовав ауру обезьяны, все во дворе резиденции судорожно втянули в легкий воздух и немного попятились, даже охранники напряглись. К счастью, среди гостей были ученики дао-академии эфира, которые сразу узнали алмазную обезьяну. Люди из других дао-академий, похоже, тоже слышали об алмазной обезьяне, и зацепенение остальных гостей вывели именно их возгласы. «Это алмазная обезьяна из павильона укрощения зверей! Небеса, что она здесь забыла? Это алмазная обезьяна из дао-академии эфира!» Это немного успокоило толпу, хотя многие все равно со страхом поглядывали на приближающуюся алмазную обезьяну. Вскоре кто-то разглядел на ее плече трех человек, одним из которых был Ван Буэлэ. «Там кто-то есть? На плече этого монстра кто-то сидит! Как такое возможно? Это боевой зверь дао-академии эфира! Кто-то решил на нем прокатиться?» Люди во дворе не успели толком рассмотреть обезьяну, как им в уши ударилось виск ветра. Обезьяна пошла на снижение, с гулким грохотом задорожала земля, когда гора мускула в доспехах приземлилась прямо во дворе резиденции мэра города Эфир. Казалось только, что произошло небольшое землетрясение. Алмазная обезьяна была довольна эффектом от своего появления. Не обращая внимания на маленьких по его меркам людей, зверец дал пронзительный крик и обоими лапами принялся бить себя в грудь. Когда обезьяна опустилась на колени, обомлевшая и перепуганная толпа увидела на ее плечи Ван Буалэ и двух его друзей. Один за другим они спрыгивали на землю, взгляды всех присутствующих поначалу были прикованы к Джои Фаню и Джоу Ямен, последняя в своем белом халате была подобно прекрасной фее. Чистая, словно первый снег, изящная как цветок, ее красота и спокойный взгляд обладали каким-то особым очарованием. Рядом с ней, словно яшмовое дерево на ветру, стоял Джои Фань. С приятными чертами лица и невозмутимым взглядом он был подобен солнцу, слепя всех, кто смотрел на него. Их рост, внешность и аура соединялись в истинный венец человеческой красоты, любому, кто хотя бы немного сомневался в себе, было бы стыдно находиться в их присутствии. Все остальные, казалось, меркли и выглядели жалкими подделками на фоне этой ослепительной пары. Между ними стоял Ван Буалэ. Его внешность явно не дотягивала до этих двоих. В плане роста и фигур он был далек от совершенства, и все же именно он оказался в центре всеобщего внимания. От него исходила странная необъяснимая аура, словно он был лидером в их группе. Если присмотреться, то становилось очевидно, что Джои и Фань и Джоу Ямен, сами того не понимая, держались немного позади него. Причину этого гости не знали. Даже Джои и Фань и Джоу Ямен не заметили небольшой сдвиг в их взаимоотношениях. В их памяти до сих пор были свежи воспоминания из падя на колонь, как их заслонилась широкая, словно гора спина Ван Буалэ. Та схватка оставила в их сердце глубокий след. Большую часть времени они этого не показывали, но глубоко внутри признавали главенствующее положение Ван Буалэ в их маленькой группе. Это практически незаметное изменение повлияло на ауры обоих. Что-то Ван Буалэ он никогда не сомневался в себе. В его словаре не существовало такого слова. Стоя между Джои и Фанем и Джоу Ямен, он задрал подбородок и хлопнул себя по животу, одновременно выпитив грудь. От громкого хлопка гости вздрогнули. «Извините за опоздание!» Глава 230. Хуан Шан из павильона ловушек. Когда Ван Буалэ задрал подбородок и попытался выпитить грудь, в глазах остальных он лишь выпитил свой живот, по которому и пришелся удар ладони. Исходящее от такого человека ауру с трудом поддавалось описанию, Ван Буалэ казалось, будто остолбеневшие люди вокруг были впечатлены его статной фигурой и могучей аурой. Он был очень доволен видом приоткрытых ртов и широко распахнутых глаз гостей. Толстяк, похоже, забыл о стоящей позади огромной ухмыляющейся алмазной обезьяне, излучавшей свирепую опасную ауру. Приподняв подбородок немного выше, он покашлял, окинул взглядом двор и невинно поинтересовался устоявшего в углу охранника. «Здесь паркуются?» Все охранники в резиденции сейчас сильно нервничали. Их напугала мощь аура алмазной обезьяны. На вопрос Ван Буалэ охранник инстинктивно кивнул, что дало ему еще один шанс покрасоваться. «Алмазик, подожди нас здесь!» Ван Буалэ обернулся и похлопал гиганта по лапе. Алмазная обезьяна негромко заречала и ударила себя в грудь. Потом она начала покачивать тазом и притвориться, будто задерживает дыхание, не забыв подмигнуть Ван Буалэ. «Понял тебя! Оставим коронный прием на самый крайний случай!» По мнению Ван Буалэ, алмазная обезьяна блестяще отыграла свою роль. Он с довольной улыбкой достал из бездонного браслета автоматона обезьяны и бросил его своему огромному другу. При виде автоматона у алмазной обезьяны загорелись глаза, она с ревом схватила подарок и стала играть с ним прямо в дворе. Это потрясло у всех присутствующих. Дети сенаторов, гений из других дау-академий и те, кто совсем недавно хвастались кораблями, застыли словно громом поражённые. Начисто сбитые с толку гости судорожно дышали, растереться в такой ситуации было вполне нормально. Пока они сравнивали, чьи корабли лучше, Ван Буалэ от детских игр перешёл к чему-то посерьёзней, прибыв на званный ужин верхом на чудовище. Многие незаметно и бессильно вздохнули, с таким было невозможно соревноваться. Летающие корабли не могли соперничать с боевым зверем. Это был совершенно иной уровень. Летающие корабли были всего лишь средством передвижения, тогда как приручение настоящего боевого зверя и использование его в качестве издового животного в глазах большинства выглядело неуполнимой задачей. Особенно если учесть его культивацию стадии возведения основания. Как если бы человек на спортивном автомобиле пытался соседаться в скорости с истребителем. Линдтяньхау невольно скривился, он уже перестал удивляться выходкам Ван Буалэ. В его голове прочно обосновалась одна мысль. Ван Буалэ как будто живёт со включёнными мечетами. У него либо потрясающий отец, либо крёстный, который распланировал ему жизнь наперёд. Линдтяньхау выглядел так, будто надкусил неспелый лимон. Теперь он ещё больше убедился в правильности решения не стоять на пути Ван Буалэ. Ли Ив, с другой стороны, в ярости заскрежетала зубами и тяжело дышала в тщетной попытке подавить ровущийся наружу гнев и ненависть к Ван Буалэ. «Любопытно», – подумал Лисью в толпе гостей. У него загорелись глаза, теперь он с возросшим интересом смотрел на Ван Буалэ. Ван Буалэ рассмеялся, и вместе с Джо и Фанем и Джао Ямон подошёл к остальным гостям. Хотя Линдтяньхау совершенно не хотел связываться с Ван Буалэ, он как хозяин дома был вынужден перебороть себя и выйти к трем новым гостям. Накрыв ладонью кулак, он вежливо поздоровался, их отношения трудно было назвать дружескими, но Ван Буалэ сразу почувствовал изменения в поведении Линдтяньхау. Моргнув, он улыбнулся, ему на бдительность не ослабил. «Этот парень решил начать всё с чистого листа? Или же он что-то замышляет?» Ван Буалэ, умело скрывая удивление, дружелюбно перекинулся с Линдтяньхау парой слов, остальным гостям могло показаться, будто они были закадычными друзьями. Линдтяньхау быстро представил его остальным. Джо и Мэн явно знала несколько дочерей сенатора, которые быстро окружили её и начали о чём-то спрашивать. Джо и Фань тоже долго не простоял в одиночестве. Никто за пределами семьи не знал о том, что он был кровавым воином. Многие хотели получше узнать молодого человека из могущественной семьи с таким впечатляющим послужным списком. Трое друзей разделились и растворились в толпе. Ван Буалэ ранее не посещал подобных сборищ, но ещё с малых лет изучал автобиографии высокопоставленных чиновников. На мероприятии такого уровня он не испытывал скованности, более того, он чувствовал себя как рыбу в воде. Он с радостным смехом и улыбкой заводил разговоры с незнакомцами, помедвежье обнимал их, словно знал уже не первый год. Лисю очень заинтриговал Ван Буалэ. В ответ на объятие он тоже обнял его. «Брат Буалэ, у тебя ведь скоро выпуск?» С улыбкой спросил он. «Небось уже не терпится отправиться в мистический мир Луны. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к компании моей семьи после окончания учебы?» На такую неприкрытую попытку вербовки Ван Буалэ отреагировал добродушным смехом. Он не отказался от предложения, но и не дал положительного ответа. Лисю это не задело, всё-таки столь важное решение требовало серьёзных размышлений. Мысль предложить Ван Буалэ присоединиться к фракции его семьи пришла спонтанно. Тем временем ужин продолжался. Вскоре во дворе заиграла музыка. В резиденции мэра города и эфир молодые люди приятно проводили время. Если даже кому-то кто-то не нравился, сейчас они старались этого не показывать. Во дворе стало более оживлённо, когда между учениками четырёх ДАО Академии и детьми сенаторов немного расставил лёд и пропала первоначальная скованность. Ван Буалэ с большим трудом, но всё же удалось вырваться из лап какого-то очень настырного собеседника. С облегчённым вздохом он взял бокал вина с под носа проходящей мимо официантки. Вскользнув взглядом по гостям, он слегка пригубил вино. Внезапно он нахмурился. Красавица, у вас есть духовная ледяная вода? Предпочтительно со льдом. Сдолько лимона, будь любезна. Ах да, где я могу найти еду? Что насчёт маринованных яиц? Или снеков? Что-нибудь вроде чипсов или вяленой говядины? Всё ещё с бокалом вина в руке Ван Буалэ ожидающе посмотрел на застывшую официантку. Впервые кто-то из гостей попросил о чём-то подобном. Она быстро кивнула и отправилась на поиски духовной ледяной воды и маринованных яиц. «Вот это я понимаю! У таких влиятельных семей есть всё!» Подумал Ван Буалэ. Он не стал отдавать бокалы обратно официантке, хотя ему совершенно не понравился вкус. Остальные, похоже, считали вино вполне приятным напитком. Он поднёс бокал губам и якобы сделал небольшой глоток, как вдруг позади него возникла Джао Юмэн. На её губах играла очаровательная улыбка, не громко рассмеявшись она что-то сказала ему на ухо. Остальные гости ничего не услышали, но по выражению её лица у них сложилось впечатление, будто она рассказала ему какую-то забавную историю. Несмотря на лёгкую улыбку, её слова были предельно серьёзными. «Баалэ, не оборачивайся». Позади слева стоит парень с длинными волосами в форме нашей академии. Вроде бы ничего подозрительного, но проходя мимо, меня внезапно посетило чувство, будто я уже где-то с ним встречалась, и в то же время он кажется незнакомым. Это чувство сложно описать. Ещё я заметила, что он за нами наблюдает, особенно за тобой. Инстинкты мне подсказывают, этот человек очень опасен, он что-то против нас замышляет. Выражение лица Ван Буалэ не изменилось. Он громко рассмеялся, словно услышал отличную шутку. Именно в этот момент вернулась официантка с духовно-ледяной водой и снэками. Воспользовавшись моментом, Ван Буалэ обернулся и взял с подноса воду. Лениво пробежав глазами по толпе, не зацикливаясь на ком-то конкретном. Он сразу заметил человека, которым говорил о Джао Яман, и быстро отвёл взгляд. Сделав глоток, он улыбнулся и тихо сказал. Странно, мне тоже он кажется одновременно знакомым и незнакомым. Ван Буалэ и Джао Яман переглянулись, на этом их разговор подошёл к концу. Оба разошлись в разные стороны и смешались среди гостей, при этом оба держались на стороже. Ван Буалэ тайком связался с павильоном дхармического оружия и дал команду подчинённым найти список приглашённых на званный ужин от их до Академии. Помимо имен, ему были нужны ещё и фотографии. У мастера оружия наверняка возникли бы трудности в организации чего-то подобного, но Ван Буалэ был вице-главой павильона. В некотором смысле он и Чэнь Юй Тун обладали в павильоне дхармического оружия практически неограниченной властью. После поступления приказа ученики павильона дхармического оружия взялись за работу. Вскоре Ван Буалэ получил список приглашённых. Потягивая духовно ледяную воду, он листал его, пока не нашёл то, что искал. Хуан Шань из павильона ловушек. Ван Буалэ прищурился. Наблюдавший за ними человек, который ему и Джао Юман показался знакомым, попал на остров Верхней Академии четыре года назад. Хуан Шань проявил себя талантливым практиком, специализирующимся на ловушках, помимо весьма неплохой родословной, член старшего поколения его семьи занимал должность старейшины павильона ловушек. Сам он был повышен до вице-главы павильона ловушек в прошлом году. Павильон ловушек? Мы пересекались где-то в Академии? Почему этот парень за мной наблюдает, и почему Джао Юман чувствует в нём огрозу? Глава 231. Примирение Вана и Линя. Ван Буэлэ доверял интуиции Джао Юман. Она с рождения обладала духовным телом, поэтому её духовное сознание во многих случаях было острее, чем у простых людей. Ван Буэлэ насторожился. Стараясь не привлекать внимания, он постепенно удалялся от Хуань Шани. К счастью, во дворе было полно народу. В толпе немного странное поведение Ван Буэлэ осталось незамеченным. Спустя какое-то время музыка стихла. Со стороны резиденции послушался звонкий и чистый смех. Вместе с ним двор накрыла сокрушительная аура. Разговоры стихли. Все повернулись к главным дверям особняка, откуда вышел высокий и привлекательный мужчина средних лет в свободном халате и с длинными распущенными волосами. Его глаза сияли звёздным светом, при этом он, казалось, обладал уникальной харизмой. Он был очень похож на повзрослевшего Линь Тяньхао. Его свободные халаты, длинные волосы слегка развивались на ветру, когда он двинулся навстречу гостям. Хоть он и подавил свою культивацию, исходящие от него эманации всё равно делали воздух тяжёлым, довязчивым. Ван Буэлэ было трудно дышать. Культивация всех присутствующих внезапно ожила, словно один взгляд этого человека мог уничтожить любого во дворе. Стадия создания ядра! В дальнейших представлениях не было нужды. Ван Буэлэ сразу понял, кто предстал перед гостями. Во всей резиденции только один человек обладал такой высокой культивацией, довещей аурой. Мэр города Эфир, один из семнадцати сенаторов федерации, Линь Ю. Добрый вечер, сенатор Линь! Моё почтение, мэр Линь! Во дворе прекратились все разговоры. Гости почтительно приветствовали Линь Ю. Такое отношение было легко объяснимым. Культивация Линь Ю во многом превосходила их собственно. То же можно было сказать и в асоциальном положении. Он стоял в одном ряду с их отцами, могущественными людьми федерации. Стоит ему пожелать, и он мог всколыхнуть федерацию. Не было преувеличением называть такого человека владыкой. Как могущественный владыка он устанавливал политику города Эфир. Ему даже не требовалось давать волю своей ауре. Остаточных эманаций было вполне достаточно. Гости не сводили с него глаз, не забывав выказать своё почтение и поздороваться. Позади ослепительного солнца, коим был Линь Ю, шли два человека. Линь Тянь Хао и пожилой мужчина. Лицо старика из бороздили морщины. Судя по спрятанным в рукавах рукам, небольшой сгорбленности и опущенной голове, он был кем-то вроде старого слуги их семьи. С его губни на секунду не исчезала лёгкая улыбка, а расходящаяся от него волнами духовной энергии немного уступала Линь Ю. О, малыш, всё, твой отец запоминал о тебе во время нашей прошлой встречи. Улыбка Линь Ю была такой же лёгкой, как весенний ветерок. Он не обделял вниманием гостей, мимо которых проходил. Племянник Кунь, как здоровяться, давно его не видел. Он пропустил несколько последних заседаний Сената. Каждый год четыре ДАО Академии набирают в свои ряды выдающихся молодых людей. Так держать! Пока в Федерации есть такая молодёжь, мы, старики, можем спать спокойно. Некоторые из вас наверняка будут участвовать в испытании грядущего цикла в мистическом мире Луны. Желаю вам успешного восхождения на стадию возведения основания. Линь Ю со смехом ввёл взглядом гостей. Выражение лица Мэра не изменилось, но когда его взгляд остановился на Ван Буэле, он едва заметно кивнул. Сердце последнего подскочило в груди, авторитет и могущество Линь Ю не стоило недооценивать. Ван Буэле сразу подумала о напряжении в отношениях с его сыном. К счастью, Линь Ю не был искалобым человеком. «Сенатор не пристал вмешиваться в разборки детей, верно? Если он попытается надавить на меня, придётся попросить Академию заступиться», — решил Ван Буэле. Мысль о дружбе с армией окончательно его успокоила. «Это ваш вечер, молодые люди. Я не стану надолго задерживаться. Развлекайтесь, заводите друзей. Хао Эр, позаботься о гостях». Линь Ю изначально планировал ненадолго заглянуть на праздник урожая. Дав напутствие сыну, Ван вернулся в дом. С его уходом исчезла тяжесть, Линь Тиань Хао с облегчением выдохнул, его внезапно захлестнуло чувство гордости. По хлопку его ладони из дверей вышли слуги с нефритовыми шкатулками, гости сразу оживились. Именно ради эфирных фруктов их созвали со всех концов федерации. Заметив выражение лиц гостей, Линь Тиань Хао рассмеялся. «Друзья, сегодня мне, как сыну семьи, нет нужды скупиться. Позвольте мне подарить вам эфирные фрукты. Желаю приятной дороги на вашем пути культивации». Линь Тиань Хао был крайне хорош собой, его голос звучал как чистый звон колокольчиков, а подобранные слова были очень красноречивы. Закончив речь, он накрыл ладонью кулак. Многие после такого прониклись к нему симпатией, даже Ван Буэлэ одобрительно кивнул. Слуги вручили каждому гостю нефритовую шкатулку, Ван Буэлэ сразу же открыл своё. Стоило ему поднять крышку, как он почувствовал очень приятный аромат. Внутри лежал настолько аппетитный на вид алый фрукт, что у него невольно потекли слюни. «Собрать это осы, эфирные фрукты хранятся всего три дня. Настоятельно советую вам съесть их как можно скорее». Со смехом сообщил Лин Тянь Хао. Гости принялись наперебой благодарить его, вечер наконец достиг кульминации. Звуки голосов и смех стали громче, во дворе вновь заиграла музыка. Ван Буэлэ подавил в себе желание и неспешно убрал фрукт в бездонный браслет. Он планировал не есть фрукта, а отдать его родителям. Однако его только что подарили ему лично. К тому же на Ван Буэлэ произвели серьёзное впечатление ауры и культивации Лин Йо. От размышления о том, как разрядить напряжение в отношениях с Лин Тянь Хао, его оторвал старческий голос за спиной. «Голова повелена Ван, есть минутка». Ван Буэлэ обернулся и увидел улыбающегося старика, который недавно сопровождал Лин Йо. Перед таким могущественным практиком Ван Буэлэ был просто обязан почтительно накрыть ладони кулак и поклониться в знак приветствия. Остальные гости, заметив старика, сразу поняли, что тот хотел что-то обсудить с Ван Буэлэ подальше от посторонних глаз. Они быстро дошли подальше, где продолжили беседовать. «Голова повелена Ван Молот способен и наделён большим талантом. Не сомневаюсь, вас ждёт светлое будущее». «К сожалению, я уже слишком стар. Боюсь, я не доживу до того дня, чтобы застать момент, когда голова повелена Ван реализует все свои амбиции». Старик с одобрением посмотрел на Ван Буэлэ. Во время своей речи он раскрыл ладонь, на ней появилась шкатулка из зеленого нефрита. «Этот небольшой подарок просил передать мой хозяин, мэр. Голова повелена Ван, давайте забудем старые обиды. Как говорится, что прошло, пусть в прошлом и останется». С этими словами старик передал шкатулку. Ван Буэлэ прищурился. Он открыл шкатулку прямо в присутствии старика. Пожилой практик не ожидал от Ван Буэлэ такой прямолинейности. Его улыбка стала шире, он остался стоять в ожидании ответа. При виде содержимого шкатулки у Ван Буэлэ округлились глаза. Внутри лежала пара эфирных фруктов явно больше тех, что недавно подарили гостям, да и аромат был гораздо слаще. Ван Буэлэ мысленно вновь вернулся к вопросу, от размышлений, над которым его оторвал старик. Немного подумав, он серьёзно кивнул. Он понимал, всегда следовало стараться разрешать конфликты, а не умножить их. Раз вторая сторона продемонстрировала свои добрые намерения, ему не было смысла цепляться за старые обиды. Всё это значило, что лень Тяньхау и его семья в будущем не станут создавать ему проблем. В противном случае, Ван Буэлэ вполне мог пойти против своего слова, даже приняв подарок, и ответить агрессию на агрессию. Получив ответ, старик с улыбкой кивнул и вернулся в дом. Ленью он нашёл стоящему окна у себя в кабинете. Он наблюдал, как сын вёл себя с гостями и что им говорил. Судя по улыбке, он был доволен увиденным. Хозяин, Ван Буэлэ согласился на примирение. Почтительно сообщил старик. «Надеюсь, Хауэр поймёт, почему я так поступил», со вздохом сказал Ленью, глядя на сына внизу. «Ёный господин явно стал мудрее после недавнего испытания. Всё благодаря Ван Буэлэ», с улыбкой заметил старик. Когда старик упомянул Ван Буэлэ, Ленью быстро нашёл его глазами в толпе. Он очень долго не сводил с него глаз. Наконец, его губы тронула лёгкая улыбка. Этот парень в рекордные сроки поднялся от простого студента Давица главы павильон от хромического оружия. Он известен во всей ДАО Академии Эфира. Мало кто о нём не слышал. Военные тоже очень хорошо к нему относятся. Даже президент федерации знает его имя. Не говоря уже о полученном им без конкурса мести в программе «Сотни сынов». К несчастью, поначалу даже я не разглядел его громадный потенциал. Хорошо, что Хауэр сцепился именно с таким человеком. По крайней мере до того, как Ван Буэлэ полностью раскрыл свой потенциал. Пока ещё в моих силах решить их конфликт. Промедлили я ещё какое-то время, и ситуация вышла бы из-под контроля. Боюсь представить, каким катастрофическим последствиям мог бы привести их конфликт. Старик вздохнул, услышав такую высокую похвалу от линьё. «Восходящая звезда. Если он не свернёт на неверный путь, или его не настигнет смерть, то его точно ждёт светлое будущее. Такие люди не неприкасаемы, но попытка что-то им сделать может стоить очень дорого. Четыре ДАО Академии не слепые. Очень мудро с вашей стороны, несмотря на превосходящее положение, предложить юноше уладить всё миром. Чем выше ты поднимаешься, тем больше тебя уважают и боятся. Власть — это искусство, требующее у меня договариваться и находить компромиссы. К тому же Ван был и достоин того, чтобы кто-то вроде меня предложил ему лавровую ветвь. Во всяком случае, в этот раз. Негромко сказал Линьё. Как только он замолчал, выражение его лица изменилось. Он опустил голову и посмотрел на толпу гостей внизу. Старик рядом тоже что-то заметил. Во дворе, где шёл праздник, кто-то ссорился. Глава 232. Смотрю, ты опять распоясался. Звуки спора доносились со стороны двора, где стоял Джо и Фань. Помимо Линьё и старика, многие гости тоже обратили внимание на шум. Среди них были Ван Буэлэ и Джоу Ямэн. Со стороны всё выглядело так, будто они о чём-то весело беседовали, тогда как на самом деле они тайком наблюдали за Хуан Шанем с павильона ловушек. Осознав, что у их друга возникли какие-то проблемы, оба резко обернулись. Они увидели Джо и Сянья, чей палец указывал на брата. Его глаза холодно блестели, и похоже, он что-то говорил. По лицу Джо и Фанье проносился целый калейдоскоп эмоций. Он изо всех сил пытался удержать себя в руках. Увидев всё это, Ван Буэлэ прищурился и без колебаний направился к Джо и Фаню. Джоу Ямэн тоже не осталось стоять на месте. В ДАО Академии Фьюра у неё практически не было друзей. Ван Буэлэ и Джо и Фань могли по праву считаться её настоящими друзьями. Как Ван Буэлэ ранее говорил, втроём они чудом избежали смерти. Именно выкованные тогда узы заставили её поспешить за Ван Буэлэ на помощь Джо и Фаню. Когда они подошли достаточно близко, то услышали едкие холодные слова Джо и Сяня. «У Федерации нет изъянов за исключением одного. Некоторые люди в ней, хоть и носят одежду, наведут себя как собаки. Ах да, и Фань, ты давно не был дома. Забыл тебе сказать, надгробный камень на могиле твоей матери недавно повалила собака одного из слуг. Прости!» Каждое слово, словно невидимый клинок, пронзало сердце Джо и Фаню. Его глаза наливались кровью, лицо скривилось в морочной гримасе, а из горла рвалось почти звериное рычание. Попытки к самоконтролю были забыты, словно обрушилась дамба и его, словно поводок, затопил гнев. От ярости у него побелели костяшки на руках, его самого сильно трясло. Он уже хотел наброситься на брата. Глаза Джо и Сеня блеснули, его губы изогнулись в холодные улыбки. Это было именно то, чего он так долго ждал. Нападение у младшего брата. Когда Джо и Фань уже хотел броситься вперёд, внезапно откуда-то сбоку примчалась массивная фигура. От такого массивного человека никто не ждал такой прыти. Практики в дворе увидели только промчавшееся мимо размытое пятно. В следующий миг между Джо и Фанем и Есенем уже стоял Ван Буэлэ. Он пересёк двор в мгновение ока и заслонил своей широкой спиной Джо и Фанем. Словно гора его окутывала могучая аура, которая потрясла всех присутствующих, взгляд Ван Буэлэ не предвещал ничего хорошего. «Смотрю, ты опять распоясался!» Ван Буэлэ не позволил Джо и Фанем наброситься на брата, одарив последнего испопеляющим взглядом. «Ифань, мой брат! Если у тебя с ним какие-то проблемы, сначала будешь иметь дело со мной! Похоже, в прошлый раз я недостаточно хорошо тебя отделал!» Фыркнув, сказал Ван Буэлэ и презрительно смирил взглядом скривившегося Джо и Сяня. Вмешательство Ван Буэлэ и его слова уняли ярость Джо и Фанем. Из обжигающего пламени гнев вновь превратился в едва тлеющие угли. Присутствие Ван Буэлэ рядом действовало на него успокаивающе. Заслонившая его широкая спина напомнила ему о похожих случаях в деревне истинного дыхания и впадине Кэлунь. Казалось, даже самая непростая ситуация могла закончиться хорошо, пока с ним был Ван Буэлэ. Тем временем с Ван Буэлэ встала Джо и Юман. Несмотря на молчание и непроницаемое лицо, всем сразу стало понятно, чью сторону она заняла. Её появление усилило давление на Джо и Сяня. Многие гости ничего не знали о семье Джо и Юман, но до него доходили слухи. Вот почему он избегал её в деревне истинного дыхания. Изначально он планировал спровоцировать Джо и Фаня на конфликт и вынудить атаковать его. Одной из причин был стремительный рост культивации Джо и Фаня. Он чувствовал растущую от него угрозу. В светке с секретной техникой клана говорилось, «Если воин превзойдёт господина, то существовало вероятность, что тот мог одолеть и поглотить господина». Этого он не мог допустить. В его интересах было позволить Джо и Фаню дальше развиваться, но рост должен находиться под его чётким контролем. От одного из таких планов камня на камне не оставил Ван Буэлэ во время вылазки в деревню истинного дыхания, в итоге Джо и Фаню удалось заполучить духовный корень восемь цуней. Секретная техника их семьи напрямую была связана с кармой между воином и хозяином, что ещё больше усложняло дело. Проще говоря, их обедняло посеянное семя ненависти. Чем больше воин ненавидел хозяина, тем глубже прорастали его корни. Рано или поздно наступит момент, когда семя прорастёт и даст плод, тогда хозяин получит полный контроль над воином. Вся эта процедура была довольно сложной. Хозяину следовало не только посеять семя ненависти, но и укротить воина как дикого зверя. Вызвать в нём желание восстать против хозяина и вырваться из парочного круга. А потом безжалостно подавлять попытки неповиновения. Это преследовало одну простую цель – внушить воину, что сопротивление бесполезно. По этой причине он при каждой встрече с Джои и Фанем пытался спровоцировать его на нападение, заставить его больше себя ненавидеть. Он хотел использовать секретную технику линии крови клана, чтобы поставить Джои и Фаня на место, тем самым связав их ещё крепче нитями кармы. Однако ему в очередной раз всё испортил Ван Була. От этой мысли Джои и Сень ещё больше помрачнел, но он не мог выплеснуть свой гнев на Ван Була. Одного толстяка было достаточно, чтобы он осторожился, а сейчас ему приходилось учитывать присутствие Джао Юмен. Гости вокруг притихли. Этот конфликт их не касался. При этом им было любопытно узнать, чем всё закончится. Зрители немного отошли, чтобы дать место Ван Була и компании. После продолжительной паузы Джои и Сень смирил Ван Була и Джао Юмен взглядом, а потом холодно улыбнулся. «Раз вы теперь няньки и защитники моего бесполезного младшего брата, мне нечего сказать. Но он — всё ещё часть семьи Джо. В этот раз я закрою на это глаза. Но запомните моё предупреждение. Семья Джо не любит, когда чужаки вмешиваются в наши дела». С этими словами Джои и Сень взмахнул рукавом и кивнул Лин Тяньхао, который стоял неподалёку. Он сдержанно попрощался, собираясь покинуть резиденцию мэра. Начинавшаяся буря, казалось, была остановлена в зародыше. Лин Тяньхао при себя с облегчением выдохнул. Конфликт гостей поставил бы его в крайне затруднительное положение. Всё-таки один гость представлял клан «Пять поколений неба», с которым его семья находилась в дружественных отношениях, а другие учились в одной с ним академии. Он не знал, на чью в сторону встал бы. К счастью, ему не пришлось выбирать. С улыбкой он попытался успокоить гостей, но туту, ван бу, ле блеснули глаза. Он не мог позволить Джои Сяню, зачинщику всего конфликта, творить, что вздумается, и тем более просто так уйти. Сделав шаг вперёд, он поднял кулак, от него повеяло аурой, а потом послышался приглушённый рокот. «Планируешь просто так уйти после того, как оскорбил кого-то? Уйдёшь, когда извинишься!» Говоря это, ван бу, ле подошёл к Джои Сяню и замахнулся кулаком. Получившийся ураган напугал и удивил толпу. В сощуренных глазах лисью промелькнуло удивление. Ошеломлённые гости стали свидетелями того, как за спиной собравшегося уходить Джои Сяню поднялась пугающая аура. Выражение лица последнего изменилось. «Ван бу, ле, не заходи слишком далеко! Ты действительно думаешь, что я боюсь тебя?» Развернувшись на пятках, Джои Сянь сврепо ожёг его взглядом. Он выполнил магические пассы и выбросил руки вперёд, в сторону приближающегося ван бу, ле. В этот же миг позади него возник силуэт. Это была секретная техника его семьи, призывающая прошлые жизни практика. Одним силуэтом дело не ограничилось, следом за ним появился второй. Для практика стадии истинного дыхания такое было большой редкостью. Похоже, именно по этой причине Джои Сянь не проявлял признаков страха. Две прошлые жизни соединились с ним, отчего его аура серьёзно усилилась. В следующий миг его атака столкнулась с кулаком ван бу, ле, но тот лишь выгнул бровь. Он не стал уклоняться, наоборот, задействовал скрытые силы физического тела и использовал сверхновую. Поднялась буря, чей рок отказалась сотряс небеса. У Джои Сянь в страхе расширились глаза. К его несказанному удивлению, всё его тело сильно затрясло. Глава двести тридцать третья. Я лучше умру, чем извинюсь. Джои Сянь не видел в дворе ничего, кроме огромного вихря, грозящегося разорвать всё на мелкие кусочки. Даже после слияния с двумя прошлыми жизнями, с чьей помощью он мог в каком-то смысле устоять в бою против практика стадии возведения основания, перед атакой ван бу, ле, он оказался бессилен что-либо сделать. Его затопил ужас. Джои Сяню стало трудно дышать. Он попытался защититься, но кулак ван бу, ле был неостановим. В мгновение ока его накрыло буря, каждую клеточку его тела охватило агония. Ещё немного, и он не выдержит. Дрожащий Джои Сянь уже был готов уступить натиску, как вдруг у него из-за спины вышел мужчина с длинными волосами, облачённый в просторный халат. Покрытое чёрными пятнами лицо создавало весьма мрачный образ. Как только вспыхнула его аура, он из ничем не примечительного человека превратился в практика стадии возведения основания. Он схватил Джои Сянь и резко оттащил его в сторону. Левой рукой выполнив магический пас, он наставил обе ладони на ван бу, ле. «Убирайся!» Презрительно бросил мужчина. С его правой руки сорвалась гигантская ладонь из чёрного тумана, она столкнулась с кулаком ван бу, ле вместо Джои Сяня. С момента внезапного начала драки до появления ладони из чёрного тумана загадочного практика прошло буквально несколько секунд. Вместо Джои Сяня атаку ван бу, ле встретил мужчина с длинными волосами, над двором прогремел оглушительный взрыв. Ван бу, ле зашатался и попятился на несколько шагов. Он тяжело дышал, но на губах не было ни капли крови. Джои Фанни, Джоо Ямен вовремя оказались рядом и не дали ему упасть. Ван бу, ле внимательно посмотрел на мужчину, тот, похоже, не пострадал. Нахмурившись, мужчина опустил руку, которая ещё дрожала после столкновения. Глобоко внутри он был потрясён. Он был практиком стадии возведения основания. Любой его удар должен был размазать по стене человека с культивацией истинного дыхания. Любой другой практик стадии истинного дыхания, оказавшийся на острие его последней атаки, сейчас бы кашлял кровью. Но ван бу, ле же лишь немного зашатался. Судя по всему, он вообще не пострадал. Это шокировало и насторожило мужчину. Впервые в жизни он повстречал настолько ненормального практика стадии истинного дыхания. От мысли о физической силе ван бу, ле он почувствовал лёгкий укол страха. Джо и Сень рядом с ним был бледнее мела, телохранитель вовремя вытащил его из-под удара, однако сверхновая зацепила и немного ранила его, если судить по текущей из уголков губ крови. Несмотря на своевременное спасение, его ранили на глазах огромного количества людей. Уши и щёки Джо и Сеня загорелись от стыда, а глаза налились кровью. «Жрец Джоу! Разбери с ним!» С надкой безумия в голосе приказал он. Гости тут же расступились, чтобы дать сражающимся больше места. Ли и некоторые из приглашённых состояли в федеральной программе Сто Сынов, поэтому они отлично знали, на что способен ван бу, ле, а вот другие гости, вроде лисю, впервые видели его в деле. Смотреть на происходящее спокойно не мог никто. Пугающая физическая сила ван бу, ле произвела на всех глубокое впечатление. В кабинете, откуда открывался отличный вид на двор, ленью казалось наблюдал за схваткой, но на самом деле он следил за Линь Тянь Хао. «Господин, может мне вмешаться?» Тихо спросил старик. «Не нужно. Хочу посмотреть, как Хао Эр разрешит конфликт». Лень Юра зачарованно покачал головой, в виде нерешительности сына. «Чью бы сторону он не принял, я поддержу его. Но это его дом. Сейчас он хозяин. Просто стоять, не принимая ничью стороны, может показаться самым верным решением. Но это самая большая ошибка, которую он может совершить». Лень Ю вздохнул. У себя в голове он невольно сравнил Лень Тянь Хао с Ван Бууле и Джо и Сянем. Выводы лишь усилили разочарование. Даже если Лень Тянь Хао не мог сравниться по силе агрессивности с Ван Бууле, по мнению Лень Ю было бы неплохо, если бы он не уступал в этом хотя бы Джо и Сяню. Пока Лень Ю об этом размышлял и тяжело вздыхал, Лень Тянь Хао продолжал стоять на месте, не зная, что делать. Телохранитель Джо и Сяня немного нахмылился, он не планировал оспаривать приказ. Наоборот, собирался исполнить его. Глаза Джо и Фани и Джо и Емэн холодно блеснули, они уже хотели броситься в Ван Бууле на выручку, но тут их друг характерным жестом остановил их. Гордо задрав подбородок, он одменно заявил. «Не вмешивайтесь! В этой схватке я, Ван Бууле, буду полагаться только на себя. Стадия возведения основания. Что с того? В словаре Ван Бууле отсутствует слово «страх». После короткой паузы он внезапно крикнул. «Алмазик!» Алмазная обезьяна, игравшая с автоматоном в другом конце двора, подняла голову и устрашающе взревела. Поднявшись, она силой толкнулась от земли. Устроив небольшое землетрясение, алмазная обезьяна, словно маленькая гора с грохотом приземлилась рядом с Ван Бууле. Не было другого такого лохматого гиганта в металлических доспехах, чью морду искажала свирепая гримаса. Кулаками в латных рукавицах обезьяна ударила себя в грудь, издав несколько угрожающих звуков. Стоило зверю посмотреть на мужчину, как-то отзастыл на месте. Он не мог успокоить бешеностучащее сердце. Когда он побледнел, черные пятна на его лицо стали еще заметней. Сглотнув, он покосился на огромного зверя. Долгое время он не решался приблизиться. Очевидно, он чувствовал угрозу в массивном гиганте в доспехах. «Он же собирался полагаться только на себя!» Мысленно ругнулся телохранитель. Ему еще не доводилось сталкиваться с таким бессовестным человеком. Гости притихли. Лица многих приобрели странное выражение. Лисю был ошеломлен, а Линь Тяньхау натянутый улыбался. Джо и Фанни Джоу Ямен уже привыкли к причудливой логике ван Бууле. Что интересно, в этот раз слова ван Бууле не показались им чем-то странным. Пока гости находились в плену своих мыслей, ван Бууле уверенно шагнул вперед и бросился к Джо и Сяню. «Джо и Сянь, ты будешь извиняться или нет?» Взревел он. Не успел Джо и Сянь поменяться в лице, а ван Бууле уже стоял рядом с ним. Его физической силе стадии возведения основания был дан выход в виде удара кулака. Джо и Сянь в страхе попытался уклониться, но все было тщетно. Он увидел лишь размытое пятно перед глазами, в следующий миг в ушах зазвенело, а потом все тело пронзило боль. Его отбросило назад, словно тряпичную куклу. Ударом кулака ван Бууле отбросил его на 30 метров. Брызнула кровь, но схватка еще не закончилась. Ван Бууле вновь пошел в атаку. «Извинись!» Потребовал он. «Ван Бууле, если кишка не тонка, убей меня! Хочешь, чтобы я, Джо и Сянь, извинился? Я лучше умру, чем так и позорюсь!» Джо и Сянь с трудом поднялся и крикнул это ван Бууле, будучи абсолютно уверенным, что тот не посмеет убить его. Все-таки они находились в гостях у самого мэра города. Ленью ни за что не позволит произойти чему-то подобному. Ему нечего было бояться, отсюда и такие смелые слова. Тем временем ван Бууле подскочил к нему, но вместо кулака с размаху ударил его в пах. Джо и Вань во все глаза следил за происходящим, в момент удара ему стало не по себе. Сам того не заметив, он весь напрягся. Сначала он почувствовал покалывание на коже, а потом и вовсе Сянь имел от страха. Удар ноги действительно выглядел устрашающим, как и вложенная в него сила. Рассекаемый ногой воздух пронзительно свистел. Нетрудно представить, что произойдет с хозяйством Джо и Сянь, если удар попадет в цель. Ленью, наблюдавший за схваткой, судорожно втянул ноздрями в воздух и с вымоченной улыбкой уже хотел остановить бой. Однако ему ничего не пришлось сделать. Бледный, как простыня, Джо и Сянь отскочил назад и заголосил. «Я был неправ, Ифань! Я был неправ! Не бей, Ван Булы, остановись!» Такое внезапное извинение и бесхребетность Джо и Сянь застали Ван Булы врасплох. Гости ошеломленно переглядывались между собой. Все понимали, насколько болезненным мог быть удар такой силы, если он попадет в пах. Из бесстрашного и даже надменного человека Джо и Сянь в мгновение ока превратился в бесхребетного труса. Все во дворе были удивлены такой внезапной трансформацией. Не успела их и слов Джо и Сянь стихнуть, как над двором раздался громоподобный голос Линьо. В нем отчетливо чувствовались властности сила. «Довольно! Где, по-вашему, вы находитесь? В какой-то второсортной забегаловке? Это резиденция семьи Линь!» Глава 234. Мистический мир Луны. От тяжелого и властного голоса Линь Ю гостям стало трудно дышать. Довящая гнетущая сила, накрывшая все на небе и земле, казалось, погрузила всю резиденцию на дно океана. Она повлияла на всех без исключения, движения людей стали скованными, а их сердца охватил невообразимый ужас. Ван Буэлла не закончил удар и опустил ногу, даже алмазная обезьяна, поежившись, понурила голову. Линь Тянь Хао облегченно выдохнул. Когда отец всего пары слов остановил сражающихся, он попытался разрядить напряженную обстановку. Несмотря на нехватку решимости, Линь Тянь Хао умел искусно разрешать конфликтные ситуации. Благодаря его вмешательству Ван Буэлла и Джо и Сянь быстро разняли. Бросив взгляд на мужчину с черными пятнами, алмазная обезьяна подмигнула Ван Буэлла и вернулась к месту, где были прикованы летающие корабли, чтобы продолжить играть со своим автоматоном. По завершении конфликта пристаженный Джо и Сянь больше не мог оставаться на мероприятии. С кислой мины он вместе со жрецом своей семьи погрузился на корабль и улетел. Проводив взглядом судно в небе, Ван Буэлла хмыкнул. Поболтав еще какое-то время, троица решила, что им пора возвращаться. Как только они запрыгнули на плечо алмазной обезьяны, та сразу взмыла в воздух. Люди во дворе задрали голову, чтобы понаблюдать за удаляющимся силуэтом зверя. Ван Буэлла весьма вспыльчивый малый, но с таким человеком явно стоит подружиться. Подумал Лейсио. Тем не менее он будет участвовать в испытании после открытия мистического мира Луны, а он будет серьезным конкурентом. Судя по задумчивым лицам других гостей, они тоже пришли к такому же выводу. Некоторые из них достигли великой завершенности стадии истинного дыхания. Это значит, что в этом году им предстояло отправиться в мистический мир Луны, чтобы побороться за шанс достичь стадии возведения основания. После такой демонстрации силы многие теперь куда насторожнее относились к Ван Буэлла, им еще предстояло решить, как поступить при встрече с ним на Луне. Ужин продлился до поздней ночи, погруженные в свои мысли гости начали постепенно расходиться. Наконец праздник урожая подошел к концу. На следующий день Лин Тяньхау вернулся в Дао Академию Фира. Жизнь пошла своим чередом, ученики занимались культивацией и учебой. Ван Буэлла, Джо и Фанни Джоу Ямен не отставали от них, хотя по-прежнему присматривались к Хуан Шаню. Так продолжалось две недели, пока Академия не сделала объявление об открытии мистического мира Луны. Новости переполошили учащихся и вызвали жаркие споры среди тех, кто находился на великой завершенности истинного дыхания. Примерно в это время официально одобрили заявку Ван Буэлла. Через две недели вместе с собратьями по учебе ему предстояло отправиться на Луну на космическом корабле Дао Академия Эфира. Вместе с объявлением Академия попросила учеников не разглашать обнародованную информацию. К тому же руководство предоставило прошедшим квалификацию дополнительные сведения для повышения их шансов в мистическом мире Луны, теперь ученики могли как следует подготовиться. Эти сведения перекликались и немного расширяли данные, которые Ван Буэлла дал Чен Юйтун. Там описывались необходимые фрагменты для достижения стадии возведения основания, а также целые неповрежденные артефакты. В докладе упоминались вещи, о которых не знал Чен Юйтун, вроде количества фрагментов, требуемых для повышения культивации до стадии возведения основания. В отличие от Академии, Чен Юйтун не знал точного числа. Большинству практиков не стоило рассчитывать на нахождение целого артефакта, это означало, что им следовало искать фрагменты артефактов для создания ядра возведения основания. Согласно информации Собранной Федерации, после множества попыток людей пробиться со стадии истинного дыхания на возведение основания, практику требовалось 20 фрагментов, чтобы создать ядро. Такое их количество серьёзно усложняло и без того непростую задачу. В мистическом мире Луны и так было очень сложно добывать фрагменты, к тому же не все найденные фрагменты можно было использовать для формирования ядра. Если кто-то находил фрагмент, ему следовало отыскать более 20, чтобы гарантированно перейти на новую стадию культивации. Шанс ошибки во время перехода на новую стадию культивации был высок, если использовать недостаточное количество фрагментов. Вот почему, за исключением крайних случаев, никто не рисковал создавать ядро без по меньшей мере 20 фрагментов. Водные, предоставленные участникам, говорилось следующее. Ввиду невероятной сложности в колонизации мистического мира Луны, политические силы Федерации пришли к соглашению выделить часть мира для практиков великой завершённости стадии истинного дыхания, чтобы те могли попытать счастье в достижении возведения основания. Примерно в это время был принят ещё один закон. За его соблюдением следило правительство Федерации, Сенат, состоящий из 17 сенаторов, 4 дао-академии, 2 главных секты, клан «Пять поколений неба» и корпорация «Три Лунье». Все были обязаны соблюдать этот закон. Во время каждого открытия мистического мира ни одна политическая сила не вмешивалась в попытки практиков истинного дыхания повысить свою культивацию. Дабы предотвратить любые инциденты, после открытия на мир каждый раз накладывалась печать. Активированная магическая формация не пускала туда никого, чья культивация была выше стадии истинного дыхания, любой нарушивший закон становился врагом народа и подлежал наказанию со стороны остальных участников соглашения. Этот закон выступал гарантом того, что всё произошедшее в мистическом мире Луны будет разрешено по справедливости. Вдобавок он защищал лучших практиков стадий истинного дыхания разных фракций от злонамеренных атак и возможных покушений во время нахождения в мистическом мире. И всё же мистический мир Луны таил в себе много опасностей. Там обитали странные звери, а также свирепствовали погодные аномалии такой силой, что они могли уничтожить тело и душу человека. В результате перед отправкой в такую враждебную среду всем вручалась панифритовая табличка, которую можно было использовать в опасной для жизни ситуации. Достаточно её сломать, и высвобожденная энергия задействовала силу магической формации для создания защитного барьера. Магическая формация в этот же миг перемещала практика за пределы мистического мира. Дабы люди не злоупотребляли этим механизмом, после первого использования практик лишался права вернуться в мистический мир Луны до следующего года. Не имело значения, достиг ли этот человек стадии возведения основания или нет. Если он не достигал стадии возведения основания до раскола нефритовой таблички, все найденные фрагменты для будущего прорыва культивации переходили из их владений в собственность федерации. По сути они отдавали все свои находки в мистическом мире, вот почему никто не использовал нефритовую табличку без крайней необходимости или серьёзной угрозы жизни. Переломить табличку — это всё равно, что добровольно отказаться от своих шансов на прорыв до стадии возведения основания. Этот раздел вводный описывал правила ограничений мистического мира Луны. Внимательно прочитав его, Ван Буэлэ нашёл сведения о самом мистическом мире Луны, он покрывал примерно 70% поверхностью Луны, 50% находились на видимой части, оставшиеся 20% приходились на обратную сторону Луны. На виденной части спутника было больше освоенной территории, к сожалению, по этой причине из многих областей были добыты все имеющиеся фрагменты. Там реже встречались чудовища, да и сама по себе эта область была относительно безопасной, если избегать странных погодных аномалий. При этом практикам требовалось много удачи, чтобы найти там что-то ценное. Обратная сторона Луны была опасным местом, за каждым углом караулила смерть, с другой стороны там можно было найти гораздо больше фрагментов, практикам в стадии истинного дыхания следовало серьезно взвесить все риски, если не собирались отправиться туда. Вводное имелось предупреждение, не покидать пределов освоенных 20% территории обратной стороны Луны, участникам испытания не рекомендовалось выходить за эту границу. Причина была проста, область за границей находилась вне пределов магической формации Федерации. В случае опасности сигнал о помощи просто не мог дойти до базы, а значит можно было не рассчитывать на помощь спасателей. Также упоминалось, что далеко от границы в сердце неколонизированной области обратной стороны Луны лежал огромный древний труп. Туда он попал из гигантского меча из позеленевшей бронзы, 40 лет назад он упал на Луну вместе с фрагментами расколовшейся рукой эти меча. Размеры упавшего мертвеца поражали. Он был мертв, но в его покойной душе еще осталось божественное сознание. Большую часть времени он неподвижно лежал, но каждое его пробуждение становилось настоящей катастрофой. Один удар ладони мертвеца мог убить даже практика стадии создания ядра. К счастью, за последние 40 лет древний мертвец пробуждался всего один раз, водная предупреждалась не забираться слишком далеко на обратную сторону Луны. Без внешних раздражителей мертвец не должен проснуться. Прочитанное поразило Ван Буэлэ до глубины души, особенно часть прогромного покойника. Несмотря на определенный скепсис, это напомнило ему о ситуации с Лопулей. Продолжительные раздумья ни к чему не привели, поэтому он решил использовать оставшееся до отправки время, чтобы отгородиться от остального мира, понимая, что времени осталось мало. С одной стороны, это позволило ему сохранить пиковую форму вплоть до отправки в космос, с другой ему предстояло подготовиться к прорыву на стадию возведения основания. Не один Ван Буэлэ так поступил. Все практики стадии истинного дыхания во всех четырех ДАО-академиях и других фракциях, чьи кандидатуры одобрили для отправки в мистический мир, готовились к предстоящему испытанию. Они ждали открытия мистического мира Луны. Две недели спустя настал день официального открытия мистического мира Луны. Как только политические силы Федерации получили новости, они сразу же известили своих людей. Двигатели космических кораблей в космопортах загудели, и им предстояло путешествие к Луне. Глава 235. Покинуть Землю Космический корабль отличался от тех судов, чтобы раздели небо Земли. По сути, он был ближе к боевому кораблю, чем к его гражданскому аналогу. Сейчас специально сконструированном космопорте стояло громадина длиной в несколько тысяч метров, и сдали корабль выглядел как впечатляющих размеров меч. Корабль ритмично гудел, рокотал. Ученики Верхней Академии, чьи заявки не одобрили, вышли на улицу, почувствовав вибрацию Земли и заслышав странные звуки. Вид массивного корабля поднял в их сердцах бурю эмоций. Громоподобный рокот издавали двигатели, хотя некоторые могли подумать, будто где-то ворь гигантских размеров дикий зверь. Те, кому предстояло лететь в космос, ненадолго застыли при виде гигантского корабля. Только на борту боевого корабля к ним вернулась кроха самообладания. Для отправки в мистический мир Луны собрали группу из нескольких сотен учеников Дао Академии Эфира, большинство из них были старшими учениками, проучившимися на острове Верхней Академии несколько лет. Большую часть времени они проводили за тренировками в диких местностях или в уединении, занимаясь культивацией. По этой причине они не следили за новостями в мире, а если следили, то не особо внимательно. Среди них всё равно нашлись те, кто в силу своей высокой должности просто не могли не знать о Ван Буэле. В группе молодых людей, собравшихся на космическом корабле, царила дружественная атмосфера. Одним из пассажиров на борту был Хуан Шань из павильона ловушек. Пока Ван Буэле здоровался с остальными, краем глаза он заметил Хуан Шаня. Внешне тот никак не изменился, но у Ван Буэле в голове всё равно прозвучал тревожный звоночек. За исключением Хуан Шани и старших учеников вроде Чэнь Юй Туна, на корабль прибыло не так уж много новых лиц, около 10% от общего числа избранных. В толпе можно было увидеть Джои Фаня, Джоу Юмен и Лин Тянь Хао. Что до Чэнь Цзэхэна, Думи и остальных, без культивации пятой ступени стадии истинного дыхания их не могли взять на Луну. Зайка заранее сообщила Ван Буэле, что её время уединения ещё не подошло к концу, и у суровой наставник многого требовал от неё, поэтому она до сих пор не покинула уединение. Ван Буэле узнал одного человека среди новичков, вот только поначалу при виде старого знакомого он не поверил своим глазам. «Сынок, ты тренировками сумел так быстро довести культивацию до пятой ступени? Ты что, проглотил ракету?» – удивлённо спросил Ван Буэле. Обращался он к Луцзэхэу. После завершения турнира, в котором он участвовал в паре с Ван Буэле, ему улыбнулась удача. Благодаря этому удачному случаю он обогнал Чэнь Цзэхэна, Думи и остальных, достигнув пятой ступени истинного дыхания как раз перед открытием мистического мира Луны. Это было удивительно, но не невозможно. Всё-таки с наступлением эры духовного истока прошло чуть больше сорока лет, как бы тщительная федерация не собирала попавшие на планету фрагменты, оставалось ещё много неисследованных мест, где люди вроде Луцзэхау могли обрести благословение на своём пути культивации. Такие случаи происходили нечасто, но и редкостью такое назвать было нельзя. На самом деле в федерации жило немало людей, которым повезло найти такое нетронутое место. Увеличение культивации на одну ступень обычно случилось, пока человек ещё находился на стадии истинного дыхания. На стадии возведения основания было уже не так просто одним махом поднять культивацию целую ступень. Нескрываемое удивление в голосе Ван Буэлэ подобно бальзаму пролилось на сердце Луцзэхау. Сам он уже давно наблюдал за Ван Буэлэ. Такого человека было трудно не заметить. В прошлом он бы всеми силами попытался избежать встречи с ним, но сейчас он был уверен в себе. В соответствии с собственными принципами он сам подошёл к Ван Буэлэ, чтобы собственными глазами увидеть удивление толстяка. «Кто бы говорил? Хоть ты и вице-глава павильона, но я, Луцзэхау, из павильона боевых искусств и нетхармического оружия. Как смеешь ты прилюдно меня стыдить?» Луцзэхау фыркнул после такого бесцеремонного вопроса Ван Буэлэ. «А ты посмелел, Хауэр, так разговаривать с папочкой?» Ван Буэлэ удивлённо посмотрел на Луцзэхау. Он резко развернулся и пулей умчёлся к Джои Фаню, который с кем-то беседовал неподалёку. «И Фань, небольшая проблемка!» Когда Ван Буэлэ окликнул друга, Джои Фань прекратил разговор и повернул голову на оклик. Извинившись перед своим собеседником, он подошёл к Ван Буэлэ. Как вице-глава павильона боевых искусств и один из санов Федерации, Джои Фань был настоящей звездой, прославившейся своими боевыми навыками, умением выполнить поставленные задачи и влиянием. Встреча с таким важным человеком будет для Луцзэхау очень напряжённый, несмотря на испытываемое им негодование. Всё-таки он был обычным мастером, тогда как Джои Фань находился в звании вице-глава павильона. В его положении было незазорно поклониться вице-главам двух павильонов. Луцзэхау не считал своё бегство отступлением от собственных принципов, поэтому до прихода Джои Фаня он благоразумно ретировался, фыркая себе под нос. Видя, как себя ведёт Луцзэхау, Ван Буэлэ невольно пробормотал. «Мой сын вырос!» Он хотел подгадать момент, чтобы научить Луцзэхау увожить старших. Пока он мысленно составлял план действий, с острова небесного круговорота вылетели люди, несколько радужных лучей на огромной скорости приближались к космическому кораблю. Все звуки вокруг стихли, Ван Буэлэ тоже поднял голову и сразу заметил, как могучая аура людей в радужных лучах повлияла на само небо. Им потребовалось одно мгновение, чтобы достичь корабля. Восемь новоприбывших окутывала невероятная аура, превосходящая стадию возведения основания, из-за которой даже воздух, казалось, вибрировал. Ван Буэлэ схода определил их культивацию, все находились на стадии создания ядра. Среди них был заместитель главы секты, в прошлом проявивший благосклонность к Ван Буэлэ, ещё с ним прилетел суровый старик, вот только при виде Чэнь Юй Туны и Ван Буэлэ его взгляд потеплел. Раньше Ван Буэлэ никогда с ним не встречался, по взволнованному лицу Чэнь Юй Туна нетрудно было понять, что перед ними стоял его дедушка-наставник. Возглавлял их интеллигентный мужчина с культивацией создания ядра в длинном белом халате, с добрым лицом и глазами, съеющими так же ярко, как звёзды. Вступив на корабль, он одобрительно окинул с дядом толпу. «Приветствуем, глава секты! Наше почтение, заместители главы секты, главный старейшина!» Взволнованные старшие ученики сразу же поздоровались. «Глава секты?» У Ван Буэлэ загорелись глаза. Он впервые встретил тех, кто управлял Дао Академией эфира. Исключением, разумеется, был верховный старейшина. Этот легендарный человек не вмешивался в дела Дао Академии, на самом деле в их учебном учреждении наибольшая власть была сосредоточена в руках главы секты. «Открытие мистического мира Луны определит будущих лидеров Дао Академии эфира», с улыбкой сказал мужчина в белом халате. «Поэтому я лично пришёл сопроводить вас, дабы обеспечить вашу безопасность во время путешествия к Луне». Ограничившись короткой речью, он взмахнул рукой. «Стартуем!» Огромный космический корабль с рокотом начал подниматься в воздух. Поднимаясь всё выше и выше, он пробился через звуковой барьер с оглушительным грохотом. Его внушительные размеры и огромная скорость изумила всех людей, кто наблюдал за стартом Земли. Среди них были Люда Обень, Чэнь Цзэхэн и остальные друзья Ван Буэлэ. Тяжело дыша, они следили за стремительно удаляющимся кораблём. Вскоре тот полностью скрылся из виду. В результате прохода корабля через туманную завесу на ней остались большие круги, словно от выстрела из гигантской пушки. Зайка, находясь в уединении павильона алхимии, не знала о том, что творилось снаружи, как вдруг она что-то почувствовала. Её ресницы задрожали, словно она вот-вот могла выйти из медитативного транса. Думень, друзья Ван Буэлэ и тех, кто отправился на Луну, с предвкушением смотрели в небо. Многие будут ждать их возвращения. Вскрывшись из виду высоко в небе, космический корабль мчался ввысь с суммопомрачительной скоростью, оставляя за собой вспененные облака. Сложно точно сказать, с какой именно скоростью летел корабль, но люди на борту не чувствовали сильной перегрузки, хотя у многих до сих пор не укладывалось в голове, что уже совсем скоро они покинут Землю. Для большинства из них, включая Ван Буэлэ, это был первый космический полёт. В груди Ван Буэлэ бешено колотилось сердце, глаза горели, пока он наблюдал, как плоская поверхность Земли постепенно загибается в сферу. Вместо неба у них над головами теперь нависала непроглядная чернота. От всего этого Ван Буэлэ перехватило дыхание, всё его внимание было сосредоточено на стремительно меняющемся окружении. Неизвестно, сколько времени прошло, когда Земля внизу превратилась в голубую планету, Ван Буэлэ начала бить мелкая дрожь. Он оказался не единственным, кто дрожал. У многих в душе бушевал настоящий ураган эмоций. На Земле источником света всегда было небо. Именно лившийся с неба свет освещал их мир. Большинство людей, считавшие это чем-то само собой разумеющимся, сейчас испытывали странные чувства, оказавшись темноте космоса. Теперь источником света была Земля далеко внизу, а вокруг царила непроглядная тьма. Им непривычно было видеть голубое свечение их родной планеты. Спустя какое-то время Ван Буэлэ медленно поднял голову на звездное небо. Там он увидел покрытый кратерами серый объект, заметно меньше земли. Лону окружает множество мифов и легенд. Повисшую на борту напряженную тишину нарушил голос главы секты. Глава 236. Легенды У древних народов Востока существовал миф о Чань-э. Примечание переводчика – персонаж китайской мифологии, почитающаяся в даосизме как богиня Луны. Согласно мифу, она съела эликсир бессмертия, предназначавшийся мужу, после чего её унесло на Луну, где с тех пор она была обречена жить практически в полном одиночестве. Сказка о лунном зайце Примечание переводчика. Первые упоминания о лунном или нефритовом зайце датируются периодом династии Западная Хань. Белый лунный заяц обитает в лунном дворце. Сидя в тени коричневого дерева Гуйхуа, он круглый год толчёт в ступе с надобья бессмертия. Чуть позднее в Китае появился миф о Чань-э. Жене стрелка Хоу-и, которая украла с надобья бессмертия, улетела на Луну и превратилась там в жабу. В более поздних версиях предания Чань-э и лунном зайце постепенно слились воедино и стали говорить, что Чань-э стала богиней Луны и живёт в лунном дворце вместе с лунным зайцем. Что мешает в ступе лечебные снадобья, исцеляющие многие болезни. История о Угане. Примечание переводчика. Уган – персонаж китайской мифологии. Из-за схожести сюжетов мифов Угана иногда называют китайским сизифом. Чань-йой – устойчивый оборот. Уган рубит дерево, соответствует русскому выражению сизифов труд. Проговорён нам к непрестанной рубке дерева Асмантус на Луне, которая затем вырастает снова. Из этих легенд о Луне мы знаем о загадочном дереве Асмантус, нефритовом зайце, которого ещё называют лунным зайцем, и Чань-э – богиня Луны. Голос главы секты нёс в себе загадочную силу, он действовал на людей успокаивающе, все на корабле его внимательно слушали. В мифологии Древней Индии Луна представляется божеством Чандрой. Примечание переводчика. Лотос – это символ духовного просветления, булава – символ власти, раковина, шангха – символ изначального ом, дарующий освобождение от пут материальной обусловленности и ограниченности восприятия окружающего мира. С четырьмя руками. В одной он держит лотос, в другой булаву, в третьей руке у него раковина, а на четвёртой руке нанесена оберегающая метка. Что интересно, в греческой мифологии у Луны совершенно другое обличье. Артемида, богиня Луны, младшая сестра бога солнца Аполлона, покровительница незамужних женщин. Она до самой смерти не вышла замуж. Существуют и другие предания. Если вам интересно, можете заглянуть в архив павильона нашей Дау-Академии, когда вернётесь. Во многих странах в древности существовали мифы о Луне. Нам выпал шанс их проверить, когда мы вступили на её поверхность. Теперь мы знаем, что Луна не является ни богом, ни богиней, там нет ни нефритового зайца, ни чань-э. Однако на некоторые вопросы мы так и не получили ответа. Возможно, это просто совпадение или всему виной реинкарнация. К примеру, гигантское тело, спящее мертвецким сном на Луне, загадка о внутренней части спутника или засохшее ветка дерева, которую раскопали исследователи, впервые высадившиеся на Луне 500 лет назад. Слова главы секты заставили Ван Буэлу и остальных на борту серьёзно задуматься. Они слышали легенды о Луне, но только сейчас начали сопоставлять факты и легенды. Однако всё это в прошлом. Появление огромного меча из позеленевшей бронзы и разлетевшихся по космосу фрагментов, часть из которых упали на Луне, изменили спутник нашей планеты. Теперь он совершенно не такой, каким мы его знали. Быть и может, что-то из этого вы слышали в новостях. Сейчас там можно найти не только растительность, но и живых существ. Во время полёта через пустоту космоса могло показаться, будто корабль двигался очень медленно. На самом деле он развил огромную скорость, постепенно одолеясь от Земли и приближаясь к Луне. Никто на борту этого не заметил, всё внимание пассажиров было сосредоточено на главе секты, его увлекательный рассказ заставил их забыть о времени. Глава секты дала мобильную пищу для размышлений и помог лучше понять мистический мир Луны. Возможно, на Луне давно обитали живые существа, исчезнувшие по неизвестной причине. Появление фрагментов наполнило Луну духовной энергией. Это оживило ранее исчезнувшие формы жизни. Глава секты сделал небольшую паузу и переключился на следующую тему. Опасности, поджидающей в мистическом мире Луны. Насколько нам известно, там обитает шесть форм жизни, представляющих опасность. Первая имеет множество обличий, но эти существа по уровню угрозы сопоставимы с кем-то на стадии древних боевых искусств. Лунные звери. Вторые называются ночными летающими мышами. Они похожи на привычных нам летучих мышей, но они отличаются от тех, что обитают на Земле. Эти существа по силе сопоставимы с первой-второй ступенью истинного дыхания, третьи носят название лунные черви. Примечание переводчика. Подразумевается последний из оставшихся в сосуде ядовитое существо, которое насыщено ядом всех остальных убитых им сородичей. Они похожи на легендарных смертоносных чудовищ, обитающих в песках. Насколько нам известно, в длину они достигают от нескольких десятков до тысячи метров. Их сила сравнима с третьей и четвертой ступенью истинного дыхания, однако эти твари очень опасны. Они охотятся группами, поэтому их следует избегать даже практикам стадии возведения основания. Что до четвертого типа, к ним нужно относиться с особой осторожностью. Их облик варьируется от особи к особи, но у них есть общие черты. На их теле множество глаз, в которых заключена магия, способные обратить плоть в камень. Чем больше глаз, тем сильнее колдовство. По уровню угрозы они находятся между пятой ступенью великой завершенности истинного дыхания, короли чудовищ из их числа по силе не уступают практикам стадии возведения основания. Пятый вид известен как лунный дух, а шестой носит название бессмертные ночи. Надеюсь, вам не доведется с ними столкнуться. Если же вам не повезет, то незамедлительно ломайте нефритовую табличку. Поверьте, малейшее примедление может стоить вам жизни. Все потому, что даже слабейший лунный дух опаснее любого практика стадии возведения основания. Сильнейшие из них обладают силой и сравнимой с великой завершенностью стадии возведения основания. Что до бессмертного ночи, без культивации стадии создания ядра, встретившего его практика, ждет смерть. Гигантского мертвеца называют королем бессмертных ночи, вряд ли вас ведет с ним судьба, уровень его культивации неизвестен. В прошлом схватке с ним потерпели поражение верховный старейшина с божественным оружием, и многие эксперты федерации стадии создания ядра. Тогда они чуть не лишились жизни. Глава секты сделал паузу, дав время слушателям вдумать услышанное. Многие люди на борту корабля были потрясены, их дыхание стало прерывистым, в предоставленной им информации лишь вскользь упоминался гигантский покойник, об остальном, вроде червей и духов, они слышали впервые. Выдержав паузу, глава секты продолжил рассказ. Шесть видов существ являются опаснейшим аспектом Луны, но на самом деле главная причина, почему освоение спутника сопряжено с такими трудностями, заключается в климате. Запомните, в мистическом мире погода меняется непредсказуемым образом. Старайтесь избегать погодных аномалий, на Луне могут появляться миражи, к счастью, они длятся не очень долго. Электромагнитные штормы на Земле случаются не очень часто, но на Луне они довольно обыденное явление. Также вам стоит опасаться блуждающего тумана. Любой попавший в туман посторонний объект перемещается в случайное место на Луне. Если кому-то из вас не повезет, то вас может забросить неосвоенную часть обратной стороны Луны. К тому же на спутнике случаются ядовитые дожди и дуют каразийные ветра. Ван Буэлэ и остальные ловили каждое слово главы секты. Теперь они куда лучше понимали опасности, поджидавшие в мистическом мире Луны. Неизвестно, сколько прошло времени, наконец глава секты закончил рассказ. Впереди космического корабля ждала серая сфера. У себя в голове люди представляли ее не очень большой. Сейчас у них перед глазами предстала настоящая громадина. Во время приземления они видели, что поверхность Луны усеивали тысячи автономных колоний. Они принадлежали разным фракциям федерации. Если присмотреться, то становилось понятно, что большинство колоний формировали невидимое кольцо, разделяя территорию на множество фрагментов. Занятая людьми область составляла лишь малую часть территории спутника, там стояло больше сотни баз, принадлежащие четырем ДАО-академиям. Входом в мистический мир Луны служила одна из баз на самой периферии. Входов в мистический мир было очень много. У каждой фракции был свой. На каждом дежурила независимая инспекционная комиссия, состоящая из людей разных фракций, которые проверяли все прибывшие сюда. Это было сделано для того, чтобы все попавшие в мистический мир Луны соответствовали требованиям. В то же время из-за недоступности мистического мира Луны в течение года вёл сострогий учёт всех прибывающих и отбывающих практиков стадии возведения основания. Федерация заранее проводила инспекцию, чтобы никто не помешал практикам истинного дыхания во время их испытаний на Луне. По мере снижения усеянная кратерами лунная поверхность постепенно прояснялась, и сгиб планеты со временем превратился в необъятные просторы. В космопорте, куда они приземлялись, уже стояло несколько кораблей трёх других ДАО-академий. Сурок этом космический корабль ДАО-академии эфира приземлился в порту, подняв огромное облако лунной пыли. Когда пыль наконец осела, сгоравшие от нетерпения молодые люди наконец смогли выбраться из корабля. Ван Буэлэ увидел звёздное небо, совершенно не похоже на то, что он видел на Земле. Над головой чернила темнота, но вокруг всё равно было очень светло. Здесь отсутствовала атмосфера. К счастью, колонизаторы Луны давно решили проблему с дыханием. Атмосфера гораздо меньше влияла на практиков, чем на людей, поскольку на них действовали некоторые вредные субстанции в воздухе. Ван Буэлэ и остальные не могли привыкнуть к навалившемуся на них давлению, словно каждому из них взвалили на плечи маленькую гору. С непривычки было тяжело дышать и трудно двигаться, чтобы привыкнуть к такому требовалось время. Теперь было понятно, почему обычные люди не могли долгое время находиться на Луне. На базе Ван Буэлэ и остальные увидели множество практиков из других ДАО-академий, а также их экспертов в стадии создания ядра. Каждая академия прислала 7-8 практиков в стадии создания ядра, с прибытием ДАО-академии эфира число экспертов перевалило за 30. Стоило им собраться в одном месте, как все вокруг почувствовали пугающую ауру. Это не только демонстрировало могущество четырёх великих ДАО-академий, но и показывало их серьёзное отношение к предстоящему испытанию. Глава 237. Четыре династии одной секты Лонная база сияла словно город из золота. Хотя она занимала относительно небольшую площадь, внутри моглежать десятки тысяч людей. Судя по редкому голоду, носящемуся откуда-то из-под земли, в данный момент база работала в штатном режиме. Практики четырёх ДАО-академий собрались на одной из площадей базы, перед людьми вертикально парил огромный водоворот, вспыхивающими рядами цветов. Площадь окутывали мягкое сияние и перемещающие силы, расходящиеся от водоворота. Эта магическая формация служила входом в мистический мир Луны. Пройдя через водоворот, человек попадал в точку сбора четырёх ДАО-академий внутри мистического мира. На площади лунной базы, где собрались делегации трёх ДАО-академий, ученики знакомились друг с другом, когда прибыли люди из ДАО-академии эфира. Четыре главы секты вместе с практиками стадии создания ядра всех четырёх Академий негромко о чём-то переговаривались. По традиции, на каждое открытие мистического мира Луны лично прибывали главы сект всех четырёх ДАО-академий. Это было сделано для предотвращения несчастных случаев. Вместе с ними в качестве телохранителей приезжали по меньшей мере пятеро практиков стадии создания ядра. В воздухе на площади чувствовалось напряжение, ученики четырёх ДАО-академий не очень хорошо знали друг друга, однако в прошлом они уже пересекались, поэтому их нельзя было назвать незнакомцами. Особенно это касалось старших учеников. После встречи и обмена любезностями одни разбились на небольшие группки, а другие остались стоять в гордом одиночестве. Взгляды многих на площади то и дело останавливались на перемещающем портале, а в этот момент их глаза загорались в предвкушении. Ван Бууле, члена сотни сынов Федерации, знала очень много людей. Сам он из ныне присутствующих на площади знал немногих. Среди учеников трёх других Академий время от времени ему попадались знакомые лица, или и, чернокожего парня, знакомого по деревне истинного дыхания, и ещё несколько практиков сразу же перекосило при виде Ван Бууле. Некоторые в ярости заскреждали зубами. Всё это, правда, никак не повлияло на чувства, поднявшиеся в сердце Ван Бууле. «Иногда мне кажется, что четыре ДАО-академии — это одна большая семья. Мы живём раздельно, но всё равно часто видимся». Ван Бууле с чувством вздохнул и покосил с настоящего рядом Джо и Фаня. Сказав это, он помахал людям из ДАО-академии «Белого оленя». Джо и Фань кивнул. На самом деле они оказались не единственными, кого посетила подобная мысль. Среди представителей трёх других ДАО-академий многие разделили их чувства. Не зря ДАО-академии в глазах всего остального мира считались единой коалицией. Создание этого союза было следствием общих целей, которые Академии пытались достичь. Ученики четырёх великих ДАО-академий коротали время, присматриваясь друг к другу и беседуя. Главы сект ДАО-академии наконец закончили обсуждение насущных вопросов. Перед отправкой учеников в мистический мир глава секты ДАО-академии «Белого оленя» должен был произнести речь. Он создавал впечатление мудрёного годами старика. В его глазах, казалось, скрывалось звёздное небо, с губ не сходила улыбка, от чего многим он сразу показался добросердечным старичком. Вот только те, кто были знакомы с ним лично или слышали о нём, знали, что глава секты ДАО-академии «Белого оленя» обладал крайне скверным характером и часто давал волю гневу, если что-то шло не по плану. Он прочистил горло, но этого оказалось достаточно, чтобы молодые люди на площади, включая практиков его академии и филиала, тотчас замолчали и сосредоточили всё внимание на нём. Ученики из ДАО-академии святоречий и эфира немного растерялись, но последовали примеру товарищей и замолчали. Ван Боулэ несколько раз моргнул, глядя на главу секты ДАО-академии «Белого оленя», в этот момент над площадью раздался сухой старческий голос. Редкие конфликты между нашими академиями — это всего лишь следствие здоровой конкуренции, цель которой — мотивировать нас постоянно развиваться и становиться лучше. Запомните, если кто-то из вас воспринимает отношения между нашими академиями по-другому и думает, что между нами действительно существует непримиримая вражда, он глубоко заблуждается. Конкуренции между собой мы постоянно подстёгиваем друг друга двигаться вперёд, но для всего остального мира мы — четыре ДАО-академии, одна секта с четырьмя династиями. По этой причине единство — это ключевой элемент нашего выживания в эре духовного истока. Зарубите себя на носу, здесь и снаружи, в какой бы вы ни оказались ситуации, внутренние разногласия недопустимы, как и недопустимы сведения личных счётов и попытки убить друг друга. На самом деле вы все принадлежите к одному клану. Четыре ДАО-академии сурово накажут любого, кто покусится на жизнь собрата. Один такой инцидент может повлиять на единство четырёх великих ДАО-академий, поэтому к любому такому случаю мы будем относиться со всей серьёзностью. Во время речи старика из ДАО-академии Белого Оленя никто из учеников не проронил ни звука. Глубоко внутри них бушевала настоящая буря эмоций. Будучи практиками на пятой ступени или великой завершённости истинного дыхания, они прекрасно понимали суть взаимоотношений четырёх великих ДАО-академий, о которых рассказал старик. К тому же каждая ДАО-академия с самого начала их обучения пыталась бить им в голову эти постулаты, но сегодня впервые глава секты сделал открытое объявление в присутствии учащихся всех четырёх великих ДАО-академий. Его мысль была проста и понятна – никаких драк и убийств внутри мистического мира Луне. Ученики почувствовали облегчение, теперь им можно было отбросить инстинктивную настороженность и не опасаться представителей других академий. Почувствовав замешательство молодых людей, глава секты ДАО-академии Белого Оленя с улыбкой сказал, «Чтобы познакомиться, у вас есть ещё пять минут! После этого мы откроем мистический мир!» Сказав это, старик повернулся к одному из практиков и распорядился раздать нефритовые таблички обереги. Держа в руках полупрозрачную, как кристалл, продолговатую табличку зелёного цвета, Ван Буэлэ почувствовал в ней такую же перемещающую силу, как в водовороте неподалёку. Если переломить её, то активировалась магическая формация. Такой полезный предмет Ван Буэлэ поспешил убрать в надёжное место. Пока раздавались нефритовые таблички, молодые люди заводили новые знакомства и болтали со старыми приятелями. Вскоре ученики четырёх академий смешались, одни все цело приветствовали друзей, другие о чём-то разговаривали. К Ван Буэлэ, как к одному из сотни сынов и довольно известной личности, подошло немало людей в попытке познакомиться и подружиться с ним. Ван Буэлэ уделял внимание всем, кто не выказывал враждебных намерений. Во время беседы они обменялись информацией о мистическом мире Луны. Внимание Ван Буэлэ привлёк один практик из Дао Академии Святоречья. Спокойная, даже умиротворённая на вид девушка. Она не участвовала в программе сто сынов, к тому же Ван Буэлэ не видел её в деревне истинного дыхания. Но почему-то вокруг неё толпилось много людей, даже миловидная ли и меркла на фоне красоты этой девушки. «Кто это?» – спросил Ван Буэлэ своего нового знакомого из Дао Академии Святоречья. «Это старшая ученица нашей Дао Академии. Зовут Шилин. Даже без духовного тела её духовное чтьё намного острее, чем у остальных. В некотором смысле она даже более чувствительна, чем люди с духовными телами. По словам нашего главы секты, поиск фрагментов в мистическом мире Луны станет её звёздным часом». С нотками зависти сказал практик из Дао Академии Святоречья. «А она так хороша?» Ван Буэлэ удивлённо заморгал. Даже его посетила мысль подойти и познакомиться с ней. По завершении раздачи нефритовых табличек глава секты Дао Академии Белого Оленя прочистил горло. Все разговоры тут же стихли, ученики посмотрели на старика. «Чтобы возвести основание, требуется по крайней мере двадцать фрагментов. Это вы знаете. Вы поймёте точное количество, когда найдёте свой первый фрагмент. Для поиска фрагментов вам достаточно задействовать самую базовую технику культивации, которую вы выучили ранее, технику укрепления отцы. Метод несложный. Мистический мир Луны отличается от Земли. Духовная энергия скудна и присутствует не везде, поэтому только области, где скрыты фрагменты, будут испускать духовную энергию. С помощью техники для переплавки духовных камней поглощайте духовную энергию из окружения, дабы определить её концентрацию. Это поможет вам найти подходящие фрагменты для достижения стадии возведения основания». Глава секты обвёл взглядом более тысячи учеников на площади. «Хочу пожелать вам всем удачи», — с улыбкой сказал он. «А теперь объявляю мистический мир открытым». Стоило ему взмахнуть рукой, как перемещающий портал громко загудел. Водоворот начал вращаться ещё быстрей, вдобавок из него брызнул яркий свет. Ван Боуле остальным уже не терпелось нырнуть в него, никто не пытался скрыть радость и азарт в своих глазах. В открытый портал ринулись сгорающие от нетерпения молодые люди. Ван Боуле тоже сорвался с места, им и всеми остальными двигало жгучее желание поднять культивацию до возведения основания. Вместе с остальными он шагнул в водоворот и исчез. Глава 238. Все фракции в сборе. Больше тысячи практиков четырёх великих дао-академий прошли через водоворот в мистический мир Луны. Другие фракции федерации отправили группы учеников через порталы на своих базах. На базе одной из главных сект федерации под названием Закат Галактики, секты, которая совершенно иначе относилась к четырём дао-академиям, царила зловещая тишина. Чуть больше тысячи учеников секты с холодным блеском в глазах в полной тишине заходили в сияющий портал. Молодые люди держались друг за друга на определённой дистанции, словно не хотели, чтобы к ним подходили слишком близко. Окружающая их зловещая аура подчёркивала леденящий блеск глаз. Они выглядели так, словно их не волновала собственная жизнь, а жутковатый блеск глаз создавал впечатление, будто они отправлялись убивать. В федерации существовало много фракций. Секта Закат Галактики пока ещё только получала признание. В глазах граждан федерации она отличалась от других сект, созданных по прообразу сект древности, которые ставили во главу угла древние традиции мистицизм. Закат Галактики была суровой, ориентированной на результат сектой, где царила ожесточённая конкуренция. Не было преувеличением назвать её демонической сектой. От секты Закат Галактики в программу «Сотня снов федерации» были специально отобраны ученики бескровожадной и зловещей ауры. Всё-таки отборочный этап транслировался на всю федерацию, секта хотела предстать перед общественностью в наиболее выгодном свете. В действительности руководство Заката Галактики выбрало весьма достойных учеников, но они серьёзно уступали настоящей элите секты. О них всему остальному миру знать было необязательно. Среди молодых людей на Луне было два таких человека. Они находились в гуще толпы, но всё равно приковывали к себе внимание, на фоне остальных они выделялись уникальной аурой. Одним был худощавый молодой человек с равнодушным взглядом, его лицо пересекало шрам, а рука была обмотана чёрной повязкой, от которой волнами расходилась чёрная духовная энергия. Если прибавить к этому ауру, то получился холодный, мрачный и безжалостный молодой человек. Второй была девушка. Она была полной противоположностью молодого человека. Невероятно красивая, изящная и чистая, словно цветок лотоса, носила красавица белоснежная Цепао. Те, кто выжил и достиг определенных результатов в секте закат галактики, не считали её слабой. Только глупцы думали, что за этой ослепительной внешностью скрывалась хрупкая и слабая девушка. Никто не решался приблизиться к ней ближе, чем на 10 метров. В глазах окружающих без труда угадывались насторожность и страх. Похоже, никто до конца не понимал, насколько опасной была девушка. Особенно вводили в заблуждение обросаемые и соблазнительные взгляды. Но если присмотреться, то за привлекательной внешностью и чарующими улыбками скрывалась беспощадность. Тем временем на базе секты Пренебесное Вознесение, одной из двух главных сект Федерации, творилось нечто совсем другое. В отличие от секты Закат Галактики, ученики секты Пренебесное Вознесение были невероятно физически развиты. Секта ставила перед собой задачу достичь пределов физических возможностей. Их культивация следовала простому принципу – возвращения к самым основам. Что интересно, девушек в секте было даже больше, чем парней. Но в глазах других фракций они обладали даже более скверным характером, чем молодые люди. Помимо этих двух сект был еще клан Пять Поколений Неба. Они тоже перемещали своих людей с помощью порталов на лунной базе. Пять Поколений Неба по праву считался одним из страшнейших союзов пяти семей. Тот факт, что в названии их клана фигурировало слово Неба, показывало, насколько они гордились и ценились в уродословно. Семья Джо была одной из правящих семей клана Пять Поколений Неба. Этот союз состоял из пяти семей, каждая из которых носила свою фамилию. В одном клане были представлены как восточные, так и западные силы. К тому же множество других семей находились в зависимом положении от клана. Что делало их силой, с которой приходилось считаться? Силы, чьи традиции уходили глубже в прошлое, чем у кого-либо еще? В определенном смысле семнадцать членов Сената были во многом похожи на клан Пять Поколений Неба. Если всем членам Сената дать достаточно времени, чтобы их семьи и несколько поколений могли расти и укрепляться без страха быть уничтоженными, они вполне могли бы объединиться в огромный клан на вроде клана Пять Поколений Неба. Поэтому обе фракции имели весьма тесное отношение. Даже их базы на Луне находились недалеко друг от друга. На базах членов Сената, Лисю и другие сыновья Сенаторов, а также многочисленный эскорт проходили через водворот, а они тоже направлялись в мистический мир Луны. Можно сказать, что каждая фракция старалась отправить в лунный мир всех своих подающих надежды юноши и девушек. Этот раз не стал исключением. Даже корпорация Трелунье послала туда своих людей. И все же корпорация отличилась от остальных фракций. Они всегда послали кого-то в мистический мир Луны, но делалось это лишь для виду. Туда отправлялись родственники или члены побочных ветвей семьи. Ни разу в мистический мир не вступала нога наследника из главной ветви. Причиной тому было простое правило – если что-то можно купить за деньги, нет смысла рисковать ради этого жизни. Вот только это открытие мистического мира Луны отличалось от остальных. Перед порталом на роскошной базе корпорации Трелунье стояло огромное кресло-паланкин. В нем посапывал молодой человек в солнцезащитных очках, в рубашке и бриджах цветочным узором. Его окружало около тридцати девушек в весьма откровенных нарядах. Все как на подбор настоящей красавицы с высокой культивацией. Некоторые весело о чем-то шептались. Одна держала над парнем зонт, другая делала ему массаж, а третья чистила фрукты. Хотя молодой человек спал, они не переставали над ним хлопотать. В то же время кресло окружало дюжину могучих практиков телохранителей. По обе стороны кресла расположились по одной гигантской обезьяне ростом чуть больше двадцати пяти метров. Неподалеку от Портелла несколько стариков на стадии создания ядра из корпорации Трелуньей беспомощно поглядывали на спящего молодого человека в кресле. Переглянувшись, они с трудом удержались от тяжелого вздоха. О чем юный господин думает? Разве тренировок дома недостаточно? Какой смысл ему во всем этом участвовать? Разве старый глава не дал ему неповрежденный артефакт для достижения стадии возведения основания? Юный господин заключил пари. Он пообещал достичь возведения основания самостоятельно, не полагаясь на помощь семье. Вот почему он здесь, пока глава находится в уединении. Опять юный господин создаёт проблемы на пустом месте. А повестите другие фракции, с ним ничего не должно случиться. Один из стариков сокрушенно покачал головой. К сожалению, он не знал, как отговорить юношу от этой смертельно опасной затеи. Всё-таки он был одним из двух оставшихся наследников корпорации Трилонье. Корпорация Трилонье управляла семья молодого человека. Хоть он находился на стадии истинного дыхания, его статус и несметные богатства семьи легко нивелировали недостаточную культивацию. Пока старики пытались найти выход из сложившейся ситуации, юный господин корпорации Трилонье потянулся в кресле и разлепил глаза. Стоило ему поднять руку, как к нему подошли все девушки и помогли встать. Зевнув, юноша спросил, открылся ли уже мистический мир. Получив положительный ответ, он воодушевлённо указал пальцем на портал. «Выдвигаемся!» Две огромных обезьяны подняли паланкин и понесли к порталу, следом в портал вошли девушки и телохранители. Пока люди из различных фракций входили в порталы, вдали ненавидимой из земли части Луны вспыхнул яркий свет. Туда переместились более тысячи учеников четырёх великих дао-академий, одни уже негромко начали строить планы, другие изумлённо крутили головой. Ван Боулэ в толпе тоже окинул взглядом округу, они оказались за пределами лунной базы. Над головами нависала непроглядная чернота, под ногами хрустела жёлтая земля, как будто они оказались в земной пустыне, к тому же вокруг ощущалось давление мистического мира Луны. Заметив всё это, Ван Боулэ почувствовал, как у него ускорилось сердцебиение. Немного освоившись в новых условиях, некоторые ученики решили двинуться в путь. Одни в группах по 3-5 человек, другие в гордом одиночестве. Оставшиеся старшие ученики после короткого обсуждения решили отправиться на поиски фрагментов все вместе. Среди оставшихся былых у Аншани с павильона ловушек, Ван Боулэ, Джо и Фанни Джао Яман решили занять вожидающую позицию и пока ничего не предпринимать. Вдобавок они собирались какое-то время провести с основной группой учеников, которая отправлялась на поиски фрагментов, а потом уже решить, когда отделиться от группы и пойти своей дорогой. Так несколько сотен учеников четырёх академий покинули долину и отправились на встречу неизведанному. Глава 239. Закалятый враг. Группа в несколько сотен человек исследовала светлую сторону Луны. Нависающая над ними чернота никак не влияла на озаряющий поверхность спутника солнечный свет. Изредка то тут, то там можно было увидеть редкое растение. Появление духовной энергии сделало Луну пригодной для жизни. Единственным минусом было очень сильное давление, которое чувствовал даже Ван Боулэ с его впечатляющими физическими данными. Всего через полчаса пути более слабые физические практики девушки выдохлись. Им пришлось замедлиться, несмотря на культивацию великой завершённости истинного дыхания. Для поиска фрагментов задействуйте технику укрепления отцы, чтобы почувствовать изменения в духовной энергии. Для достижения возведения основания требуются особые фрагменты, поэтому нам придётся специально отсеивать их от остальных. Услышав бормотание, Ван Боулэ повернул голову к медленно идущей девушке. Он попытался задействовать технику укрепления отцы, но не почувствовал духовной энергии. Тут вообще её нет! Ван Боулэ почесал с затылок. Судя по лицам Джо и Фанни Джао Ямен, они тоже не обнаружили присутствие духовной энергии. Ван Боулэ тайком поглядывал на Хуаншане. Оказалось, что с момента их прибытия сюда он не сказал ни слова, да и выглядел он безобидно. Это обнадёживало, хотя Ван Боулэ всё равно сохраняло бдительность. Духовная энергия была неравномерно распределена по поверхности Луны. Существовало немало мест, где она вообще отсутствовала. В одном из них и оказалась группа учеников четырёх великих дау-академий. Вот почему использование техники укрепления отцы не давало результатов. С досады Ван Боулэ решил попробовать растормошить поглощающее семечко. «Просыпайся! Стоило мне его как следует накормить, и семечко стало таким непослушным! В будущем больше не буду давать ему наедаться!» Подумал Ван Боулэ, пытаясь разбудить поглощающее семечко. На все его попытки семечко никак не реагировало. Ван Боулэ раздражённо хлопнул себя по животу. Когда он собрался что-то недовольно пробурчать себе под нос, сразу после удара по животу поглощающее семечко по неизвестной причине ожило. «Ха?» Ван Боулэ с блеском в глазах хлопнул себя по животу ещё несколько раз. Поглощающее семечко несколько раз провернулось. Приятно удивлённый Ван Боулэ принялся лупить себя по животу. Джо и Фанни Джао Яман растерянно приглянулись. Другие ученики тоже не могли не обратить внимания на громкие шлепки. Вскоре они во все глаза смотрели на Ван Боулэ, шлепавшего себя по животу. Многим это показалось странно, но они не стали забивать себе этим голову. Ли Ин одменно отвернулась и презрительно фыркнула. Реакция Хуан Шэни была очень сдержанной. Он быстро отвёл глаза. Не обращая внимания на бросаемые в его сторону взгляды, Ван Боулэ радостно продолжал лупить себя по животу. С каждым ударом поглощающая семечко пробуждалась и постепенно набирала скорость вращения. Спустя пару секунд кожа под нарядом Ван Боулэ покраснела. В этот момент поглощающая семечко заработала в полную силу. Вместе с этим появилась сила притяжения. Обрадованный Ван Боулэ быстро взял её под контроль, чтобы люди вокруг ничего не заметили. Несмотря на это, поглощающая семечко могла находить духовную энергию, поэтому она служила более эффективным средством её обнаружения, чем технику укрепления отцы. Вскоре Ван Боулэ с помощью силы притяжения обнаружил источник духовной энергии на северо-западе. Ощущалась она очень слабо, поэтому его и не могли найти при помощи техники укрепления отцы. Ван Боулэ взволнованно посмотрел на северо-запад, как вдруг... «Нашла один! Он на северо-западе!» — сказал кто-то в толпе. В этом голосе промелькнула высокомёрная нотка. Ван Боулэ поражённо повернулся и уставился на Шелин, ученицу Дао Академии Святоречья. Она от природы обладала более острым духовным чутьём, поэтому сейчас, стоя со сложными за спиной руками и гордо задранным подбородком, она самодовольно дала направление остальным в группе. «Нашла? Неудивительно, что она обладает чутьём! Я целый час пытался что-то найти! И всё без толку!» Находка Шелин переполошила остальных членов группы. Вскоре они уже двигались к месту предполагаемого нахождения фрагмента. Раздосадованный Ван Боулэ шёл вместе со всеми. Вскоре они остановились посреди пустоши. Ван Боулэ сразу почувствовал здесь присутствие духовной энергии. Похоже, Шелин тоже её чувствовала. Под её руководством молодые люди начали копать. На глубине в 10 метров они нашли фрагмент размером с ноготь. Стоило им его выкопать, как появившаяся с ним плотная духовная энергия разожгла в сердцах молодых людей пламя желания. Фрагмент нашла Шелин, к тому же драки между четырьмя академиями были запрещены, поэтому остальные могли лишь наблюдать, как фрагмент исчез у девушки в рукаве. Несмотря на плотность духовной энергии, находка оказалась бесполезной для достижения возведения основания. «Не беспокойтесь, пока со мной, мы найдём фрагменты для каждого!» Шелин широко взмахнул рукавом, её обещание вселило в остальных надежду. Поиски продолжились, Ван Буолэ наблюдал за всем со стороны. По его мнению, поведение девушки было отвратительным и возмутительным. «Никогда не поверю, что моё поглощающее семечко уступает её дурацкому чутьё!» Ван Буолэ вновь начал искать поглощающим семечком намёки на присутствие духовной энергии. Когда догорела благовонная полочка, он вздрогнул, внезапно почувствовав где-то поток духовной энергии. Только он собрал срадосно оповестить остальных, как Шелин опять сумела опередить его. «Нашла ещё один!» С гордостью объявила она. «Впереди! Метров через триста!» Ван Буолэ остолбенело, остался стоять на месте, когда толпа молодых людей ринулась вперёд. Вскоре фрагмент был найден. К сожалению, этот фрагмент тоже не подходил для восхождения на стадию возведения основания. Ван Буолэ испытал некое извращённое удовольствие, когда об этом стало известно остальным. «Неужто она мой заклятый враг?» Задумался он. Сделав глубокий вдох, он посмотрел на Шелин. Та с нескрываемой гордостью вновь широко взмахнула рукавом. Чем больше он смотрел на неё, тем сильнее девушка раздражала его. «Что за странная привычка так размахивать рукавами?» Ван Буолэ хмыкнул. Он подумывал покинуть группу и отправиться на поиски в одиночку. Не сделал он это по одной причине. Если он уйдёт, то покажет себя менее компетентным, чем Шелин. Ван Буолэ не собирался так просто признавать поражение, поэтому он поднял силу притяжения и сосредоточился на поиске источников духовной энергии. Его приоритетная задача — найти фрагмент быстрее Шелин и блеснуть своими способностями. Вот только, несмотря на неплохую идею, всё пошло не так, как планировалось. Стоило ему найти фрагмент в третий раз, как... «Я опять кое-что нашла? Ха!» Ван Буолэ стиснул зубы и продолжил искать пока... «Четвёртый! Направление юго-восток! Здесь так много! Пятый находится в ста метрах вон туда! Шестой тоже неподалёку! Четыреста метров там направление!» Серий находок Шелин удивила толпу. Этим она показала остроту своего духовного чтья. У некоторых девушек начали томно поблескивать глаза каждый раз, когда они смотрели на неё, не говоря уже о многих парнях. Как оказалось, количество подходящих для прорыва культивации фрагментов было очень и очень мало. Шелин помогла им найти много фрагментов, но ни один из них не подходил для перехода на стадию возведения основания. Хотя их нельзя было использовать для повышения культивации, сами по себе фрагменты представляли огромную ценность. «Может, эта девочка в прошлой жизни была радаром?» Ван Буолэ давно не чувствовал такого бессилия. Шелин самодовольно взмахивал рукавом каждый раз, как ей удавалось найти фрагмент. Ван Буолэ лишь тяжело вздыхал. «Плевать! Дело не в том, что я ей уступаю. Просто не хочу сильно выделяться. Хуан Шань ведёт себя немного странно. Не хочу привлекать к себе излишнее внимание. Лучше продолжить поиски в одиночку!» Ван Буолэ сделал глубокий вдох. Когда он уже хотел дать знать о своём решении Джо и Фаню и Джао Ямен, его поглощающая семечка внезапно обнаружила приближающуюся волну концентрированной духовной энергии. «Нашёл!» — инстинктивно воскликнул Ван Буолэ. Вместе с ним это же крикнули Шелин и все остальные члены группы. Многие слегка поёжились. «Я тоже нашёл! Волна плотной духовной энергии впереди!» Вскоре стало понятно, что это был самый сильно обнаруженный ими очаг духовной энергии. Судя по всему, впереди находился большой её источник, раз эманации, расходящиеся волнами по округе, почувствовали все в группе. Водушевевшись, молодые люди бросились вперёд. Даже Ван Буолэ подавил раздражение и поспешил следом за остальными. Вскоре они достигли нужного места, от удивления у них перехватило дыхание. Ван Буолэ застыл как громом поражённый. Впереди прямо по дну небольшой ложбины были рассыпаны сотни фрагментов. В отличие от их предыдущих находок, они даже не были закопаны, словно сюда упал большой фрагмент, но после столкновения с поверхностью Луны разбился на множество мелких кусочков, разлетевшихся по округе. В этом месте концентрация духовной энергии была очень высокой. Чем ближе к ложбине, тем плотнее она становилась. Небеса! Посмотрите! Останки фрагмента! Как такое возможно? Как такое очевидное место не нашли раньше? Глава 240-я. Древесная печать. Глядя на сотни фрагментов, рассыпанных по земле, и ощущая исходящую от них духовную энергию, все в группе чувствовали, как их культивация с каждым вдохом вращалась всё быстрее и быстрее. Будучи лучшими из лучших четырёх великих дао-академий, они могли контролировать свои порывы. К тому же рассыпанные по дну ложбины богатства не лишили их способности трезво соображать, это место выглядело подозрительно, слишком противоестественно. У каждого в сердце полыхало пламя желания, но никто не сдвинулся с места. С другой стороны, такое количество фрагментов в одном месте серьёзно пошатнуло их инстинкт самосохранения. Они не могли просто пройти мимо такой груды сокровищ, для начала группа решила обсудить дальнейший план действий. По её итогам практики, специализирующиеся на ловушках и приручении зверей, отправили в ложбину своих питомцев и роботов. Хуан Шань тоже послал управляемого им робота. Роботов создавали не для красоты, а для работы. Их можно было перепутать с автоматонами, но между ними существовали ключевые различия. Роботы и звери медленно приблизились к ложбине, пока Ван Буэлэ и остальные наблюдали. Вскоре разведчики спустились в ложбину. Когда они начали собирать рассыпанные по дну фрагменты, у практиков наверху алочно заблестели глаза. Даже Ван Буэлэ тяжело сдышал. От размышления о том, а не притянуть ли фрагменты к себе с помощью поглощающего семечка, его оторвал глухой рокот, раздавшийся откуда-то из недр Луны. Земля задрожала и резко поднялась, словно океанская волна. Практики наверху увидели, как под ногами робота разверзлась яма, а потом оттуда вынырнул огромный тёмно-пурпурный червь толщиной в полтора метра. Его пасть усеивали несколько рядов острых зубов. Проглотив робота целиком, червь не зарылся под землю. Наоборот, он поднял голову, словно мог видеть практиков четырёх великих дал академий. Когда червь замер, люди смогли получше его разглядеть. У существа отсутствовали глаза и нос. По сути, у червя не было головы, только огромная пасть. Если в ширину червь достигал всего полутора метра, то, видимо, и часть тела, высунувшаяся из ямы в длину, была около сотни метров. К тому же всё тело червя покрывало множество наростов размером с кулак, при виде такого жуткого существа у многих по спине пробежал холодок. «Лонный червь!» — воскликнул кто-то в толпе. Длинное существо оказалось лонным червём. Сила червя была сравнима с третьей-четвёртой ступенью истинного дыхания. Ван Буэлэ судорожно вдохнул и быстро отступил от ложбины. Джо и Фанни Джао Ямен последовали его примеру. Что до других учеников, большинство из них мгновенно приняли решение отступить, несмотря на сильное нежелание бросать такие богатства. Всё потому, что каждая дао-академия, описывая этих существ, делала особый акцент на одну особенность — лонные черви охотились группами. Люди среагировали очень быстро, но было уже слишком поздно. Внезапно земля во многих местах с треском провалилась. Из образовавшихся ям вынырнули огромные лонные черви. Как оказалось, люди столкнулись с группой, насчитывающей несколько тысяч особей. Почва впереди тоже осыпалась, а потом из образовавшихся ям выскакивали новые лонные черви. «Ловушка!» — раздался крик. Ван Буэлэ всё внутри заледенело. В этот момент фрагменты в лощине затуманились. В следующую секунду они исчезли, как смытая морем картина на песке. Всё это оказалось миражом. Именно благодаря странной атмосфере Луны миражи выглядели настолько реалистично. То, что практики увидели в ложбине, действительно существовало. Жуткое место! Ван Буэлэ волосы встали дыбом. Его представление о Луне сформировалось из рассказов других и полученной ранней информации. Но только сейчас он по-настоящему понял, насколько пугающим и непредсказуемым местом был мистический мир Луны. Бежим! Практики четырёх великих ДАО Академий находились по меньшей мере на пятой ступени истинного дыхания. Некоторые уже достигли великой завершённости истинного дыхания. Несмотря на страх, они не паниковали. Собравшись вместе, они нанесли массированный удар по одному направлению в надежде вырваться из ловушки. Окружившие их лунные черви начали издавать странные звуки, похожие на плач. Со всех сторон в уши практиков ударил этот звук. Некоторые лунные черви сплёвывали чёрный ихор. Ихор. В греческой мифологии – кровь богов, отличная от крови смертных. Дурно пахнущая вязкая жидкость моментально разъедала всё, чего касалось. Практики без труда могли представить, что станет с их плотью и костями, если на них попадёт хотя бы несколько чёрных капель. Перепуганные люди незамедлительно достали свои духовные сокровища и другие предметы. Сражаясь с червями, они попытались вырваться из окружения. Всюду грохотали взрывы и ракотала земля. Ван Буэлэ был в самой гуще боя. На его коже потрескивал электричество. Убив набросившегося на него лунного червя, одним ударом он побежал дальше. Бледный и явно напуганный практик из филиала Академии Белого Оленя вдалеке пытался сбежать, но лунный червь оказался быстрее. Бедолагу окатило струёй чёрного ихора. Раздался дикий вопль. Ихор очень быстро растворил плоть, кости, одно из рук и разъел лицо. Бедолага не умер, поэтому успел сломать нефритовую табличку здоровой рукой, продолжая дикого пить от боли. Стоило ему переломить нефритовую табличку, как его окутала сфера света. От светящегося шара в небо ударил луч. Подобно радуге он устремился к небу, словно в попытке послать сигнал о помощи магической формации мистического мира луны. Радужный луч оказался очень быстрым и вот-вот должен был исчезнуть. Но тут земля задрожала с какой-то чудовищной силой, словно где-то начали рушиться горы. В мистическом мире луны поднялся такой грохот, будто в небе раз за разом раздавались раскаты грома. Все те, кто находился на луне, почувствовали начавшееся в мистическом мире землетрясение. Это касалось не только практиков из четырёх великих дау-академий, но и представителей других фракций. Все чувствовали, как у них задрожала земля под ногами. Следом в мире мистического мира луны произошли странные изменения. Изначально чёрное небо внезапно вспыхнуло алом, с распространением красного свечения люди внизу могли разглядеть растягивающийся вместе с ним древесный узор. Спустя всего пару секунд в Анбуле остальные ученики четырёх дау-академии больше не могли увидеть границы этого древесного узора, а он затянул всё небо мистического мира луны. Древесный узор действовал как огромная печать, накрывшая уже имеющуюся на луне магическую формацию. Как паразит, взяв под контроль и запечатав первоначальную формацию, древесный узор заблокировал все попытки послать изнутри сигнал о помощи. С рокотом весь мистический мир луны оказался отрезан от внешнего мира, теперь все, кто находился внутри, больше не могли получить помощь извне. Практики стадии создания ядра из разных фракций временно не могли пересечь блокаду мистического мира луны. На базах фракции Федерации практики стадии создания ядра ошеломлённо смотрели на магическую формацию, некоторые попытались пройти сквозь неё, но их всех отбросило назад. Никто не смог ступить внутрь мистического мира луны. Нет! Свяжитесь с землей! Немедленно! Сообщите президенту о случившемся с мистическим миром луны! Главы сект из четырёх великих доу-академий, члены Сената, клана Пять Поколений Неба и двух великих сект не на шутку встревожились. Но больше всех запаниковали люди из корпорации Трилунье, с их стороны даже высказывалось предложение подрывать их базу, чтобы пробить дыру в магической формации. Йоный господин внутри! Старики из корпорации Трилунье были вне себя от ярости. Задумавшись о возможных последствиях блокады, их дыхание сбилось, а на сердце стало неспокойно. Пока в мире снаружи царила паника, практики из различных фракций, в том числе люди из ДАО-академий, изумляленно таращились на небо. Защитная сфера света ученика, переломившего нефритовую табличку, рассеялась. Останки тела бедолаги тут же сожрал лунный червь. Смерть товарища подействовала на ванболы отрезвляюще. Над их головами небо затянул древесный узор, со всех сторон на людей бросались лунные черви. Чувство страшной опасности обрушилось на его сердце, подобно цунами. Случилось что-то очень скверное! Глава двести сорок первая. Кровавый глаз на охоте. «Надо скорее убираться отсюда!» Понял ванболы. В панике его дыхание ускорилось, сейчас было не время думать об остальных. Размытым пятном он на огромной скорости рванул вперед, остальные тоже не стояли столбом. Молодые люди бросились в рассыпную в попытке вруваться из окружения. Им пришлось отказаться от идеи действовать сообща. Держаться вместе тоже было опасно, поскольку лунные черви забрызгивали их ором большую площадь. Если они будут находиться слишком близко друг к другу, то черная жидкость могла попасть на них. Никому не хотелось умереть в страшных муках. Правильнее было рассредоточиться и всеми возможными способами избегать атак, полагаясь на ловкость и скорость. Они могли прибегнуть к другой тактике. Обеднец и нанести удар по врагу. Хоть лунных червей было возможно зарубить, их количество почему-то не уменьшалось, несмотря на все старания практиков. Глубоко под землей к позициям практиков четырёх академий приближались ещё больше лунных червей. От вида бурлящей, вздымающейся земли кровь стыла в жилах, даже практик стадии возведения основания предпочёл бегство в сражение с таким количеством тварей. Никто не хотел становиться обедом для червей. Раздалось сразу множество хлопков, как будто разбился звуковой барьер. Практики достали свои духовные сокровища и использовали заклинания в надежде вырваться из этой смертельной западни. Ван Буэлэ тоже пытался сделать всё для своего спасения. Физически он уже находился на стадии возведения основания, он мог уничтожить целую группу лунных червей, вот только тварей было слишком много. У него не осталось другого выбора, кроме как спасаться бегством. Раздался хлопок, он словно выпущенный из лука стрела прорывался вперёд. Несмотря на внушительную численность, лунные черви находились на третьей и четвёртой ступени истинного дыхания. Если им не удастся окружителей загнать в угол добычу, то практикам четырёх дао-академии не составит труда спастись, если они всерьёз попытаются. Об Эхоре тоже можно было не беспокоиться, от этой атаки было довольно легко увернуться. Несколько сотен практиков успешно вырвались из засады, примерно двум десяткам не повезло, но остальные спаслись. Тяжело дыша молодые люди видели, как из-под земли с шипением вырываются новые лунные черви, они пережили первую засаду, это вселило в них надежду и заставило бежать ещё быстрей. Ван Буэлэ нашёл глазами Джо и Фаня, Джо и Мэн, Чэнь Юй Туна и других знакомых, кому удалось спастись от лунных червей. Не сбавляя ходу, он про себя облегчённо выдохнул. Когда в сердцах Ван Буэлэ и всех остальных разгорелось пламя надежды, на них обрушилась новая катастрофа. В небе над алой древесной печатью раздался рокот по силе превосходящий гром. Бум-бум-бум! Три оглушительных раската сотрясли земли и чуть не раскололи небеса. Грохот породил волны ауры, прокатившиеся по всему мистическому миру луны. У всех внутри, где бы они ни находились, зазвенело в ушах, половина из них была вынуждена утереть кровь с губ. Лунные черви в страхе сжались, дрожащие чудовища странным образом изогнулись, словно пытались отдать поклон. Юный господин из корпорации Трилонье, удобно расположившийся в кресле своего паланкина, от неожиданности вздрогнул. Стревоженные телохранители тут же окружили его плотным кольцом. Внезапный грохот перепугал многих учеников сект Пренебесное Вознесение и Закат Галактики. Люди искали на пять поколений неба, и те, кто представлял 17 сенаторов, тоже шокированно уставились вверх. Внезапный оглушительный рокот переполошил всех, кто находился в мистическом мире луны. Высоко в небе появилось огромное число символов магической формации. Более сотни этих гигантских символов, нависавших над разными участками мира, накрывали небо всего мистического мира луны. Во всех уголках мистического мира люди задрали голову к небу и видели нависающие над ними ужасающие магические символы. Небо над учениками четырех ДАО Академии не стало исключением. Огромные символы появились внезапно, а потом начали сиять. Ван Була сразу почувствовал навалившееся на него с неба давление. Чувство было неописуемым. Таким было нисхождение более сотни магических символов, непонятно откуда взявшихся в мистическом мире луны. Около десяти тысяч практиков федерации внутри мира на какое-то время забыли о дыхании. По всему миру раздавались удивленные вскрики и вздохи. Люди не могли сдержать дрожи. Под давлением магических символов они чувствовали себя так, будто стояли перед лицом врага всего человечества. Глубоко внутри их сердца сдавливал в тиски все поглощающий страх. На их культивацию тоже навалилась тяжесть. Ван Була судорожно ловил ртом воздух. Стоило ему заметить, что происходящее повлияло не только на него, но и на всех остальных, как у него внутри похолодело. Что здесь, черт возьми, происходит? Пока он мысленно кричал это, одновременно пытаясь сбросить с себя гнет и сбежать, более сотни символов в небе начали вспыхивать заметно чаще. Вместе с этим в небе нарастала сила притяжения. Теперь все небо превратилось в одну большую черную дыру. Целью силы притяжения были десять тысяч практиков в разных регионах и мистического мира. Самое странное было то, что никто не мог дать отпор силе притяжения. Ван Була собственными глазами видел, как практика в четырех академий вокруг затрясло, от их тел поднимались струйки белесого дыма и устремлялись к магическим символам в небе. Глядя на белый дым, Ван Була инстинктивно понял, это была жизненная сила человека. «Символы поглощают жизненную силу?» потрясенно подумал Ван Була. Он чувствовал действие силы притяжения на себе. Его затрясло, как вдруг до этого невидимая жизненная сила была с силой вырвана из тела. Пока из него вытягивалась жизненная сила, он чувствовал, как одновременно слабело тело. Даже меридианы и физическое тело усыхали и как будто бы старели. «Нравится моя жизненная сила! Оно вернее!» Ван Була судорожно вздохнул. В момент страшной опасности его лицо скривилось с верёвой гримаси, поглощающее семечко ожило. Сейчас он совершенно не пытался скрыть его. Вращающееся семечко затянуло украденную жизненную силу обратно в тело. Пока поглощающее семечко сражалось за жизненную силу Ван Була, остальные практики, причём не только из четырёх дау академии, но и других групп в мистическом мире Луны, тоже почувствовали кражу их жизненной силы. У некоторых, как и у Ван Була, имелись свои трюки в рукаве, но таких людей было совсем немного. Джоу Ямен, юный господин из корпорации Трилонье, а также гении из двух главных сект и клана Пять Поколений Неба обладали способами временно остановить кражу жизненной силы. Подавляющее большинство практиков не знало таких техник, десятая часть их жизненной силы быстро растворилась в огромных магических символах в небе. После кражи жизненной силы у практически десяти тысяч практиков сила притяжения исчезла. Более сотни символов в небе замерцали алым светом, похоже, в них назревала какая-то трансформация. Воровство жизненной силы её слияния с небом заняло не более дюжины вдохов. Люди в мистическом мире луны с растущим ужасом наблюдали, как магические символы в небе менялись, один за другим превращаясь в гигантское кровавое око. Сотни алых глаз стали осматривать всё живое внизу, словно они что-то искали. Кровавые глаза в той части неба, где находились в практике четырёх ДО Академии, внимательно осматривали каждого человека в толпе. Никто не мог сдержать дрожи, когда на них останавливался взгляд этих жутких глаз. Ван Бууле затаил дыхание, когда глаз задержал на нём свой взгляд. В следующую секунду он продолжил поиски, похоже, Ван Бууле его не интересовал. «Он ищет кого-то!» — понял Ван Бууле. В этот же миг зрачок огромного глаза в небе внезапно расширился, взгляд только был направлен на одного из практиков четырёх ДО Академии, молодого человека, который показался за Джао Емэн и Ван Бууле одновременно знакомым и незнакомым на Хуан Шане из павильона ловушек. Глава 242. Появление блуждающего тумана. «Они ищут его!» Ван Бууле резко обернулся. Лицо Хуан Шане исказилось в гротескной гримасе, похоже, его застали врасплох, словно он был свят и уверен, что ему удалось всех одурачить, и никто не мог раскрыть его маскировку. Когда на него не мигая уставился глаз, Хуан Шань поменялся в лице и бросился бежать. В этот же миг он вспыхнул духовной энергией, его культивация резко взмыла до запредельного уровня стадии создания ядра. От вспышки его ауры многие ученики из четырёх ДО Академии зашатались и закашлялись кровью. Несколько лунных червей, не выдержав напора такой ауры, были разорваны на куски. «Гигантское дерево!» «Разве его не убили?» С ужасом понял Ван Буэлэ. Он уже сталкивался с похожей аурой стадии создания ядра. По лицу Ван Буэлэ проносились эмоции, он и Джоу Ямен даже не подумали заподозрить в Хуан Шане гигантское дерево, потому что они читали доклад ДО Академии Фюра о его устранении. Они действительно верили, что дерево уничтожили. Кто мог предположить, что ему удастся выжить? Что-то не то. Чувство очень похоже, но оно немного не такое. Ван Буэлэ заметил небольшие отличия в ауре. Джоу и Фань и Джоу Ямен тоже выглядели напуганными, но в глазах последней, как и Уан Буэлэ, промелькнуло сомнение. Сейчас было ни время, ни место для разговоров. Когда Хуань Шань в окружении ауры создания ядра попытался сбежать, сотни кровавых глаз в небе, за исключением смотрящего на него, затуманились и мгновением позже исчезли. В следующий миг они оказались на единственном оставшемся глазу. Всего за один вдох над головами учеников четырех Дао Академий более сотни глаз наложились друг на друга в один единственный огромный кровавый глаз. Око пристально смотрело на бегущего Хуань Шани, который в отчаянии пытался найти выход. Это был жестокий и лишённый сострадания взгляд. Внезапно с грохотом небо рассекла алая молния, нацелена она была на бегущего Хуань Шани. В ней была заключена сила, внушающая благоговейный трепет. Люди кожей чувствовали немыслимую силу этой молнии, она могла убить их на месте, испарить их плоть и стереть с лица земли душу. Издали это выглядело так, будто красная молния растекла небо пополам, при виде настигающей его молнии Хуань Шань поменялся в лице. Он понимал, что ему не удастся уйти из-под удара, глаза беглеца яростно вспыхнули, в попытке дать отпор он заречал и выполнил несколько магических пасов. Не переходи черту! В этот же миг в него угодила молния, раздался страшный грохот, сила молнии разорвала тело Хуань Шань на куски, из которых начали расти веточки. Они стремительно сплетались вместе, поднимаясь выше и выше, пока из них не получилось трёхсотметровое дерево. Теперь гигантскому оку противостояло исполинское дерево с раскидистыми ветвями и пышной кроной, вот только оно было очень старым. Ван Буу Ле, Джо и Фанни Джао Ямен от увиденного примерзли к месту, словно молния угодила не в Хуань Шань, а в них. Остальные люди понятия не имели, откуда взялось это дерево, и всё же у свидетелей происходящего кровь отлила от лица после осознания того, что всё это время в группе пряталось это существо. С помощью магической формации звёздный кормилиц это высосало у них жизненную силу, но я знаю, это твой предел. Посмотрим, сколько ещё алых молний-небожителей ты сможешь создать. Гигантское древо обращалось прямо к небу. Больше оно не пыталось сбежать, вместо этого оно стремительно затуманивалось, словно у него имелся какой-то хитрый способ покинуть это место. Не успело стихнуть эхо этих слов, как алое око в небе зловеще блеснуло, в этот же миг с неба в дерево ударила вторая алая молния. Очередной удар, способный всколыхнуть землю и затрясти небо, грозился разорвать небеса надвое. В своём истинном обличье гигантское дерево не могло увернуться от атаки, поэтому молния попала в его затуманенную крону. Исчезающее дерево задрожало, по стволу с хрустом пошли трещины, множество ветвей обратились в пепел, а от листьев вообще ничего не осталось. Молния разбила невидимую сферу вокруг гигантского дерева, с помощью которой оно пыталось улизнуть. Раненое дерево было вынуждено покинуть своё затуманенное состояние, но это был не конец. С расширением трещин дерево разваливалось на части, из останков дерева пробился нежный зелёный росток и быстро умчался вдаль. Алое око вновь ярко вспыхнуло, в глубине зрачка без труда можно было рассмотреть трещины. Похоже, оно тоже больше не могло продолжить сражение. С трёском, громкость которого была в несколько раз выше, чем недавние раскаты грома, красный глаз рассыпался на третью алую молнию. Она ударила в убегающий зелёный росток. «Нет!» – завопило появившееся на ростке лицо. В крике сквозили отчаяние, неописуемые злобы и досада. Своим росток отчаянно попытался защититься, на нём распустились цветы и вырос плотный слой листьев. Его попытка смягчить удар молнии оказалась тщетной. В следующую секунду его поразила красная молния. Воздух сотряс неописуемый грохот. Свидетели схватки на земле видели, как зелёный росток сантиметр за сантиметром разрушается и обращается в прах. Удушающая аура всё это время давящее им на плечи рассеялась вместе с уничтожением дерева. Небо по-прежнему затягивали магические символы древесного узора, которые запечатывали мистический мир Луны. Те, кто находился внутри мира, сразу почувствовали заметное ослабление давления неба. После исчезновения огромного ока и молнии, уничтоживших гигантское дерево, практики никак не могли прийти в себя. Ван Буу, Ле, Джао, Емэна, Джо и Фань видели неприкрытые изумления в глазах друг друга. Произошедшее напомнило им о впадине Калунь. Это дерево из впадины Калунь? Если так, то сколько ещё существует таких деревьев? Они все сейчас на Луне? Если так, что их сюда привело? С этим явно как-то связанная печать в небе. Ван Буу, Ле, был серьёзно озадачен. Чем больше он думал, тем без радости не становились выводы. Тем не менее, как и остальные, он надеялся на то, что их скоро спасёт Федерация. Произошедшее было слишком серьёзным, чтобы Федерация сидела сложа руки. Она была просто обязана что-то предпринять. Тем временем лунные черви подняли головы. Похоже, они ещё не отказались от идеи убить забредших на их территорию людей. Ещё не отошедшие от недавнего сражения практики быстро вернулись в реальность и бросились бежать. Когда лунные черви уже собирались напасть, а люди почти вырвались из-под контрольной им территории, загадочный, непредсказуемый мистический мир луны нанёс очередной удар. Лунные черви напрочь забыли про добычу и ни с того ни с сего зарились в землю, словно их что-то испугало. Люди толком не успели удивиться, издалека послышались плача всхлипывания, вдалеке показался плотный туман. Кажущаяся бесконечная стена тумана растянулась на много километров в обе стороны, и сейчас она приближалась к ним. Ван Боле и остальные, застыв на месте, наблюдали за надвигающимся на них непроглядным туманом, который пожирал всё на своём пути. Блуждающий туман! В ужасе вскричал кто-то в толпе. Это уникальное погодное явление встречалось только в мистическом мире луны. Место и время его появления было невозможно предугадать, всё живое на его пути, за исключением самой поверхности луны, случайным образом телепортировалась в другие области мистического мира луны. Ван Боле поморщился, галяя на быстро приближающийся туман. Их разделяло всего около трёхсот метров, все вокруг притихли, поскольку понимали, никому не спастись из лап тумана. Напоследок они приглянулись и пожелали друг другу удачи. Ребята, берегите себя! Держитесь, Федерация должна скоро прислать помощь! Надеюсь, мы доживём до следующей встречи! Прощание и слова поддержки в такой ситуации прозвучали крайне неубедительно. Ван Боле сделал глубокий вдох, он обнял на прощание Джо и Фанни и Чунь Юй Туна, кивнул Джоу Ямен и, наконец, попрощался с остальными. В следующую секунду бурлящий туман накрыл более тысячи практиков из четырёх академий. Глава 243. Переполох в Федерации. В 41-му году эра Духовного Истока было осуждено стать очень проблемным годом. Страшная катастрофа на лунных колониях потрясла всю Федерацию. Вскрытие или как-то контролировать распространение информации было невозможно, на Луне находилось слишком много колоний. Помимо тех, что принадлежали главным политическим группировкам, там находились другие колонии более мелких фракций. Новостные агентства Федерации оперативно выпустили репортажи о трагических событиях в мистическом мире Луны, граждане Федерации тяжело восприняли новости. В народе теперь превалировали страх и паника. В сети бурным цветом зацвели всевозможные конспирологические теории. Катастрофа на Луне! Небеса! Должно быть это явно рук дело пришельцев из гигантского бронзового меча! Я всегда был против вступления человечества на путь культивации. Я с самого начала знал, что-то обязательно случится. Культивация этой силы богов. Простым смертным нельзя владеть этой силой. Не пори чепухи! Федерация обязательно разберется с ситуацией на Луне! Родители Ван Була беспокоились о сыне. К сожалению, они никак не могли помочь. На их счастье, отец Люда Убини и мэр города Феникс часто навещали их. Благодаря своим каналам они знали больше, чем говорили в новостях. Немолодая Чита немного успокоилась, когда им объяснили, что Ван Була скорее всего был вне опасности. Случившееся на Луне привело к ее блокаде. Тем не менее, Федерация в данный момент занималась спасением людей, оказавшихся внутри. В то же время команда под предводительством президента, состоящая из представителей главных фракций Федерации, уже направилась на Луну. К ним даже присоединился сам верховный старейш на ДАО Академии Эфира. Самые могущественные фракции не могли сидеть сложа руки и дожидаться, пока все само собой разрешится. Ситуация на Луне изменилась слишком внезапно, многие были обеспокоены. Они сразу поняли, все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. На пути к Луне спасательная команда изучала сообщения экспертов разных фракций, охранявших лунные колонии. В их докладах утверждалось, что в мистическом мире Луны появились практик стадии создания ядра Алая Ока и Красные Молнии, способные убивать практиков стадии создания ядра. Эти новости совершенно не обнадеживали. Наконец, на спутник Земли прибыла спасательная команда из нескольких сотен человек. Теперь на Луне находилось практически 70% практиков стадии создания ядра всей Федерации. Проанализировав все факты и намёки, они составили относительно стройную теорию. Когда дерево обрело сознание, оно смогло ассимилировать практика, спрятаться в его теле и проникнуть в мистический мир Луны. По нашей оценке, сейчас там по меньшей мере два оживших дерева. Их культивация находится на стадии создания ядра, вдобавок, они действуют не заодно. Судя по стычке между ними, они агрессивно настроены друг против друга. Их цели неизвестны, как им удалось взять под контроль магическую формацию и запечатать её, неизвестно. Все эксперты прочитали этот доклад. Никто ничего не сказал, при этом все члены спасательной команды подозревали, случившееся было результатом сговора кого-то из федерации с внешними врагами. Президент Дуань Митсуи был предельно серьёзным. Не став принимать скоропалительных решений, он повернулся к стоящему позади старику, верховному старейшне Дао Академии Эфира и бывшему президенту федерации. Старик нахмырился, в следующий миг его глаза холодно блеснули. «Нам нужно пробиться через магическую формацию и спасти людей внутри!» Глубоким голосом серьёзно сказал он. Старик как будто читал мысли Дуань Митсуи. Когда эти двое приняли решение, представители других политических сил согласно кивнули. Более сотни экспертов в стадии создания ядра выдвинулись к магической формации, им предстояло пробить её. Дуань Митсуи даже привёл в действие частицу силы божественного оружия, от прогремевшего в небе раската грома задрожала вся луна, но магическая формация мистического мира была крайне устойчивой, к тому же её захватили чудовища, которые явно хорошо подготовились. Спасательная команда не знала, какую силу или заклинанием они воспользовались, пробитие магической формации продвигалось черепашьим шагом. Не стоило рассчитывать, что её в скором времени разобьют, единственный способ сделать всё быстро — использовать божественное оружие. Однако появление божественного оружия наверняка разбудит Короля Бессмертного Ночи, покоящегося в мистическом мире Луны. Последствия его пробуждения будут поистине катастрофическими, поэтому эксперты оставили этот вариант на самый крайний случай, когда все остальные покажут свою нежизнеспособность. Пока спасательная команда занималась печатью мистического мира Луны, ученики четырёх ДАО Академии находились в плотном тумане. Спустя какое-то время блуждающий туман покинул эту область, после себя он не оставил ни одной живой души. Более сотни практиков из ДАО Академии пойманные туманом исчезли. С уходом тумана осталась лишь пустая равнина с редкими пожухлыми растениями, больше ничего не осталось. Даже из тоннелей глубоко под землёй бесследно испарились лунные черви, теперь всё выглядело так, будто здесь вовсе не происходило никакого сражения. Если бы кто-то стал свидетелем случившегося, он бы лишился дара речи. Слишком причудливым был этот странный туман. У некоторых могла возникнуть предательская мысль, что всё случившееся, ложбина с фрагментами, сотня практиков ДАО Академии и даже сражения с червями было иллюзией чем-то нереальным. Именно погодные аномалии делали Луну таким недружелюбным для людей местом. Опасные аномалии застегали практиков совершенно неожиданно. Блуждающий туман раскидал учеников четырёх ДАО Академии по разным частям мистического мира Луны, счастливчики остались на безопасной стороне Луны. Те, кому не так повезло, в результате лепортации оказались в запретной и опасной зоне на обратной стороне Луны. Ван Була не знал, куда его забросило. Как только его накрыл блуждающий туман, он на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Когда мир перед глазами прояснился, он оказался в незнакомом ему месте. Стоило ему появиться на новом месте, как он без колебаний раскрутил культивацию до предела, на его кулаке уже подрагивало готовое к удару сверхновое, пока он опасливо осматривался. Вместо безжизненной пустыни у него под ногами похрустывала бурая земля, вдалеке возвышались невысокие горы и холмы. Если бы не древесная печать в небе, он бы подумал, что вернулся на землю. Убедившись в отсутствии опасности, Ван Була облегченно выдохнул. За небольшое время произошло столько всего, что он окончательно убедился, мистический мир Луны действительно был ненормальным и жутко опасным местом. Я на видимой или обратной стороне? Задался вопросом Ван Була и в панике задрал голову. При виде голубой планеты вдалеке он понял, что ему повезло оказаться на видимой стороне Луны. На её обратной стороне он бы не смог увидеть родную планету. С начала мэра духовного истока вращение спутника по орбите немного изменилось. Все в один голос говорили, что на обратной стороне Луны было очень опасно, а в некоторых отдалённых регионах практика в стадии истинного дыхания ждала практически гарантированная смерть. Убедившись в отсутствии угрозы и чудовищ поблизости, Ван Була в очередной раз вздохнул. Массируя пальцами лоб, он не мог не признать, что внушительная часть его удача сгорела с прибытием в мистический мир Луны. Сначала Шелин не дала ему блеснуть во время охоты за фрагментами, потом они во второй раз столкнулись с огромным деревом. Хоть дерево и погибло, мир по-прежнему был запечатан. «Может ли такое быть, что я рождён истинным сыном Земли? Как ещё объяснить, почему за пределами родной планеты меня преследуют неудачи?» возопил Ван Була в чувствах хлопнув себя по животу. Слабая попытка пошутить не помогла унять тревогу. Ван Була никогда не позволял себе упасть духом. Вот только его оптимизм был лишь способом борьбы против тревоги. Он прекрасно понимал, что в мистическом мире Луны любой неверный шаг мог стать для него последним. Чтобы обезопасить себя, ему следовало как можно скорее достичь стадии возведения основания. «Интересно, как дело у остальных?» Практически прошептал Ван Була и замолчал. Его глаза сверкнули решимостью, «Только с культивацией стадии возведения основания у него появятся силы защитить себя». «Нужно искать фрагменты!» Рядом не было ни души, поэтому он позволил поглощающему семечку заработать в полную силу. Пока семечка пробуждалась, Ван Була сконцентрировался на поиске возмущения в духовной энергии. Не прекращая поиска очагов энергии, он на огромные скорости побежал вперед. Вдобавок, он осторожно осматривал округу на предмет возможной опасности. За два часа Ван Була никого не встретил, но ему удалось один раз обнаружить слабый источник духовной энергии. Возмущение духовной энергии было очень слабым, без поглощающего семечка Ван Була никогда бы его не почувствовал. Обрадовавшись, он резко сменил направление и побежал к источнику духовной энергии. Непродолжительные поиски вскоре принесли свои плоды. Он обнаружил наполовину усохшее растение, напоминающее ежовый кактус. «С каких пор на луне растут кактусы?» Разглядывая странные растения, Ван Була не смог скрыть удивление. Он чувствовал, что источник духовной энергии находился где-то под кактусом. С техникой крепления отцы другой практик, проходящий мимо кактуса, никогда бы не заметил такие слабые монации духовной энергии. Ван Була решил попробовать вырвать кактус из земли. Стоило ему потянуть руку, как на кактусе появилась пасть, и укусило его руку. «Кусается?» Пораженно подумал Ван Була. Глава 244-я Грабёж На попытку кактуса укусить его за руку Ван Була только фыркнул. Пальцы сжались в кулак для удара сверхновой. Полыхнувшая от него духовная энергия подняла воздух облака пыли. Кактус уже был готов сомкнуть челюсти, но почувствовав угрозу, сжался и выплюнул комок зелёной жидкости ещё до того, как Ван Була нанёс удар. Это была не атака, направленная на Ван Була. Кактус сделал вид, будто его вырвало кровью, а потом обмяк. С него даже начали опадать иголки. Растение выглядело поверженным. «Притворяется мёртвым? Я даже ещё не ударил!» Ван Була моргнул. Его кулак остановился в нескольких сантиметрах от съезжового кактуса. Такое причудливое растение не могло не заинтересовать его. «Кыш отсюда!» Не успело стихнуть эхо его слов, как кактус ожил, выкопался из земли и отбежал на три метра, быстро перебирая корнями, словно человечек с короткими ножками. «По крайней мере, ты понимаешь, когда добыча тебе не по зубам!» Ван Була засунул руку в яму, освобождённую кактусом, и достал оттуда фрагмент размером с ноготь. Как только его рука коснулась осколка, от кончика пальцев по всему телу растеклось странное чувство, оно было подобно неутолимому голоду и необъяснимому желанию на самой границе разума, нашёптывающее ему соединиться с этим фрагментом. Ван Була поёжился, его дыхание участилось. Он поднёс фрагмент поближе, чтобы получше рассмотреть, он был практически уверен, его можно было использовать для создания ядра возведения основания. С довольной улыбкой Ван Була положил фрагмент во внутренний карман на груди. Внеземные фрагменты использовались для перехода на стадию возведения основания. К сожалению, в силу их необычной природы их нельзя было убрать безданный браслет. Широко улыбнувшись, Ван Була поднял голову и обнаружил, что кактус пропал. Бегство растений нисколько его не обеспокоило. Немного подумав, он понял, что за свой зачёточный интеллект кактус уследовал облагодарить фрагмент. Наверняка это фрагмент как-то на него повлиял. Убедившись в отсутствии в округе других фрагментов, Ван Була двинулся дальше. Когда он ушёл из-под земли, медленно высунулся кактус. Растение понуро посмотрело в сторону, куда убежал Ван Була. С досады она обнажила свои зубы, но в итоге опять закопалась в землю. Окрылённый находкой Ван Була продолжал поиски. Спустя какое-то время он остановился и взглянул на найденный недавно фрагмент. За короткое время его отличное настроение как ветром сдуло. С этой штукой что-то не так. Нам говорили, что их нельзя поместить в бездонный браслет. Во время вводной никто не удосужился сообщить об исходящей от них духовной энергии. Эта штуковина привлекает внимание. Ван Була раздражённо запустил руку в волосы. До нахождения фрагмента исходящей от него эманации духовной энергии едва ощущались, он превращался в сигнальный костёр тёмной ночью. Эманации осколка в определённом радиусе выдавали его позицию другим практикам. Теперь понятно, почему столько говорилось про опасность этого места и ожесточённую конкуренцию среди фракций. С такой особенностью фрагментов ещё бы тут не было ожесточённой борьбы. В качестве временного решения проблемы Ван Була подумывал спрятать найденный фрагмент, но даже после того, как он закопал его в яму, заметность его духовной энергии не уменьшилась. Если оставить фрагмент здесь, его наверняка очень быстро обнаружат другие. Другого выхода нет. Посмотрим, кому хватит духу меня ограбить. Ван Була стиснул зубы и продолжил бежать. Поглощающая семечка неустанно вращалась в поисках других источников духовной энергии. За следующие три дня Ван Була нашёл немало фрагментов, правда, они не подходили для создания ядра возведения основания. Из необходимых ему фрагментов он нашёл ещё один. Ван Була нередко вздыхал, сетую на сложность поиска этих особых фрагментов. У него хотя бы была поглощающая семечка, поэтому он находил их гораздо быстрее многих сверстников. Даже так результаты были довольно удручающими. У остальных наверняка такие же проблемы. Попытался утешить себя Ван Була. Во время поисков фрагментов он натыкался на лунных зверей. Мутировавшие звери по силе были сравнимы с практиком стадии древних боевых искусств. Они не представляли для него опасности, а некоторые так и вовсе показались ему весьма аппетитными, если их как следует зажарить. К примеру, лобстер, достигавший человеку до пояса. Ван Була какое-то время простоял в нерешительности перед огромным деликатесом. Он пробовал лобстеров, выловленных из океана, но ему никогда не доводилось есть их собратьев, обитавших на суше. Этого лобстера окутывала пурпурная аура, да и сам он выглядел ядовитым, поэтому после долгих раздумий Ван Була отказался от идеи зажарить его. Прошло еще два дня. Путешествие по мистическому миру Луны продолжалось. В поисках фрагментов Ван Була пересекал небольшую гору, как вдруг у него блеснули глаза. Благодаря поглощающему семечку он почувствовал возмущение духовной энергии. Этот внезапный всплеск обрадовал Ван Була. Он уже хотел поспешить туда, но тут через поглощающее семечко осознал, что источник духовной энергии двигался, и он приближался к нему. Ха? Ван Була поднял голову и посмотрел вдаль, на горизонте показался силуэт практика. Это был первый человек, которого он встретил после перемещения. Им оказался худощавый и немного истощенный на вид парень с недобрым взглядом и шрамом на щеке. Он носил черный халат, а вокруг правой руки была обмотана тканевая повязка, из-под которой пробивался черный цы. От него исходила свирепая своевольная аура, он был воплощением холодной безжалостности. Судя по его наряду, он не учился ни в одной из четырех доу-академий, эманации духовной энергии сходили именно от него. После внимательного осмотра Ван Буэлэ обнаружил на нем сразу три источника духовной энергии, пробудившие в нем неутомимый голод и желание. Три особых фрагмента? Потрясенно понял Ван Буэлэ. В его душе поднялась волна горечи. С двумя особыми фрагментами он считал, что работал усерднее остальных, однако этот не такой уж красивый в сравнении с ним парень нашел целых три. Может одолжить их у него? Ван Буэлэ оказался перед непростой дилеммой. Тем временем парень в черном внезапно посмотрел на Ван Буэлэ. Он резко сменил направление и на большую скорость и побежал в его сторону, оставляя за собой столб пыли. Паренек решил преподнести себя на блюде с голубой каемкой? Ван Буэлэ моргнул. Отступив на пару шагов, он стал наблюдать за молодым человеком. Тот остановился в тридцати метрах от Ван Буэлэ. Задрав подбородок и холодно смеря взглядом Ван Буэлэ, он выставил руку и потребовал. «Давай их сюда! Не заставляй меня повторять дважды!» От неожиданности у Ван Буэлэ слегка округлились глаза. Он тоже выставил руку с раскрытой ладонью. «Давай их сюда! Не заставляй меня повторять дважды!» «Передразниваешь! Жить надоело!» Молодой человек прищурился и сорвался с места, замахнувшись кулаком. В мгновение ока он оказался перед Ван Буэлэ. Вот только он не собирался бить кулаком, все это время он сжимал в руке медальон из черного нефрита. Стоило ему его бросить, как артефакт сотворил черный ветер, принявший размытые очертания тигриной головы. С громким рыком туманная голова накинулась на Ван Буэлэ. «Духовное сокровище? Ты разве не знаешь, что дедуля Ван практикт хромического оружия?» Надменно заявил Ван Буэлэ. Широким взмахом руки он отправил в противника рой духовных сокровищ. Среди них были взрывающиеся бусины, веревка, большая печать и летающий меч. Среди них особенно опасными выглядели веревка и большая печать. Парень в черном халате с опаской посмотрел на артефакты. Правда, ни то, ни другое сокровище не долетело до него. Источая пугающую ауру, оба взмыли вверх и исчезли в вышине. Практик в черном насторожился, когда два артефакта совершенно неожиданно сменили направление. Следя за духовными сокровищами, он взмахнул медальоном из черного нефрита и ударил ладони в направлении Ван Буэлэ. Черный тигр и остальные духовные сокровища столкнулись с оглушительным грохотом. От удара тигр протяжно взвыл, грохот еще не успел стихнуть, а парень в черном уже пытался достать Ван Буэлэ. Его указательный палец был направлен в центр лба Ван Буэлэ. Прощайся с жизнью! Ван Буэлэ был знаменит на всю федерацию, но ученики крайне консервативной традиционной секты закат галактики, не часто контактирующей с внешним миром, знали о нем совсем немного. Этот парень знал о Ван Буэлэ, и того меньше. В этой схватке он использовал стандартную тактику для устранения практик от хромического оружия. Максимально быстро сократить дистанцию и убить его в ближнем бою. По его опыту, практики от хромического оружия, магических формаций и алхимики были опасными противниками на дальних и средних дистанциях, но крайне уязвимы в ближнем бою. Самонадеянный юноша молниеносно ударил пальцем в лоб Ван Буэлэ. На кончике его пальца уже собрался черный цы. Он ни капли не сомневался в своей способности одним ударом пробить толстяку череп, к сожалению, даже самая проверенная тактика в реальной жизни бывала давала сбой. Когда палец почти достиг лоба Ван Буэлэ, у того радостно блеснули глаза. Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то последний раз атаковал меня пальцем? Глава 245. Превыше всех и всего. Это напомнило Ван Буэлэ о старых добрых временах. С приходом известности многие стали опасаться его техники залома пальцев. Тем не менее, каждую схватку он искал момент использовать на ком-нибудь свой излюбленный приём. Ему хотелось вернуться в то время, когда о нём ещё никто не знал, чтобы вновь почувствовать азарт от успешно проведённого залома чего-нибудь пальца. И сегодня он наконец смог ощутить давно забытое чувство. Отточенным многими часами практики движением он перехватил палец парня в чёрном в нескольких сантиметрах от своего лба. Поглощающее семечко внутри него ожило. С появлением сил и притяжения он резко заломил палец. «Назови меня папочкой!» «Что ещё за просьба?» Парень в чёрном халате поменялся в лице. Дело не в том, что ему не попадались люди, которые использовали техники захвата. Ему никогда не встречались практики, любящие заламывать пальцы и требующие назвать их папочкой. Этот толстяк был первым. Его жёг стыд, а глаза холодно блеснули. Парень в чёрном был жестоким, безжалостным человеком, поэтому, игнорируя дикую боль, он даже не попытался вырваться. Наоборот, его палец окутал чёрный цы, а потом повязка на его руке порвалась. С пальца, словно острый клинок, который мог рассечь всё на своём пути, ударила пугающая сила. Если присмотреться, то можно было увидеть и два различимые волны, ударившие с пальца в ладонь Ван Буэлэ. «Пусти!» У себя в голове он уже рисовал картину того, как рука Ван Буэлэ взрывается фонтаном кровавых брызг. Атака и вправду была очень опасной. Ею он отправил на тот свет немало людей. Но тут произошло нечто неожиданное. Несмотря на разрушительную силу, при столкновении с рукой Ван Буэлэ волны как будто налетели на стену из металла. В момент контакта они не разорвали руку в клочья, а просто рассеялись. «Ты что, пытался почесать папочке руку?» «Небось, думал, раз папочка слабый практикт хромического оружия, то в ближнем бою у него нет шансов?» «Так и вот, почему ты захотел украсть мои фрагменты!» Ван Буэлэ смирил взглядом жертву, такая атака не могла пробить его кожу, всё-таки его физическое тело находилось на стадии возведения основания. Юноша нанёс мощную атаку пальцем, но она явно не была рассчитана на противника такого калибра. Ван Буэлэ без предупреждения ударил юношу в пах. «Кто вообще так дерётся? Бить в такое место!» Подумал парень в чёрном, поменявшись в лице. Сначала ему в пах ударил порыв ветра. Настолько мощным был замах ноги. У него в груди бешено колотилось сердце, пока он судорожно пытался вырваться, но руки Ван Буэлэ словно клеща держали очень крепко. Ему ничего не оставалось, как попытаться заблокировать удар своей ногой. Во время их столкновения юноша побледнел. От ноги по телу начала расходиться вибрация. Сначала по костям, потом через плоти кровь. Изо рта бедолаги брызнула кровь. «Проколятья! Ты ведь практикт хармического оружия! Нет шансов в ближнем! Как у тебя язык повернулся такое сказать!» В ярости немного безумно проревел юноша. Он никогда не встречал практиков хармического оружия с такой высокой физической силой. Никогда не встречал таких монстров. Хотя он и сам был не так прост. После резкой вспышки энергии между ними он решил, что обойдется без пальца. Стоило ему вывернуть руку, как послушался мерзкий хруст. Жав пальцы левой руки в кулак, он ударил в лицо Ван Буэлэ. «Отправляйся в ад!» проричал он. Ван Буэлэ бесцветно улыбнулся. Он отпустил сломанный палец и текучим движением перехватил кисть другой руки. «Пришло время вывихнуть сустав!» «Попался!» От резкой боли юноша сдрожал. Из его горла вырвался мучительный вопль. Ван Буэлэ одним оточным движением сломал ему запястье. Из-за этого отправленный в полет кулак на мгновение застыл. В этот же миг Ван Буэлэ чуть развернулся и схватил его левую руку, чтобы сломать второе запястье. И вновь послышался характерный тряск. Боль усилилась настолько, что парня в чёрном халате начала бить крупную дрожь. В момент опасности он прикусил язык и с помощью крови активировал секретную технику. Из его тела ударила вспышка чёрного света, словно он на мгновение стал чёрным солнцем. Это была секретная техника секты Закат Галактики. Во все стороны выплеснулась могучая энергия. Несмотря на физическую культивацию стадии возведения основания, высвобожденная сила оттолкнула Ван Була. Парень в чёрном воспользовался шансом, чтобы сбежать. Не прошло и секунды, а он уже находился в сотне метров от Ван Була. Сейчас ему казалось, будто он вырвался из лап дьявола. Он в страхе посмотрел на Ван Була. За всю его жизнь ему ещё не попадался такой противник. Ещё никогда он не терпел такого постыдного поражения. В растерянности, посмотрев на сломанный палец со странно вывернутой кисти, которые держались на мускулах, он почувствовал себя так, будто оказался во сне. А ты силён! Боже, мне как практик от хромического оружия придётся работать ещё усердней! Ван Була в ста метрах от противника слегка удивлённо потёр грудь. От последней атаки это место немного соднило, с его губ сорвался немного восхищённый вздох. В следующий миг взмахом рукава он извлёк из браслета восемь автоматонов. Ладно, теперь будем драться как полагается! Торжественно объявил Ван Була. Он вспыхнул духовной энергией, отчего окружавшие его автоматоны тоже ей засияли. Некоторые из них начали издавать какие-то странные звуки. Юноша в чёрном застыл, словно громом поражённый, но, услышав причудливые звуки, невольно поёжился. На фразе «Практик от хромического оружия» его сердце пропустило удар. С появлением автоматонов он сразу насторожился, поэтому без задней мысли бросился бежать. Обе его кисти безвольно болтались, но с ногами всё было в порядке. «Пытаешься смыться? Оставь фрагменты и можете!» крикнул ему Ван Була. По взмаху его руки восемь автоматонов, не прекращая издавать странные звуки, кинулись следом за парнем в чёрном. В этой погоне они походили на стаю гонщих из самых глубин преисподней, а юноша напоминал перепуганного кролика. От страха у него от щёк отлила кровь. К сожалению, удача была не на его стороне. Во время своего панического бегства он не заметил беззвычно пикирующую с неба верёвку. Могло показаться, что её окружает похотливая аура. Прежде чем жертва успела хоть что-то сообразить, верёвка пять-шесть раз опутала его и крепко связала. Стянутый верёвкой по рукам и ногам парень рухнул на землю. «Что происходит?» Верёвка показалась ему знакомой. Внезапно его осенило. Именно эта верёвка в начале боя бесследно умчалась куда-то в небо. Кто мог подумать, что спустя столько времени она вернётся и свяжет его? К тому же верёвка не просто связала его по рукам и ногам, её кончик ощупывал в неподобающих местах. Пока ошеломлённый юноша пытался выпутаться, у него над головой послышался громкий свист. С неба на него падала огромная печать, в ней была заключена невероятная сила, словно она взирала на всё внизу, как верховный владыка сущего. По мере её снижения нарастали рокот и свист ветра, огромная печать упала прямо на молодого человека. От удара тот закашлялся кровью и потерял сознание. В самый последний момент он пытался понять, почему верёвка и большая печать нанесли удар спустя столько времени. У него в голове не укладывалось, как могли существовать артефакты с такими странными свойствами. Этим вопросом задавался не он один. Даже Ван Буле подозревал, что его творения могли выкинуть нечто подобное. Он знал о необычных пристрастиях верёвки, а во впадине колунь собственными глазами видел нестандартную тактику огромной печати. Поэтому их внезапное появление совсем немного его удивило. По его мнению, оба сокровища отлично справились. Подойдя к потерявшему сознание парню, он одобрительно кивнул печати и верёвки. Отличная работа. Вот это я понимаю, кооперация. Продолжайте в том же духе. Сказав это, он забрал верёвку и печать. Пришло время обыскать поверженного противника. Ван Буле забрал все его пожитки, включая три особых фрагмента. Припомнив свирепость его атак, Ван Буле хмыкнул раздел его догола, он не оставил даже нижнее бельё. В процессе он включил функцию записи видео на своём кольце-передатчике. «Зелёный юнец! Куда тебе до меня? Ладно, я не стану тебя убивать. Пусть наша встреча послужит тебе уроком!» С улыбкой сказал Ван Буле. Закончив запись, он двинулся прочь. Много часов спустя юноша постепенно начал приходить в себя. У него в голове всё было как в тумане. Похоже, он ещё не до конца осознал, что именно произошло. Он растерянно огляделся, а потом осмотрел себя. В следующий миг воздух прорезал вопль невыразимой ярости. Глава 246. Трансформация блуждающего тумана. Когда юноша пришёл в себя, Ван Буле находился далеко от места их стычки. На ходу он мрачно посмотрел на деревянную табличку. Содержимое этой маленькой вещицы из бездонной сумки побеждённого им юноши и было причиной его невесёлого настроения. Открытие не составило труда, требовался лишь достаточно высокий уровень культивации, любой опытный практикт хромического оружия мог без проблем вскрыть её. По рангу артефакта эксперт быстро понимал, на каких свойствах бездонного хранилища надо сконцентрироваться, чтобы отпереть его. Ван Буле, переплавлявший духовное сокровище третьего ранга, использовал похожий метод для переплавки уже имевшихся артефактов для изменения внутренних начертаний. Таким образом, он мог открыть бездонную сумку и не стереть нанесённые на неё метки. У него не возникло с этим никаких трудностей. По содержимому сумки Ван Буле немного узнал о своём противнике. Звали его Вань Хуай, он был учеником внутренней секты Закат Галактики. Ван Буле понятия не имел, как была устроена секта, но по удостоверяющей пластине понял, что Вань Хуай был не последним учеником с культивацией истинного дыхания в секте Закат Галактики. В сумке лежало немало пилюли духовных сокровищ, а также техники культивации, записанные на нефритовых табличках и других предметах. Внутри даже находился летающий корабль. К сожалению, эти предметы нельзя было использовать в мистическом мире Луны в первую очередь из-за присутствия магической формации. Несмотря на это, Ван Буле считал отнятие ценности у злодеев отличным способом озолотиться. Ещё он обнаружил карточку с духовными камнями, привязанную к владельцу. Из-за этого ему будет трудно снять с неё средства, но больше всего его внимание привлекла деревянная табличка, которую он сейчас крутил в руках. На деревянной дощечке длиною с половиной ладони была вырезана карта, Ван Буле моментально сообразил, что это была карта мистического мира Луны. Да, у Академии Эфира раздала им похожие карты, вот только карта Вань Хуаэ была более подробной и имела меньше белых пятен. На ней имелось несколько отметин. После внимательного изучения таблички выяснилось, что одна точка помечала место, где он обнаружил особый фрагмент. Это обстоятельство очень его обрадовало. На обратной стороне тоже была вырезана карта региона с тремя небольшими горными пиками, другие пометки отсутствовали. Это была просто карта местности. Именно материал таблички так удивил Ван Буле. Древесная текстура таблички сразу показалась ему знакомой. Она напомнила ему о впадении колонь и гигантском дереве, которое недавно уничтожило красная молния. Откуда эта штука у ученика секты Закат Галактики? Судя по текстуре, деревянная табличка с большой вероятностью сделана из гигантского дерева. Ван Буле невольно вспомнил полные опасности приключения с Джои Фанем и Джоо Ямань во впадении колонь. Он до сих пор не забыл то странное чувство, что у него возникло, пока они находились внутри гигантского дерева. Гигантское дерево может ассимилировать и контролировать практиков. Оно даже способно подделывать их голоса при общении через кольцепередатчик. Фальшивый голос очень трудно отличить от оригинала. Небо мистического мира луны затянул древесный узор. Похоже, странные перемены в мистическом мире связаны с гигантским деревом. Возникает вопрос, какую роль во всем этом играет секта Закат Галактики? На этом моменте Ван Буле был вынужден прервать свои размышления. У него на руках было слишком мало фактов, чтобы делать какие-либо серьезные выводы. Однако, с имеющимися намеками он мог с абсолютной верностью утверждать, что нынешняя ситуация была оплетена сетью заговоров и интриг. Это еще больше убедило его в опасности творящегося в мистическом мире. Желание достичь стадии возведения основания стало как никогда сильным. Надо поторапливаться. Ван Буле сделал глубокий вдох, у него уже было пять подходящих для прорыва культивации фрагментов, но он прошел лишь четверть пути. Я не могу использовать здесь летающий корабль. Территория поисков мало того, что большая, она еще кишит всевозможными опасностями. Быстро найти нужные фрагменты будет очень и очень непросто. Ван Буле находился в непростой ситуации. К сожалению, он ничего не мог сделать, кроме как осторожно двигаться вперед и вести поиски с помощью поглощающего семечка. Через три земных дня Ван Буле нашел шестой фрагмент, дважды ему попадались люди из других фракций. Правда, эти держались очень настороженно, поэтому никто не пытался подойти и заговорить с ним. Ученики других фракций на мгновение замирали, почувствовав эманацией шести фрагментов Ван Буле, но в обоих случаях они спешно уходили, сумев удержать себя в руках. Тем не менее, он не мог не заметить одну деталь. С каждой новой встречи алчный блеск в глазах людей становился все ясственней. С тех пор Ван Буле стал вести себя еще осторожней. Пока что ученики других фракций сдерживают себя, за исключением тех, кто изначально не чурался убийств. Если федерация скоро не пришлет помощь, то со временем у людей станет больше фрагментов, а значит после всего одного успешного нападения человек сможет взойти на стадию возведения основания, в худшем случае ему останется найти всего пару фрагментов. Перед лицом такого непростого выбора многие отбросят последние крохи контроля, которые удерживают их от агрессивных действий. Тогда нас всех ждет масштабная схватка не на жизнь, а на смерть. Ван Буле прищурился и продолжил поиски. Спустя еще сутки он остановился в користой местности. Остановка никак не была связана с отдыхом, просто он увидел приближающийся издалека бурлящий туман. Похоже, блаждающий туман мог полностью затянуть гору, на которой сейчас находился Ван Буле. Ван Буле нужно было быстро принять решение. Он уже несколько дней обыскивал окрестности, но практически не нашел особых фрагментов. Дальнейшие поиски с большой вероятностью не принесут плодов. Если его перенесет в другую область, кто знает, быть может, ему удастся что-то найти. Никто не мог предсказать, куда его забросит блуждающий туман. Ван Буле вполне обоснованно опасался того, что туман мог отправить его в очень опасное место. «Если бы я мог управлять блуждающим туманом!» Со вздохом подумал Ван Буле, глядя на клубящийся туман. Тыльной стороной ладонь он потер лоб. Когда он уже почти принял решение, его посетила одна мысль. «Мне не нужно уметь задавать туману место перемещения. Надо придумать способ взять частицу блуждающего тумана с собой. Тогда я в любой момент смогу им воспользоваться, чтобы переместиться в другое место. Если меня закинет на обратную сторону Луны, то можно будет сразу переместиться еще раз». Эта идея выглядела очень соблазнительной. Ван попытался представить себе процесс ее реализации. В случае успеха он сможет не только быстро причесывать разные участки мира, но и не беспокоиться о своей безопасности, а это и сейчас было его главной проблемой. Если противник окажется слишком силен, он сможет просто использовать туман и послать обидчиков куда подальше. От этой мысли Ван Буэлэ заметно оживился. «Если получится, это станет моим козырем!» С блеском в глазах подумал он. Ван Буэлэ глубоко вздохнул и бросился в противоположную сторону от надвигающегося тумана, при этом не сводя с него глаз. Делал он это по одной причине. Ему нужно было выиграть время, чтобы проработать в голове план по захвату частицы тумана. Стоит ли использовать духовные камни в качестве материала? Проанализировав ситуацию, Ван Буэлэ пришел к выводу, что ключевым свойством его дхармического артефакта должна стать способность поглощать и хранить в себе туман. Прямо на ходу он достал духовные камни и начал наносить на них начертания, чтобы сделать из них духовную заготовку. Через полчаса Ван Буэлэ, зажатый высоко над головой жемчужины из духовного камня накрыл блуждающий туман. Появившись в незнакомом месте, Ван Буэлэ с облегчением выдохнул, он все еще находился на видимой стороне луны. Не вышло. Посмотрев жемчужину, Ван Буэлэ почесал затылок. Как оказалось, жемчужина смогла вобрать в себя блуждающий туман, вот только сразу после перемещения он рассеялся. Нужно улучшить дизайн? Не растеряв мотивации, Ван Буэлэ взялся за работу, он вырезал новые начертания и отправился на поиски фрагментов. Через пару дней его коллекция пополнилась седьмым фрагментом, примерно в это время он вновь столкнулся с блуждающим туманом. Ради создания этого козыря я готов на все! В этот раз у меня точно все получится! Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, стиснул зубы, поднял над головой улучшенную жемчужину и побежал навстречу туману. Вскоре туман перенес его в другую часть луны, но витхармический артефакт для хранения блуждающего тумана вновь не сработал. Потом была третья попытка, а следом четвертая. Включая первые две попытки, за месяц Ван Буэлэ девять раз пытался забрать себе частицы блуждающего тумана. Похоже, удача была на его стороне, поскольку туман всего раз переместил его на обратную сторону луны, и то на самую границу, а не в отдаленной области. Однако там все равно было очень опасно, ему повстречался бессмертный ночи, чья сила равнялась культивации стадии создания ядра. Ван Буэлэ сумел спастись только благодаря тому, что его переместило достаточно далеко от этого опасного создания. Тем не менее, он был доволен количеством собранных фрагментов, теперь у него их было десять. Попытки обоздать блуждающий туман пока не приносили плодов, несмотря на постоянное улучшение артефакта, все его испытания закончились провалом. Я так просто не сдамся! В следующий раз у меня точно все получится! Глава 247 Собрат Даос, стой! Ван Буэлэ раздраженно запустил пальцы в свою шевелюру. Цепочка неудач при разработке жемчужины, способной хранить в себе блуждающий туман, никак не повлияла на его решимость довести начатую до конца. Тем не менее, он прекрасно понимал, что жемчужина станет бесполезной, как только он покинет пределы Луны, однако внутри этого мира она будет его главным козырем. С ней он сможет свободно здесь перемещаться, если на него нападет агрессивно настроенный обитатель мистического мира Луны, для бегства ему достаточно будет использовать жемчужину. Практиков из других фракций он сможет перемещать в другие области Луны. Артефакт с такими свойствами представлялся Ван Буэлэ практически бесценным сокровищем. Нельзя сказать, что в создании жемчужины не наблюдалось прогресса, после каждого перемещения Ван Буэлэ вносил улучшения в начертания, а также калибровал уже имеющиеся. Благодаря этому жемчужина научилась поглощать туман, главной проблемой все еще оставалось сохранение вне тумана. Артефакт поглощал туман в момент перемещения Ван Буэлэ, после чего тот сам собой рассеивался. Это не вписывалось в его предварительные расчеты. «Я обязательно закончу жемчужину!» — серьезно решил Ван Буэлэ. Оглядевшись, он побежал в наиболее перспективно выглядящем направлении, попутно он привел в действие поглощающее семечко, чтобы оно выискивало фрагменты, тогда как сам он искал глазами блуждающий туман. Изучение блуждающего тумана в течение целого месяца позволило Ван Буэлэ гораздо лучше понять, что из себя представлял этот феномен. Обычно блуждающий туман собирался в низменностях, поэтому в ходе поиска фрагментов Ван Буэлэ не пропускал ни одной низины. Ему был нужен блуждающий туман для испытания, внесенных в жемчужину изменений. За следующие два дня Ван Буэлэ не только улучшил жемчужину, но и сделал несколько разных ее версий. За время нахождения в мистическом мире луны он приобрел определенную сноровку и чутье, когда дело касалось поисков блуждающего тумана. Одним ничем не примечительным вечером он двигался к очередной низине, как вдруг резко сменил направление и побежал направо. Он ничего не видел, но нутром чувствовал, что где-то справа пульсирует невероятный источник духовной энергии. Словно яркий свет маяка темной ночью, этот поток энергии могли заметить все, кто находился неподалеку. Ван Буэлэ ранее уже сталкивался с похожим возмущением в духовной энергии. Очевидно, источником был не скрытый где-то неподалеку фрагмент, а человек, в чьих руках находились фрагменты. Правда, нынешний очаг духовной энергии по яркости превосходил прошлый на 60%. Такая сила духовной энергии ощущалась им впервые. Проклятье! Сколько там фрагментов? Бьюсь об заклады, там около 20. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. На фоне исходящей вдалеке духовной энергии его, собственно, выглядело бляклой. Это немного раздосадовало его, он-то думал, что с поглощающим семечком очень эффективно вел поиски, в результате в его распоряжении находилось всего 10 фрагментов, подходящих для прорыва. С другой стороны, кто-то неподалеку уже находился на самом пороге перехода на стадию возведения основания. Это не только ударило по самолюбию Ван Буэлэ, но и заставило его насторожиться. Тут явно было что-то не так, правда, он пока не понимал, в чём моменту было дело. Поэтому он отказался от идеи грабежа и уже хотел пойти своей дорогой, но тут он прищурился. Источник духовной энергии вдалеке сменил направление, похоже, им были замечены эманации, исходящие от Ван Буэлэ, и сейчас он двигался в его сторону. Глаза Ван Буэлэ холодно блеснули, вместо бегства он решил остаться стоять на месте, самоуверенно глядя на приближение источника духовной энергии. Хочет меня грабить? Так и быть. Если я уничтожу его, то у меня будет достаточно фрагментов. Готовясь к конфронтации, Ван Буэлэ начал размеренно дышать. Его культивация набирала обороты, физически он был готов на сто процентов, готов ударить в любую секунду. Это не я, Ван Буэлэ, хочу ограбить его. Я просто защищаюсь. Ван Буэлэ презрительно фыркнул, не сводя глаз с горизонта. Вскоре подготовка к бою была завершена. Вдалеке тем временем показался столб пыли, к нему приближалась большая группа людей. При виде немаленькой группы людей Ван Буэлэ оцепенел. От изумления у него перехватило дыхание. Чёрт подери, кто все эти люди? Ван Буэлэ был человеком опытным, но встреча с отрядом в 40-50 человек, 20 из которых явно были бойцами, стала для него полной неожиданностью. Каждый из бойцов, находящихся на внешнем периметре группы, обладал культивацией великой завершённости истинного дыхания. Выражение их лиц было недружелюбным. Судя по кровожадному блеску в глазах, они были весьма опытными боевыми практиками. В центре группы находилось около 20 девушек в разноцветных нарядах, они тоже находились на великой завершённости истинного дыхания, больше удивляли не их бросаемые во все стороны насторожные взгляды, а заранее подготовленные навыки и техники. Среди них были практики магической формации, алхимики, укротители зверей, трое варьер-гарде ремонтировали духовные сокровища. В самом центре этой группы в 50 человек находилось огромное кресло-паланкин, в котором развалился молодой человек в солнцезащитных очках, бриджах и рубашке с цветочным узором. Паланкин несла огромная обезьяна, животное двигалось очень быстро, чтобы не отстать от группы. Все эти люди составляли эскорт юного господина из корпорации Трилунье. Такая многочисленная группа выглядела крайне странно на фоне полного опасности мистического мира Луны. Ван Буэлэ не ожидал встретить здесь такую толпу. Какая-то организация прислала сюда своего наследника полюбоваться видами? У Ван Буэлэ глаза чуть не выкатились из орбит. Юноша в очках-авиаторах, лениво развалившийся в кресле, никак не вписывался в атмосферу мистического мира Луны. По его мнению, ему было самое место на пляже в окружении одеток в бикини фотомоделей. Исходящая от группы духовная энергия была очень сильной. Изучив ее повнимательнее, Ван Буэлэ пришел к выводу, что количество фрагментов либо уже достигло 20, либо было очень близко к этому значению. Ван Буэлэ почувствовал укол зависти при виде красавиц в окружении юноши. Некоторые держали над ним зонты, другие массировали плечи, а еще несколько девушек чистили ему фрукты. Посмотрев на парня в кресле, а потом критически осмотрев себя, Ван Буэлэ пришел к неутешительной мысли. Несмотря на его самоуверенность, он не мог состязаться с этим юношей. Ван Буэлэ сокрушенно вздохнул и побежал в противоположную сторону. Практиков было слишком много. В случае конфликта они просто задавят его числом и отнимут все пожитки. Сейчас он уже сожалел, встретить неизвестного противника, прикинувшись могучим и бесстрашным практикам. Как только Ван Буэлэ бросился на утек, парень в очках крикнул «Собрат, да вас, постой!» После тех слов двадцать телохранителей рассредоточились, чтобы взять Ван Буэлэ в кольцо. У каждого в руках поблескивало духовное сокровище. С их помощью они не только передвигались очень быстро, но и спускали могучее давление. «Черт!» мысленно ругнулся Ван Буэлэ. «Эти бугаи хорошо вооружены!» Ван Буэлэ был возмущен тем фактом, что группа юноши в очках за столько дней ни разу не столкнулась с блуждающим туманом. В противном случае с ним бы сейчас не было столько народу, а все его охранники бродили бы по луне в поисках хозяина. Ван Буэлэ притворился, будто не услышал просьбы остановиться, его глаза недобро блеснули, если телохранители попытаются остановить его, то он не станет сдерживаться и даст им бой. Почувствовав жажду убийства толстяка, парень снял солнцезащитные очки. Так и не встав с кресла, он искренне улыбнулся «Собродал, а с тебе не о чем беспокоиться. Я, Дзинь Дуумин, никогда не опущусь до такой низости, как грабеж. Честность и справедливость, эти принципы лежат в основе нашей корпорации Трелунье. У меня уже 19 фрагментов для достижения возведения основания. Не хватает всего одного. Раз уж судьба свела нас вместе, назови цену, и я куплю у тебя один». Парень уверенно улыбнулся, словно обсуждал и с ней приобретение бесценного фрагмента, а покупка капусты на рынке. Сказав это, он дружелюбно помахал Ван Буэлэ. Глава 248. Богатый и упрямый. «Я ничего не продаю», совершенно серьезно сообщил Ван Буэлэ. У него было всего 10 фрагментов, тогда как у парня в очках было 19. Ван Буэлэ, ценой огромных усилий, добыл эти фрагменты, поэтому надменно задрав подбородок, он пошел прочь от Паланкина. Цзэнь Дуо Мин продолжал улыбаться, отказ нисколько не смутил его. «Отхарамическое оружие седьмого ранга в обмен на фрагмент», предложил он, глядя на удаляющегося толстяка. «По рукам?» Он достал из безданного браслета Джань Дао длинный, слегка изогнутый однолезвенный меч с длинной рукоятью. Меч нес в себе гибельную ауру, и за нее вокруг людей завыл черный ураганный ветер. В этом урагане можно было с трудом разглядеть очертания крокодила, покрытые чешуей существо выглядело крайне свирепо. Раскрыв пасть, затуманенный зверь беззвучно обнажил свои зубы, такое могучее создание могло сотрясти небо и землю. Как только появился меч, обезьяна, несущая полонкин Цзэнь Дуомина, задрожала. От навалившегося давления она приникла к земле и в страхе замерла, даже девушки практики тяжело задышали, от их лица слила кровь, словно сила от хромического артефакта тяжелым грузом навалилась на их культивацию. Вырвавшаяся наружу сила не могла привести в смятение небо и землю, однако она все равно внушила трепет, бушующий ветер поднял с земли облако песка и пыли. Ван Бууэлэ застыл словно граммом пораженный, сначала он посмотрел на Цзэнь Дуомина, а потом на хромический артефакт седьмого ранга в его руке. «Что... что ты сказал?» промемлил Ван Буэлэ. «Я сказал, что готов обменить этот хромический артефакт седьмого ранга на один из твоих фрагментов. Согласен?» С улыбкой сказал Цзэнь Дуомин, так и не встав с кресла. Он держался крайне уверенно. Девушки практики рядом не выглядели удивленными, словно они давно привыкли к таким выходкам их юного господина. «Тхромический артефакт седьмого ранга в обмен на фрагмент?» Ища в лице юноши с очками хоть какой-то намек на обман, Ван Буэлэ пытался привести мысли в порядок. Предложение было очень странным. Даже получив подтверждение, у него внутри все равно не успокоился свирепствовавший там ураган эмоций, происходящее казалось ему сном. Будучи практикант хромического оружия, он хорошо разбирался в артефактах, с первого по второй ранг они назывались хромическими артефактами, с третьего по шестой духовными сокровищами, и только с седьмого они получали приставку «оружие» и становились хромическим оружием. Эти артефакты обладали невероятной силой и стоили немыслимых денег, в свободном доступе они не продавались, несмотря на весьма большой спрос. Без необходимых связей человек не мог просто пойти и купить себе хромическое оружие. Если такой артефакт выставляли на аукционе, он моментально уходил с молотка, заоблачная цена не останавливала людей, жаждущих заполучить себе такое сокровище. Даже уплатив немыслимые деньги, покупатели хромического оружия все равно считали, что они сорвали куш. Сам Ван Буэлэ только слышал о хромическом оружии президента Джоу Дэси, как оно выглядело он понятия не имел. Большинство практиков хромического оружия больше всего в жизни мечтали переплавить хромическое оружие. Ведь только практики стадии возведения основания с серьезными связями или поддержкой могущественной семьи могли надеяться заполучить хромическое оружие. Что до людей на стадии истинного дыхания, во всей Федерации только юный господин корпорации Трелунье владел таким сокровищем. Это ввело Ван Буэлэ в ступор. Ценность хромического оружия было сложно переоценить, и все же парень предложил ему этот меч за жалкий фрагмент, да еще таким тоном словно речь шла о какой-то безделице, а не о бесценном сокровище. В глазах Ван Буэлэ эта сделка выглядела как обмен спорткара на конфету, хотя даже такое сравнение было недостаточно ярким, чтобы описать всю нелепость ситуации. Скорее уж, в обмен на конфеты ему предложили роскошный летающий корабль. Ван Буэлэ так и не шелохнулся, какое-то время он вообще не дышал, а потом запыхтил, как паровоз. Когда у него слегка поплыло перед глазами, Цзинь Дуомин самодовольно улыбнулся, он всегда считал, что на свете не существовало такой вещи, которую нельзя было купить. Отказавшись продавать фрагмент, Толстяк показал свою упрямую, даже гордую натуру. Он хотел посмотреть, как Толстяшек запоет, когда увидит храмическое оружие. На самом деле, юноша в цветастом наряде не нашел ни одного фрагмента. Все имеющиеся у него фрагменты он выменил у других. Все это время он предлагал встреченным практикам духовные сокровища, но теперь ему не хватало всего одного, поэтому он решил предложить храмическое оружие. У него артефакты такого ранга не вызывали какого-то особого трепета, если ему понадобится еще один, достаточно попросить отца по возвращению домой. Дома никогда не было недостатка в таких вещах. Его сопровождающие уже давно свыклись с тем, как их господин ведет дела. Особенно интересной была реакция девушки, судя по наряду работавшей у него экономкой. Она не только не удивилась, наоборот, уголки ее губ приподнялись в улыбке. «Юный господин научился сдержанности. Он действительно возмужал, раз не стал предлагать в обмен на фрагмент храмическое оружие восьмого ранга». «По рукам или нет?» — повторно спросил Цзинь-Доумин, сообразив, что Ван Буэлэ до сих пор не проронял ни звука. В его голосе прозвучало раздражение неерпения. «По рукам!» Проигнорировав раздражение в голосе Цзинь-Доумина, Ван Буэлэ тут же достал и бросил ему фрагмент. Он был вне себя от восторга. Цзинь-Доумин ловко поймал фрагмент, осмотрел его и, убедившись, что всё в порядке, бросил Ван Буэлэ тхармическое оружие. Как только пальцы Ван Буэлэ замкнулись на рукояти меча, его начала бить крупная дрожь. Он чувствовал неописуемую силу тхармического оружия, он как будто держал в руке сферепого крокодила, а не меч. Ему даже на секунду показалось, что он опять превратился в обычного смертного, настолько могучим был этот артефакт. В плане культивации и физической силы ему было тяжело контролировать тхармическое оружие. В то же время, будучи практиком тхармического оружия, он с уверенностью мог сказать, что этот артефакт был настоящим. Вот это да! Мне ведь это не снится! Ван Буэлэ благоразумно убрал тхармическое оружие в бездонную сумку из страха, что богатее в кресле передумает, но Цзинь-Доумин был не из такой породы людей. Надев очки, он лёг поудобней и с улыбкой на прощание помахал Ван Буэлэ. Было приятно иметь с тобой дело, собрадалось! Ван Буэлэ поднял голову и увидел, как многочисленная группа подвинулась в путь. По его мнению, у парня в цветочном наряде были слегка не все дома. Кто после такой сделки вообще будет говорить слова благодарности? Этот богач обменял на фрагмент храмическое оружие и ещё поблагодарил меня. Ван Буэлэ всё меньше понимал, что происходит. Как будто бедность серьёзно ограничивала его воображение, из-за чего он не мог понять логику действий юного господина из корпорации Трилунье. Одно было точно. Ван Буэлэ ни капли не расстроился. Было бы здорово, если бы юноше в очках не хватало ещё одного фрагмента. Даже недавнее чувство зависти растаяло, как дым на ветру. Ничего удивительного, что такой человек сумел так быстро собрать необходимое количество фрагментов для стадии возведения основания. Если бы такому богачу не удалось сделать даже это, то в этом несправедливом мире в него бы точно ударила молния. Сегодня я узнал кое-что новое! Ван Буэлэ вздохнул. Он ещё не до конца пришёл в себя от произошедшего, как вдруг его взгляд остановился на обезьяне, несущей полонкин Дзинь Дуумина. Судя по расположению ручек, их должно было быть две. Собрать до вас, Дзинь! Сбрезком в глазах прокричал он и поднял руку над головой. У меня есть высококлассные товары, которые больше нигде не купить. Автоматоны высшего качества способны нести кресла или массировать плечи. Их даже можно использовать в качестве телохранителей. Они умеют делать всё! Ван Буэлэ хлопком по бездонной сумке извлек трёх автоматонов, красивую девушку, громилу и маленькую алмазную обезьяну. Девушка-автоматон имела невероятно обворожительную внешность, изящные брови, манящие раскосые глаза, кожа цвета слоновой кости. Писаная красавица. Здоровяк явно обладал нечеловеческой силой. К тому же он выглядел настолько свирепо, что просто стоя рядом с ним, ты чувствовал себя в безопасности. А вот автоматон алмазной обезьяны был выполнен предельно натурально. По размерам она больше напоминала маленькую гору. Ван Буэлэ ничего не знал о предпочтениях парня в очках, поэтому решил достать несколько разных видов автоматонов. Глава 249. Тёмная сторона луны. Услышав возглас Ван Буэлэ, Цзинь Доомин, всё ещё лежащий в кресле, слегка приподнял руку. Гигантская обезьяна остановилась и повернула паланкин к Ван Буэлэ. При виде трёх автоматонов Цзинь Доомин снял очки, чтобы получше их рассмотреть. Первый раз с момента их встречи молодой человек сел прямо в своём кресле. «Это автоматоны? Их много кто продаёт? Что такого особенного в этой троице?» С любопытством спросил Цзинь Доомин. Заметив заинтересованность потенциального покупателя, Ван Буэлэ поднял руку и театрально щёлкнул пальцами. В этот же миг копия алмазной обезьяны громко взревела и посмотрела на обезьяну, держащую паланкин Цзинь Доомина, у зверя-носильщика заблестели глазки. Судя по его тяжёлому дыханию, автоматон алмазной обезьяны очень ему понравился. Как интересно. Цзинь Доомин едва заметно улыбнулся. Его очень впечатлило то, насколько натуральной получилась обезьяна. Всё-таки ему удалось одурачить свирепого зверя и его животные инстинкты. Похоже, его носильщик принял автоматона за представителя своего вида. Такие реалистичные автоматоны были большой редкостью. По изменившемуся выражению лица Цзинь Доомина, Ван Буоле понял, о чём тот думал. Он прочистил горло и указал на девушку. Автоматон, словно живой человек, перестал ококетливо хлопать глазами. Её лицо посуровело, а потом она одним плавным движением вытащила из ножен меч. Так она и стояла с мечом наголо, пока её длинные волосы и платья развивались на ветру. Словно красавица, сошедшая с полотна маститого художника. В глазах Цзинь Доомина разгорелось пламя, Ван Буоле с улыбкой сложил руки в магическом пассе, а потом оказал пальцем на своё творение. В этот же миг неприступная и холодная красавица воин превратилась в соблазнительную и очаровательную девушку, буквально излучающую женственность и шарм. Цзинь Доомин невольно наклонился, не желая пропустить ни одной детали, как вдруг Ван Буоле ударил по своему автоматону ногой. Сверяпость удара была настолько высокой, что раздался хлопок девушка-автоматон сумела подставить руки и заблокировать удар, правда её всё равно отбросил назад. Когда села пыль, Цзинь Доомин заметил на автоматоне трещины, которые уже сами с собой затягивались. «Сабра да оздень, этот автоматон очень прочный, к тому же он снабжён начертаниями для самопочинки. При использовании её в качестве телохранителя или кого-либо ещё, она сделает всё в лучшем виде», спокойно объяснил Ван Буоле в виде блеск заинтересованности в глазах Цзинь Доомина. Пришёл черт последнего автоматона, после магического пасса Ван Буоле Здоровяк провёл для Цзинь Доомина небольшую демонстрацию своей силы. После впечатляющего выступления Здоровяк застыл на месте. Здоровяк промычал, от этих звуков телохранители из корпорации Трилонью поёжились. Многие в эскорте Цзинь Доомина, особенно девушки, во все глаза уставились на Здоровяка. Цзинь Доомин тоже вздрогнул, а потом со смехом хлопнул себя по бедру. Он не успел ничего сказать, его опередила девушка в наряде экономки. «Мы покупаем всех», выпалила она. «По миллиону духовных камней за каждого». Вмешательство экономки немного расстроило Цзинь Доомина, однако он ничего не сказал и ожидающе посмотрел на Ван Буоле. Тот, похоже, понял, в чём было дело. Цзинь Доомин хоть и был богачом, но он не трясся над каждым духовным камнем. Скорее наоборот, он вообще не придавал особого значения деньгам. Ван Буоле понимал, что при работе с такими клиентами не следует поддаваться о жадности, поэтому он покорно согласился на предложенную цену и достал ещё сто автоматонов. Спустя какое-то время, ошеломлённый экономкой, довольный, как слон Цзинь Доомин, собрали свои покупки, с духовной картой на предъявителя в руках Ван Буоле помахал Цзинь Доомину. На прощание Цзинь Доомин не удержался и спросил у Ван Буоле его имя. Услышав его, он слегка удивился. Имя прозвучало знакомо, как будто он уже слышал его, напоследок он тоже помахал рукой. Богач! Вот это настоящий богач! Глядя на удаляющуюся группу Цзинь Доомина, Ван Буоле было немного жаль с ними расставаться. Он отвернулся только тогда, когда они скрылись из виду. Больше всего в жизни люблю заводить дружбу с богачами. Ван Буоле погладил бездонный враслет, словно мог почувствовать лежащую внутри духовную карту, а также хромическое оружие седьмого ранга. Его охватил жар, как будто внутри него бушевал пожар, на поиски блуждающего тумана он отправился в отличном настроении. Во время испытания меча седьмого ранга стало очевидно, что его максимальный потенциал может раскрыть только практик стадии возведения основания. В этой ситуации человек с культивацией истинного дыхания был кем-то вроде ребенка с боевым топором в руках. Физически Ван Буоле находился на стадии возведения основания, поэтому мог сражаться мечом только как обычным оружием в ближнем бою. Его культивации было недостаточно, чтобы заклинаниями контролировать свое новое оружие, как он это делал летающими мечами. Несмотря на это, сила тхармического оружия была совершенно невероятной даже при использовании его в качестве обычного меча. Стоило Ван Буоле использовать крохотную частицу культивации и мягко взмахнуть мечом, как клинок с пронзительным свистом рассек воздух. От появившейся иллюзии крокодила земля вокруг потрескалась. Ван Буоле был очень доволен, теперь у него появился еще один козырь. Еще несколько попыток использовать оружие дали неутешительные результаты. Всего лишь с физической стадии возведения основания он не мог слишком долго сражаться этим мечом. Убрав артефакт, он продолжил поиски блаждающего тумана. Через несколько дней туман был найден, хромическое оружие дарило Ван Буоле чувство безопасности. Он начал больше рисковать во время экспериментов, так прошла неделя. За семь дней Ван Буоле множество раз переместился, но ни одно из них не принесло ему успеха. Количество изменений жемчужин росло, как и ее размеры. Попутно Ван Буоле обнаружил еще два фрагмента, доведя их число до одиннадцати. Наконец, он нашел способ временно скрыть свою духовную энергию, а также ослабить эманации, исходящие из фрагментов. Для этого требовалось использовать поглощающее семечко, к сожалению, это было лишь коротковременной мерой. За эту неделю Ван Буоле повстречал несколько знакомых из четырех великих дау-академий. После обмена информацией они расходились своей дорогой. Ван Буоле не видел ни Джоуи Фани, ни Джоуи Мэн, но со слов встреченных им учеников он знал, что обоим удалось найти много фрагментов. Что до опасностей, Ван Буоле как-то раз случайно натолкнулся на летучую мышь и успешно пересидел ядовитый дождь. Он даже видел мираж вдалеке. В ходе тщательных поисков он, похоже, истратил всю свою удачу. Через два дня блуждающий туман перенес его в густой лес. Дело в том, что он находился не совсем в обычном лесу. Когда он забрался на верхушку дерева, Тони обнаружил в небе землю, лес раскинулся до самого горизонта, телепортация забросила его не просто в пограничную зону обратной стороны Луны, а в удаленный от видимой стороны уголок. Я не собираюсь здесь умирать. Немного задыхаясь, подумал Ван Буоле. Он со смесью насторожности и страха окинул взглядом неестественно тихий лес. Местная растительность отличилась от земной цветом и своим внешним видом. Большинство растений имели парпурный оттенок, который менялся в зависимости от того, с какого угла смотреть. В растительном царстве Луны превалировали округлые формы. Казалось, он угодил в какой-то фантастический лес, где среди деревьев время от времени мелькали существа размером с теленка с множеством конечностей. Духовная энергия здесь была более плотной, чем на видимой стороне Луны. Это было одновременно плюсом и минусом, поскольку жившие здесь существа могли поглощать духовную энергию, что делало их намного опасней. Осторожно двигаясь по лесу, Ван Буоле встретил двухголовое существо то ли синего, то ли желтого цвета размером со взрослого льва. Стоило ему запрыгнуть на дерево, как ствол резко раздвоился славно огромная пасть и проглотил существо целиком. Ван Буоле по спине пробежал холодок. Надо сматывать удочки, да поскорей. Мне срочно нужен блуждающий туман. Ван Буоле сделал глубокий вдох и побежал быстрее. Спустя три часа он не нашел ни границы леса, ни следов блуждающего тумана. В панике он уже хотел сменить направление в поисках какой-нибудь низменности. Как вдруг он остановился и посмотрел куда-то влево. Там кто-то есть? В просвете среди листвы он увидел впереди более сотни практиков в одинаковой униформе. Он уже видел похожую одежду в мистическом мире Луны. Такие наряды носили люди из клана Пять Поколений Неба. Похоже, там возводились магические формации и проводились какие-то раскопки в большой яме. Снующие туда-сюда люди что-то транспортировали. В другой стороне Ван Буоле увидел нечто, отчего у него резко расширились зрачки и мороз пробежал по коже. Он увидел гигантское дерево. Дерево разговаривало с хмурым стариком. От пожилого практика исходили эманации стадии создания ядра. Это... Это... От удивления все мысли в голове Ван Буолы перемешались. Глава 250-я. Избавься от него. Стадия создания ядра. У Ван Буоле резко сузились зрачки. Он чувствовал, что это гигантское дерево отличалось и от напавшего на них во впадь Николонь, и от скрывавшегося под личиной Хуан Шане, но одно было ясно, они принадлежали к одному виду. Это подняло в его душе настоящую бурю эмоций. С деревом разговаривал старик. Осознав его уровень культивации, Ван Буоле стало не по себе. Перед отправкой в мистический мир им объяснили, что сюда не могут попасть люди с культивацией стадии создания ядра, и все же он обнаружил здесь практика с такой культивацией с кланой Пять Поколений Неба. Прямо сейчас они находились на обратной стороне Луны. Ван Буоле не мог сказать, где именно он находился. В дремучем лесу отсутствовали какие-либо ориентиры. Из-за этого сориентироваться было особенно трудно. Вдобавок, наложенный на магическую формацию печать мешало нефритовым табличкам определить местоположение. Однако, после такого количества перемещений Ван Буоле не покидало ощущение, что он пока еще находился не в самом сердце обратной стороны Луны. Даже если он ошибался, его выводы были недалеки от истины. Это объясняло, почему здесь было так мало людей. Если бы не туман, он бы никогда сам не забрел в эту область. Будь здесь только люди из клана Пять Поколений Неба без гигантского дерева, то он бы подумал, что клан решил жульничать, но присутствие дерева многое объясняло. «Клан Пять Поколений Неба в сговоре с гигантским деревом! Они явно замышляют что-то недоброе!» Ван Буоле уже сожалел о своем решении пойти в этом направлении. Исходящая от него духовная энергия привлекала внимание, несмотря на ослабление эманации поглощающим семечком, забредать сюда все равно было не самым лучшим его решением. Поэтому Ван Буоле решил ретироваться, он понимал, если его обнаружат, ему конец. Хоть Ван Буоле двигался практически беззвучно, решение уйти было принято слишком поздно. Практики истинного дыхания могли не заметить духовную энергию Ван Буоле, но это не относилось к старику в стадии создания ядрая гигантскому дереву. Оба посмотрели в сторону, где прятался Ван Буоле, глаза гигантского дерева ярко засияли, когда оно посмотрело на укрытие Ван Буоле. От взгляда дерево Ван Буоле загудело в голове, словно в его мозг проникло чужеродное сознание, которое пыталось уничтожить или вытеснить его собственный разум, в его голове казалось закричало всё сущее. Ван Буоле не успел толком рассмотреть людей в лесу, как его обнаружили. Чувствуя опасность, Ван Буоле привёл в действие поглощающее семечко, чтобы прогнать чужеродное сознание, прогрызавшее себе дорогу в его разум. Из уголков его губ копала кровь, пока он, бледный как мел, со всей возможной скоростью пытался сбежать. О маскировке, исходящих от него, эманаций, подобно маяку тёмной ночи его легко могли заметить все находящиеся в округе практики. «Мелкая рыбёшка! Джоу Фэй, возьми людей и избавься от него!» приказал старик стадии создания ядра. В его голосе чувствовался холод, словно для него появление незваного гостя было лишь небольшой помехой. У него имелись дела поважней. По его приказу в погоню за Ван Буоле отправилось 20 человек из клана Пять Поколений Неба. Их возглавлял мужчина средних лет по имени Джоу Фэй с культивацией стадии возведения основания. Поклонившись старику, он вслед за остальными растворился в чаще. В сердце бегущего полюса Ван Буоле бушевал ураган эмоций. На ходу он хлопком по бездонной сумке извлек пять автоматонов, которые он хранил как раз для такого случая. Автоматоны отличались от остальных его творений внешним видом. Это были пять его точных копий. Они даже носили одежду в точности как у него. Шестеро Ван Буоле сгрудились в кучу, а потом разбежались в разные стороны. Чтобы ещё больше запутать преследователей, Ван Буоле раздал им фрагменты, которые он планировал использовать для достижения возведения основания. Теперь в лесу стало на пять Ван Буоле больше, а значит найти настоящего стало заметно сложней. В условиях погони в лесу это была очень эффективная тактика. Когда Джоу Фэй и его люди нагнали его, то они увидели шестерых, бросившихся в рассыпную толстяков. Хитро. Было вынужден признать Джоу Фэй. Один магический пас, и позади него возникли три силуэта. Это были три его прошлых воплощения, каждая излучила культивацию высшей великой завершённости стадии истинного дыхания. Хоть они и не находились на возведении основания, их культивация была очень близка к этой стадии, троица разбежалась в разные стороны, что до самого Джоу Фэя он взял на себя четвёртое направление. Перед уходом он громко скомандовал. Рассредоточьтесь и продолжайте преследование. Как только найдёте его, подайте сигнал. Остальные практики разбились на две группы и побежали следом за последними двумя толстяками. Заметив погоню, Ван Буэлэ начал нервничать. Всё-таки лес обратной стороны луны завораживал своей красотой. С другой стороны, здесь было очень опасно, особенно для Ван Буэлэ. Преследуемый кланом Пять Поколений Неба, он судорожно пытался найти способ спастись. Мне нужно как можно скорее отыскать блаждающий туман. От одной мысли о старике из клана Пять Поколений Неба и гигантском дереве у него по спине пробежал холодок. Надеяться на федерацию не стоило. Даже если они пришлют в мистический мир спасательную команду, помочь ему они вряд ли смогут, поскольку не смогут во время его найти. О присутствии здесь людей с культивацией стадии создания ядра они тоже ничего не знали, поэтому единственный шанс на спасение он связывал с блуждающим туманом. К счастью, Ван Була не впервой было спасаться от погони в лесу. Он с завидной сноровкой и ловкостью лавировал между причудливыми деревьями. Резко взмахнув кисть и он призвал десять москитов. В отличие от своих собратьев десятый москит был серого цвета. Насекомые разлетелись в разные стороны, обеспечив ему обзор в 360 градусов в радиусе 30 метров. С круговым обзором и опытом ухода от погони в лесу он побежал по лесу еще быстрее. Его преследователи из клана Пять Поколений Неба очень хорошо подготовились. Настоящего Ван Була преследовали не Джоу Фей, не одно из его прошлых воплощений, а с дюжину практиков на великой завершенности истинного дыхания. Каждый достал благовония. Дым зажженных благовоний затопил эту часть леса плотным дымом, что позволило им не обращать внимания на опасности леса. Неудивительно, что вскоре самый быстрый из них оказался в радиусе 300 метров от Ван Була. Заметив одним из москитов приближения преследователей, Ван Була нахмурился. Их жажда крови стала главным аргументом в пользу их устранения. Изначально он не планировал нападать, не желая терять преимущества, которые ему давали копии, ведь атака сразу покажет, что именно он был настоящим. Тем не менее, у него не оставалось другого выбора. Если он не нападет на них, автоматоны вряд ли смогут долго водить преследователей за нос. Рано или поздно они его вычислят. В моих интересах как можно дольше оттягивать столкновения. Ван Була силой и волей подавил в себе желание напасть на группу практиков. Вскоре он с удивлением почувствовал, как один с другим начали исчезать сигналы автоматонов. Вскоре остался всего один. Ждать больше нельзя! Глаза Ван Була сфере поблеснули. Больше он не колебался. Резко развернувшись, он побежал в противоположную сторону в то время, как десять москитов устремились к ближайшему преследователю. Быстронегий практик был удивлен такой сменой тактики. Он услышал жужжание у себя над духом, но не придал этому особого значения, ошибочно приписав звук обитателям леса. В распыленный имя дым должен был прогнать их. Только он об этом подумал, как жужжание москитов стало громче. Не успев толком среагировать, он почувствовал резкое жжение в разных частях тела. Он открыл рот, чтобы закричать, но тут у него что-то провелькнуло перед глазами. Серый москит залетел ему прямо в рот. Парализованный страхом, он так и не проронил ни звука. В этот же миг боль стала невыносимой. Он хотел отмахнуться от насекомых, но его кожа уже посинела, а из-за лба пулей вылетел серый москит. Это был конец. В этот же миг исчащи со свистом вылетел меч и пронзил ему горло. Когда тело рухнуло на землю из кустов, вышел в анбула. Сверепость серого москита порядком его удивила, но сейчас было не самое лучшее время для его изучения. С мрачным блеском в глазах он вновь исчез среди деревьев. Напившись кровью, москиты энергично последовали за хозяином. Глава 251. Схватка с практиком стадии возведения основания. Благодаря широкому радиусу обзора ван буолэ придвигался по лесу как настоящий бог смерти. Казалось, ничто не могло спрятаться от его взора. Москиты кусали его врагов еще до того, как они засекали его. Под контролем ван буолэ крохотные насекомые жалели практиков из клана Пять Поколений Неба, от дикой боли никто из них не успевал послать сигнал о помощи. Мгновением позже их настигала смерть от рук ван буолэ. Серый москит обладал пугающей силой, узнав это, ван буолэ позволил ему действовать самостоятельно. Судя по его наблюдениям, укушенные им практики быстро синели, а потом падали на землю, как будто укус превращал их в кусок льда. Каждый раз, как москит вылетал из-за лба очередной жертвы, он становился только сильней. С ним ван буолэ сражался как тигр, которого наделили крыльями. Успела сгореть лишь половина благовонной палочки, а он уже убил одиннадцать практиков клана Пять Поколений Неба, когда его летающий меч пронзил лоб последнего члена высланной за ним группы, который уже слабо напоминал человека после множества укусов москитов, ван буолэ сделал глубокий вдох и без промедления вновь растворился в чаще. С его огромной скоростью и широким обзором он напоминал духа леса неуловимого и смертоносного. Он сожалел лишь об одном. Дабы сбить преследователей со следа и запутать их, ему пришлось раздать своим копиям добытые фрагменты. У него осталось всего два осколка. Клан Пять Поколений Неба, я это так не оставлю! Ван буолэ заскрежетал зубами. Всё это время он искал низменности и лощины. Наконец он почувствовал намёки на перемещающую силу в округе. В это же время он чуть не закричал от радости при виде тонких преди тумана. Он по опыту знал, что это было признаком формирующегося здесь блуждающего тумана. Невозможно точно сказать, где именно появится туман, но в низинах он собирается значительно быстрее, чем где бы то ни было ещё. Воодушевлённый Иван буолэ двинулся вперёд, но тут один из москитов увидел за сидзой дымкой чей-то силуэт. Он частично сливался с окружением, двигался абсолютно беззвучно и невероятно быстро без присущего такой скорости свиста или сверхзвуковых хлопков. С такой умопомрачительной скоростью ему потребовалось всего мгновения, чтобы покрыть разделяющие их триста метров. Времени размышлять не было. Ван буолэ резко ударил рукой с уже готовой сверхновой по земле. С грохотом воздух взмыл фонтан камней и грязи. Ван буолэ использовал эту технику как прикрытие своего отступления. Всё произошло очень быстро. Неизвестный прошил воздух кулаком и ударил в место, где только что стоял Ван буолэ. Когда он обернулся, то увидел не размытый силуэт, а слегка сбитого сталку мужчину средних лет в форме клана Пять Поколений Неба. Им оказался лидер группы преследователей по имени Джоу Фэй. При виде этого человека шестое чувство Ван буолэ забило тревогу. Судя по навалившемуся на него давлению, Джоу Фэй находился не на начальной ступени, а на средней ступени возведения основания. Использованные им заклинания он тоже видел впервые. Если бы не обзор, давая им и москитами, он, как и многие другие, до него погиб бы, так ничего не поняв. Любопытно. Теперь понятно, почему ты стал одним из сотни снов федерации. На земле от кого-то вроде тебя было бы сложно избавиться. Все эти свидетели... Но здесь тебе некуда бежать. Джоу Фэй гнусно ухмыльнулся, явно узнав Ван буолэ. Похоже, для него не существовало занятие приятнее убийство, подающего большие надежды гения. Можешь не рассчитывать на быструю смерть. Я запишу на видео, как ты будешь умолять меня убить тебя. Неплохо я придумал, да? От извращенного садизма в голосе Джоу Фэй у Ван буолэ по коже пробежали мурашки, но страх быстро сменился яростью. Будь ты проклят! Будь прокляты, твои предки! Взревел Ван буолэ. Вместо бегства он набрызился на врага, словно совершенно не боялся смерти. На ходу он вытаскивал и бездумно подбрасывал в воздух духовные сокровища. Множество артефактов на мгновение зависли в воздухе, а потом мы стремились к Джоу Фэю. Жалкий практик истинного дыхания с кучкой духовных сокровищ третьего ранга. Ты мне не противник. Джоу Фэй покачал головой, когда он поднял руку, чтобы отмахнуться от них, когда он немного ослабил бдительность. Именно в этот момент Ван буолэ достал из бездонного браслета свой новый меч, тхармическое оружие седьмого ранга. С его появлением небо немного поменялось в цвете, пугающая энергия взмыла в вышину, породив черную бурю, в центре которой находился Ван буолэ. В этой расширяющейся буре возникла иллюзия гигантского крокодила, отчего рёва задрожала земля. Ван буолэ с кровожадным блеском в глазах сжал рукоять меча двумя руками и бесстрашно выпрыгнул из черной бури. Замахнувшись как следует, он нанёс вертикальный удар. Когда клинок начал опускаться, крокодил в бурю ударил своим хвостом. Огромный хвост каким-то неведомым образом соединился с телом Ван буолэ, увеличив его силу. Тэээ! У Джоу Фэя от удивления расширились глаза, на его лице застыло изумление, словно он не мог поверить в реальность происходящего. Он ожидал от Ван буолэ какой-то хитрой техники, но не появление в его руках настоящего дхармического оружия. Выброшенные ранее духовные сокровища оказались всего лишь отвлекающим манёвром, внезапная атака мечом по силе могла тягаться с ударом молнии. Несмотря на замешательство в этот критический момент, Джоу Фэй внезапно взревёл. Скривившись в гримасе, он прикусил кончик языка и сплюнул немного своей жизненной крови. Позади него выросли воплощения трёх его прошлых жизней. Они соединились к крови и превратили её в кровавую ладонь, которая устремилась навстречу клинку. Не теряя ни секунды, Джоу Фэй вытащил порпурный щит. От него исходила впечатляющая аура духовного сокровища шестого ранга. Тем не менее, оно не могло сравниться с храмическим оружием. Джоу Фэй бросил на защиту всё, что у него было. В противовес этому из тела Ван Буэлэ в прыжке с мечом вырвалась необузданная сила. Внушающая трепет и ужас сила, казалось, принадлежала Ван Буэлэ, миру и даже в каком-то смысле всему звёздному небу вселённой. Просветлённой! Стоило ему мысленно произнести это слово, как неописуемая сила взмыла до самих небес, превратившись там в чудовищное давление, пришедшее откуда-то из далёких звёзд. Как будто где-то очень далеко медленно пробуждалась древняя воля. Немыслимый вспляск энергии произошёл внезапно. Джоу Фэй, окутавший себя всей своей духовной энергией, неожиданно потерял способность соображать. Выражение его лица изменилось ещё до того, как его охватил неконтролируемый ужас. Культивация задрожала и дестабилизировалась. Глубоко внутри него поднялась волна бессилии и беспомощности перед надвигающейся силой. Больше всего ему сейчас хотелось сбежать. Дрогнувший разум не мог поддерживать заклинания в стабильном состоянии. Нечто похожее произошло испарящим перед ним пурпурным щитом. Из-за ментальной атаки его контроль над духовным сокровищем ослаб. Всё это произошло за считанные мгновения. Ван Буэлэ воспользовался замешательством и ослаблением концентрации противника, чтобы рубануть мечом по кровавой ладони. Прогремел оглушительный взрыв, грохот отстолкновения клинка с ладонью казалось достиг самых высоких небес. Рассечённая надвая ладонь мгновенно рассеялась. Ван Буэлэ закашлялся кровью, но его глаза по-прежнему сферепы и безумно блестели. Покрепче сжав рукоять, он нанёс следующий удар по щиту. Лёс огласил громкий скрежет металла, сила удара смела щит с дороги, отбросив его в грудь Джоу Фео. Когда изо рта практика брызнула кровь, его наконец поразил меч Ван Буэлэ. Один молниеносный удар. На лбу Джоу Фео появился узкий кровоточащий порез. Воплем практик стадии возведения основания одним мощным рывком отступил на несколько сотен метров. Глядя на отступающего Джоу Фео, Ван Буэлэ разочарованно вздохнул. Откат от этой атаки был очень суровым. Он остротил всю свою энергию, из его глаз, нос, рта и ушей капала кровь, голова кружилась, а тело охватило слабость. И всё же его глаза продолжали мрачно блестеть. Это ещё не конец. Десять москитов, скрывающиеся всё это время неподалёку, внезапно устремились к Джоу Фео. Глава 252 Вступившего в этот круг ждёт смерть До начала схватки десять москитов разлетелись в разные стороны. Когда появился Джоу Фео, Ван Буэлэ сразу понял всю разницу в их силе. Убить Джоу Фео всё ещё представлялось возможным, но вероятность такого исхода была крайне низкой. План боя был составлен с учётом этих факторов. Ван Буэлэ, конечно, собирался попробовать убить его, но его бы устроило и просто бегство противника. По этой причине вместо москитов он сначала использовал в качестве отвлекающего манёвра свои духовные сокровища, а потом нанёс неожиданный удар дхармическим оружием. Он даже произнёс про себя первое слово мантры, это позволило ему временно увеличить свою силу при нанесении удара и испугать противника ментальной атакой. На случай провала этого плана у него имелся запасной «Москиты». После пережитого в Томонолесье, в крепости во время нашествия чудовищ и во впадине Калунь, его стиль и тактика ведения боя претерпели некоторые изменения. Теперь Ван Буэлэ действовал более хладнокровно и жестоко. Чтобы атака москитов прошла успешно, он стиснул зубы и быстро отступил, надеясь так отвлечь Джоу Фея. Как только тот посмотрел на него, десять москитов нанесли удар, и с горла Джоу Фея вырвался полный болевой вой. Его вспухшее в нескольких местах тело пронзило боль, за которой последовал сводящий с ума зуд. Сгулом от него во все стороны ударила сила стадии возведения основания. Девять москитов были мгновенно уничтожены, но их серый собрат продолжил атаку. В месте его укуса на руке Джоу Фея уже посинела кожа, причём синева расползалась по телу. Джоу Фея в панике отступил, сплюнул немного крови и уничтожил серое насекомое, которое пыталось проникнуть в его тело. Ван Буэлэ с прищуром наблюдал за противником, он не стал преследовать Джоу Фея, в ножнах в его теле уже восстановились девять уничтоженных москитов, серый москит восстанавливался заметно медленней, но процесс регенерации в ножнах шёл полным ходом. Спустя немного времени он вновь был готов к бою. Облегчённо выдохнув, Ван Буэлэ бросился бежать. Эта схватка наглядно показала ему пропасть в силе между ним и практиком стадии возведения основания, хотя это был не первый его бой с человеком этой стадии, он был самым значимым. В прошлый раз он бился с гигантским деревом на великой завершённости возведения основания плечом к плечу с Джо и Фанима Джоу Юмен, та схватка по напряжённости уступала этой короткой стычке. Он знал, что у него был шанс на победу, но практик истинного дыхания не мог по-настоящему управлять хармическим оружием, ему пришлось пойти на хитрость, произнеся мантру, чтобы напугать Джоу Фе и дестабилизировать его заклинания и духовные сокровища. Не последнюю роль в успехе его атаке сыграло физическое тело стадии возведения основания, с ним он хоть как-то смог сладиться с троптивым хармическим оружием. Его пусть и не идеальный план сработал, правда ему не удалось убить Джоу Фе, да и откат получился весьма болезненным. Ещё три таких атаки врагу больше не потребуется морить руки, он сам себя убьёт. Даже если убью его, я сам окажусь одной ногой в могиле. Ван Боулэ всерьёз взвесил свои варианты. Он быстро проглотил целебную пилюлю, а потом скрылся в лесу, хоть ему и не хотелось этого делать. В другой части леса бежал бледный Джоу Фей. Заметив отсутствие погони, он заскреждал зубами. На самом деле, несмотря на раны, его отступление было ложным. Если бы Ван Боулэ бросился следом за ним, то он бы ещё немного попетлял по лесу, а потом напал на него. У себя в голове он уже видел, как нанесёт внезапный удар, но Ван Боулэ не стал его преследовать. А сопляк-хитёр! Джоу Фей утер кровь с губ, размеренно дыша он коснулся раны на лбу, а потом покосился на участок посиневшей кожи на правой руке. Похоже, это был какой-то неизвестный яд, распространение которого можно было остановить культивацией. А вот изгнать его полностью у него не вышло. Холодная, как лёд рука, вызывала у Джоу Фей определённые беспокойства, чтобы он, практик средней ступени возведения основания, так пострадал в схватке с Йонсом на великой завершённости истинного дыхания, это не укладывалось в голове. Более того, сопляку удалось пережить столкновение с ним, в его сердце вспыхнуло необузданное пламя ярости, но уже в следующую секунду его глаза жадно заблестели. «У него есть тхармическое оружие!» Тяжело до шапа думал он. Джоу Фей мысленно прокрутил в голове недавний бой. Тхармическое сокровище действительно было большой редкостью, у него самого не было ничего лучше духовного сокровища шестого ранга, он много лет мечтал о тхармическом оружии, но артефакты такого класса стоили безумных денег. Он банально не мог себе его позволить. И сегодня он увидел тхармическое оружие в руках Йонсана великой завершённости истинного дыхания. Первоначальные тревога и страх сменились восторгом и непреодолимым желанием заполучить это оружие. Особенно его впечатлила сила меча во время нанесения удара. Несмотря на пронзивший его страх, глубоко внутри он хотел сам владеть этим оружием. Свой страх он объяснил себе могуществом тхармического оружия. «Это восьмой ранг, не меньше! И скоро это тхармическое оружие станет моим!» Глаза Джоу Фея заблестели. Изначально он просто выполнял приказ старика, но сейчас его планы изменились. Устранение опасного свидетеля стало второстепенной задачей. Теперь он хотел во что бы то ни стало заполучить тхармическое оружие, а уже потом убить его хозяина. У себя в голове он уже рисовал радужные картины, как с тхармическим оружием сможет держать удар против практиков великой завершённости возведения основания. Но фантазии слегка бледнели, когда он думал о посиневшем участке кожи на руки и порезе на лбу. Ван Буэллэ был непростой добычей. Он достал из безданной сумки жемчужину и без колебаний раздавил её. Поднявшийся в небо столб дыма служил для их группы сигналом к сбору. Вскоре из разных частей леса вернулась дюжина человек, оставшийся в живых практике великой завершённости истинного дыхания. Привидев злохмаченного и явно раненого Джоу Фэй, они оцепенели, но вопросов задавать не стали. Ван Буэллэ был серьёзно ранен. Отправляйтесь за ним, тот, кто сможет убить его, может рассчитывать на щедрое вознаграждение в двадцать фрагментов для перехода на стадию возведения основания. Спокойно пообещал Джоу Фэй. Его подручные учащённо задышали, они с энтузиазмом бросились в сторону, куда указал их предводитель. Джоу Фэй последовал за ними, превзглядела практика впереди у него в глазах незаметно для них промелькнуло презрение. Им нужно было просто измотать Ван Буэллэ. Если толстяк не использует хромическое оружие, то будет ещё лучше. Вымотанный Ван Буэллэ станет лёгкой добычей. Если же кто-то из его подручных выживет и узнает о существовании тхромического оружия, тогда ему придётся избавиться и от них. Всё равно все жертвы можно повесить на Ван Буэллэ. Аллочный блеск глаз Джоу Фэй стал ярче. Вскоре их небольшая группа растворилась в чаще леса. Где-то впереди тяжело пыхтел Ван Буэллэ. Хоть противнику не удалось задеть его, откат серьёзно его ранил. Его спасли на сто процентов раскрытые духовные меридианы и многократные использования техники компрессии. От обычного практика великой завершённости истинного дыхания откат бы не оставил живого места. Отчаиваться было рано. На его счастье, он гораздо лучше остальных понимал механику образования блуждающего тумана. Пробираясь вперёд, он заметил, как по мере его продвижения вглубь леса, редкие до этого струйки тумана начали встречаться чаще. Внезапно в поле зрения москитов, служивших своеобразным боевым охранением, показались практики великой завершённости истинного дыхания в форме клана «Пять поколений неба». Эти ребята не знают, когда остановиться! Ван Буэллэ нахмурился. Проигнорировав их, он ускорил шаг, пока не достиг места, где, по его расчётам, должен был сформироваться блуждающий туман. Изучив местность, он резко развернулся на пятках. Больше он не собирался убегать. Вместо этого он достал свой новый меч и прочертил им на земле круг радиусом 30 метров. Встав в центре с кармическим оружием в руках, он мрачно посмотрел в сторону леса. Вскоре среди деревьев показались тени. «Вступившего в этот круг ждёт смерть!» Неестественно спокойным голосом предупредил Ван Буэллэ. Его рука крепко сжимала меч, чьё остриё было направлено на землю. Его полное тело внезапно окутало интенсивное аура. Вокруг занялась чёрная буря, скрыв быстро собирающийся туман. В этой буре появилась иллюзия чёрного крокодила. Существо полыхнуло, и духовная энергия оглушительно взревела. Воздух был буквально наэлектризован. Свои слова Ван Буэллэ подкрепил холодные с фрепой аурой, отчего его преследователи поёжились, как будто в лесу резко похолодало. Залитый кровью наряд и холодный взгляд, нёсший в себя пугающую силу, заставил практиков немного отступить. Люди из клана Пять Поколений Неба были потрясны до глубины души, они как будто услышали предупреждение от самого Бога Смерти. Спустя какое-то время они тяжело задышали. Их нервы были натянуты до предела, никто не решался приблизиться к нему. Они не ожидали увидеть здесь прочерченный на земле круг и столь пугающего человека в его центре. Эти практики не были дураками. Если этот толстяк схлестнулся с Джоу Фэйм и выжил, значит он точно не был слабаком. В этой безлюдной части леса, где Ван Буэлэ взяла в кольцо группу практиков, наконец опустилась тишина, которая нарушала только их тяжёлое дыхание. Глава 253. Блуждающий туман. Ван Буэлэ мрачно окинул взглядом своих потенциальных противников. Он выглядел как человек, отбросивший все тревоги и страх. Его не пугали практики и склон опеть по колени неба. Даже без храмического оружия, даже не в самой лучшей форме, он мог без труда уничтожить каждого из них. Его главной проблемой был ранее встреченный практик стадии возведения основания. После их прошлой стычки тот сменил тактику и теперь больше не рвался в бой. Он хотел, чтобы практики истинного дыхания измотали его и по возможности вынудили показать все козыри. Он явно сейчас наблюдал за ними в ожидании подходящего момента для удара. Похоже, они не знают, что скоро здесь появится блуждающий туман. В пользу этой теории говорили выражения лиц окруживших его людей. В этом не было ничего удивительного. Мало существовало столь же безрассудных, как он, людей, которые бы перемещались по мистическому миру с помощью блуждающего тумана. В таком случае лучшей стратегией будет тянуть время. Ван Буэлэ принял решение. Откат после использования от хромического оружия был выше ожидаемого. Ему с большим трудом удалось купировать его. Про себя он решил не использовать меч без крайней необходимости. Время тянулось невыносимо медленно. С каждой секунды до вещи аур на этой небольшой лесной прогалине становилось все сильней. Практики клана «Пять поколений неба» нервно переминались с ноги на ногу. Ван Буэлэ с хромическим оружием в руках излучал аур настоящего бога войны. Черная буря и плавающий в ней крокодил делали его в глазах врагов еще опасней. Но они не могли вечно стоять друг перед другом. Дыхание дюжины практиков наконец стало ровнее. В их глазах вспыхнула жажда убийства. Несколько людей похрабрее решились выйти вперед. «Надо атаковать всем вместе! Ван Буэлэ один, а нас больше десятка!» С этими словами трое практиков зашли в круг. Глаза их товарищей тоже недобро заблестели. И они ринулись вперед с духовными сокровищами в руках и заклинаниями на устах. Круг Ван Буэлэ озрели блеск сокровища колдовства. Стоило троице войти в круг, как Ван Буэлэ молниеносно пересек разделяющие их расстояния. Правда, он не стал атаковать их мечом. Для них было достаточно кулака. Не обращая внимания на внутренние раны от отката, он со всей силы ударил кулаком. «Сверх и новое!» Разрушительный ураган обрушился на трех практиков клана «Пять поколений неба». Попытки защититься не принесли плодов. С губ каждого из них брызнула кровь, а их самих отбросило назад. Коротким движением кисти Ван Буэлэ извлек из браслета и отправил им в лоб три летающих меча. С характерным звуком за пределами круга на землю упали три тела. Бой закончился так толком и не начавшись. Остальные застыли на месте, когда Ван Буэлэ резко развернулся и посмотрел на них. Под его тяжелым взглядом они осторожно попятились. «Больше никто не смел зайти в круг!» «Тот, кто пересечет черта, умрёт!» Холодно повторил Ван Буэлэ. В тайне от врагов он приостановил внутреннее кровотечение, а также проглотил собравшуюся во рту кровь. На лесной прогалине повис тяжелый запах крови, необузданная аура толстяка, подкрепленная пугающей демонстрацией, произвела на оставшихся практиков сильное впечатление. Державшие его в кольце перепуганные люди попятились на несколько шагов, в их глазах без труда угадывался страх. Им никогда не приходилось сталкиваться с человеком одной из ними культивацией, который бы обладал такой ужасающей силой. Некоторые обратили внимание на меч в его руках, но не стали забивать себе этим голову. Ван Буэлэ хмуро наблюдал за противниками. Благодаря черной буре никто из них не видел беззвучно собирающийся туман. Ван Буэлэ спиной чувствовал нарастающую силу перемещения. Он словно бы ненамеренно сделал шаг назад, потом еще один. Пальцы покрепче сжали длинную рукоять меча. Из леса неподалеку за всем наблюдал Джоу Фэй. Судя по нахмыренным бровям, ему было что сказать своим подчиненным. Ни к чему на отбросы! Почему Ван Буэлэ позволил загнать себя в угол? Вся эта ситуация показалась Джоу Фэй подозрительной. Он нутром чуял, что долго тянуть было нельзя. Хмыкнув, он поднял руку. С его пальцев уже было готово сорваться за клетья, как вдруг он кое-что почувствовал. Он резко повернул голову и увидел проплывшую неподалеку струйку тумана. При виде тумана он оцепенел, но уже в следующие секунды по его лицу промелькнуло изумление. Блуждающий туман! Проклятие! Он знает, что здесь скоро появится блуждающий туман! Толстяк надеется так сбежать! Вы, кучка остолопов, остановите его немедленно! Во все горло закричал Джоу Фэй, напрочь забыв о маскировке. В панике он бросился к медленно отступающему Ван Буэлэ. Практики клана Пять Поколений Неба, услышав яростный крик Джоу Фэя, ворвались в круг, несмотря на сильное нежелание этого делать. Стоило им переступить черту, как у них округлились глаза. Сначала они задрожали, потом их лица скривились в странных гримасах. Не прошло и пары мгновений, как они принялись судорожно чесаться. Причины не знал никто. Секунду назад всё было в порядке, но тут их охватил сильный зуд. У одного зачесалась рука, у второго зуд поразил спину, у третьего резко ажгло бедро. Чувство было ни с чем не спутать. Они скребли себя ногтями, но не могли унять невыносимый зуд. Ван Буэлл этим временем поднял свободную руку. С его пальцев ударила молния. Подобно мечу, сотканному из электричества, молния мгновенно ударила в центр лба двух ближайших практиков, пробив голову насквозь. Остальных захлестнул ужас. В этот момент на сцену вышел Джоу Фэй. С диким воем он влетел прямо в круг. Находясь позади своих людей, он нанес внезапный удар ногой, отчего его люди закашлялись кровью. Джоу Фэй использовал их как живые снаряды, отправив ударом ноги прямо в Ван Буэллэ, а потом с кровожадным блеском в глазах рванул следом. «Сдохни!» Прорычал он, складывая пальцы в магическом пассе. С двух сторон от него образовались две огромные руки из черного тумана. Ван Буэллэ видел, как Джоу Фэй без сожалений пожертвовал жизнями своих подручных, бросив их в него, словно это были не живые люди, а какие-то метательные снаряды. Его глаза холодно блеснули, свободный Роккоин с размаха ударил по земле, откуда тут же ударила силой магнетизма. Когда из почвы начали бить молнии, внушительная область вокруг него превратилась в электрическое море, но он еще не закончил. Ударевшие из земли молнии соединились в воздухе во слепительно сияющие мечи. Из соединенных клинков в воздухе получилась настоящая, потрескивающая электричеством сеть. В небе прогремел раскат грома. Этим ему удалось остановить отправленных в полет практиков искала на пять поколений неба. Ван Буэлэ отступил еще дальше. Одной ногой он уже стоял в блуждающем тумане, еще немного и начнется перемещение. Вот только Джоу Фэй не мог позволить добычу ускользнуть, его изнутри сжигали презрение и досада. Он презирал себя за чрезмерную осторожность, ему не следовало пытаться вымотать Ван Буэлэ, нужно было рискнуть самому тогда, пусть и дорогой ценой, но и ему бы наверняка удалось убить Ван Буэлэ. Увидев собирающийся в черный бурю туман, он безумно взвыл из силы и ударил себя в лоб, что позволило ему мгновенно призвать три прошлых воплощения. Прошлые жизни тут же рассыпались на черный цей, который растворился под кожей и покрыл все его тело пятнами. Эта секретная техника временно усиливала силу способностей. Джоу Фэй с удвоенной скоростью побежал к ускользающей добыче. С оглушительным треском он пробился сквозь сеть электричества и возник перед Ван Буэлэ. Рука обезумевшего практика уже тянулась к Ван Буэлэ, но тот был готов к чему-то подобному. Даже по поясу, стоя в тумане, он не ослабил бдительности. Как только Джоу Фэй добрался до него, он стеснул зубы, приготовившись к откату, и ударил мечом. Воздух прорезал его боевой клич, когда-то хармическое оружие седьмого ранга начало опускаться вниз. Буря вокруг них усиливалась, черный крокодил ударил своим массивным хвостом, вся духовная энергия сконцентрировалась в мече Ван Буэлэ. Раздался страшный грохот. Немыслимая разрушительная сила ударила во все стороны, испепелив всю растительность в радиусе трехсот метров. У раненых практиков клана Пять Поколений Неба потемнело в глазах, чудовищная атака меча разорвала их на куски. Даже Джоу Фэй начал кашлять кровью. Пролетев более трехсот метров, он, наконец, приземлился на ноги и сплюнул собравшуюся во рту кровь. Собранные до этого в хвост волосы хаотично рассыпались по плечам, на его лице не кровинки, на месте, где секунду назад стоял Ван Буэлэ, не было ни души. В этот же мёг его накрыл стремительно растущий туман, вскоре стихло эхо его яростного вапля, но в этой, теперь уже безлюдной части леса, ещё долго клубился туман. Глава 254. Невероятный источник духовной энергии. На границе между светлой и обратной сторонами луны высилась горная цепь. Блуждающий туман перенёс Ван Буэлэ в эту горную цепь, после телепортации его скрутило в приступе кровавого кашля. Дрожащие ноги норовили предательски подогнуться, весь в крови, бледный как мел, со слипшимися волосами, выглядел он прескверно. Потеряв равновесие и упав, Ван Кубарем покатился по склону горы, пока не застрял в небольшой яме. Перед потерей сознания он чудом успел достать автоматонов, чтобы те охраняли его. Его раны были очень серьёзными. Такое тяжёлое состояние было вызвано откатами после двух применений дхармического оружия седьмого ранга и использования сверхновой вместе с секретной техникой молнии, уже будучи раненым. Свою роль сыграли и заклинания практика возведения основания Джоу Фэя. От колоссальной нагрузки внутренние органы чуть не разорвало на части, его состояние было таким же критическим, как после схватки с убийцами в Туманолесье. В яме он провалялся без сознания одни земные сутки. К счастью, это место находилось на обратной стороне Луны, пусть и на самой границе. Мало кто сюда забредал, за целый день его никто не обнаружил. Всё это время девять москитов неподвижно сидели на нём, неукоснительно соблюдая последний приказ. Им было велено нападать на всех, кто приблизит, а достаточно близко. Спустя сутки Ван Буэлэ с трудом разлепил веки, перед глазами всё плыло, но он быстро пришёл в себе, когда всё его тело ожгла сильнейшая боль. Его лоб тут же покрылся испариной. Полежав ещё какое-то время, он попытался сесть, судорожно ловёртом в воздух он окинул взглядом округу, а потом решил осмотреть себя. На его губах появилась кривая ухмылка. Цена за заигрывание с тем, что мне пока не по зубам. Ван Буэлэ поморщился, его пальцы мёртвой хваткой до сих пор сжимали рукоэт хромического оружия. Его захлестнули эмоции, без этого меча он бы не выбрался из того жуткого леса, несмотря на тяжёлые раны он сумел спастись. Более того, не только улезнул из лап врага, но и на прощение ранил практика стадии возведения основания. Наверняка тут до сих пор грызёт ногти с досады, единственная хорошая новость через день удачных событий. «Мелкая дрянь! Я убью тебя, когда достигну стадии возведения основания!» Ван Буэлэ по привычке похлопал себя по животу, совсем забыв про своё весьма плачевное состояние. Когда очередной приступ боли утих, он, скривившись, трудом поднялся на ноги. Осмотр местности показал, что он всё ещё находился на обратной стороне Луны, кусочек земли в небе намекал на близость границ с видимой стороны спутника. Если он двинется в путь в своём нынешнем состоянии, то его путешествие может оборваться на первой же встречной опасности. Поэтому им было принято решение углубить яму тхармическим оружием и превратить её в некое подобие маленькой пещеры. Забравшись в импровизированные укрытия, он частично завалил вход, а потом приказал автоматонам оставаться на страже снаружи. Он принял позу лотоса, достал пилюли и занялся исцелением ран. Перед отправкой на Луну он как следует запасться пилюлями, вот только его состояние было слишком тяжёлым. Для полного исцеления с обычными целебными пилюлями понадобится немалое количество времени. Ван Буоле пришлось достать из бездонного браслета редкую пилюлю с необычайными исцеляющими свойствами. Такие же пилюли получили Джо и Фанни Джао Ямен после спасения из впадины Колонь. Примечание переводчика. В 211 главе Орген чётко пишет, что Ван Буоле принял подаренную пурпурную пилюлю. Видимо, автор об этом забыл. Заместитель главы секты Дао Академии Эфира, возглавлявший спасательную команду, подарил им тогда по одной. В то время раны Ван Буоле были не такими серьёзными, поэтому он отложил её на потом. Ещё тогда он был впечатлён, насколько быстро Джо и Фанни Джао Ямен направились от своих страшных ран. Сообразив, что исцеление обычными пилюлями займёт слишком много времени, он сделал глубокий вдох и проглотил драгоценную пилюлю. Лекарство растеклось по его телу потоком раскалённой магмы, Ван Буоле сразу почувствовал быстрое заживление ран. Будь то разорванные мускулы или сломанные кости, они срастались с неестественной скоростью. Даже внутренние органы, повреждённые откатом от использования от хромического оружия, начали восстанавливаться. Ван Буоле пришёл в восторг. Он сконцентрировал свои ментальные и физические силы на поглощение целебной энергии пилюль, исцеление заняло целый день. Когда Ван Буоле открыл глаза, они живо блестели. Казалось, внутри него бил неиссякаемый источник живительной энергии, даже его культивация повысилась. Так тоже можно тренироваться. Это стало неожиданным открытием для Ван Буоле. Он поднялся, чтобы немного размять затёкшие суставы, ему предстояло найти ещё немало фрагментов. После схватки в лесу у него осталось всего два. До стадии возведения основания было ещё очень далеко, вот почему он не мог терять время даром. Когда Ван Буоле подошёл к выходу из пещеры и уже собирался отодвинуть камень, частично загораживающий проход, он внезапно застыл. На какое-то время он вообще перестал дышать. В полной тишине быстрый стук крови в висках звучал как барабанный бой. Почему после высадки на луне меня начисто оставило удача? Как просто зализывая раны в пещере, я умудрился наткнуться на многоглазов. В просвете между камнем и краем пещеры Ван Буоле увидел неподалёку от ямы больше сотни многоглазов. В высоту эти существа достигали 30 метров. По ошибке этих гуманоидов можно было принять за людей, если бы не покрывающие их глаза. Взгляд этих глаз мог обращать в камень. Стоило многоглазу посмотреть на кого-то, как срабатывала его магия. По силе они не уступали практикам великой завершённости истинного дыхания. В схватке насмерть многоглазы имели даже больше шансов победить, чем практики. И сейчас на склоне горы находилось более сотни этих жутких существ. От одной мысли о новом сражении, из которого ему точно не удастся выйти целым и невредимым, он почувствовал первые признаки головной боли. А он ведь только исцелился. Что за невезение? Мысленно посетовал Ван Буоле. Неподвижно стоя за камнем, он стал ждать, когда многоглазы покинут склон. Но существа, похоже, не собирались сдвигаться с места. Спустя какое-то время Ван Буоле ещё раз выглянул наружу. Вдалеке он увидел летящего человека, у него мороз пробежал по коже. Сперва он принял его за практика стадии создания ядра. Когда фигура подлетела немного ближе, он смог получше её рассмотреть. Оказалось, что это был не практик стадии создания ядра, а лунный дух. Лунные духи больше всего походили на злых духов, о которых часто упоминалось в мифах разных народов мира. Иллюзорное существо было крайне опасным, по силе оно стояло в одном ряду с практиком стадии возведения основания, а наиболее сильные особи не уступали экспертам великой завершённости возведения основания. Против них у практиков стадии истинного дыхания не было ни единого шанса. Во время путешествия к Луне глава секты Дао Академии Эфира подчеркнул, что в случае столкновения с лунным духом следовало немедленно сломать выданную им нефритовую табличку. «От нефритовой таблички теперь никакого толку! Какой смысл ломать ее?» Ван Була задержал дыхание и неосознанно нащупал бездонный браслет. Лежащее внутри хромическое оружие седьмого ранга было единственной его надеждой. Парящий в небе лунный дух выглядел как молодая девушка. По мере её приближения температура стремительно падала. Иллюзорные волосы почему-то развивались на ветру, но лицо было задуманено, призрачная девушка не стала приземляться. Она зависла над толпой многоглазов и внимательно посмотрела на каждого из них. Эта сцена немного оздачила Ван Була. Складывалось впечатление, будто толпа существенно земли и призрак каким-то непостижимым для него образом установили друг с другом контакт. Вскоре на его невысказанный вопрос был дан ответ. Лунный дух взмыл высоко в небо и скрылся вдалеке. Многоглазы, опустив голову, беззвучно зашагали в сторону, куда улетела девушка. Когда на склоне никого не осталось, губ Ван Була сорвался вздох облегчения. На всякий случай он ещё какое-то время подождал в пещере. Убедившись, что опасность действительно миновала, он осторожно выбрался наружу. Он невольно посмотрел в сторону, куда ушли многоглазые и призрачная девушка, вглубь обратной стороны Луны. Его путь лежал в противоположную сторону. Надо как можно скорее убраться с обратной стороны Луны. Здесь слишком опасно. Во время непродолжительного визита на обратную сторону Луны его жизнь неоднократно оказывалась опасности. На бегу он привёл в действие поглощающая семечка, чтобы вновь начать поиск фрагментов для ядра возведения основания. Стоило ему заработать, как Ван Була застыл, как вкопанный. По его лицу промелькнуло изумление, а потом недоверие. Он развернулся на пятках и посмотрел в сторону, куда ушли многоглазый лунный дух. Поглощающая семечка указывала именно туда. Там далеко пульсировал неописуемый по своей силе источник духовной энергии. С такой сильной духовной энергией ему ещё никогда не приходилось сталкиваться. Этот источник в десятки раз превосходил тот крошечный очаг духовной энергии, коим был Цзиньдуумин. Ван Була поначалу изрядно удивился, но отнёсся к открытию с подозрением. Его дыхание стало прерывистым. «Там... там что-то есть?» Глава 255-я «Кто-то снаружи» По лицу Ван Була промелькнуло несколько эмоций, когда он заметил невероятный источник духовной энергии. Пока он неотрывно смотрел туда, где пульсировала духовная энергия, в его голове медленно принимало очертание идея. Эта идея взволновала его, но потом он засомневался. Многоглазый лунный дух явно направлялись к источнику духовной энергии, почему чудовище мистического мира луны тянуло к тому месту, Ван Була не знал. Должно быть, этот источник появился сравнительно недавно, иначе бы чудовищ было заметно больше. Надо рискнуть! Ван Була стиснул зубы, и ему очень не хотелось уходить отсюда ни с чем, трусость была ему несвойственна, поэтому он развернулся и побежал к источнику духовной энергии. Хоть он и принял решение, это не значило, что надо было броситься за группой чудовищ сломя голову. Ван Була следовал за ними на почтительном расстоянии, соблюдая предельную осторожность. Он понимал, что такой сильный источник духовной энергии наверняка привлечет других практиков. Но он мысленно постоянно напоминал себе не спешить. Если он запаникует и сделает какую-нибудь глупость, вполне вероятно, выпавший ему редкий шанс выскользнет из его пальцев. В мистическом мире луны такая вылазка могла стоить ему жизни. В такой ситуации нужна трезвая голова на плечах. Эта мысль немного успокоила Ван Була. Держа эту мысль в голове, он продолжил бежать. Многоглазо уводили его всё дальше от видимой стороны луны. Когда Ван Була вслед за ними вошёл в лес, он тяжело сдышал. Поглощающее семечко внутри него очень быстро закрутилось, чувствуя близость источника духовной энергии. Дальше он двинулся, немного пригнувшись к земле. Всеми силами он подавлял собственную духовную энергию, чтобы его ненароком не заметили. Наконец, Многоглазо привели его в самое сердце леса, где находился источник невероятной духовной энергии. Впереди он увидел огромный разлом в земле. Судя по всему, он появился здесь сравнительно недавно. Вокруг валялись вырванные с корнем деревья, словно некая немыслимая сила вырвалась прямо из-под земли, разворотив этот участок леса и образовав разлом. В ширину разлом превышал 30 метров, а в длину достигал более 300. Оттуда плотным потоком било духовной энергии и рассеивалось над лесом. Многоглазые, дамые лунным духом без колебания, прыгнули вниз и исчезли в разломе. Ван Буоле заметил других чудовищ мистического мира Луны. Их лунные духи тоже заставили прыгнуть в разлом. Всё выглядело так, будто лунные духи сгоняли с разных концов Луны к разлому пищу. Сердце Ван Буоле бешено колотилось в груди. Он не знал, что скрывалось в разломе, но поглощающая семечка чувствовала внутри источник немыслимой духовной энергии. Неизвестно, сколько времени прошло. В один момент из леса появилась ещё одна группа чудовищ и исчезла в разломе. Лунный дух отправился на поиски следующей стаи. Когда в лесу вне встало тихо, Ван Буоле без колебаний покинул своё укрытие и нырнул в разлом. Так и знала. Все толстые люди жадные и глупцы. Только Ван Буоле исчез в разломе, как на другой его стороне появилась девушка в белом наряде. С помощью какого-то неизвестного заклинания она идеально сливалась с окружением. Невооружённым глазом её было невозможно увидеть. Даже с помощью культивации с такой маскировкой её обнаружение представляло определённую сложность. Молоденькая девушка обладала внеземной и чарующей красотой, но её выдавали глаза. Жестокие и безжалостные. Розоватые губы изогнулись в презрительные ухмылки. Звали её Чэнь Хуэй из секты Закат Галактики. Среди учеников она прослала бескомпромиссной и жестокой особой. Даже парень с чёрной повязкой на руке, который пытался ограбить Ван Буоле, побаивался её. Она была одной из лучших учениц секты Закат Галактики из отправленных в мистический мир Луны в этом году. К разлому она пришла явно раньше Ван Буоле, но, почувствовав опасность, не стала сразу спрыгивать туда. Она осталась ждать, пока духовная энергия привлечёт ещё кого-нибудь. Зачем пробивать дорогу первой, если это мог сделать кто-то другой? Я планировала выждать ещё полчаса. Если бы никто не пришёл, пришлось бы отправляться самой. Кто бы мог подумать, что сюда придёт этот дурачок? Раз он любезно решил пойти первым, то пусть и разведывает дорогу. Если в разломе поджидают опасности, то ему придётся с ними разбираться, пока я буду ждать в стороне. Чэнь Хуэй не громко рассмеялась. Выждав около дюжины вдохов, она быстро перебежала к разлому и прыгнула вниз. Внутри было очень темно. Из глубин разлома лился слабый алый свет, благодаря этому она хотя бы понимала, куда ставить ногу, чтобы не упасть вниз. С боляском в глазах Чэнь Хуэй двинулась вдоль стены разлома. На фоне бледного свечения она видела осторожно продвигающийся вперёд силуэт. У себя в голове она представляла себя Иволгой, охотящейся за богомолом, который пытался поймать цикаду. От этого сравнения её губы тронула лёгкая улыбка. Держа дистанцию, она следовала за богомолом, пока Чэнь Хуэй скрыто крал из-за толстой фигурой. На поверхности из земли внезапно выкопался Ван Буэлэ и странно посмотрел в сторону разлома, куда недавно спустилась девушка. «Снаружи действительно кто-то был?» Со смешком подумал Ван Буэлэ. Оказавшись у разлома, он не стал безрассудно запрыгивать в него. В ходе осмотра местности вокруг разлома он не выявил чего-либо присутствия, но из осторожности послал туда свою копию автоматона, а сам закопался под землю и принялся ждать. Не имея полной уверенности в отсутствии других людей, ему в голову пришёл этот незамысловатый план. Автоматон выступал в нём приманкой, которая должна была выманить любого, кто притался неподалёку. Если рядом у разлома действительно кто-то притаился, то при виде его копии они наверняка захотят пойти следом за так удобно подвернувшимся разведчикам, упиваясь собственной сообразительностью. В случае, если бы на приманку никто не клюнул, он планировал отправиться в разлом сам. Кто бы мог подумать, что ему и вправду удастся выманить прятавшуюся у разлома девушку, причём не простую девушку, а настоящую красавицу, с которой Ван Буэлэ был незнаком. Ухмыльнувшийся он осторожно спустился в разлом и двинулся следом за ней, оба планомерно спускались вниз, причём каждый считал себя в этой ситуации иволгой, высматривающей богомола. Тем временем на поверхности, в пяти километрах от границы леса, по равнине бежали восемь мускулистых практиков. Судя по блеску их глаз, они тоже двигались к разлому. Один из них держал в руке компас, пульсирующий красным светом, свечение указывало в направлении разлома, куда недавно проникли Ван Буэлэ и Чиньхуэй. Переплавленный старешный ли духовный компас искателя? Вещь, что надо! Он находит все источники духовной энергии в радиусе 15 километров. В этом году именно в нашей секте Пренебесное Вознесение будет больше всего практиков, достигших стадии возведения основания. Всё благодаря компасу. Если мы достигнем стадии возведения основания, то сможем защитить себя в любой, даже самой опасной ситуации. Восемь человек из секты Пренебесное Вознесение радостно переговаривались между собой в полголоса. Условившись о том, что они будут делать у источника духовной энергии, группа учеников побежала ещё быстрее. «Приготовьтесь! Если это редкое сокровище попадёт в руки кого-то из другой фракции, мы уничтожим его, кто бы это ни был! Нельзя позволить кому-то другому заполучить его!» Группа учеников секты Пренебесное Вознесение бежала вперёд с явным намерением убить любого, кто посмеет встать у них на пути. В другой части мистического мира Луны юноша из секты Закат Галактики, которого ограбил Ван Буэлэ, не почувствовал духовную энергию, бьющую из разлома, но он, сам того не подозревая, шёл в правильном направлении. После стычки с толстиком он не потерял присутствие духа и продолжил искать фрагменты для достижения стадии возведения основания. Ещё дальше от него находились практики из Сенатской фракции, клана Пять Поколений Неба и Четырёх Дау Академий. Многие из них путешествовали в одиночку, другие действовали в группе по 3-5 человек. Со временем они, казалось, обыскали всю видимую часть Луны. Наконец, практики из разных фракций обратились в свой взгляд на обратную сторону Луны. На границе между двумя областями постепенно собиралось всё больше практиков. К счастью, без чего-то вроде поглощающего семечка Ван Буэлэ или Компаса, они не могли засечь источник духовной энергии. Чтобы его почувствовать, им требовалось подойти достаточно близко. С большого расстояния обычному практику было очень трудно засечь бьющую из разлома духовную энергию. Пока молодые люди исследовали соседние регионы, Ван Буэлэ незаметно следовал за Чинхуэй, которая спускалась всё глубже и глубже в разлом. Глава 256-я Маленький треножник По мере их продвижения, сияние внизу становилось ярче. Валом свечений казалось, что стены по обе стороны разлома были покрыты кровью, здесь отсутствовала чёткая тропинка, две практически отвесных стены заканчивались где-то валом свечений. Многоглазые другие Луны и чудовища запрыгивали в разлом и исчезали в этом красном свечении. Ван Буэлэ, Автоматон и Чинхуэй, разумеется, не стали этого делать. Прижавшись к стене, они на определённом расстоянии друг от друга осторожно спускались вниз. И Чинхуэй и Ван Буэлэ держались на стороже, они постоянно озирались и пытались не дать себя обнаружить. Что до излучаемой фрагментами духовной энергии, если бы у Ван Буэлэ их было много, то ему не удалось бы полностью скрыть их эманации силой подавляющего семечка. Его бы рано или поздно обнаружили. Именно это произошло в секретном лагере клана Пять Поколений Неба, но сейчас при нём была всего пара фрагментов, поэтому он временно мог полностью скрыть их эманации. Чинхуэй, похоже, тоже знала способ, как их скрыть, поскольку Ван Буэлэ не ощущал в ней духовной энергии. Во время их спуска мимо них пролетали чудовища, прыгавшие из края разлома валы и свечения, как будто они лишились контроля над своим разумом. Ван Буэлэ сделал такой вывод по их потерянному взгляду. Ведомые чужой волей они исчезали валом свечений. Это не могло не встревожить Ван Буэлэ. Если бы не источник немыслимой духовной энергии где-то в океане Алого Света, он бы давно уже сбежал отсюда. Причудливый красный свет явно скрывал в себе огромные секреты, неописуемый ужас. «Почему меня не покидает ощущение, будто я делаю большую глупость?» мысленно пожирил себя Ван Буэлэ. Он покосился на автоматона, стоящего на самом краю обрыва. Заставив себя сконцентрироваться, он попытался взять автоматона под контроль, но тут он поменялся в лице. Его автоматон, подойдя к краю скалы, без какой-либо причины вздрогнул, а потом резко обернулся и посмотрел на место, где пряталась Чэнь Хуэй. Его глаза скользнули дальше, к укрытию Ван Буэлэ. Ни с того ни с сего губы автоматона изогнулись жутковатые неестественные улыбки. Внезапно он отпустил край стены и прыгнул с обрыва вниз в сияющее море алого света. По лицу Чэнь Хуэй промелькнула тревога, она поняла, что её обнаружили. Что интересно, в этот момент она ни капли не сомневалась, что перед ней был настоящий человек. Во время спуска её мучили сомнения относительно толстяка впереди, но выражение его лица, улыбка и странный блеск глаз окончательно убедили её в том, что перед ней настоящий человек. Даже Ван Буэлэ оцепенело застыл. В его голове разразилась буря эмоций. «Что за чёрт?» У него волосы зашевелились на затылке, а сердце готово было вырваться из груди. От произошедшего ему стало не по себе. Автоматон повернул голову и улыбнулся по своей воле, а не по его приказу. Несмотря на умение создавать автоматонов, превосходящих аналоги по многим параметрам, несмотря на их реалистичность, они не могли настолько натурально воспроизводить человеческие эмоции. Когда автоматон обернулся, он готов был поклясться, что в этот миг его творение ожило. Если бы это действительно произошло, то автоматон с точной внешностью Ван Буэлэ можно было принять за настоящего двойника. У Ван Буэлэ от всех этих мыслей заболела голова. Давно он не чувствовал себя настолько сбитым с толку. Теперь он ещё больше опасался сияющего алого моря. От размышления объекта его оторвала Чэнь Хуэй, которая складывала пальцы в магические пассы какого-то заклинания. Вокруг неё внезапно поднялся шквальный ветер. Не удовлетворённый результатом Чэнь Хуэй молниеносно достала деревянную фигурку лилового цвета. С того места, где прятался Ван Буэлэ, он увидел только то, что у фигурки были скрещены руки на груди. Более мелких деталей он не смог разглядеть. Аура этой статуэтки вызвала у него тревогу и в то же время восхищение. По своей силе она уступала только его отхармическому оружию. Чэнь Хуэй бросила фигурку в красное свечение. Сильный ветер, преследуя фигурку, подул в сторону свечения. Черпая силу из лилового артефакта, он усиливался, пока не превратился в ураган, закружившийся вокруг деревянной фигурки. Когда ураган утонул валом свечения, он внезапно взорвался. За этим последовала мощная взрывная волна. Если бы Ван Буэлэ не вцепился обеими руками в скалу, его бы сорвало с уступа. В результате взрыва урагана море алого света поблекло, как будто высвобожденная сила рассеивала его. С исчезновением свечения Ван Буэлэ наконец увидел, какой секрет скрывал в себе разлом. На дне разлома в земле была закопана ветка дерева внушительных размеров. Небольшая часть, торчащая из земли, в высоту достигала 300 метров. Желтоватая с черными пятнами кара навевала мысли о змейном окрасе. Во многих метках ветка была полностью высохшей, мертвой. От нее исходила древняя духовная энергия, словно она находилась здесь очень и очень долго. Слишком долго. Эта ветка явно была малой частью огромного дерева, которое находилось глубоко под землей. Насколько глубоко, никто не знал. Без открытия разлома Ван Буэлэ никогда бы не подумал, что под лунной поверхностью могло покоиться дерево таких титанических размеров. Сперва он подумал о легендарном дереве османтус, но стоило ли доверять древним мифам, Ван Буэлэ не особо верил в правдивость старых преданий. Ему было трудно представить истинные размеры этого дерева. На поверхности торчала лишь крохотная его часть, но этого хватило, чтобы он застыл как вкопанный. Ни дерево, встреченное во впадь Николонь, ни истинный облик Хуан Шане не шли ни в какое сравнение с тем, что он здесь увидел. Их разделяла непредалимая пропасть. На ветке Ван Буэлэ увидел шрам длиной в несколько десятков метров. Для дерева таких исполинских размеров он был чем-то вроде микроскопической царапины, но не в глазах Ван Буэлэ. Шрам появился не из-за воздействия внешних сил, а в результате усыхания и разрушения внутренней структуры дерева, к тому же из неё не выделялся сок. Тем не менее, многоглазые летучие мыши и автоматон Ван Буэлэ по своей воле позволили дереву пожрать себе, добровольно став частью дерева. Над шрамом из дерева торчал крохотный треножник, при виде предмета Ван Буэлэ застыл словно громом поражённый. Его захлестнул ураган эмоций. Маленький треножник был источником невероятной духовной энергии. Завидев его, где-то глубоко внутри Ван Буэлэ сразу почувствовал зов и непредалимое желание. Этот предмет можно было использовать для перехода на стадию возведения основания. В информации, предоставленной Дао Академии, упоминалось о целых артефактах, только по-настоящему везучий человек мог заполучить себе один такой. Ван Буэлэ решился на такую авантюру только из-за подозрения, что на дне разлома могло находиться нечто очень ценное. Когда он собственными глазами увидел треножник, подтвердив тем самым свои догадки, в нём проснулось жгучее желание завладеть им. В этом плане Чэнь Хуэй мало чем от него отличалось. Размеренно задышав, она выполнила несколько магических пассов и указала на статуэтку, напитывавшую ураган силой. По её приказу ураган попытался вытащить треножник из ветки дерева. Ван Буэлэ не мигая следил за её манипуляциями, выжидая подходящего момента для удара. Ценой невероятных усилий Чэнь Хуэй постепенно вытаскивала треножник из ветки. Вскоре Ван Буэлэ и Чэнь Хуэй увидели, как ураган раскачал, а потом вырвал крошечный треножник из древесных оков. Девушка была вне себя от счастья. Она поманила пальцами статуэтку, чтобы та поднесла ей маленький треножник. В этот момент глаза Ван Буэлэ блеснули, но он так и не успел ничего сделать. Из трещины ветки ударил алый свет. Красное сияние грозилось вновь затопить всё вокруг. Когда свет добрался до статуэтки, та задрожала словно от потери стабильности, она оказалась на грани того, чтобы вновь полностью утонуть в свечении. Сообразив, что все её труды вот-вот пойдут на смарку, Чэнь Хуэй в панике выполнила несколько магических пасов и указала на свой артефакт. Взрыв! Глава 257. Схватка за треножник. Деревянная фигурка задрожала на границе Алого моря и внезапно взорвалась. Высвобожденная энергия усилила завывающий ветер. С дополнительной подпиткой ему почти удалось вырвать треножник из лап красного света. К сожалению, этот план провалился. Странная сила Алого света легко развеяла заклинание. Взрыв лиловой статуэтки хоть и породил ветер страшной силы, в конечном итоге не смог перебороть притяжение свечения. Чэнь Хуэй в отчаянии наблюдала, как развеивалась созданная ей буря и как зависший в воздухе треножник затягивала обратно в море красного света. Она лишалась последнего шанса заполучить маленький треножник и идеальный предмет для создания ядра возведения основания. Другие, ведь может, ничего не знали об этом Алом свечении, но в архиве её секты имелась обрывочная информация. Как-то раз ей довелось об этом прочесть, поэтому она знала, насколько ужасающим было это море света. Закусив губу, она мысленно признала поражение. Когда девушка оставила надежду и решила покинуть разлом, а маленький треножник почти исчез в кроваво-красном сиянии, Ван Буэлэ сделал свой ход. Поглощающая семечка внутри него вспыхнула неслыханной энергией, что, в свою очередь, породило небывалую силу притяжения в центре его ладоней. Он навёл руку на маленький треножник, уже тонувший в море Алого света, и поманил пальцами. «Иди к папочке!» Маленький треножник задрожал, словно его схватила пара невидимых рук. Чэнь Хуэ от удивления застыл на месте, когда треножник пулей вылетел из моря света и умчался к Ван Буэлэ. Тот с восторженной улыбкой ловко поймал его, перенаправив силу поглощающего семечка на подавление духовной энергии своего нового приобретения, он поспешил к поверхности. У Чэнь Хуэ округлились глаза при виде точной копии толстяка, который совсем недавно прыгнул с обрыва. Пору мгновений она пыталась собраться с мыслями, когда её осенило, в воздух сотряс пронзительный крик. В окружении кровожадной ауры она бросилась вслед за Ван Буэлэ, безумный блеск её глаз не сулил тому ничего хорошего. Такая горделивая и надменная девушка и представить себе не могла, что какой-то глупый толстяк сумеет её одурачить. Очевидно, поджидавшая у разлома копия была частью его хитрого плана. А она как дура полезла в разлом за двойником и даже зря пожертвовала драгоценной статуэткой. Чёртов толстяк наверняка всё это время мысленно потешался над ней. Но больше всего её взбесило то, что ценнейший артефакт увели прямо у неё из-под носа. Уязвлённая Чэнь Хуэ из секты закат галактики не могла взять и просто проглотить обиду. Кровожадная аура вокруг неё становилась плотней. Казалось, позади неё возникло кровавое море. Какая сильная жажда убийства! Не без удивления заметил Ван Буэлэ. У самой поверхности он развернулся и ударил сверхновой. Разлом сотряс оглушительный грохот в результате разразившегося внутри урагана. Когда сверхновая обрушилась на Чэнь Хуэй, глаза Ван Буэлэ охолодно сверкнули. Его прошлый опыт сражений подсказывал, Чэнь Хуэй намеревалась убить его, поэтому он не собирался с ней миндальничать. После удара сверхновую он бросил за спину пригоршню взрывающихся бусин. Спустя мгновение позади прогремела целая серия взрывов, от такой тряски с края разлома начали откалываться куски, грозившие похоронить Чэнь Хуэй заживо. Ван Буэлэ молниеносно выпрыгнул из разлома и со всей возможной скоростью побежал прочь. Он не остался посмотреть на результаты своей работы. После контакта с маленьким треножником духовная энергия артефакта столкнулась с его собственной. Умопоморочительный всплеск энергии с новой силой ударил в небо. Поглощающая семечка пыталась как-то заблокировать её, но результаты были далеки от впечатляющих. Эту пульсирующую духовную энергию можно было сравнить с гигантским огненным вихрем, который было видно с огромного расстояния. Сияние духовной энергии было даже ярче, чем раньше, когда артефакт ещё находился в разломе. Духовная энергия могучими волнами билась об энергию Ван Буэлэ. Его охватило практически неодолимое желание. Сейчас он как никогда хотел соединиться с треножником и достичь стадии возведения основания. В такой ситуации любое промедление могло стать смертельным. Девушка вполне могла догнать его и втянуть в бой. Тогда ему придётся убить её дхармическим оружием. С другой стороны, это лишит его столь драгоценного сейчас времени. К тому же не стоило забывать об откате, и раненый Ван Буэлэ вряд ли сможет защитить артефакт от других практиков до достижения им в стадии возведения основания. Он отдавал себе отчёт в том, что с треножником в руках превратился в яркий фонарь, на свет которого как мотальки слетят со все практики мистического мира Луны. Во время прошлых открытий мистического мира Луны смерти были обычным делом ввиду столкновения людей из различных фракций. Сейчас ситуацию усугубляло наложенное на мир печать. Они оказались отрезанными от внешнего мира, и теперь появился целый неповреждённый артефакт. Никто не устоит перед таким соблазном. Ван Буэлэ уже представлял, насколько опаснее стало его нахождение в этом мире. Он буквально видел реки крови, которые наверняка прольются. У него не было другого выбора. Если он хотел сохранить треножник, то перед ним лежала всего одна дорога, как можно скорее достичь стадии возведения основания. С повышенной культивацией у него появится шанс перевернуть эту невыгодную ситуацию в свою пользу. Куда больше сверстников, его беспокоили эксперты стадии возведения оснований и создания ядра из клана Пять Поколений Неба. С такими врагами нельзя было терять время попусту. Вот почему он бросился бежать, что есть мочи. Оставив разлом позади, он мчался вперёд так быстро, как мог. Его оценка ситуации была не так уж далека от истины. В нескольких километрах восемь практиков секты Пренебесное Вознесение пробирались через лес. Тот, что нёс компас, внезапно застыл в тот самый момент, как Ван Боулэ в разломе схватил маленький треножник. Источник духовной энергии пришёл в движение. Чёрт возьми, кому-то удалось найти его первым. Небеса, вот это сила! Как духовная энергия может быть такой яркой? Она стала в десять раз сильнее, чем раньше! Это не просто какой-то фрагмент. Это точно не повреждённый артефакт! После этой фразы все в группе тяжело сглотнули. Им стало трудно дышать, а в глазах разгорелся кровожадный огонёк. Не сговариваясь, они ринулись к месту, куда указывал компас, чья стрелка теперь светилась в несколько раз ярче. В то же время в другой части леса юноша из секты Закат Галактики с мрачным выражением лица приближался к разлому. Внезапно по его лицу промелькнуло изумление. Он резко повернул голову и посмотрел в сторону, где находился Ван Боулэ. «Источник духовной энергии? Неужто целый артефакт?» «Не верю своей удаче», — подумал он. «Плевать, кто нашёл его первым! Он будет моим!» Его тут же окутала свирепая аура, стоило ему сорвать чёрную повязку с руки, как в воздух заструился чёрный дым. С возросшей в несколько раз скорости он побежал вглубь леса. Они оказались не единственными, кто засёк новый источник духовной энергии. Большинство практиков из разных фракций находились в пограничной области между обратной и видимой сторонами Луны. Видимая сторона спутника была полностью прочёсана, отчего многие обратили свой взор на его обратную сторону. Разлом находился рядом с одним из таких пограничных узлов, где и сейчас находилось несколько сотен практиков. В творящемся в мистическом мире Луны хаосе практики время от времени сражались и убивали друг друга за фрагменты. Все понимали, что некоторые из них уже достигли стадии возведения основания, но площадь мистического мира Луны была слишком велика. С нерабочими нефритовыми табличками для связи никто не имел полной картины событий. И сейчас ослепительный свет духовной энергии на горизонте увидели все практики в радиусе тысячи километров. Неудивительно, что вскоре к этому источнику со всех сторон двинулись практики. Тем временем у разлома, где Ван Буэлла забрал треножник, прогремел взрыв и в воздух ударил фонтан землей и камней. Наружу выбралась потрепанная и измазанная в грязи Чэньхуэй. Кашляя кровью, ей с трудом удалось выбраться на поверхность. Девушка была бледнее мела, и за ее горло вырвался пронзительный крик. «Я убью тебя!» Она посмотрела в сторону, где ярко полыхала духовная энергия, и без примедления опустилась в погоню. Безумный блеск ее налитых кровью глаз не предвещал ничего хорошего. С высоты птичьего полета можно было увидеть, как в области шириной в тысячу километров, куда входил пограничный район между обратной и видимой сторонами Луны, двигались сотни практиков. Они все сходились в одной точке. К Ван Буэлле! Глава 258. «Кому какое дело, что ты практикт хармического оружия?» Ван Буэлле прекрасно понимал последствия нахождения у него маленького треножника. Он знал, что ждало впереди. После наложения печати на мистический мир Луны здесь стало еще опасней. И все же он решил использовать этот артефакт для достижения стадии возведения основания. В автобиографиях высокопоставленных чиновников есть не только советы о том, как вести себя с людьми. Там немало и простых жизненных уроков. Помню, как прочитал в одной из них следующее. «Мало что в жизни имеет гарантированный шанс на успех. Иногда надо рискнуть, даже если твои шансы всего 60%. Если же шанс 70-80%, то следует приложить вдвое больше усилий, чтобы ставка точно сыграла». Там говорилось о большом влиянии фактора случайности. И все же, как я в будущем буду смотреть на себя в зеркало, если сейчас не попытаюсь побороться за свою судьбу? Глаза Ван Буэлле ярко засияли. Такая серьезность была ему несвойственна. От его обычной веселости не осталось и следа. Сейчас он был преисполнен решимости добиться желаемого. В такой непростой ситуации он не паниковал, а спокойно продумывал каждый свой шаг. О том, чтобы остаться на видимой стороне Луны, даже и думать не стоило. Вдобавок, его больше беспокоило не нападение незнакомцев, а появление людей, которых он хорошо знал. «Верь в доброту других, но никогда не рассчитывай на нее». Эта мысль из автобиографии одного высокопоставленного чиновника в свое время заставила Ван Буэлле серьезно задуматься. В итоге он пришел к выводу, что всему виной была слабость человеческой воли, часто человек менялся не в силу своей природы, а под влиянием предоставляемой другими людьми возможности. «Никто не хотел всю жизнь сожалеть об упущенном шансе, поэтому люди так охотно и хватались за такие возможности. Чем прочнее были связывающие вас узы дружбы или семьи, тем осторожнее следовало быть, чтобы не предоставить другому человеку упомянутую выше возможность». Ван Буэлле прекрасно это понимал. Ведь сейчас у него в руках как раз находилась именно такая возможность. «На обратной стороне Луны будет меньше врагов и меньше знакомых. Нельзя забывать проблуждающий туман. Хоть и нанесет с собой риск перемещения в опасные области Луны, в крайнем случае у меня есть запасной план для спасения. Сейчас главное найти место, где я смогу быстро создать ядро возведения основания, а пока мне придется сражаться со всеми, кто из жадности посмеет напасть». Пока Ван Буэлле об этом размышлял, его глаза холодно блестели. Он постепенно углублялся в лес обратной стороны Луны. Главной силой Ван Буэлле до сих пор являлись крепкое физическое тело и культивация, превосходящая великую завершенность истинного дыхания других практиков. У него в запасе имелось множество духовных сокровищ, а также дхармическое оружие. Другое преимущество заключалось в умении ориентироваться в лесу обратной стороны Луны. Не все сверстники обладали его знаниями и опытом. Ему уже доводилось спасаться от погони и самому выслеживать цель в лесу. Этот опыт дарил ему ощущение безопасности. Чем глубже он забирался в лес, тем сильнее становилось это чувство. Серый москит после полного восстановления присоединился к своим братьям, которые уже патрулировали лес вокруг хозяина. Ван Буэлле видел все в радиусе 300 метров вокруг себя. Пока другие практики были вынуждены медленно пробираться по лесу, поскольку они не знали местности и не хотели случайно напороться на обитавших здесь чудовищ, Ван Буэлле наоборот двигался все быстрее и быстрее. «Для достижения стадии возведения основания мне нужно три дня!» На ходу рассчитал Ван Буэлле. Неоднократные попытки подавить силой поглощающего семечко духовную энергию треножника принесли не такие впечатляющие результаты, как бы ему хотелось, но это было лучше, чем ничего. С момента получения треножника прошло шесть часов, и ему до сих пор не встретился ни один практик. Когда Ван Буэлле посчитал, сколько часов прошло, его зрачки резко сузились. Он завёл правую руку за спину и послал электрический разряд куда-то в лес. С нынешней культивацией дуговой разряд больше не выглядел, как обычная молния. Теперь его атака была усилена электромагнетизмом. В полёте молния разделилась на целую сеть электрических разрядов, которые промчались мимо деревьев и ударили в девушку, которая совершенно внезапно появилась позади него. Его преследовала высокая и мускулистая девушка с огромным мечом в руках. Это была не Чэнь Хуэй или кто-то из секты Закат Галактики, а член группы из секты Пренебесное Вознесение, который удалось обогнать практиков остальных фракций. Они подготовились лучше, чем Ван Буэлле ожидал. К счастью, москиты вовремя заметили сидящих в засаде людей. При виде молнии девушка с диким воплем размашисто ударила мечом, от неё полыхнула внушительной силой. Электрическая сеть была разрублена надвое, рассыпавшись в обе стороны от неё фонтаном сверкающих сполохов. «Давай сюда источник духовной энергии, и мы не станем разрубать тебя на мелкие кусачки!» Примечание переводчика. Такая угроза имеет исторический подтекст. Разрубание тела на множество кусков шло вразрез с конфуцианскими принципами. К тому же, согласно верованию китайцев, такой человек будет не целым на том свете. На этом страхе играет вид казни Линчи, когда от человека медленно отрезали небольшие фрагменты в течение длительного периода времени. С холодным смехом пообещала она. Тем временем у неё за спиной появились семь человек. Молодые юноши и девушки обладали внушительной мускулатурой и ростом, они буквально излучали желание сражаться. Эти бесстрашные воины явно обладали огромной физической силой. «Проваливайте пока целы!» Хладнокровно бросил Ван Була. «Шутишь?» Девушка безумно расхохоталась, а потом прыгнула вперёд. Семеро практиков ухмыльнулись и тоже высоко прыгнули, как только их ноги оторвались от земли, Ван Була сложил пальцы в магическом пассе. Оставшиеся от молнии с полохи внезапно взмыли вверх, превратившись в воздухе в мечи, сотканные из электричества. Скорость этих сияющих мечей была невероятной. Ученики секты Пренебесное Вознесение обладали хорошо развитой мускулатурой. Их закалённые суровыми тренировками тела могли выдержать многое. Игнорируя мелькающие мимо них электрические мечи, они с аллочным блеском в глазах и гнусными ухмылками приближались к Ван Була. Они могли проигнорировать молнии, но не сбежать от москитов. Десять насекомых успели укусить каждого члена их группы. Практики из секты Пренебесное Вознесение внезапно побледнели и тяжело задышали ртом. Что-то случилось? Меня кто-то ужалил! От слов Ван Була перешёл к делу. После скоростного рывка он оказался перед одним из нападавших. С мрачным блеском в глазах он сжал пальцы в кулак. Парень морщился от жуткого зуда, но перед лицом угрозы тоже ударил кулаком. Ван Була не стал уклоняться от атаки, вместо этого он вложил в свой удар ещё больше силы. После столкновения кулаков из горла практика секты Пренебесное Вознесение вырвался мучительный вопль. Сначала в кровавый фарш превратился его кулак, потом вся рука, и наконец на куски разорвало половину грудной клетки. Он не успел понять, что произошло. Смерть настигла его мгновенно. Произошедшее слегка остудило боевой запал его товарищей. В страхе они инстинктивно отступили, в их глазах застыл ужас и неверие. Только мускулистая девушка, разрубившая молнию, не отступила. Уведенная лишь распалила её желание сражаться. Ван Була проигнорировал её и молниеносным движением руки прочертил на земле линию. «Я не из тех, кто получает удовольствие от убийства. Если пересечете черту, умрёте!» Сказав это, Ван Була уже собирался уйти. «Чего вы боитесь? Если бы мог, он бы нас всех тут похоронил! Мы явно не по зубам толстяку! Поэтому он и пытается нас напугать!» Скинув на плечо меч, сказала девушка и пересекла линию. Когда их негласный лидер переступила черту, остальные, поверив её словам, с громким ревом бросились следом. К Ван Була приближалось сразу семь практиков, тот резко развернулся. Из безданного браслета прямо у него в руке появилось хромическое оружие седьмого ранга. Широким взмахом меча он по широкой дуге прочертил клинком в направлении нападавших. Он контролировал силу удара, чтобы минимизировать откат и не получить внутренних повреждений. Небо немного потемнело, а в лесу поднялся черный ураган. В буре возникла иллюзия крокодила, который нанёс свой удар так же быстро, как сверкнул расчерк меча. В следующий миг Ван Була уже убрал меч. Остаточный после исчезнувшего урагана ветер всё ещё играл его волосами, тогда как он сам даже не посмотрел в сторону учеников секты Пренебёсное Вознесение. Его взгляд был направлен в лесную чащу. «Это относится и к тебе!» Отвернувшись, он двинулся вглубь леса и вскоре ещё за деревьями. На месте схватки появился парень в чёрном халате. Тот самый избранный из секты Закат Галактики, кого ранее грабил Ван Була. Его била неконтролируемая дрожь, каждый вдох давался с огромным трудом. Он с ужасом посмотрел на приведённую по земле линию, а потом на учеников секты Пренебёсное Вознесение, чьи отрубленные головы уже валялись на земле. От этой сцены у него по спине пробежал холодок, а потом его вздрясло, как в ознобе. «Чёрт! Это же было тхармическое оружие!» Фыркнув, подумал он. «Что такого особенного в тхармическом оружии? Он даже провёл эту нелепую черту на земле! Какое ребячество!» Несмотря на деланное презрение, он не знал, стоило ли продолжить погоню. В конце концов, он тяжело вздохнул и решил оставить Толстяка в покое. Он не мог не признать, тхармическое оружие действительно впечатляло. Глава 259 «Кусаешь хозяина?» Некоторые погибли, другие сдались, самые упорные продолжали погоню. Яркий источник духовной энергии, коим в данный момент являлся Ван Буэлэ, и уже нельзя было сравнить с факелом ночью. Остальные видели не просто отдалённый свет в ночи, а нечто столь же заметное, как огромный столб извергающегося вулкана. Каждый практик в радиусе тысячи километров знал, где он находится. Источник такой небывалой духовной энергии не мог оставить никого равнодушным. Они понимали, что их усилия могли быть напрасными, но жадность не давала отступить, пока существовал хотя бы крошечный шанс заполучить такой ценный приз. Это и притягивало практиков к источнику духовной энергии. Если взять секту Закат Галактики, то в этом районе находилось примерно 80 ее учеников. Они находились не вместе, каждый самостоятельно вёл охоту в мистическом мире Луны. Внезапные глаза холодно блеснули, и они ринулись в одну сторону. Помимо секты Закат Галактики был ещё клан Пять Поколений Неба. Не все члены клана знали о событиях на обратной стороне Луны. Клан Пять Поколений Неба состоял из множества семей, находящихся в постоянном конфликте. В мистическом мире ученики клана прервали поиски фрагментов и поспешили к внезапно появившемуся источнику духовной энергии. Похожая реакция была и у людей из секты Пронебесное Вознесение. Помимо этих трёх фракций в мистическом мире находились родственники и наследники сенаторов и по совместительству мэров крупнейших городов Федерации, а также более мелких клик, связанных с сенатом. В радиусе тысяч километров их было более сотни. Неважно, где они находились, все без исключения устремились к сиеющей точке вдалеке, к артефакту Ван Бууле. Среди них были и довольно известные молодые люди вроде Лисю. Помимо него было ещё двое. Племянник мэра Небесного Града и племянник мэра города Вечную Радость. Примечание переводчика. Вечная Радость – девиз правления третьего императора династии Мин, а также название самой большой энциклопедии в мире, составленной в 1408 году по его приказу. Типичные богатенькие сенки привыкли помыкать людьми и получать всё, что душе угодно. Оба присутствовали на празднике урожая в городе Эфир. С такой близостью стадии возведения основания им и в голову не пришло отказаться от столь соблазнительной добычи, как самый яркий источник духовной энергии изведенных. Со всех концов мистического мира к этому месту шли люди из различных фракций, подобно огромному водовороту шириной в тысячи километров они сходились к центру, где находился Ван Боуле. Ван Боуле, око бури, мчался по лесу, про себя отсчитывая время. Он мог спокойно убивать людей, желающих ему зла, но по натуре своей никогда не был кровожадным человеком. Если бы этот кризис можно было разрешить без кровопролития, он без раздумий пошёл бы на это. Именно это он и планировал сделать, как-то создать окно в три дня и достичь стадии возведения основания. План был хорошим, вот только воплотить его в жизнь было непросто. Внезапно его глаза ярко сверкнули, и он молниеносно отвёл руку за спину. Его оплело потрескивающее электричество, когда он поймал прилетевший в него летающий меч. Калинок чёрного меча странно переливался, похоже, его смазали ядом. С помощью духовной энергии Ван Боуле остановил меч прямо в полёте, оплёл его электричеством и без колебаний послал туда, откуда он прилетел. Двигался он быстро и плавно, словно вода в ручье, в следующую секунду где-то позади раздался крик. Из чащи выскочил человек, прижимавший руку к груди, ему не удалось далеко уйти. Синева быстро распространялась по его коже, пока он не рухнул на землю, где и испустил дух. Из раны на лбу вылетел серый москит и исчез в тени деревьев. «Ещё один», — мрачно подумал Ван Боуле. Он узнал форму, это был ученик секты Закат Галактики. Если не считать ограбленного им парня, этот был седьмым нападавшим из секты Закат Галактики. Эти странные практики знали толк в маскировке и скрытном передвижении. Они очень умело расставляли ловушки и засады, если бы не москиты, он вряд ли бы обнаружил их до нападения. Ван Боуле не стал проверять труп, он уже хотел двинуться дальше, но тут ему пришлось резко отскочить назад. Стоило ему отступить, как с двух сторон с оглушительным грохотом вспыхнул свет более десяти заклинаний, уничтожившие все деревья вокруг него. Место, где секунду назад стоял Ван Боуле, разорвало на части магия. Во все стороны разлетелись комьи земли, щепки и листья. Если бы Ван Боуле не среагировал вовремя, то его бы поразили десять заклинаний. С двух сторон на него ринулось более двадцати человек, большинство принадлежали к клону Пять Поколений Неба. Они были не из той семьи, чьи люди уже пытались остановить Ван Боуле, но глаза этих практиков блестели не менее алочно. Никто не стал тратить время на разговоры, они никогда раньше не встречались, между ними не было вражды, но любой, кто владел таким невероятным источником духовной энергии, был для них врагом. Что интересно, эти ослепленные жадности люди не продумали план дальше похищения артефакта. Никто по-настоящему не осознавал, какая судьба ждет следующего владельца этого предмета, и все же сперва им предстояло заполучить артефакт. Ван Боуле хоть и не испытывал удовольствия от убийства, был человеком решительным, чем больше он думал над проблемой, тем сильнее убеждался, что получить затишье в три дня можно было всего одним способом. «Если мне придется вымастить дорогу трупами, чтобы получить три дня передышки, я это сделаю!» мелькнула у него жестокая мысль. Тем временем двадцать практиков клана Пять Поколений Неба приближались. После магического паса в них ударили молнии, в воздухе возникла электромагнитная сеть, искрящиеся электричество приняло форму мечей, которые ударили в нападавших. На этом его атака не закончилась. Будучи вид с огловой павильона тхармического оружия, он обладал обширным арсеналом духовных сокровищ. В ходе путешествия по мистическому миру он неплохо прорядил свои запасы, но в его распоряжении оставалось еще много артефактов. Взмахом рукава он послал в нападавших дюжину летающих мечей мороза и пригоршню взрывающихся бусин, эту часть леса сотрясла серия взрывов. Пока в начавшемся хаосе практики клана «Пять поколений неба» отбивались своими духовными сокровищами и заклинаниями, Ван Буалэ как будто растворился в воздухе. Подобно разгневанному громовому дракону, он налетел на одного из учеников. По лицу его жертвы пронеслось множество эмоций. Практик попытался отступить или контратаковать, но у него ничего не вышло. Удар пришелся прямо в грудь. В результате внутренние органы превратились в кашу, отчего у него изо рта фонтаном брузнула кровь. Дикого пища юноша от боли сложился пополам, Ван Буалэ уверенно переместился в сторону и поразил ногой пах другого практика. Тот попытался заслонить рукой самое ценное, что у него было, это не сработало. С характерным хрустом сломались кости в руке, а потом удар достиг паха. Воздух сотряс нечеловеческий вопль, не выдержав болевого шока, молодой практик замертво рухнул на землю. После двух убийств жажда крови Ван Буалэ усилилась. Он понимал, эти люди не собирались оставлять его в живых. У него было два выбора, позволить им убить себя или вырезать их всех до последнего человека. «Я вас всех порежу!» проревел Ван Буалэ. Размытым пятном он вломился в ряды практиков, оставляя за собой дорогу из трупов. Пятнадцать минут спустя место схватки было усеяно трупами. От группы людей из клана пять поколений неба осталось два человека. Бледные, как мел, они смотрели на толстяка со смесью непонимания и ужаса. Смерть многих товарищей отрезвила их, с дикими воплями они бежали. Ван Буалэ немного выбился из сил. В ходе схватки он почти не пострадал, но драться с таким количеством противников с культивацией великой завершенности истинного дыхания было утомительно. Последствия поединка не шли ни в какое сравнение с откатом от использования от хармического оружия. В данный момент он пока еще мог выдержать такую нагрузку. Глядя на двух беглецов, Ван Буалэ прищурился. Он не планировал преследовать их. Сейчас у него были дела поважней, как вдруг до его ушей донесся сначала один скрик, а потом второй. Ван Буалэ нахмырился. Он не приказывал москитам убивать их. Из той части леса, откуда раздались крики, прилетел серый москит и завис над Ван Буалэ. За столько сражений он испил столько крови, что его духовная энергия изменилась. Окружавший его кровожадную ауру мог не заметить только слепой. Впервые серый насекомый ослушалась приказа Ван Буалэ, впервые выказала неподчинение. Оно агрессивно, злобно жужжало. Заслушав это жужжание, из леса вылетели остальные москиты и зависли в воздухе между Ван Буалэ и серым собратом. Похоже, они собирались защищать хозяина, если серый москит решит напасть. Я тебя создал! Как ты смеешь восставать против хозяина? Смотрю, кто-то тут совсем страх потерял! Ван Буалэ хмыкнул, ножны внутри него загудели, их запечатывающая сила мгновенно накрыла серого москита. Насекомое дрожало, его крохотное тельце медленно разрушалось. Жизнь серого москита находилась в руках Ван Буалэ, хозяина ножен. Спустя какое-то время москит жалобно зажужжал. Почувствовав у себя в голове мольбу насекомого, Ван Буалэ слегка удивился, но всё же отозвал силу ножен. Если это повторится, я сломаю твой хоботок! Мрачно пообещал Ван Буалэ и двинулся в путь. После секундного колебания серый москит полетел следом за ним, а остальные москиты вновь разлетелись в разные стороны, чтобы обеспечивать круговой обзор и защищать хозяина. Глава 260 Сломанная рука Смертоубийства не прекращались, погоня накалялась. Со всех сторон к источнику духовной энергии сходились практики, подавление магической формации и мистического мира Луны всех средств связи не давало им обменяться информацией, поэтому никто не знал о силе нынешнего владельца артефакта. Ван Буалэ никак не мог изменить это. Ему оставалось только продолжить убивать. Оставляемые на его пути трупы пропитывали воздух в лесу запахом крови и смерти. Так он надеялся отпугнуть хотя бы какую-то часть охочих до его добра практиков. Быть может, когда на место очередного побоища наткнётся очередная группа преследователей, они задумываются, стоит ли продолжить погоню. Такого рода устрашение работало, но большинство людей были не готовы так просто отказаться от столь заманчивого приза. Некоторые более трезвомыслящие практики отступали, несмотря на сильный соблазн, но таких людей было меньшинство. С момента получения треножника прошло два дня. Всё это время Ван Буалэ пытался как-то соединить артефакт со своей культивацией. Но оказалось, что при слиянии с маленьким треножником его тело входило в особое состояние, любое нарушение концентрации или касания могло привести к негативным последствиям. Поэтому достижение стадии возведения основания в условиях погони могло закончиться очень печально. По этой причине Ван Буалэ отказался от идеи соединиться с треножником во время бегства и схваток с другими. Количество убитых им людей росло, итоговая цифра стремительно приближалась к сотне. Среди погибших были ученики секты Пренебесное Вознесение, Закат Галактики и Клана опять по колене неба. Любой, кто преследовал его с намерением убить, рано или поздно погибал от рук Ван Буалэ. Первоначальная неуверенность сменилась леднящей душу жажды убийства. Сейчас он наблюдал, как из леса впереди молча вышло девять человек. Среди них Ван Буалэ знал троих. С одним из них не так давно у него состоялась весьма приятная беседа, но сейчас атмосфера в этой части леса была далека от дружеской. На его пути стояли дети и члены семьи сенаторов, Лисю и два племянника мэра Небесного Града и мэра Города Вечная Радость. Судя по нарядам, остальные были отпрысками влиятельных людей. Ван Буалэ никогда с ними не встречался, но их социальный статус лишь немного уступал Лисю. То, что эти люди находились прямо на пути Ван Буалэ говорило о многом. Они явно приложили немало сил, чтобы занять наиболее стратегически выгодную позицию. Всё-таки это был пограничный район. Дальше лежали неизведанные области обратной стороны Луны. Брат Ван, Снедаемый противоречивыми чувствами, Лисю нерешительно посмотрел на знакомого. Он не хотел вражды с Ван Буалэ. Более того, если бы он знал, что источником духовной энергии владеет Ван Буалэ, быть может, он бы вообще не отправился в погоню. Увы, было уже слишком поздно что-то менять. Ван Буалэ вздохнул. За последние два дня он ни разу не использовал хромическое оружие. Даже безопасности отката ему пришлось сразиться с огромным количеством людей из разных фракций. Получаемые то тут, то там небольшие раны постепенно аккумулировались в нечто более серьезное. Разумеется, он купировал их силой культивации, но это было временное решение. Долго так продолжаться не могло, а рано или поздно они вновь откроются. Второй большой проблемой было психическое переутомление. Ван Буалэ перестал чувствовать эмоции во время убийства, но этот компенсаторный механизм помогал слабо, поскольку ему приходилось постоянно бежать и сражаться. При виде знакомого лица на него с новой силой навалилась усталость. Запомни, эта ошибка может дорого тебе обойтись. С этими словами Ван Буалэ бросился в сторону и исчез в лесу. Все, кроме Лисю, без колебаний побежали следом. Они заметили, что Ван Буалэ с трудом держался на ногах и явно был ранен. С кровожидным блеском в глазах они тоже исчезли с деревьями. На месте предполагаемой засады остался стоять Лисю. Он не знал, как поступить. Ему не пришлось долго ломать голову над этой дилеммой. Из леса неподалеку послышались душераздирающие вопли, как будто кричащего охватил неописуемый ужас. Следом среди деревьев вспыхнул свет, а затем раздался рокот. Даже Лисю со своего места видел искрящиеся море электричества, в воздухе запахло горелым. Вскоре из чащи выскочили племянник мэра Небесного Града и кто-то из побочной ветви семьи одного из сенаторов. Оба были бледны и сильно напуганы, им не удалось убежать далеко. Он возил затылок безымянного практика. На лице рухнувшего замертво молодого человека застыла гримаса ужаса. «Ван Буоле! Мой дядя мэр Небесного Града! Один из семнадцати сенаторов! Ты действительно посмеешь убить меня?!» Последний выживший племянник мэра Небесного Града уже не выглядел таким заносчивым. С дикими криками он бежал, спотыкаясь каждые несколько шагов. Когда из леса вышел Ван Буоле, он сдорожал от страха. Халат Ван Буоле промок от крови, сам он тяжело дышал. Из уголков его губ тонкой струйкой стекала кровь. Он выглядел ослабленным и похоже больше не мог подавлять свои внутренние раны, но его кровожадная аура ошеломляла. «Сю-сю, спаси меня!» Последний выживший хватился за лисю, как за спасительную соломинку. От произошедшего у лисю холодок пробежал по спине. По схватке Ван Буоле с Джоей Сеннием только дурак не понял бы, что толстяк был очень опасным противником. И все же он недооценил его. Очевидно, Ван Буоле пережил не одно сражение и за последние несколько дней был несколько раз тяжело ранен. Несмотря на тяжелое состояние, ему хватило пары секунд, чтобы расправиться с его товарищами. Он не видел, что именно произошло в лесу, но мог легко себе представить учененную там резню по услышанному грохоту и вспышкам заклинаний. Его товарищем явно было далеко до Ван Буоле. Он только навелик из-за вершенности истинного дыхания. Когда он достигнет возведения основания, то станет еще сильней. Лейсю так и не сдвинулся с места. В виде, как Ван Буоле мрачно надвигался на перепуганного племянника мэра Небесного Града, он хотел что-то сделать, но в итоге решил промолчать. Каждый вздох похоже давался Ван Буоле с трудом. При взгляде на последнего противника его глаза холодно блеснули. Он поднял руку для финального удара, но тут у него похоже вскрылись раны. Задрожав всем телом, он закашлялся кровью и на негнущихся ногах попятился на пару шагов. Кажется, он больше не мог подавлить свои раны. Стоя с опущенной головой, он выглядел как человек, который продолжал стоять только ценой неимоверных усилий. Чего не увидел ни Лейсю, ни племянник мэра, так это расчетливого блеска в его глазах. Он явно чего-то ждал, племянник мэра Небесного Града перестал пятиться, страх в его глазах сменился алочным блеском и желанием воспользоваться шансом. Убирайтесь! Подняв голову, хрипло прокричал Ван Буэлэ. Даже не посмотрев на Лесю, он двинулся прочь. Но тут племянник мэра Небесного Града стеснул зубы и вновь кинулся в бой. Умре! Именно в этот момент Ван Буэлэ встрепенулся, блеск его глаз стал ярче, его слабости как не бывало. Вместо неё его окутала поразительная сила, его раны были не настолько тяжёлыми, чтобы он не мог их временно купировать, всё это было спектаклем. Вот только его целью был не племянник мэра Небесного Града, ему была нужна девушка, возникшая позади него. Она бежала очень быстро, поэтому оказалась рядом с Ван Буэлэ в тот же момент, как он вспыхнул силой. Ван Буэлэ проигнорировал племянника мэра Небесного Града, резко развернувшись, он рубанул по девушке тхарамическим оружием седьмого ранга. Наконец решила показаться! В поднявшейся чёрной буре оглушительно взрывел крокодил. При виде сверкающего лезвия меча девушка, собиравшаяся нанести внезапный удар, резко поменялась в лице. Но она тоже была не так проста, как могла показаться. В этой опасной ситуации она достала три статуэтки со скрещенными на груди руками, от них исходила мистическая и жутковатая аура. Их ауры приняли на себя удар меча Ван Буэлэ, от сильной ударной волны закачались деревья, растительность прижала к земле, да и сама земля задрожала. Ударная волна попала в племянника мэра Небесного Града, оказавшегося между Ван Буэлэ и девушкой, он даже не успел закричать. Высвобожденная от столкновения двух сил энергия раздробила все кости и превратила его в кровавое месиво. Никто не заметил его смерти. Ван Буэлэ в прыжке сплюнул скопившуюся во рту кровь и ловко приземлился на землю, так и не выпустив меч из рук. Три статуэтки просто взорвались. В попытке увернуться девушка отчаянно закричала, ей удалось защитить жизненно важные органы, но для этого пришлось пожертвовать правой рукой. Из-за брубка хлынула кровь, ее прическа растрепалась, щеки побелели, но глаза полыхали ненавистью. Залитая кровью с ног до головы, она быстро покинула поле боя. Ван Буэлэ, я, Чэнь Хуэй, клянусь убить тебя и уничтожить твою душу, сколько бы жизни это у меня не заняло! Напоследок прокричала она. Неподдельная ненависть в ее голосе, казалось, могла сотрести небосвод. Глава 261. Знакомые Мрачно посмотрев в сторону, куда убежала девушка и оставленные ей кровавые следы на земле, Ван Буэлэ прищурился. Его довольно долгое время не покидало ощущение, словно за ним кто-то следит. Сколько бы он ни отправлял на поиски москитов, они возвращались ни с чем. Такая качественная маскировка напомнила ему о девушке в белом наряде. Во время спуска в глыбь разлома она тоже умело скрывала свое присутствие. До появления автоматона он даже не знал, что она пряталась неподалеку от разлома. Все факты явно указывали на нее. Ее тактики по меньшей мере были неортодоксальными, к тому же ее духовные сокровища пугали даже его. Позволить такому человеку следовать за собой все равно, что добровольно положить голову на плаху, поэтому Ван Буэлэ пришла в голову идея выманить ее. Сколько бы Ван Буэлэ ни старался, в следующие несколько дней она никак себя не проявляла. Это продолжалось вплоть до этого момента. Множущиеся раны постепенно подводили его к грани, при встрече с людьми из фракции Сената Ван Буэлэ вновь решил попробовать выманить ее. Их атака стала отличным прикрытием, чтобы прикинуться ослабленным, он нарочно сделал вид, будто больше не мог подавлять полученные раны, его игра оказалась достаточно убедительной, чтобы на нее клюнула девушка. По плану удар мечом должен был убить ее, но в самый ответственный момент дали о себе знать ранее полученные раны Ван Буэлэ, к тому же девушка опять использовала странные статуэтки, поэтому ему удалось только отрубить ей руку. Этот удар не прошел для него бесследно. Откат от использования от хромического оружия такого высокого ранга усугубил его состояние. К счастью, он мог купировать раны, если надолго отказаться от использования меча, то эти раны повторно не вскроются. Во всяком случае, он на это надеялся. Избавившись от застрявшей в горле рыбьей кости, он облегченно вздохнул и повернулся к лесу неподалеку. «Брат Ли, как поживаешь? Тоже хочешь меня ограбить?» С легким смешком поинтересовался он. Под взглядом Ван Буэлэ лисю весь съежился. Устрашающий удар мечом, окровавленный труп племянника мэра Небесного Града и хитро расставленная засада для девушки красноречивей любых слов показывали свирепость и острый ум толстяка. Мысленно он поблагодарил небеса за то, что не побежал вслед за остальными. Теперь он понял, что скрывалось за личиной безобидного, дружелюбного и беззаботного толстяка. Перед ним стоял охладнокровный расчетливый воин, который мог убить человека, не моргнув и глазом. Если такой решительный и целеустремленный человек задастся целью кого-то убить, тому можно было прощаться с жизнью. Кто-то вроде Ван Буэлэ лучше бы смотрел со всякти закат галактики, чем в одной из четырех ДАО Академий. Все, кто отлично вписывались, люди, которые тебе улыбались, держа при этом нож за спиной. От улыбки Ван Буэлэ у Лисю мороз пробежал по коже. Неловко рассмеявшись, он достал несколько пилюлей с безданной сумки и положил их на землю, а потом похлопал себя по груди. «Младший брат Буэлэ», громко сказал он, «ты не так меня понял. Я, Лисю, не из тех, кто может опуститься до такого. Честь для меня превыше всего. Здесь я лишь с одной целью, чтобы передать тебе немного пилюль». Ван Буэлэ вопросительно выгнул бровь. «И с чего я должен тебе верить?» От вопроса Ван Буэлэ из глаз Лисю чуть не брызнули слезы, его сердце бешено стучало в груди, а он судорожно пытался придумать убедительные оправдания. «Старший брат Буэлэ, у тебя ведь нет девушки?» Внезапно нашелся он. «Ничего страшного, моя старшая сестра настоящая красавица. У нее идеальное лицо и фигура, такую красавицу днем с огнем не сыщешь. Мало того, что она известна в Федерации, сейчас она работает в марсианской колонии. Ты мне сразу понравился. Думаю, из вас выйдет отличная пара. Ты станешь отличным зятем». «Какого?» Ван Буэлэ ожидал чего угодно, но не этого. «Зятёк, у меня ещё есть кое-какие дела, поэтому я, пожалуй, пойду». Лисю ударил себя в грудь и тут же засеменил прочь. Глядя на удаляющуюся спину Лисю, Ван Буэлэ с некоторым скепсисом поднял пилюли. После разговора с Лисю он немного расслабился. Чем дальше он забирался в лес с обратной стороны Луны, тем меньше становилось преследователей, а разбросанные по лесу трупы отваживали менее храбрых духом, что дало Ван Буэлэ долгожданную передышку. Пока он искал спокойное место, подходящее для перехода на стадию возведения основания, его нашла ещё одна группа практиков, их Ван Буэлэ хотел увидеть меньше всего, но сейчас конфронтации было не избежать. «Ван Буэлэ!» С горькой усмешкой сказал вышедший из леса Чин Юй Тун, вместе с ним пришла ещё дюжина людей, включая Ли И. С ними была и Шелин, чьё особое чутьё в самом начале помогло им найти несколько фрагментов, она с недоверием смотрела на Ван Буэлэ. Никто из них не знал, кто владел источником духовной энергии, тайное стало явным только сейчас, когда они встретили Ван Буэлэ. Чин Юй Тун был мудр не по годам, поэтому понимал, они оказались в очень щекотливой ситуации, где любое неверное движение или сказанное не в попад слове могло привести к серьёзным последствиям. Он тесно дружил с Ван Буэлэ, поэтому для него было особенно важно не создать между ними недопонимание, вот почему он вышел вперёд, но не стал подходить очень близко. Потом он достал из бездонной сумки флакон с пилюлями и осторожно поставил его на землю. «Буэлэ, буду краток, сейчас остальным небезопасно находиться рядом с тобой, поэтому желаю тебе удачи в достижении возведения основания», искренне сказал Чин Юй Тун, накрыв лодонью кулак. Остальные молча достали свои пилюли, при виде поддержки товарища из ДАО Академии у Ван Буэлэ на сердце потеплело. Он был особенно тронут поступком и словами Чин Юй Туна. Кивнув, он собрал пилюли, когда он развернулся и собрался уйти, в глазах ли их что-то промелькнуло. Похоже, и было что сказать, но она не успела открыть рот, как Чин Юй Тун гневным взглядом заставил её удержать язык с зубами. В итоге Ли понурила голову и ничего не сказала. Ван Буэлэ стоял к ним спиной, но благодаря москитам всё прекрасно видел. Его глаза свирепо сверкнули, однако он тоже ничего не сказал. Вместо слов он достал лишние фрагменты, собранные из тел поверженных врагов. Сейчас их у него было гораздо больше двадцати необходимых и бросил большинство из них Чин Юй Туну. Старший брат Чин, на мертвецах в лесу можно найти ещё фрагменты. У меня не было времени собирать их, поэтому они ваши. Спасибо и прощай. Ван Буэлэ двинулся прочь, вскоре он исчез за деревьями. После встречи с учениками четырёх Дао Академии он продолжил свой путь вглубь мистического мира Луны. Его раны постепенно усугублялись и грозились в любой момент открыться. Пилюли помогали, но они давали лишь временное облегчение. Ему срочно требовалось место, где он бы мог помедитировать в уединении. Если его раны откроются, то он окажется в крайне опасном положении. Ему удалось продержаться ещё один земной день. У небольшого холма он провёл разведку москитами, потом выкопал на склоне пещеры и забрался в неё, не забыв запечатать вход. Москиты остались снаружи нести стражу. Наконец он смог с облегчением выдохнуть. Первым делом он достал маленький треножник. От волнения у него немного задрожали руки. Ему в руки явно попала очень древняя вещица. Время стёрло изображённые на нём рисунки животных и письмена, отчего треножник ещё больше походил на артефакт далёкой эпохи. «Эта штука поможет мне взойти на стадию возведения основания!» Ван Боулэ сделал глубокий вдох. Сначала он проглотил несколько пилюль, чтобы раны случайно не открылись. Потом выполнил магические пассы и окутал духовной энергией треножник. Начался первый этап перехода к стадии возведения основания «Духовное соединение». Тем временем, в нескольких тысячах километров бледная, как простыня, Чэнь Хуэ из секты закат галактики куда-то бежала. Она потеряла руку, да и в целом выглядела крайне скверно. Единственное, что осталось прежним после встречи с Ван Боулэ ненависть и безумие в её глазах. Если бы ненависть можно было превратить в море пламени, то небо и земля уже бы сгорели до тла. «Ван Боулэ!» Чэнь Хуэ искреждала зубами, чувствуя горечь в сердце. Она пыталась найти место для отдыха, как вдруг у неё над ухом прозвучал чей-то голос. «Хуэй, милая, что с тобой стряслось?» Чэнь Хуэ обернулась и поражённо уставилась на морщинистую старушку с клюкой, которая совершенно беззвучно возникла у неё за спиной. Тем не менее, на тепло улыбнулась раненой девушке. «Наставница!» Чэнь Хуэ не могла поверить своим глазам. Её наставница обладала культивацией стадии создания ядра и являлась одной из главных старейшин секта закат галактики. Практикам с такой культивацией запрещалось входить в мистический мир Луны. После наложения печати то стало сделать ещё сложней. Она было подумала, что печать наконец сломали, но посмотрев вверху видела уже ставший привычным древесный узор. «О некоторых вещах мы специально умолчали из страха, что вы, ученики, не сможете сохранить секрет», объяснила старушка, поняв невысказанный вопрос ученицы. Сказав это, она погладила Чэнь Хуэ по голове и продолжила. «Секта закат галактики поддерживает особое существо. С его помощью мы смогли обойти формацию и попасть сюда. Клан Пять Поколений Неба тоже здесь, только они сделали ставку на другое существо. Что до печати, мы создали её вместе с кланом Пять Поколений Неба. Я уже в курсе, что ты потеряла неповреждённый артефакт для перехода на стадию возведения основания. Подожди меня здесь, я верну его тебе». Глава 262-я Внезапный поворот Чэнь Хуэ учащённо задышёл и во все глаза уставилась на свою наставницу. Она и представить не могла, что все перемены в мистическом мире, которым она не могла найти объяснение, произошли в результате действий её секты и клана Пять Поколений Неба. Тем не менее, она осознавала серьёзность последствий такого поступка. Разумеется, руководство секты это тоже понимало и было готово к масштабной войне со всей Федерацией в случае, если их раскроют. И всё же секта всё равно решила принять участие в этой операции. Теперь Чэнь Хуэ поняла, что её секта задумала нечто очень серьёзное и амбициозное. Старушка вручила свой подопечный пузырёк с пилюлями и попросила описать источник духовной энергии. Выяснив, что тот имел форму маленького треножника, она взмыла в небо и полетела к месту, где Ван Буалой пытался совершить прорыв культивации. Сопровождаемый полёт свист был слышен на много километров окрест. Многие практики на Земле с левопытством задрали головы. При виде старухи в небе им становилось не по себе. Стадия создания ядра? Проклятие, как она сюда попала? Невозможно! Как кто-то с культивацией стадии создания ядра может находиться в мистическом мире Луны? Печать ведь ещё не сломали! Так откуда она взялась? Практики, видевшие старуху в небе, всерьёз тревожились. Этот год события, никто не знал, чем в итоге всё это закончится, но сердца каждого из них окутала липкая паутина страха. Старуха даже не пыталась скрыть себя от глаз практика в стадии истинного дыхания, всё-таки подготовка была почти завершена. Раз всё близилось к концу, то в маскировке не было нужды, вот почему она отправилась на поиски своей ученицы. Она была рада услышать о нахождении неповреждённого артефакта. Маленький треножник идеально подойдёт Хуи Эр в качестве нового основания. Тем временем Ван Буалэ сидел в позе лотоса в наскоро выкопанной пещере, с возрастающим нетерпением он возводил основания так быстро, как мог. При использовании артефакта для прорыва культивации требовалось пройти два этапа. Первое и духовное соединение включал в себе окутывание артефакта или необходимое количество фрагментов духовной энергии для их ослабления. Это было нужно для наполнения предмету духовной энергии и практика, чтобы потом выбрать его в себя и поместить в дань-тянь. Следующий шаг назывался «Слияние естества». Слияние естества подразумевало разделение с предметом своей плоти и крови. Это было полное соединение объекта с телом, где на его основе возводилось основание. Во фразе «возведение основания» под словом «возведение» подразумевалась постройка, а под основанием «используемый предмет». В некотором смысле возведение основания было равносильно созданию дополнительного органа в теле, он требовался для развития усиления практика. С крепким основанием до этого не имеющая корня духовная энергия превращала тело в настоящий водоворот, внутри которого циркулировал ци. Практик получал возможность поглощать энергию неба и земли и мог завладеть удачей самого неба и вселенной. После успешного прорыва менялась сама суть жизни естества и магии практика. С активацией культивации духовная энергия ванн-боу-ле накрыла маленький треножник. После нескольких магических пассов он начал духовное соединение по методу, который предоставил своим ученикам до Академии. Со временем треножник потемнел, а потом покрывший серебью стал полупрозрачным и наконец стал полностью невидим глазу. В этот момент ванн-боу-ле сделал большой вдох. Высвобожденная им духовная энергия затянула невидимый треножник в рот и ему показалось будто он проглотил целую упаковку желе. По горлу проскользнуло что-то мягкое и скользкое, а потом он почувствовал как в дань тень опустилась духовная энергия. Вместе с ней там появился крохотный треножник, больше он не был полупрозрачным, теперь он неподвижно парил над поглощающим семечком. Этот артефакт и вправду подходит для возведения основания. Первый этап прошел без осложнений. Радостно подумал ванн-боу-ле. Из предоставленной Академии информации он знал, что процесс соединения с двадцати фрагментами был не таким простым. Основная причина заключалась в разрозненности этих фрагментов, они не могли идеально подойти друг к другу, к тому же во время слияния ошибки были недопустимы, а значит требовалось соблюдать особую осторожность. Опасность представляла не столько сама ошибка при слиянии, сколько последствия в виде повреждения меридианов и донтьяня. Вот это по-настоящему представляло опасность для жизни. Что интересно, во время процедуры не разрешалось двигаться, поэтому прорыв нужно было совершать в безопасном месте, ванн-боу-ле неукоснительно следовал этому правилу, хотя и соединялся с целым предметом. По его мнению, не стоило двигаться без особой на то причины. Ему казалось, что это могло дестабилизировать треножник и вызвать выброс из него духовной энергии, в этом случае его тело надуется как воздушный шар а потом взорвётся. Вот почему ранее ванн-боу-ле не предпринимал попыток прорваться на стадию возведения основания, только в безопасности пещер он решил попробовать достичь возведения основания. Сделав глубокий вдох, он всё ещё в позе лотоса стабилизировал маленький треножник, находящийся в донтьяне, теперь пришёл черёд второго и самого важного шага — на этом этапе всё должно пройти без проблем. Малейшая ошибка могла привести к провалу слияния естества, ведь он собирался разделить с треножником свою жизнь, плоть и кровь, дабы создать новый орган. Отвлекаться было нельзя, перед началом прорыва ванн-боу-ле приказал москитам самостоятельно патрулировать территорию вокруг пещеры и никого к ней не подпускать. Поэтому сейчас он со спокойной душой соединял меридианы, плоть и кровь с треножником по методу Дау-Академии. Преимущество использования целого артефакта в сравнении с фрагментами было очевидным. Всё шло как по маслу без каких-либо осложнений. Вскоре ванн-боу-ле удалось частично соединить плоть, кровь и жизнь с маленьким треножником. Через пять минут слияние было завершено на 30%, потом он достиг 40, 50, 60%. Слияние приближалось к своему завершению, вместе с тем росла и культивация ванн-боу-ле. Если бы его сейчас увидели те, кто использовал для прорыва фрагменты, они бы не поверили своим глазам. Ванн-боу-ле довёл слияние до 60%, но его аура уже сравнялась с аурой тех, кто провёл полное слияние с фрагментами. Процесс тем временем продолжался. 70, 80%. Культивация ванн-боу-ле росла с суммопомрачительной скоростью. В ходе слияния с треножником его плоть, кровь, дух и естество укреплялись, становились сильней. Разум ванн-боу-ле затопили образы воспоминаний из далёкого прошлого, их присылал в его разум треножник. Их было настолько много, что ванн-боу-ле просто не смог все рассмотреть. Чаще всего перед его мысленным взором возникал образ огромного алтаря в окружении размытых силуэтов в молитвенной позе, а тауры молящихся у него всё внутри похолодело. Он понятия не имел, какой культивации они обладали, любой из них одним взглядом мог стереть его с лица земли. Алтарь в центре имел три уровня. На нижнем стояли четыре маленьких треножника, прямо как тот, с которым сейчас соединялся ванн-боу-ле. На втором уровне находились две жемчужины, белое и чёрное. Обе сияли смолистым и жемчужным светом. Третий уровень затягивал туман, в клубах дыма мелькали лица религиозных фанатиков, если судить по ревностному и набожному выражению их лиц. Всё это выглядело очень странно. Нетрудно было догадаться, что на трёх уровнях алтаря находились подношения, их ценность напрямую зависела от расположения на алтаре. Похоже, ванн-боу-ле невероятно повезло добыть столь ценный треножник. Хоть треножник и находился на самом низком уровне, когда-то его посчитали достаточно ценным, чтобы преподнести в качестве подношения. Ценность этого треножника не поддавалась описанию словами. Объекта всеобщего поклонения, объекта, кому были преподнесены все эти подношения, ванн-боу-ле не видел. Из образов треножника он сумел вычленить размытый образ, похоже, это был синий лотос, в воздухе. Когда он увидел синий лотос, слияние с маленьким треножником достигло отметки 80%. Аура ванн-боу-ле стала еще сильнее, чем у людей, достигших стадии возведения основания с помощью фрагментов. Нетрудно представить, что по завершении прорыва он будет сильнее всех своих сверстников. Именно в этот переломный момент кое-что произошло. Москиты снаружи взорвались до того, как они успели заметить приближение врага. Серый москит, будучи сильнее собратьев, сумел продержаться на мгновение дольше. Хотела, чтобы он успел послать ванн-боу-ле предупреждение. Ванн-боу-ле вздрогнул. Образ синего лотоса у него в голове сменился картиной бесстрастного лица старухи. Ее успел прислать серый москит перед тем, как его уничтожили. В следующий миг вся пещера заходила ходуном, а потом с немыслимым грохотом потолок его убежища взорвался. У него над головой образовалась огромная дыра. Среди осыпающихся камней парила старуха в окружении могучей очень властной ауры. Отчужден мы, недосягаемая, опасная. Голова 263. Уничтожение дау-основание. Все произошло слишком быстро. Сразу после уничтожения всех москитов стены пещеры задрожали. Ванн-боу-ле достиг критического рубежа, соединившись с маленьким треножником на 80%. От грохота громче тысячи ударов грома у него зазвенело в ушах. Открыв глаза, он увидел парящую над дырой в потолке старуху, главного старейшин из секта закат галактики. Под гнетом ее могучей ауры Ванн-боу-ле показалось, будто на него навалилась тяжесть самих небес. Он проходил самую важную стадию слияния естества, поэтому не должен был двигаться. Внезапное появление старухи застало Ванн-боу-ле врасплох. Он не знал, что делать в этой катастрофичной ситуации. Он задрожал, когда в пещеры посыпались осколки камня и гравий. Под влиянием внешних раздражителей маленький треножник внутри его тела дестабилизировался. Эманации лишившегося баланса артефакта погрузились в хаос. Любое вмешательство во время прорыва на стадию возведения основания влекло за собой серьезные последствия. Ванн-боу-ле в чью пещеру так бесцеремонно вторглись не стал исключением. Ни в Туманолесье, ни во впадине Колунь его жизнь не подвергалась такой страшной опасности. Несмотря на превосходящую силу врагов, в обоих случаях он умудрялся с этим отпор, но сейчас практик стадии создания ядра мог чуть ли не взглядом уничтожить его на месте. Духовная энергия хаотично металась по телу, его плоти-треножник сотрясала дрожь. Ванн-боу-ле чувствовал себя так, будто внутри у него бушевал настоящий шторм, как будто он проглотил одну из своих взрывающихся бусин. Из его тела раздался оглушительный хлопок, а потом его вырвало кровью. Словно сдувшийся шарм лишился огромного количества духовной энергии. Просветленный! Даже кашляя кровью, Ванн-боу-ле попытался продекламировать мантру в надежде испугать старуху. Других способов дать и отпор у него не было. После первого же слова его тело не выдержало нагрузки, все потому, что в данный момент его культивация была связана с маленьким треножником. Из-за этой связи до стабилизации артефакта передалась и его культивации, поэтому он и не смог продолжить до осутру. Его снова вырвало кровью, отщек отлила кровь, он хотел сбежать, наплевав на слияние с треножником, но в данный момент его тело было непрочнее потрескавшиеся фарфоровые вазы, способные разбиться от малейшего прикосновения. Каждую клеточку его тела пронзала чудовищная боль. Жалкое ничтожество! Как ты посмел украсть то, что принадлежит моей ученице? Посмотрев вниз, так как обычно смотрят на крохотные насекомые, хрипло, сказала старуха. Она зловеще улыбнулась при виде жалкого состояния Ван Буэлэ, в следующий миг она возникла рядом с ним и потянулась рукой к его донтяню. Взгляд Ван Буэлэ застелила кровавая пелена, из его горла пытался вырваться нечеловеческий рёв, но из-за крови получилось лишь нечленораздельное бульканье. Этот безвычный рёв трансформировался в безумие и ярость. Он хотел дать отпор, но все его трюки и приёмы были бесполезны против практика стадии создания ядра. К тому же сейчас им двигала ярость, что ещё больше сдрудняло использование магии. Он бессильно наблюдал, как старуха молниеносно ударила рукой в нижнюю часть его живота, во все стороны брызнула кровь. Этим ударом старуха обнажила внутренние органы Ван Буэлэ, пока его сотрясал очередной приступ кровавого кашля. От боли он потерял над собой контроль, его глаза налились кровью. Не обращая внимания на мучения своей жертвы на текущую израны кровь, старуха невозмутимо сомкнула пальцы вокруг треножника внутри дантения Ван Буэлэ. Чувство было такое, будто кто-то сжал один из его внутренних органов. Испытываемая им боль не поддавалась описанию, Ван Буэлэ издал душераздирающий вопль. «Нашла! Ещё не слишком поздно!» С бесцветной улыбкой заметила старуха, словно речь шла не о страшной пытке, а о погоде. Ван Буэлэ всего трясло, халат на груди весь промок от пота и крови. Эта корга казалась ему дьяволом воплоти. Ещё никогда он не чувствовал такой страшной боли, никогда им не завладевало такое бессилие и ненависти безумие. Спасения не было, старуха провернула руку, сжимавшую треножник. В этот момент Ван Буэлэ на себе познал, что такое оказаться в настоящем аду. Его последней надеждой оставалась чёрная маска, однако под давлением ауры практика стадии создания ядра чёрная маска оставалась безмолвной и никак себя не проявила. Чувствуя невыносимую боль, Ван Буэлэ от отчаяния попытался активировать поглощающее семечко. Огромная разница между ним и старухой не дала семечку раскрутиться, его подавила её превосходящая культивация. Пытаешься огрызаться? Старуха криво улыбнулась и небрежно ударила Ван Буэлэ ногой. С громким хлопком удар отправил трясущегося и кашляющего кровью Ван Буэлэ в полёт. Соединение его культивации с маленьким треножником остановилось на отметке чуть выше 80%. Его плоть, кровь и душа уже соединились с артефактом, частично создав доуоснование. Маленький треножник остался у старухи в руке. Она вырвала артефакты с Донтяня вместе с его плотью и духом, из раны на его животе быстро вытекала духовная и жизненная энергия. Вокруг треножника уже частично обвились сосуды и меридианы, из огромной раны на животе свернувшегося в калачик Ван Буэлэ листала кровь. Извлечение треножника повредило его меридианы и внутренние органы. Ван Буэлэ валялся на склоне холма за пределами пещеры, перед глазами темнело. На него со всех сторон надвигалась тьма и жуткий холод, но внутри него полыхало пламя ярости, способное сжечь небо и землю. К сожалению, эту ярость некуда было направить, всё было зря. Его задрясло в конвульсиях, полные ярости, ненависть и бессилие, крики слабели. Его душа, духовная энергия, естество с пугающей скоростью угасали. Ничто на свете не могло сравниться с болью от кражи доу основания, с болью, когда его из донтяня вырывают голыми руками. После потери нового внутреннего органа жизненная сила Ван Буэлэ резко потускнела. Его доу основания похитили. Переход на стадию возведения основания оборвался, не хватило всего 20%. 30% донтяней и треть меридианов были повреждены в результате манипуляций старухи, такая зияющая рана на животе и разорванные внутренности были несовместимы с жизнью. Ван Буэлэ не умер только потому, что его тело уже находилось на стадии возведения основания. Как бы он не старался цепляться за жизнь без дала основания и с такими чудовищными ранами ему навсегда можно было забыть о прорыве на стадию возведения основания. Без основания культивация быстро слабела, совсем скоро она ослабнет настолько, что он превратится в обычного смертного и умрет от раны кровопотери. Для эры духовного истока это был не первый случай, но нечто подобное впервые произошло с учеником одной из четырёх дау-академий калибра Ван Буэлэ. Без печати на мистическом мире луны старуха бы никогда не решилась на этот поступок, но сейчас их план был почти завершён, план который навсегда изменит расстановку силу федерации, поэтому она могла позволить себе уничтожить такую мелкую ребёшку. Старуха одобрительно качнула головой, почувствовав духовную энергию треножника. С артефакта в её руках ещё капала кровь, раздражённо цокнув языком, она коротким движением кисти испарила её. Убрав небольшой артефакт за пазуху, она посмотрела на Ван Буэлэ как на покойника. «Слышала, у тебя ещё есть тхармическое оружие?» С этими словами она шагнула ему навстречу. Ван Буэлэ изнутри сжигала безумная ерость, которой примешивалась бессилие. Он не мог ни помешать старухе украсть тхармическое оружие, не предотвратить собственную гибель. Он был бессилен что-либо сделать. Глава 264. «На волосок от гибели» Говорят, когда человек оказывается одной ногой в могиле, он видит свет в конце тёмного тоннеля. Человек идёт к этому свету, пока наконец не растворяются в нём. Что происходит дальше, куда ведёт свет, сохраняет ли человек сознание. Быть может, на свете существуют люди, кому ведом ответ на этот вопрос, но делиться своим знанием с остальными они, судя по всему, не спешат. Ван Буэлэ видел свет. В непроглядной черноте он видел лишь жуткое лицо старухи и беззвучно появившийся за ней свет. Точнее, у неё за спиной возникло семь-восемь лучей света, от них исходила могучая довещая аура. Ван Буэлэ всё плыло перед глазами, но он смог разглядеть, что в этих лучах света угадывались человеческие силуэты. Не видя их лиц, он не мог сказать, как они выглядели. Аура лунных духов бледнела на фоне того, что испускали существа в лучах света. Это более сильнейшие существа мистического мира луны, уступающие только древнему мертвецу. Бессмертные ночи. Уровень культивации любого из них не уступал практику стадии создания ядра. Некоторые из них могли противостоять практикам великой завершённости. Не последнюю роль в этом играло их так называемое бессмертие. Это свойство в определённой степени делало их в глазах федерации не менее опасными, чем древний мертвец. Гигантский мертвец все эти годы находился во сне. Без внешних раздражителей он не мог пробудиться, а вот бессмертные ночи не только не спали, но и охотились группами. Федерации не знали, сколько этих существ обитало в мистическом мире луны. По примерным подсчётам их было около 50, большая часть из них обитала на обратной стороне луны. Они появлялись на видимой её части, но такое случалось очень редко. Эти существа представляли большую угрозу. Движимые ненавистью к чужакам, они преследовали любого, кто попадался им на глаза, пока им не удавалось убить незваного гостя. К счастью, у них отсутствовало духовное сознание, присущее практикам стадии создания ядра, поэтому им приходилось выслеживать добычу глазами. Если оставаться незамеченным, то можно было избежать встречи с ними, в этом они были схожи с многоглазами. Похоже, Ван Буэлэ со старухой попали в поле зрения группы пролетавших неподалёку Бессмертных Ночи, если судить по тому, как они тут же сменили направление и полетели к ним. Старухе пришлось отложить расправу над Ван Буэлэ. С Бессмертными Ночи шутки были плохи. Даже она боялась этих жутких существ. С одним ещё можно было сладить, но к её ужасу к ним сейчас приближалось сразу восемь. Ей совершенно не хотелось связываться с Бессмертными Ночи, таких настырных преследователей было очень трудно сбросить с хвоста. С появлением Бессмертных Ночи старуха перестала наносить удары, в мутнеющих глазах Ван Буэлэ застыли безумие и отчаяние, каждый судорожный вдох больно обжигал лёгкие, тело одолевало слабость, а из ран их листала тёплая кровь. Несмотря на всё это, у него внезапно открылось второе дыхание и появились силы встать. Быть может, дело было в исчезновении давления культивации создания ядра. Зажимая руками рану, он со всех ног бросился бежать. Движимый инстинктом самосохранения, он хотел убраться подальше от старухи, только так у него был хоть какой-то шанс выжить. Чёрт подери! Если бы Чэнь Хуэ не знала о его тхармическом оружии, то старуха бы давно уже оставила его в покое. Для практика такого уровня он был не важнее маленькой букашки. Очевидно, старуха была не прочь заполучить тхармическое оружие. Она хотела пуститься в погоню за жертвой, но бессмертные ночи были уже совсем близко. С такими опасными противниками на хвосте старухе пришлось забыть Иван Буэлэ. Всё-таки в плане культивации они ничуть не уступали ей. Старуху явно ждал серьёзный бой, поэтому ей пришлось забыть Иван Буэлэ. Собственная безопасность была куда важней. Спустя несколько часов погони старуха выглядела крайне скверно. Из уголков её губ копала кровь, а на теле не осталось места, которое бы не болело. Чтобы уйти от бессмертных ночи ей пришлось пожертвовать несколькими ценными Она хотела вновь отправиться за Иван Буэлэ, но тут у неё за спиной вновь раздался вой бессмертных ночи. Высоко в небе появилось ещё четыре этих жутких существа, и сейчас они летели к ней. Чёрт! Опять бессмертные ночи! Старуха заскрежетала зубами и была вынуждена бежать к видимой стране Луны. Её не покидало странные чувства, словно бессмертные ночи обратной страны Луны по непонятной причине внезапно поолчились против неё. И всё же она не собиралась оставлять Иван Буэлэ в покое. Она нехотя достала нефритовую табличку, которая работала по принципу колец-передатчиков и использовалась для связи внутри магической формации мистического мира Луны. Это было совместное изобретение Секты Закат Галактики и их нового древесного союзника. Им не удалось сделать достаточно нефритовых табличек, чтобы раздать их ещё и практикам в стадии истинного дыхания. Помимо простых учеников и экспертов в стадии создания ядра, в мистический мир Луны проникло немало людей из Секты Закат Галактики с культивацией из стадии возведения Основания. С помощью нефритовой таблички старуха отдала последним приказ найти и уничтожить Ван Буэлэ. Тебе не повезло. Ты сбежал в направлении одной из секретных баз нашей Секты. От практиков стадии возведения Основания на обратной стороне Луны незамедлительно пришло подтверждение. Многие сочли за честь выполнить задание главного старейшной Секты. Вскоре практики стадии возведения Основания вышли на охоту. С собой они взяли учеников на стадии истинного дыхания, чтобы те помогли с поисками. Тем временем Джоу Фейс клана Пять Поколений Неба, который был в сговоре с Сектой Закат Галактики, всё ещё не оставили надежды отыскать Ван Буэлэ. Он попросил всех знакомых в Секте Закат Галактики об одной услуге сообщить ему, если кто-то найдёт Ван Буэлэ. Джоу Фейс обеспокоился, когда ему сообщили о начале масштабных поисков. Он боялся, что кто-то доберётся до Ван Буэлэ раньше него. Одно обнадёживало, судя по всему, мало кто знал о хромическом оружии. Не теряя времени даром, он устремился к зоне поисков. В тёмном лесу обратной стороны Луны воцарилась недобрая атмосфера. Виной тому были алчущие чужой крови люди. Со сбором практиков истинного дыхания и возведения основания охота на Ван Буэлэ началась. Никто из четырёх ДАО Академии или других фракций не знал о происходящем. В курсе были только Секта Закат Галактики и Клан Пять Поколений Неба. Практики большинства фракций снаружи пытались пробить запечатанную магическую формацию. Под их натиском магическая формация постепенно поддавалась. Люди из клана Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики снаружи мистического мира старались не вызывать подозрений. С беспокойством на лицах они помогали остальным пробить брюш в магической формации. Можно сказать, сейчас на Луне собралась практически вся элита мира практиков Федерации. Исключением были практики из марсианской колонии. Эта колония являлась одной из наиважнейших баз для Федерации. Проблемы Луны находились за пределами их юрисдикции, поэтому их не стали задействовать. Тем не менее, количество собравшихся практиков в стадии создания ядра и возведения основания поражало. Происходящее на спутнике стало главной темой новостей. В отличие от прошлой эры, кинозвезды гораздо меньше интересовали простых людей. Их место заняли практики. Неудивительно, что за проблемами в мистическом мире Луны следили люди со всех концов страны. В сети горячо обсуждали последние слухи и новости. В городе Феникс родители Ван Боулы напряженно следили за новостями из мистического мира Луны. Дорогой, что-то, что-то мне нехорошо. И у меня дергается левая века. Примечание переводчика. С подергиванием века в Китае связано одно суеверие. Если дергается правая века, это к счастью, левая, к несчастью или к дурным вестям. Боулы. У матери Ван Боулы от слез покраснели глаза. Смотря очередной выпуск новостей, она вновь не выдержала и заплакала. Зачем он поступил в Далу Академии Эфира и стал практиком? Не лучше ли было остаться простым человеком? В слезах бормотала мать Ван Боулы. С началом кризиса на Луне она вся извелась. Перед отлетом в космос Ван Боулы попросил Люда Убиня привезти эфирные фрукты родителям. Но даже они не особо помогли. Такой стресс подарил ей несколько новых прядей седых волос. Ну-ну, глупости. Разве ты не знаешь нашего Боула? За его простодушием и воспитанностью скрывается острый ум. Наш мальчик умеет держаться подальше от неприятностей. Попытался утешить жену отец Ван Боула. Новости тоже дались ему тяжело. Он старался не показывать своё беспокойство, пытаясь быть сильным за них двоих. На самом деле у него тоже подергивалась левая века. Его ни на секунду не оставляло необъяснимое чувство, словно он вот-вот лишится чего-то дорогого. От тревоги у него на лице появились новые морщины, а в волосах немного седины. Глава 265. Бегство. Только секта Закат Галактики и клан Петь Поколений Неба знали о злоключениях Ван Боула в мистическом мире Луны. Разумеется, никто не подозревал, насколько плохи были его дела, хотя слово плохи даже близко не описывало всю скверность его положения. На самом деле Ван Боула пережил здесь такое, что другим бы показалось кошмаром. Ван Боула был многообещающим юным талантом, состоял в программе сотни снов федерации, хорошо зарекомендовал себя в вооруженных силах. Он носил почетное звание вице-главы павильона одной из четырех дау-академий и считался одним из ярчайших представителей своего поколения. Кому-то такое заявление могло показаться преувеличением, другим же очень метким описанием, истина, как всегда, находится где-то посередине. Его силы и высокий статус работали на Земле, но не в мистическом мире Луны. Печать магической формации, накрывшая мир, развязала руки многим практикам внутри, здесь не было места земным законам, на Луне царил один закон, закон джунглей. Это было место, где выживал сильнейший. Как практик стадии истинного дыхания мог противостоять эксперту стадии создания ядра. Старуха одним ударом уничтожила с таким трудом созданные основания для новой стадии культивации. Для перехода на стадию возведения основания вместо двадцати фрагментов Ван Буэлло использовал сохранившийся до нынешних времен артефакт. Маленький треножник. После такого вражда между немой сектой закат галактики стал неразрешимой. Однако Ван Буэлло похожую мысль высказывали авторы так полюбившихся ему автобиографий. Держась за живот и тяжело пыхтя, он продирался через лес. Ему некуда было выплеснуть клокочащее внутренегодование. «Я не собираюсь давать клятву. Если выживу, секта закат галактики!» Ван Буэлло криво улыбнулся. В его глазах полыхала невиданная доселе злоба. Казалось, он превратился в совершенно другого человека. Переживаемый людьми опыт меняет их. Ван Буэлло считал, что сейчас был именно такой случай. В Томонолесе он впервые лишил другого человека жизни и поставил свою жизнь на карту. Во впадине Колонин понял ценность взаимопомощи и единства, а здесь на Луне познал, что такое быть одержимым неодолимой ненавистью. За лишение шанса совершить прорыв культивации будущего. В тишине отчетливо был слышен звук падающих капель крови из раны на животе. Тяжело дышал на персе рукой от дерева и посмотрел на кровоточащий живот. Рана была такой большой, что он мог видеть свои кишки. Стоит ему отпустить руку и они вывалятся на землю. Возможно, вслед за ними их судьбу разделят и внутренние органы. Рана была слишком серьезной. Ван Буэлло чувствовал нарастающую слабость. На его счастье он завершил переход на стадию возведения основания на 80%. Хотя его культивация частично понизилась. Он больше не находился на возведении основания, но поглощающая семечка все еще работала, поэтому ему удалось принудительно стабилизировать расшатанную культивацию, что помогло замедлить скорость ее снижения. 30% меридианов были повреждены, но никто не знал, что духовный корень Ван Буэлло был длиннее, чем у остальных практиков. После стабилизации состояния оставшиеся 70% могли принудительно задействовать его культивацию. Благодаря этому он мог использовать силу уровня возведения основания. В его распоряжении находилась весьма внушительная сила, с другой стороны он поднялся до стадии возведения основания на 80%, потерял треть меридианов, да и сам был серьезно ранен. И все же его сила в бою сейчас ничуть не уступала практику стадии возведения основания. Хоть он и обладал силой практика возведения основания, ему не удалось остановить неизбежное падение культивации, это могло занять часы или, если им повезет, дни. «Ребята из ДАО-Академии вряд ли помогут, если я их найду, то могу привезти к ним врагов. Единственный шанс выжить, это дожить до снятия печати, до прибытия экспертов ДАО-Академии». Бледный Иван Баулы пытался как-то восстановить сбитое дыхание. Он чувствовал горечь и бессилие, но после побега довящее чувство отчаяния превратилось в сильное желание выжить. Он Иван Баулы посмотрел на живот и горько усмехнулся. Раны и повреждения внутренних органов были слишком серьезными, чтобы их можно было исцелить пилюлями. То, что он еще дышал, само по себе было чудом. Похоже, поглощающее семечко уберегло его от смертельного ранения. Пилюли в бездонном браслете не могли подарить ему даже временное облегчение. Если оставить все как есть, то культивация со временем с которой уже не сможет бороться культивация. Ситуация усугубится, если его найдут враги. Если Ван Бууле уберет руку от раны, то существовал риск, что у него вывалятся кишки. Удерживание их поглощающим семечком вряд ли можно было назвать долгосрочным решением. Ван Бууле понимал, у него был всего один выход. Не успела идея окончательно сформироваться у него в голове, как Ван Буууле резко поднял руку, в которой уже возник меч, и рубанул направо в сторону деревьев. С культивацией, сравнимой со стадией возведения основания, тхармическое оружие сработало с небывалой точностью. С возросшей культивацией он гораздо лучше контролировал меч, клинок со свистом прочертил в воздухе широкую дугу. С рёвом в лесу возник чёрный крокодил приготовился атаковать практика стадии истинного дыхания из текта закат галактики, чьи глаза алочно блестели. На лбу молодого человека возник вертикальный порез, в следующую секунду его рассекло надвое, во все стороны хлынула алая кровь. Ван Буууле даже не посмотрел на разрубленного врага, он вонзил меч в землю и решительно достал четыре автоматона. Единственное решение разобрать этих автоматонов останавливаться было нельзя, но усугубление раны виделось ему более серьезной проблемой. Поэтому он принялся разбирать автоматонов правой рукой, левой все еще держась за живот. Будучи отлично подкованным в искусстве производство тхромического оружия и создание автоматонов, он действовал быстро и уверенно. После разбора он начал с нарывисто вырезать начертания на духовных камнях. Любой мастер тхромического оружия был бы впечатлен при виде этой сцены. Истекающий кровью Ван Буэлла в глухом лесу на обратной стороне Луны всего одной рукой мастерил себе доспехи с помощью дхромического оружия седьмого ранга и секретной техники пламенный взрыв. Наконец броня была готова. Их черная и холодная поверхность была неприятной на ощупь, вдобавок ее покрывали острые шипы. Эти доспехи явно предназначались не для парадов а для войны, на их создание у него ушло около сжать вздоха при виде стоящих перед ним доспехов высотой чуть больше трех метров. Его не устроил конечный результат, но в нынешних обстоятельствах приходилось довольствоваться тем, что есть. С трудом поднявшись он выполнил магический пас, отчего доспехи разделились на несколько фрагментов, которые и сами подлетели к Ван Буэлле и сомкнулись на его руках, ногах и туловище. Когда все закончилось, тхармическое оружие исчезло. Теперь перед большим деревом стоял закованный в доспехи гигант. Из прорезей черного шлема были видны только глаза, доспехи словно вторая кожа закрыли зияющую рану на животе. Благодаря им у него освободилась вторая рука. В доспехах Ван Буэлле почувствовал, как слабость немного отступила. Если раньше она подобно бурной реке пыталась смыть его своим течением, то сейчас это был скорее спокойный ручей. Тем временем разосланные в разные стороны москиты прислали ему образ приближающегося человека. Он находился довольно далеко и не предпринимал попыток приблизиться, однако от него исходили эманации и стадии возведения основания. Ван Буэлле ни капли не удивился умению своих врагов точно определить его местоположение. Будь и не его выбор, он бы никогда не стал долго задерживаться на одном месте. Сообразив, что по его душу пришла не старуха, в глазах Ван Буэлле вспыхнул холодный огонек. Глава 266 Прольется кровь Как только практик стадии возведения оснований секты закат галактики бросился вперед, Ван Буэлле замокнулся рукой и без лишних слов ударил сверхновой, усиленной силой возросшей культивации. Невероятная мощь огромной бури обрушилась на практика. По его лицу промелькнуло изумление. Он думал, что после уничтожения старейшины до основания ослабленной Ван Буэлле не представлял угрозы. Вот почему он так уверенно пошел в атаку. Сила удара была совершенно противоестественной, как будто он сражался не с практиком стадии истинного дыхания, а одной с ним культивации. Как такое возможно? Разве вода у основания не уничтожена? Он быстро выполнил несколько магических пассов, сотворив полумесяц, который столкнулся с бурей сверхновой. В этот самый момент Ван Буэлле вскинул другую руку с внезапно появившимся в ней дхармическим оружием. С оглушительным грохотом он ударил в бурю сверхновой. Умре! За ударом последовал беспрецедентный по силе взрыв. В схватке с Джоу Феем культивация Ван Буэлле была на стадию ниже. Тогда каждое использование дхармического оружия заканчивалось жестким откатом, поэтому он не мог использовать его в полную силу. С тех пор многое изменилось. Он высвободил всю духовную энергию своих поврежденных меридианов. Сейчас он напоминал лотос, который смиренно доживал свои последние мгновения. С оглушительным грохотом высев взвилась черная буря. Отрева крокодила задрожала земля. Грохот перекрыл пронзительный свист от рассечения воздуха мечом, как вдруг с клинка ударил стометровый луч света. Сорвавшийся с меча рощерк рассек бурю сверхновой и поразил полумесяц практикой секты закат галактики. Тот поменялся в лице и попытался отступить. Полумесяц рассыпался на честь и не сумев остановить атаку. В следующий миг расчерк меча поразил практику стадии возведения основания. Нет! Из горла мужчины вырвался полный отчаяни вопль. В попытке защитить себя он выбросил несколько духовных сокровищ, но их постигла та же судьба, что и полумесяц. Напитанной силой и жизненной энергии удар меча разбил все брошенные духовные сокровища. Казалось, из них мгновенно высосали всю духовную энергию, а слепительный луч поразил практика в голову. С треском у него под ногами образовалась трещина, уходящая в землю на несколько десятков метров. После приземления Ван Боуле вонзил клинок в землю и опустился на одно колено. Немного придя в себе, он медленно поднялся. Практика стадии возведения основания перед ним разрубила надвое, а потом обе половины разорвала на куски. Останки погибшего практика разметала во все стороны. Такой была нынешняя сила Ван Боуле. Несмотря на тяжелые раны, отсутствие до основания, поврежденные меридианы и растущую слабость, он обладал достаточной силой, чтобы убить практика стадии возведения основания. Поднявшись на ноги, Ван Боуле даже не посмотрел на мертвого практика, вместо этого он взглянул в лесу. Вскоре из кустов медленно вышли два практика стадии возведения основания. Обоим было слегка не по себе, они прибыли на несколько секунд позже убитого практика. Схватка закончилась настолько быстро, что они просто не успели прийти ему на выручку, у них на глазах Ван Боуле одним ударом разрубил одного из них на двое, ужасающая сцена пронзила их сердца холодными иглами страха. Старешная ведь уничтожила его до основания? Неуверенно сказал один из них. Старешная не просто уничтожила его до основания. Я слышал, она вырвала артефакт прямо у него из живота, когда он находился на грани достижения возведения основания. Прошептал другой. Услышав это, первый практик судорожно втянул в легкий воздух, не требовалось иметь богатое воображение, чтобы понять, какие адские муки пережил толстяк. Несмотря на это, тот все еще мог сражаться. Это показывало, что этот если бы ему дали шанс достичь стадии возведения основания, то со временем он стал бы видным экспертом федерации. Он не достиг возведения основания, но обладает такой боевой мощью. Жаль. Практики переглянулись, глаза обоих алочно блеснули. Больше они ничего не сказали, но без всяких слов поняли намерения друг друга относительно оружия Ван Була. С их культивацией они сразу признали в мечет хромическое оружие, теперь у них появился дополнительный стимул. Тщательно всё обдумав, они негласно решили следовать за ним на безопасном расстоянии и не приближаться слишком близко. Он серьёзно ранен, чую как-то это его духовная энергия. Подождём, пока он ослабнет, а потом расправимся с ним. С новым планом они пошли по его следу, попутно готовясь к неминуемой конфронтации. На случай нападения Ван Буалы они планировали временно отступить, а потом опять продолжить преследование, они не были дураками, к тому же в таком деле спешка только вредила. Даже такое бесценное тхармическое оружие не стоило того, чтобы связываться с настолько опасным противником, коим сейчас был Ван Буалы. Некоторые особо импульсивные и горячие головы сразу бы бросились в бой, но таких были единицы. Даже если ему удастся пережить схватку, отнят артефакт не пробудет долго в их руках, другие найдут и прикончат их. Секта Закат Галактики культивировала в своих учениках определённый эгоизм и корыстолюбие. Такие люди были не склонны жертвовать собой или делать что-то во благо других. Вот почему другие практики стадии возведения основания, заметив силу исходящей от Ван Буалы духовной энергии, не ввязывались в бой, а продолжили следовать за ним и наблюдать, хоть им и хотелось заполучить тхармическое оружие. Тем не менее, среди них попадались и более порывистые индивиды. Один практик стадии возведения основания из секты Закат Галактики потерял терпение и пошёл в атаку на Ван Буалы, когда заметил тускнеющую духовную энергию. Со свистом клинок прочертил широкую дугу с грохотом распоров землю. Тело обезглавленного практика с глухим звуком рухнуло на землю, а 8-9 практиков стадии возведения основания ведущих наблюдения поражённо застыли. Уведенное лишь подтвердило правильность выбранного им подхода, они вновь взяли свою жадность под контроль, вот только пламя желания в их глазах стало ещё явственней. Негласно было решено не докладывать о происходящем старухе, они продолжили следить за Ван Буэлэ в ожидании подходящего момента для нападения. Ван Буэлэ знал, что задумали его преследователи, и всё же он продолжил их игнорировать. Их вожидающая тактика играла ему на руку. На самом деле он показал всем тхармическое оружие не только для того, чтобы напугать потенциальных противников, но и для того, чтобы сыграть на их жадности. Зная о тхармическом оружии, они не станут докладывать о его местоположении и практику стадии создания ядра. У них были свои планы, как, впрочем, у Ван Буэлэ. Их нерешительность и осторожность давала ему так нужное сейчас время на поиск князин с блуждающим туманом. Ван Буэлэ слабел с пугающей скоростью. Если ему удастся найти блуждающий туман до того, как враг решится напасть, посчитав его достаточно лёгкой добычей, то у него появится шанс на спасение. Если ничего не получится, Ван Буэлэ не хотелось думать об этом. Судя по изменению растительности, он приближался к запретной зоне, лежащей за пределами исследованной человеком области обратной стороны Луны. О ней упоминалось в ходе брифинга на корабле во время путешествия к Луне. Помнится, тогда они говорили ни в коем случае не заходить туда. Надеюсь, мне удастся найти его. Ван Буэлэ тяжело вздохнул. Слабость усиливалась. Внезапно из леса где-то слева на него выскочил человек. Он бежал со всех ног, Буэлэ, ну и группу преследователей с культивацией стадии возведения основания. Стоило им увидеть его, как они сразу узнали Джоу Фэй из клана Пять Поколений Неба. «Хватит осторожничать!» закричал Джоу Фэй. «Толстяк знает, как находить блуждающий туман. Если вы так и будете сидеть сложа руки, он найдет туман и свалит чёрт знает куда. Именно так он сбежал от меня в прошлый раз!» Практики секты Закат Галактики застыли, а потом слегка изменились в лице. Ван Буэлэ нахмурился. Мысленно вздохнув, он мрачно посмотрел на Джоу Фэя, тот с алочным блеском в глазах уже шёл на него в атаку. Глава 267. Царство сна. Джоу Фэй раскрыл план Ван Буэлэ. Теперь тот больше не мог тянуть время. Сейчас он по-настоящему понял разницу между практиками стадии истинного дыхания и возведения основания. В борьбе за ресурсы для культивации эксперты стадии возведения основания пережили бесчисленное количество схваток насмерть. Только так они могли возвыситься над безликой толпой людей стадии истинного дыхания и стать стержнем боевой мощи федерации. С богатым опытом и совершенно иным видением они превосходили практиков истинного дыхания не только в силе, но и в умении адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации. Их решимости могли позавидовать обычные практики стадии истинного дыхания, если не принимали решения, практически ничего не могло свернуть их с избранного пути. Те практики на стадии истинного дыхания, кто считал себя коварным и расчетливым человеком, не видели экспертов возведения основания в деле. Ван Боуле был вынужден прерывать эту цепочку размышлений. С блеском в глазах он вызвал адхармическое оружие седьмого ранга и рубанул им по приближающемуся Джоу Фео. Этот человек куда лучше понимал опасности адхармического оружия, раз он решился на открытую конфронтацию, значит видел хорошие шансы в успехе лобового нападения. Если бы Ван Боуле все еще обладал достаточной силой, чтобы разрубить практику стадии возведения основания надвое, то такая уверенность противника его бы не обеспокоила. Но культивация с каждой минуты становилась все слабее, и единственный выход как можно быстрее убить Джоу Фея. Его смерть остудит пыл остальных. Даже зная его плане, они явно не захотят рисковать головой, что даст ему больше времени на поиски блуждающего тумана. В удар Ван Боуле вложил всю свою силу, расширяющийся вихрь с ревущим черным крокодилом ударил во все стороны. Сощурившись, Ван Боуле перенес весь вес на правую ногу. Внезапно он словно радужный луч сорвался с места, наставив съеющий клинок на Джоу Фея. Тот лишь ехидно ухмыльнулся, после нескольких магических пассов перед ним возникло огромное зеркало, полностью сделанное из духовных камней. Стоило ему появиться, как зеркальной поверхностью ударил ослепительный свет, этот артефакт Джоу Фея специально позаимствовал у знакомого для нейтрализации хромического оружия Ван Боуле. Ослепительный свет столкнулся с сияющим расчерком меча, казалось, все это произошло в считанные мгновения. С грохотом столкнулись два луча света, зеркало покрылось трещинами, а потом разбилось. Но тут из осколков зеркала высунулась полупрозрачная рука, которая сразу же ударила в Ван Боуле. В воздухе закружился водоворот невероятной энергии, она обрушилась на Ван Боуле в виде сковывающей силы. Тот внезапно почувствовал, будто нырнул глубоко под воду, скованный по рукам и ногам железными цепями. Он примерз к месту, а движения замедлились, словно все происходило при замедленной съемке. У остальных практика в стадии возведения основания заблестели глаза. Они уже собирались пойти в атаку, но тут Джоу Фей с диким хохотом выбросил руку перед собой в попытке схватить хромическое оружие Ван Боуле. У них перехватило дыхание, когда пальцы Джоу Фе почти замкнулись на рукояти меча. Обездвиженный Ван Боуле не собирался так просто сдаваться. В прорезях шлема холодно сверкнули глаза. Поглощающая семечка держала его раны под контролем. Черное молнии и пурпурное море, скрытые в глубине глаз, погрузились в беспробудный сон после событий во впадине колонь. Они никак не проявили себя даже во время нападения старухи. Это не означало, что Ван Боуле вообще не мог разбудить их. Доспехи внезапно засияли тусклым светом, послышался ляск металла, тонкий внешний слой брони внезапно отвалился, явив множество небольших ямочек, в которых лежали взрывающиеся бусины. В эту же секунду они разлетелись в разные стороны. От взрыва более сотни маленьких шариков задрожала земля, вырвавшаяся на волю энергия превратилась в мощнейшую ударную волну, вырвав множество деревьев вокруг Ван Боуле и разметавшие во все стороны траву, листья и комья грязи. Невидимые оковы, не дававшие Ван Боуле двигаться, разбились. Джоу Фей в панике отступил, но было уже слишком поздно. Холодный огонек в глазах Ван Боуле перерос в кровожадный блеск. Покосившись на бегущих к нему практиков, он про себя произнес «Просветленный!» Одно-единственное слово, эхом прозвучавшее в сердце, трансформировалось в немыслимую по своей силе ауру. Небеса пришли в смятение, казалось, среди далеких звезд пробудилась древняя сущность. И сейчас она смотрела прямо на практиков стадии возведения основания, немыслимая тяжесть этого взора заставила их поежиться. Что это за аура? Небеса! Это! Это! Практики стадии возведения основания из секты закат галактики не сговариваясь отступили, но не они интересовали Ван Боуле. Произнеся первое слово мантры, он с нечеловеческой скоростью преодолел разделяющие его с Джоуфеем расстояния. Наконец, получив шанс дать выход ярости, он нанес удар. От страха у Джоуфея душа ушла в пятки. Он сделал все, чтобы как-то заблокировать удар, но меч все равно достиг цели. Из горла Джоуфея вырвался дикий вопль, который перерос в кровавый кашель. Его словно тряпичную куклу отбросило назад, от удара грудь превратилась в кровавое месиво. За пропитанной кровью одежды нельзя было разглядеть след от удара, но он явно был тяжело ранен. Ван Боуле нахмурился. Джоуфея находился на грани потери сознания, причем он упал рядом с остальными практиками стадии возведения основания. Это не могло быть простым совпадением, поэтому он отказался от идеи нанести финальный удар и прикончить его. Вместо этого он бросился бежать. «Остановите его! Он пытается найти блуждающий туман! То, что вас испугало, это всего лишь аур от хромического оружия!» С трудом выдавил Джоуфей. После очередного приступа кровавого кашля он потерял сознание. Остальные отнеслись к его словам с некоторым недоверием. Но в причинах бегства Ван Боуле не сомневался никто. Несмотря на страх, многие понимали, что в словах раненого товарища имелось здравое зерно. Но пугавшей их ауры было недостаточно, чтобы они перестали преследовать толстяка. В следующий миг вслед за Ван Боуле умчались 7-8 духовных сокровищ шестого ранга и дюжна заклинаний. Отчёк Ван Боуле отлила кровь. Ему ни в коем случае нельзя было показывать перед врагами слабину. К сожалению, его разум был силён, но не плоть. Продолжая бежать, он широко взмахнул рукой. В эту атаку он вложил всю свою силу. На слабеющие культивации раны не позволили ему остановить трое вражеских заклинаний артефактов. Два летающих меча пронзили левую руку и плечо. От удара Ван Боула зашатался, под шлемом у него на губах проступила кровь. Во время бегства его даже посетила мысль просто бросить тхармическое оружие в надежде отвлечь преследователей. Вот только это вряд ли могло что-то изменить. С тхармическим оружием он оставался приоритетной целью для преследователей. Без него ситуация могла никак не измениться. Даже больше. Всё могло стать только хуже. Почувствовав его слабину, практики стадии возведения основания с блеском в глазах со всех ног бросили след за ним. Алочное пламя в глазах было ни с чем не спутать. Именно этого момента они так долго ждали. Лесной глушь затопил грохот и леска оружия. Ван Боула отбивался от наседающих врагов как мог. Со всех сторон в него били заклинания духовные сокровища. Несколько практиков стадии возведения основания, специализирующиеся на молниеносных атаках, время от времени накидывались на него в попытке расшатать его оборону. Если бы они навалились на него всем скопом, то слабеющий Ван Боула точно не пережил бы их обеднённые атаки. К счастью, каждый хотел забрать тхармическое оружие себе, поэтому преследователи относились друг к другу с настороженностью. По этой причине в их атаках отсутствовала слаженность. Вдобавок, они опасались внезапной контратаки Ван Боула, который мог попытаться утащить с собой на тот свет как можно больше врагов. У каждого были свои идеи и планы, поэтому они нападали столь осторожно. Судя по всему, они планировали постепенно измотать Ван Боула. Состояние Ван Боула ухудшилось. Во время очередного взрыва Ван Боула размашисто ударил мечом, отрубив руку одному из практиков стадии возведения основания. Из-за обрубки фонтана мыхлынула кровь. В этот же миг в живот Ван Боула вонзился непонятно откуда прилетевший летающий меч. Когда остриё вонзилось в открытую рану на животе, поглощающая семечка задрожала. Ван Боула затрясло, из-за шлема он не мог утереть кровь с губ. Больше он не мог подавлить раны, поэтому они вновь открылись. Культивация начала утекать подобно воде через образовавшуюся в плотине трещину. Тем не менее, его покрасневшие глаза сиели убийственным спокойствием. Словно одинокий волк он накинулся на одного из врагов и нанёс тому удар в лоб. Тяжело дыша Ван Боула отскочил назад, а вот его противника отшвырнуло в сторону. Его руки тряслись, перед глазами плавали чёрные пятна, неистовая аура Ван Боула с каждой секунды становилась только сильней. Во время бегства он неосознанно двигался в сторону самой опасной области всей обратной стороны Луны, к запретной зоне, где спал древний покойник, бессмертный король ночи. В этой части леса передвигаться было особенно трудно из-за плотно переплетённых корней алого цветка. По изменившемуся цвету растительности любой сходу мог определить, что это была запретная зона, о которой говорили на брифингах перед прибытием на Луну. Её дурная слава появилась не на пустом месте. Ни один практик, кто забредал туда, не возвращался оттуда живым. Практики стадии возведения основания преследовавший Ван Боула тут же поняли, куда их заманивал толстяк. Одни застыли на месте, у других перехватило дыхание. Он ищет неблуждающий туман, а хочет заманить нас к спящему бессмертному королю ночи! Глава 268 Духи бессмертные преклоняют колени Как только кто-то высказал эту теорию вслух, остальные поменялись в лице. Практики стадии возведения основания застыли, в области впереди бескультивации стадии создания ядраих не ждало ничего кроме смерти. Обычно они не были такими невнимательными, но их удержимость в Ан Боулое и атмосфера недоверия в группе не позволили им вовремя сообразить, что несмотря на слова Джоу Фея, в Ан Боулое похоже искал неблуждающий туман. В результате они слишком поздно заметили близость границы запретной зоны. Внезапная остановка преследователей не ускользнула от внимания в Ан Боулое, он тяжело дышал, из раны на животе текла кровь, перед глазами темнело и всё плыло. Облокотившись на толстое дерево, он посмотрел на застывших в нерешительности врагов. Чего застыли? — в голосе спросил Ван Боулое. Он сорвал с головы шлем, обнажив бледное лицо, только его губы, изогнутые в жуткую хмылке и кровожадно сверкающие глаза были рубинового цвета. — Неужто вы забыли про моё отхромическое оружие? Вот оно! Нужно просто подойти и взять! Несмотря на подгибающиеся ноги, он с издевательской ухмылкой начал подначивать своих преследователей. Расплывающийся перед глазами мир он видел как будто через алую призму. — Тебя это тоже касается, симулянт из клана пять поколений неба! У тебя вышло очень натурально прикинуться мёртвым! Выходи! Может, они тебя и не заметили, но от меня тебе не спрятаться! Ван Боулое внезапно почувствовал холод. Слабела не только его культивация, жизненная сила стремительно утекала из тела. С некоторым трудом он поднял голову и посмотрел на лес позади преследователей. Как только он это сказал, несколько человек из их группы резко обернулись. Тогда как остальные даже брови не повели, похоже, они тоже давно его заметили. Те, кто обернулись, увидели, как из леса вышел полупрозрачный силуэт. Несколькими секундами позже маскировка спала. Джоу Фэй явно использовал ту же тактику, что и во время первой стычки с Ван Боулое. Во время недавнего столкновения он намеренно подставился, не испугавшись возможных ран. След от удара меча выглядел серьезно, но он мог пережить нечто подобное. Пусть ему и пришлось задействовать все свои внутренние силы, чтобы случайно не погибнуть. Словно Иволга, выслеживающая ничего не подозревающего Богомола, он выжидал, пока другие разберутся с Ван Боулое, чтобы нанести удар в тот самый момент, когда они начнут сражаться с добычей. Ван Боулое, ты лампа, в которой закончилось масло. Отдает хромическое оружие, и тебя ждет легкая смерть. Если подчинишься, думаю, собрать отдавался поддержать меня. Несмотря на эти слова, Джоу Фэй держался на стороже. Он тоже уже понял, что они опасно приблизились к запретной зоне, но соблазн был слишком велик, поэтому он не стал предупреждать остальных. Моё тхромическое оружие? Ишь, что захотели. Не волнуйтесь, дедули Ивана обязательно утащат с собой на тот свет нескольких из вас. Главный вопрос, кому из вас не повезет, а вот остальным предстоит узнать, действительно ли в запретной зоне так опасно, как все говорят. Иван Боулое призывательно посмотрел на Джоу Фэй и остальных. Оттолкнувшись от ствола дерева свободной рукой, он внезапно вбежал в область, где вся растительность была алого цвета, в запретную область обратной стороны Луны. Переступив невидимую границу, он, казалось, услышал чей-то вздох. Правда, он не придал этому особого значения. Сейчас у него были проблемы посерьезней. Все силы он тратил на то, чтобы просто переставлять ноги. Каждый шаг пронзал все тело непередаваемой агонии. Мир перед глазами затуманивался, слабость и холод ощущались так, будто его затягивало в пучину без света и тепла. Рана на животе вновь открылась, из нее хлынула кровь он прижимал руку к месту на животе, где откололась часть доспеха в тщетной попытке остановить кровотечение. Во время погони преследователи повредили их в нескольких местах, оставляемый кровавый след на алой траве создавал довольно жуткую картину. Практики стадии возведения основания позади не решали что-то сказать. Упорство Ван Буоле превзошло все их самые смелые ожидания, у каждого имелся свой план, к тому же они не доверяли друг другу. Несмотря на не совсем слажные действия, они не могли не признать, что Ван Буоле был очень впечатляющим практиком, раз ему удалось продержаться так долго. Многие спросили себя, смогли ли бы они столько же продержаться, окажись в похожей ситуации, они бы выбросили тхармическое оружие намного раньше в надежде спасти себя. Глубоко внутри они знали, если бы Ван Буоле это сделал, то между ними вероятно завязалась драка за артефакт, но убили бы они его значительно быстрее. Они бы не позволили ему сбежать, подарив быструю смерть. Все-таки задание старейшины не включало в себя добычу тхармического оружия, единственный способ получить награду убить Ван Буоле. Хоть голова Ван Буоле не стоила столько же, сколько тхармическое оружие, это все равно не остановило бы их от убийства, вот только Ван Буоле не стал выбрасывать тхармическое оружие, это не укладывалось в голове. Похоже, толстяк все прекрасно понимал. Его способность ясно соображать в такой непростой ситуации, вот что больше всего нервировало их и вынуждало действовать осторожно. Если бы этот пацан присоединился к секте Закат Галактики, его бы ждало светлое будущее. К такому выводу пришли все представители секты Закат Галактики. Они не могли уйти ни с чем, даже несмотря на опасность запретной зоны. При виде того, как Ван Буоле уходит с тхармическим оружием, Джоуфы и остальные тяжело сдышали. В их сердце разгорелась внутренняя борьба, наконец, в их глазах вспыхнул свирепый огонек. Похоже, они решили пойти на риск. Только они хотели ринуться вперед, как вдруг в лесу послышалось негромкое всхлипывание. Этот жуткий плач нес в себе бесконечную скорбь. Между деревьев застроился бледно-серый тонкий туман. Это был неблуждающий туман, из дымки появились неясные силуэты, лонные духи. Не три, не дюжина, гораздо больше. Следом из тумана начали вылетать бессмертные ночи, их было не меньше лонных духов. Эти существа появились совершенно беззвучно. Паря в окружении тумана на границе запретной зоны, они как будто охранили ее от посторонних. Больше практики стадии возведения основания не видели Ван Бууле. Он растаял в туманной пелене. А до близости такого количества бессмертных ночей и лунных духов у них загудела голова, Джоуфы и остальные без колебаний бросились бежать. От страха у них все внутри сжалось, а сердце, казалось, было готово выпрыгнуть из груди. Им не хотелось отпускать Ван Буууле, но свою жизнь они ценили больше. На их счастье лунные духи и бессмертные ночи, похожие вправду защищали запретную зону, они остались на границе, позволив практикам сбежать. Обернувшись, те молча посмотрели в сторону запретной зоны, с тяжелым сердцем они разошлись в разные стороны. Некоторые решили остаться в надежде, что туман спадет, они надеялись как-то достать из запретной зоны тело Ван Буууле. Никто не верил даже в микроскопический шанс того, что Ван Буууле мог там выжить. Оказавшись в тумане, полным лунных духов и бессмертных ночей, его ждала неминуемая смерть. Вопреки их ожиданиям, Ван Буууле не погиб. Когда округу затянул туман, Ван Буууле обернулся на застывших по другую сторону границы людей. На его губах появилось некое подобие улыбки. У него стремительно темнело перед глазами, а ноги и руки как будто налились венцом. Тем не менее, он на автомате продолжал тащиться вперёд. Когда он запнулся и чуть не упал, из его наряда выпала чёрная маска и зависла у него над головой. К этому моменту Ван Бууууле оставили последние силы. Потеряв сознание, он не увидел ни мягкого освещения чёрной маски, ни того, как она приняла форму женщины неописуемой красоты в белом наряде с длинными роскошными волосами. Вместе они двинулись вглубь тумана. По мере продвижения вперёд росло количество лунных духов и бессмертных ночи. Узная в Федерации, сколько этих существ на самом деле обитало в запретной зоне, у её руководства началась бы паника. Их количество превосходило самые пессимистичные прогнозы. Странным было другое. Лунные духи и бессмертные ночи завидев женщину расступались перед ней, а потом опускались на колени по обе стороны тропинки. Словно преклоняли головы перед вернувшейся к ним верховной владычицей. Они наблюдали, как она, поддерживая за плечи Ван Бууууле, вела его к месту, куда ещё не ступала нога человека, к огромной пещере. Глава 269 Возведение основания Иллюзорная лапуля вела потерявшего сознание Ван Буууула к центру пещеры, истончившийся туман не мог скрыть того, что находилось вокруг них. Огромную, круглую, карстовую пещеру диаметром в 3000 метров. Земли увидеть, где заканчивалась пещера, было нельзя. Быть может, с высоты птичьего полёта открывался иной вид. В этой пещере находились тысячи тел, навеки застывшие в земном поклоне. Примечательным было их расположение, ряды тел образовывали концентрические круги. Одежду, как у них, не носили на земле. Судя по фасону, эти наполовину истлевшие на ряды принадлежали давно ушедшей эпохе. Если бы здесь оказался опытный археолог федерации, специализирующийся на исследование мечей из позеленевшей бронзы, то он бы сразу признал в них практиков древнего меча. Среди них были мужчины, женщины, старики и дети. Все преклоняли колени в земном поклоне. Они давно уже покинули мир живых, у всех были закрыты глаза, словно они беззвучно молились, или, быть может, пытались призывать что-то прямо перед своей смертью. Концентрические кольца из тел постепенно сходились к центру пещеры, где выселся трёхуровневый алтарь высотой в 300 метров. Будь Ван Буэлла в сознании, он бы сразу узнал его. Этот алтарь фигурировал в одном изведении во время слияния с маленьким треножником. Вот только два угла с самого нижнего уровня алтаря пустовали, а в двух других лежали разбитые треножники. Точные копии похищенного Ван Буэлла артефакта. От разбитых треножников не исходила духовная энергия, два других треножника пропали, быть может, их выбросило наружу, или кто-то вынес их отсюда. Одна была точная, с одним из исчезнувших треножников пытался соединиться Ван Буэлла. Жемчужины на втором уровне и туман на третьем либо отсутствовали, либо были повреждены настолько, что из них полностью исчезла духовная энергия. Всё это не имело значения. Важным было другое. Клубящийся над алтарём туман, от которого исходила невероятная жизненная сила, среди тумана угадывались очертания лотоса. Цветок частично завял. Несмотря на это, медленно покачивающийся лотос сиял голубым светом и спускал какую-то запредельную духовную энергию, эманации духовной энергии не просачивались за пределы пещеры, но любой практик увидел бы взметнувшийся до самых высоких небес ураган духовной энергии вокруг этого цветка. В сравнении с маленьким треножником, голубой лотос был подобен полной луне, тогда как потерянный Ван Буэлл-артефакт был не ярче крохотной звёздочки на ночном небосводе. Сияние луны полностью затмевало свет одинокой звезды. Источником жизненной силы в тумане явно был синий лотос. Такая насыщенная энергия могла затопить весь мистический мир луны, если бы кто-то вызволил её из заточения. Растущий из тумана синий лотос был чем-то невероятным, нечто подобное не могло существовать в мире. Один ветвь цветка потрясал до глубины души, вызывал в душе настоящую бурю эмоций. Ему поклонялись десятки тысяч практиков древности, ему приносились дары в виде маленьких треножников и других ещё более редких предметов. Одно это показывало его неимоверную важность. Этот цветок был воплощением древних легенд, мифов, надежд и неограниченных возможностей. Можно сказать, что сила цветка влияла не только на практиков земли. Жители других цивилизаций, практиковавших культивацию, вне зависимости от её уровня, при виде синего лотоса сошли бы с ума от неминуемого желания. Безумное вожделение! Словно непревзойдённый синий лотос был одной из многих загадочных сил вселенной, способных изменить всю жизнь. Застывшие в земном поклоне практики вероятно попали на луну после раскола меча из позеленевшей бронзы. Перед смертью они провели грандиозную церемонию в попытке призвать синий лотос. Им удалось, но в то же время по какой-то причине призыв провалился. Возможно, синий лотос являлся священным объектом их клана, который они поклялись защищать. И в это место Ван Буэлэ привела лапуле. Положив его на землю, она посмотрела на синий лотос в тумане, её глаза засияли мягким светом. Похоже, цветок вызвал в её памяти счастливые воспоминания. Спустя очень много времени она указала на лотос рукой, цветок в тумане задрожал, а потом медленно поплыл по воздуху и завис перед ней. Большая часть цветка уже высохла, но от него всё ещё исходила внушительная жизненная сила. В ней таились духовные энергии, подвергнутые немыслимой компрессии, духовная энергия кипела жизнью, маленькие здоровые расточки лазурного цвета в центре цветка были внеземной красоты. Одного взгляда на лотос хватало, чтобы возжелать Ивана на инстинктивном уровне. «Тебе повезло, что ты встретил меня». Лапуля наклонила голову. Неясно, кому были адресованы эти слова, Ван Буэле или синему лотосу, в её душе поднялись противоречивые эмоции. С одной стороны нежелание, с другой бессилие. Взмахом руки она приложила синий лотос к донтяню Ван Буэле. При контакте с кожей цветок мгновенно растворился в теле, в следующий миг он возник уже внутри повреждённого донтяни, который находился на грани коллапса. При слиянии Ван Буэле хлынула неописуемая жизненная сила, казалось, внутри него назревала трансформация, способная сотрясти само небо. Жизненная сила оказалась столь впечатляющей, что ужасная рана на животе Ван Буэле исцелилась в мгновение ока. В этот же миг восстановились повреждённые меридианы, другие раны и кровоточащие внутренние органы. Это был не конец небывалой трансформации. Исцелив тело Ван Буэле, синий лотос устремился своими корнями к поглощающему семечку. Тот впервые продемонстрировал свою покорность, позволив лотос упустить в себя корни. Цветок и семечка слились воедино, поглощающая семечка стала заменой тумана, который раньше окутывал синий лотос. Став частью цветка, поглощающая семечка теперь питала его. Завядшие лепестки исчезли, ранее цветок не имел корней, но всё изменилось, теперь у него появились основания и корневая система, которая будет питать его и даст возможность расти. В этот момент произошёл всплеск духовной энергии. Трансформируя тело Ван Буэлэ, новый союз цветка и семечка начал формировать основания. После кражи маленького треножника и уничтожения доу-основания в этой жизни Ван Буэлэ должен был навсегда распрощаться с мыслью достижения стадии возведения основания. Но сейчас всё изменилось, духовная энергия с громогласным гулом наполнила его тело. Синий лотос занял место треножника и начал слияние с телом Ван Буэлэ. Скорость их объединения была заметно выше, чем в случае треножника. Всего задюжина вдохов десятая часть лотоса успешно соединилась с Ван Буэлэ. Из тела волнами расходилась духовная энергия. Десятая часть лотоса по силе превосходила 80% слияния с маленьким треножником. Такая невообразимая удача. Тем временем слияние продолжалось. 20%, 30% уровень духовной энергии в теле Ван Буэлэ рос с безумной скоростью. По завершении слияния внутри Ван Буэлэ произошла метаморфоза, в нём сформировалось могучее основание. После слияния и становления в качестве основания синий лотос с презрением взглянул на посторонние силы в теле Ван Буэлэ. Стоило ему немного качнуться, как Ван Буэлэ вздрогнул. Пурпурное море в глазу сдрожало, чёрная молния, засевшая в меридианах, тоже резко пробудилась ото сна. Не в силах выдержать сокрушительного присутствия синего лотоса и не имея другого выхода, пурпурное море нырнуло в ножны, где превратилось в одиннадцатого москита. Чёрная молния после короткой задержки тоже пошла на попятную и растворилась в ножнах. Там она приняла форму двенадцатого москита. Прибравшись в теле Ван Боулэ синий лотос похоже успокоился. Он медленно погрузился в поглощающее семечко для финального шага перехода на стадию возведения основания, который ещё никто никогда не делал. Сублимация! Из тела Ван Боулэ раздавался мерный гул. Сублимация! Примечание переводчика. Переход вещества из твёрдого состояния сразу в газообразное минуя жидкое. Такой процесс применяется для очистки веществ. Сублимация является одним из элементов внутренней алхимии, на базе которой построена вся культивация в Сенсе. Представляла собой процесс очистки культивации для повышения её силы и трансформации самого практика. Когда синий лотос соединился с плотью Ван Боулэ и стал новым органом, он пустил корни по всему его телу. Мускулы, кости, меридианы претерпели изменения, сравнимые с настоящей эволюцией. Текущий уровень духовной энергии давно превзошёл тот, что было Ван Боулэ раньше, получившиеся дау-основания, результат физической эволюции и развития культивации пришлось синему лотосу по нраву. Это была одна из редчайших форм дау-основания. Его основание было непростым результатом слияния, а чем-то большим. Знаменитым во всех цивилизациях вселенной, где практиковали культивацию прославленным основанием синего лотоса. Глава 270 Я вернулся Время шло своим чередом. Ван Боулэ не знал, сколько времени провёл без сознания, но когда он пришёл в себя, лопуля уже исчезла. Первым, что он увидел, открыв глаза, был свод пещеры. Сперва он не понял, где оказался, поэтому резко сел и настороженно осмотрелся, от увиденного он какое-то время не мог прийти в себя. Это... У него не было слов. Забыв о дыхании, он ошеломлённо рассматривал пещеры с преклонившими колени вокруг трёхуровневого алтаря практиками в древних нарядах. При виде алтаря и предметов на нём ему начало казаться, что всё происходящее было сном. Он сразу узнал алтарь. Именно его он видел в видениях во время слияния с маленьким треножником. «Как я здесь очутился?» растерянно спросил себя Ван Боулэ. После пересечения границ запретные зоны и воспоминания были как в тумане, тогда он был подобен лампе, в которой закончилось масло. Его жизненную силу как слабый огонёк могло потушить лёгкое дуновение ветра, тогда он чувствовал холодное дыхание смерти на затылке. Конец был неминуем, маленький треножник похитили, в результате чего обрушилось доу основания. Он был как никогда близок к смерти. Ему пришлось спасаться бегством от группы охотящихся на него практиков стадии возведения основания. Не имело значения, сколько человек ему удалось убить, Костлёвая, похоже, не собиралась так просто расставаться с добычей, которая уже была практически у неё в руках. Воспоминания обрывались на моменте пересечения границ запретной зоны. Он провалился в глубокий сон и проснулся уже в пещере. Ван Боулэ сделал глубокий вдох и растерянно посмотрел на колени, где лежала не пойми, как выпавшая из внутреннего кармана маска. Он чувствовал произошедшие внутри себя изменения. Что-то исцелило раны и наполнило его небывалой силой. После этого открытия Ван Боулэ слегка вздресло. С недоверием осмотрев своё тело, он почувствовал себя так, будто в него угодила молния. Разрушенная доу основания культивации полностью перестроилась, разорванные меридианы срослись, а в пустоте, оставленной маленьким треножником, теперь покоился синий лотос. Цветок размером с ладонь медленно раскачивался из стороны в сторону, напитывая его невероятной жизненной силой и духовной энергии, у Ван Боулэ перехватило дыхание. С такой силой он чувствовал себя непобедимым, способным сорвать с небосвода солнце, луну и звёзды. Несмотря на обманчивость этого чувства, он не мог не заметить возросший уровень духовной энергии, в сравнении с основанием маленького треножника её было в десять раз больше. Произошло настоящее чудо. Ван Боулэ словно оказался в чарующем сне, синий лотос показался ему знакомым, похоже, этому цветку в видениях поклонялись в практике и ему же были сделаны подношения в виде треножников и других предметов. Сравнивать обычное подношение и объект поклонения тысяч людей было бессмысленно, внутри него точно обосновался тот самый лотос из видений, разница между цветком и маленьким треножником была неописуемой. Как он попал в меня? От радости Ван Боулэ хотелось спуститься в пляс, он не просто вернул утраченное дау основание, нет, потеряв маленький треножник, он нашёл нечто бесценное, нечто совершенно уникальное. Охватившее его чувство не поддавалось описанию, в груди бешено колотилось сердце. Он ещё раз осмотрел себя, потом пещеру и наконец остановил взгляд на чёрные маски. По непонятной причине он чувствовал, что знал ответ на мучащий вопрос. «Это ведь ты спасла меня, да, лапуля?» Тихо спросил Ван Боулэ. Он взял чёрную маску, но Тони ответила, спустя какое-то время Ван Боулэ поднялся, осторожно положил маску перед собой, а потом низко поклонился ей. «Лапуля, ты спасла мне жизнь!» Предельно серьёзно сказал он. «Я, Ван Боулэ, никогда этого не забуду!» В ответ на благодарность Ван Боулэ маска едва заметно засияла. Когда свечение погасло, он осторожно взял маску и поднял голову. В нём борлило колоссальное количество духовной энергии жизненной силой синего лотоса, который соединился в Дань Тяне с поглощающим семечком. Культивация стадии возведения основания изменила его духовную энергию, сделав её намного чище. То, чем он оперировал раньше, бледнело на фоне этой могучей силы. Сердце Ван Боулэ охватило жажда убийства, из-под нахмуренных бровей угрожающе блеснули глаза. Секта Закат Галактики, клан Пять Поколений Неба, раз я Ван Боулэ не погиб, значит пришло время расплаты. Эти холодные слова буквально сочились ненавистью, и хэха разнеслось по всей пещере. Ван Боулэ пробудил синий лотос Дань Тяне, он хотел узнать, насколько изменился после достижения стадии возведения основания. Когда мысленный приказ достиг лотоса, и цветок уже был готов действовать, внезапно началось землетрясение. Из глубин земли рвалась столь ужасающая аура, что у Ван Боулэ кровь застыла в жилах. Сила ауры была таковой, что с ее появлением задрожали небо и земля, все люди в мистическом мире луны были потрясны до самого основания. Ван Боулэ чувствовал, что владелец этой духовной энергии спал крепким сном, такой всплеск его аура явно сигнализировала его пробуждение. Бессмертный король ночи? Ван Боулэ инстинктивно отозвал свое сознание из синего лотоса, стоило ему это сделать, как могучая аура исчезла, а следом и намеки на пробуждение бессмертного короля ночи. Предсказуемо это заставило Ван Боулэ задуматься. В мистическом мире луны только одно существо обладало столь внушительной аурой духовной энергии, огромный гигантский мертвец, находящийся в глубокой спечке. Он не стал дальше проверить свою теорию, но его не покидало ощущение, что между синим лотосом и древним покойником существовала какая-то связь. Каким последствием могло привести пробуждение мертвеца, если он активирует синий лотос? Ответ на этот вопрос Ван Боулэ не знал. Он не был уверен в своей способности управлять мертвецом, поднял голову и посмотрел на выход из пещеры. Стоило ему выбраться наружу, как он увидел в тонком тумане силуэты бессмертных ночей и лунных духов. И те, и другие приведи Ван Боулэ склонили головы в неком подобии поклона. Ван Боулэ застыл как вкопанной. С блеском в глазах он попытался как-то взять их под контроль, но после нескольких попыток понял, лунные духи и бессмертные ночи никак не но они обладали одинаковые санкции. В нем время от времени даже проскальзывали струйки блуждающего тумана. Оторвав взгляд от тумана он посмотрел вдаль туда, откуда он пришел. Ему с большим трудом удавалось сдерживать в себе жажду убийства, за его недолгую жизнь он убил не так уж много людей. Визит в мистический мир луны навсегда останется в его памяти, чувство бессилия, обиды и близость смерти, все это стало топливом для неконтролируемого пламени ярости в сердце Ван Боулы. Кипящие внутри него гнев и кровожадность соединились в гремучую смесь, если он не найдет ей выход, то она сожжет его изнутри. Насколько он мог судить, синий лотос представлял собой крайне могущественный объект, и все же сам Ван Боулы все еще находился на стадии возведения основания. Чтобы стать сильнее требовалось время. О том, чтобы сражаться с практиками стадии создания ядра можно было забыть, разделяющая их культивацию пропасть была слишком широкой. Хоть в основе его культивации теперь лежал синий лотос, Ван Боулы не потерял способность трезво мыслить. Немного подумав, он с интересом посмотрел на струящийся вокруг туман. Я уже довольно долго изучаю блуждающий туман. Несколько вещей мне так и не удалось проверить. Если всё получится, никто в мистическом мире луны не сможет остановить меня. Никто не помешает ему не отомстить. Ван Боулы ненадолго закрыл глаза, чтобы хоть как-то унять рвущуюся наружу ярость. Он подошёл к туману и лёгким движением кисти достал из браслета пригоршню жемчужин. Пришло время продолжить изучение облуждающего тумана. Культивация возведения оснований не только подняла его боевую мощь, но и усилила ментальные способности, что в свою очередь повысило контроль при создании от хромического оружия и нанесении начертаний. В округе было достаточно блуждающего тумана. Вдобавок Ван Боулы выяснил, что с синим лотосом внутри него блуждающий туман больше не влиял на него так как раньше. Благодаря этому изучению тумана пошло значительно быстрей, через несколько дней Ван Боулы успешно переплавил жемчужину блуждающего тумана и покинул запретную зону. От него исходила зловещая аура, а полыхающий в сердце гнев мог испепелить небеса. Я вернулся! Глава 271 Залитый кровью мистический мир Алую траву запретной зоны придавила нога Ван Боулы. Он уже снял доспехи из частей автоматонов и сменил окровавленные лохмотины на чистый даосский халат Дау Академии Эфира. Постопережитого он сильно похудел, даже его лицо стало более точеным. Особенно изменились глаза. Они напоминали чистое ночное небо перед бурей, где-то глубоко медленно тлели углебезумие. С хормическим оружием в руках он окружил себя шквальным ветром, Годин нетерпеливо защелкал челюстями черный крокодил. Казалось, из глубин преисподней восстал бог резни, когда Ван Буэлэ двинулся вперед, его тело перестало истощить какие-либо эманации. Невозможно было увидеть вращение его культивации, а значит узнать ее уровень, однако нетрудно догадаться, что таким могучим хормическим оружием мог владеть только человек огромной силы. Непослушный меч, который раньше наносил хозяину не меньше вреда, чем противнику, теперь безропотно слушался его. В данный момент Ван Буэлэ был не в настроении шутить, корить себя за необдуманные решения или предаваться философским размышлениям. Он не всегда был оптимистом, многое зависело от ситуации. Сейчас у него в голове засело всего одно слово «УБИВАТЬ». Больше всего он хотел убить старуху из секты Закат Галактики за уничтоженное дал основание. Следующим на очереди был Джоу Фейск Ланопеть по колени неба, потом шли практики, которые гнались за ним в лесу, их культивация не имела значения. Насколько Ван Буэлэ мог судить за исключением старухи, он мог отправить на тот свет всех своих недоброжелателей обоих стадий культивации. Позади Ван Буэлэ клубился туман запретной зоны, лонные духи и бессмертные ночи бесшумно следовали за ним. Три практика стадии возведения основания, оставшиеся снаружи запретной зоны увидели странную процессию собственными глазами. Им не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому они дожидались момента, когда туман спадет, чтобы забрать тело Ван Буэлэ и термическое оружие. Когда туман заклубился, что было хорошим знаком, они не успели толком обрадоваться, не прошло и секунды, как из тумана вышел Ван Буэлэ. их не подвела. Вслед за Ван Буэлэ из тумана вышло множество лунных духов и бессмертных ночи, похоже, они были чем-то вроде почетного эскорта. Их процессия остановилась только тогда, когда Ван Буэлэ покинул запретную зону, после этого они склонили головы в прощельном поклоне. Трем практикам от увиденного стало не по себе, у них чуть глаза не выпали из орбит, эта сцена была слишком невероятной. Лунные духи бессмертной ночи поклонились ему. Ван Буэлэ не только не погиб, но и полностью исцелился. Три практика из секты закат галактики стояли столбом. Хотя никто из них не смог увидеть уровень культивации Ван Буэлэ, они неосознанно попятились. В этот момент у Ван Буэлэ на границе запретные зоны кровожадно сверкнули глаза. Он задолго до своего появления почувствовал присутствие сорвался с места. Он двигался с нечеловеческой скоростью, от такого рывка воздух сотряс громкий хлопок. Поднявшийся ветер сорвал листву и оторвал ветки деревьев поблизости. Даже практики стадии возведения основания сжатались. Ван Буэлэ с мечом наголо в мгновение ока достиг одного из них. Тот дрожал как осиновый лист, по его лицу промелькнуло изумление, когда перед ним возник Ван Буэлэ. Тээээ! Только и успел выкрикнуть он, у него по шее потекла кровь, а потом отрубленная голова упала на землю. Обезглавленное тело рухнуло на траву, залив вся вокруг кровью. Для убийства практика одной из Ван Буэлэ культиваций хватило всего одного удара. Ему даже не потребовалось использовать всю свою силу. С основанием синего лота с этхромическим оружием он превратился Ван Буэлэ повернулся и холодно взглянул в сторону куда сбежали двое других практиков. Теперь он стал охотником. Один из беглецов, мужчина в самом расцвете сил, еще никогда так не боялся за свою жизнь. В его голове роились десятки мыслей, в сердце закрался леденящий страх. Разве такое возможно? Он до сих пор не верил в реальность происходящего. Смерть товарища как будто положила начало кошмару. У него в голове не укладывалась идея того, что кто-то мог выжить в запретной зоне. Вдобавок Ван Буэлэ полностью исцелился от ран и обрел невероятную силу. Ни на один из этих вопросов ему не было суждено получить ответы. Пока он мчелся по лесу не разбирая дороги, Ван Буэлэ неотступно следовал за ним, словно выпущенный из лука стрела. С высоты птичьего полета сразу становилось ясно, что Ван Буэлэ двигался в 10 раз быстрее двух его жертв. Чтобы нагнать первого практика потребовалось совсем немного времени. Это недоразумение! Ван Буэлэ послушай! Практик стадии возведения основания попытался как-то объясниться, но мрачный взгляд Ван Буэлэ не предвещал ему ничего, кроме смерти. В следующий миг ему в глаза ударил блеск просвистевшего лезвия. Сияние превратилось в огромного крокодила, существо распахнуло пасть и проглотило практика целиком. Когда сияние погасло на земле и осталось лежать разгрызенное на несколько частей тела, Ван Буэлэ тем временем уже бежал за третьим практиком. Он запомнил последнего практика по одной из засад. Тогда тому практику удалось пробить мечом доспехи и ранить его, усложнив и без того непростое бегство. А ты шустрый! Тихий и спокойный голос Ван Буэлэ напоминал свист леднящего ветра. Последний практик в отчаянии раз за разом посылал сигнал о помощи через нефритовую табличку. Услышав голос Ван Буэлэ, он в панике бросил за спину все свои духовные сокровища и послал вслед за ними все известные ему заклинания. «Ван Буэлэ, наши уже знают, что ты жив! У тебя еще есть время унести ноги! Скоро по твою душе придет старейшина!» Ван Буэлэ как будто не услышал угрозы. Сделав еще несколько шагов, он взмахом руки сотворил молнию. Она была в десять раз толще версии получавшейся с культивацией стадии истинного дыхания. С треском молния приняла форму множества мечей, которые соединились в искрящуюся сеть. Ничто не могло помочь практику стадии возведения основания отбиться от этой атаки. Ван Буэлэ последнего из троиц накрыла электрическая сеть. В воздух сотряс жуткий вопль, заклинание разрубило его тело на десятки кусков. В следующем миг вопль стих. Ван Буэлэ подошел к останкам практики и раздавил выпавшую из ослабевших рук нефритовую табличку. «Я хотел, чтобы ты послал сигнал о помощи. Теперь мне не придется никого выслеживать. Они сами придут ко мне», спокойно сказал Ван Буэлэ. Смерть этих троих не уняла ярость его сердца. Он долгое время не сводил глаз в запретные зоны вдалеке. Наконец он отвернулся и широким шагом двинулся в противоположную сторону, буквально излучая свирепости желания убивать. «Вначале я хотел избежать кровопролития, но из секты Закат Галактики захотелось играть в игру, где выживает сильнейший «Будь по-вашему». «Интересно посмотреть, сколько за мной пришлют людей». «Джоу Фэй, не думай, что я про тебя забыл». «Надеюсь, ты сам найдешь меня и избавишь меня от лишних поисков». Ван Буэлэ растворился в лесу, позади остались лежать три трупа. В мистическом мире вновь пролилась кровь, вновь запахла смертью. Глава 272. Путь мести. Ван Буэлэ старался бежать не очень быстро, но его скорость все равно впечатляла. По команде москиты разлетелись во все стороны, предоставив ему круговой обзор местности. Однако Ван Буэлэ чувствовал в ножнах судьбоносного меча еще двух москитов. Черного и еще одного пурпурного. Эта парочка оказалась весьма строптивой. Попреки приказу, они остались в ножнах. Текущего уровня ножен было недостаточно, чтобы заставить насекомых покинуть их пределы. «Это они?» Цвет москитов напомнил Ван Буэлэ о двух чужеродных сущностях, обосновавшихся в его теле. Они явно неспроста превратились в москитов. От этой мысли у него загорелись глаза. Ван Буэлэ понимал, насколько необычными были эти москиты. Пока что он не мог управлять ими, но с дальнейшим повышением качества ножен рано или поздно они подчинятся ему. Ван Буэлэ ни капли не сомневался, что в будущем они себя хорошо покажут. Все-таки один москит родился из черной молнии, чье появление у себя в теле Ван Буэлэ до сих пор не мог объяснить. Относительно происхождения Пурпурного моря у него имелись серьёзное основание подозревать Пурпурное свечение, которое я пыталась убить его в деревне истинного дыхания. Этих двоих не стоит недооценивать, подумал Ван Буэлэ. Это немного ослабило клокочущую в сердце ярость, но пережитые за последние дни ужаса не могли быть так просто забыты. Его всё ещё переполняла жажда крови, если он не отомстит, это грызущее чувство будет тяготить и мучить его ещё очень долго. Пользуясь преимуществом в обзоре, он двинулся через лес. Люди из секты Закат Галактики и клана Пять Поколений Неба должны были сами прийти к нему. Он собирался убивать всех практиков этих двух фракций, кто попадётся ему на пути. На обратной стороне Луны преимущественно находились люди на стадии возведения основания. Через полчаса Ван Буэлэ почувствовал ауру двух практиков с этой культивацией, правда он не был до конца уверен, привёл ли их сюда сигнал о помощи или они просто проходили мимо. Почувствовав их присутствие в его глазах вспыхнула жажда убийства, больше он не мог её сдерживать. Как выяснилось, он уже встречал этих двоих, они были одними из тех, кто загнал его в запретную зону. Ту группу практиков Ван Буэлэ ненавидел лютой ненавистью. Пора умирать! Его сердце казалось было скованно льдом, из леса совершенно беззвучно появился Ван Буэлэ. Он двигался настолько быстро, что его размытый силуэт можно было спутать с блуждающим в лесу призраком, вот только его присутствие мог почувствовать только практик, чья культивация превосходила его собственно. В мгновение Ока Ван Буэлэ оказался рядом с одним из практиков, тот напряжённо всматривался в лес, но почувствовав чьё-то зловещее присутствие резко обернулся. При виде Ван Буэлэ у него кровь отхлынула от лица. Похоже, он получил сигнал о помощи и знал о безумной жестокости Ван Буэлэ. Он здесь! Практик стадии возведения основания инстинктивно сжал нефритовую табличку, чтобы послать предупреждение, но было уже слишком поздно. Только он попятился, как ему в глаза посмотрел Ван Буэлэ. Казалось, его ненависть проникла в практика через зрительный контакт. Она пронзила его глаза и ударила прямо в мозг, отчего тело затрясло, словно он оказался перед лицом обезумевшего зверя. Бедняга успела видеть только какое-то движение краем глаза. Оказавшись совсем близко, Ван Буэлэ ударил кулаком. Сверхновая затопила окрестностей крохотом, Ван Буэлэ и практик стадии возведения основания исчезли в созданной им буре. Немыслимая сила урагана разорвала на мелкие кусочки всю растительность в округе, и издали это выглядело так, будто в лесу разверзлась чёрная дыра. Это была истинная форма сверхновой. Удар по пустоте порождал вихрь, который превращался в чёрную дыру, чья мощь напрямую зависела от физической силы практика. Казалось, будто она поглощала всё на своём пути, но на самом деле она просто разрывала всё на куски. Схватка закончилась мгновенно, защита практика стадии возведения основания не смогла остановить сверхновую, в следующий миг он исчез в урагане, а потом оттуда раздался душераздирающий вопль. Когда со свистом вихрь рассеялся, на земле осталось только кровавое пятно. Четвёртый. Раздался холодный голос Ван Буэлэ. Второй практик стадии возведения основания находился в стороне от событий, но он видел схватку от начала до конца. От увиденного его охватил неконтролируемый ужас, он не мог поверить своим глазам, ранее ему тоже пришёл сигнал о помощи, правда сейчас он уже жалел, что откликнулся на него. Бледный, как мел, без единой кровинки на лице, он думал только об одном — о бегстве. В панике он бросился бежать, что есть мочи, он даже задействовал секретную технику и прикусил язык, чтобы силой крови увеличить скорость, но тут у него над ухом раздался зловещий шёпот, как будто говорила сама смерть. Пятый. Это было последнее, что он услышал в своей жизни. Послушай, Ван Буэлэ, я... В отчаянии он попытался попросить пощады. Если бы мольбы о пощаде работали, товары духовного истока не погибло бы столько практиков. Ван Буэлэ не дал ему закончить, посреди фразы практика стрясло, а потом мир перед его глазами закружился и погрузился во тьму. Потом он почувствовал острую боль в шее, именно туда вошло острие меча. Наконец его сердце остановилось, грудная клетка перестала вздыматься, он испустил дух. Ван Буэлэ мягким движением вытащил меч из поверженного противника. Вытерев клинок его халатом, он как ни в чём не бывало двинулся дальше. Если бы кто-то из знакомых сейчас увидел его, никто бы не осмелился подойти к нему. Весёлый, беззаботный, вечный оптимист. Такого человека видели окружающие. Если бы культивация никогда не пришла на земли, не наступила эра духовного истока, то характер Ван Буэлэ, скорее всего, не претерпел бы каких-то серьёзных изменений. Но в нынешнем жестоком мире борьба шла не на жизнь, а на смерть. Здесь выживал сильнейший. За фасадом беззаботного и добродушного парня скрывался решительный и безжалостный человек, закалённый в гарниле множество сражений. И сейчас новые черты его характера были как никогда заметны. Его крестовый поход против тех, кто пытался его убить, продолжался. Он убивал каждого ученика Секта Закат Галактики, кто ранее покушался на его жизнь. Его не волновало ни их культивация, ни пол, никто не уходил от него живым. Он не проявлял слабины и не думал о возможных последствиях. Раз враги не думали о последствиях, когда охотились за ним, он тоже не видел смысла забивать себе этим голову. Тем не менее, основной его целью оставались практики стадии возведения основания. Со временем он перестал тратить время на встреченных по пути практиков в стадии истинного дыхания Секта Закат Галактики, учнённая им резня не могла не привлечь внимания экспертов Секта Закат Галактики в мистическом мире Луны. В их группе была больше одного практика с культивацией создания ядра. Никто из них не хотел отвлекаться от боли насущных дел, но старуха, похитившая маленький треножник Ван Буэлэ, с удивлением восприняла новости о потерях среди простых учеников и практиков стадии возведения основания. Отложив свои дела, она с холодным смехом устремилась к месту, где в последний раз видели Ван Буэлэ. Человек, в прошлый раз тебе повезло, ты сумел спастись, но в итоге всё равно решил напасть на нас. Похоже, у тебя были другие сокровища. Ты как будто приглашаешь меня навестить тебя и покопаться в тебе ещё раз. Старуха отдала приказ всем практикам стадии возведения основания, кто находился неподалёку, им было поручено выследить и убить Ван Буэлэ. На сей раз я позабочусь, чтобы ты точно отправился на тот свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok